Пол Остер, Мистер Вертиго, Роман, перевод с английского Чернышёвой, Москва, Эксмо, Санкт-Петербург, издательство «Домино», 2004 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». На задворках эпохи джаза в стороне от гангстеров и бутлегеров кудесник-мастер Иегуди обучает малолетнего гопника Уолта летать, в прямом смысле и переносном. Исполненный сильных чувств и неожиданных поворотов волшебная история от признанного волшебника слова знаменитого автора Тимбукту и Нью-Йоркской трилогии. Часть первая Когда мне было двенадцать, я впервые пошёл по воде. Научил меня, как это сделать. Человек в чёрных одеждах. Однако, не буду врать, я не сразу усвоил сей фокус. Начиная с того самого дня, когда я, сирота, девяти лет от роду, клянчивший в Сент-Луисе на улицах мелочь, попался ему на глаза, мастер Иегуда три года упорно со мной работал и только потом разрешил показать номер публики. Это случилось в двадцать седьмом году, том самом, когда всходила звезда Бэйба Рута и Чарльза Линдберга. А над прочим миром стала сгущаться вечная ночь. Я продержался почти до октябрьского краха и достиг высоты, какая той парочки и не снилась. Тогда я сделал такое, чего раньше не сумел ни один американец. А потом не делал никто. Мастер Иегуда выбрал меня, потому что я был самый маленький, самый грязный, самый жалкий. «Ты похож на животное», — сказал он, — образец людского ничтожества. Это была его первая адресованная мне фраза. И даже теперь, шестьдесят восемь лет спустя, я всё ещё слышу, как он её произносит. «Ты похож на животное. Если останешься здесь, не дотянешь и до весны». «Если уедешь со мной, я научу тебя летать». «А то будто кто летает», — сказал я. «Это птички летают, мистер, а я вроде как без перьев». «Много ты знаешь», — сказал мастер Иегуда. «Ничего ты не знаешь, потому что никто и ничто. Если не взлетишь до тринадцати лет, отрубишь мне голову топором. Хочешь, напишу расписку. Тогда, если я не выполню обещание, моя судьба будет в твоих руках». Был субботний вечер, начало ноября, и стояли мы около входа в Парадиск, классный ресторан в центре города, где наливали спиртное, в джаз-банде играли негры, и разносчицы сигарет ходили в прозрачных платьях. Я всегда караулил там по выходным, выпрашивал мелочь, бегал по поручениям, а для тех, кто с деньгами, ловил такси. Сначала я было подумал, что мастер Иегуда тоже надрался, болтаясь по ночным кабакам, как и все эти богатенькие придурки в черных смокингах и шелковых цилиндрах. Выговор у него был чужой, так что я сразу вычислил, что он не из наших. Но на это мне было наплевать. Что ж, до болтовни о полетах, то пьяные все несут околесицу. А мне доводилось услышать не такое. «Кто высоко взлетает, при посадке и шею может свернуть», — сказал я. «О технике поговорим позже», — сказал мастер. «Освоить ее нелегко, но если будешь слушаться и делать, как я говорю, мы с тобой станем миллионерами». «У вас вон и так миллионы», — сказал я. «Я-то вам на кой?» «У меня, убогий ты мой, доллар, может быть, и найдется. Возможно, ты и увидел во мне некое сходство с буржуем, но лишь по той причине, что в башке у тебя опилки». А теперь слушай внимательно. «Судьба дает тебе шанс. Второго такого не будет. Я уезжаю утром с синей птицей в шесть тридцать. Если ты не придешь, я уеду и без тебя, а ты можешь клянчить здесь у прохожих хоть до скончания света. Вы не ответили?» — сказал я. «Затем, что ты сам ответ на мои молитвы, сынок. Вот на кой. Затем, что у тебя есть дар». «Чего?» «Нет у меня никакого дара. А если бы был, вам-то откуда чего знать, мистер обезьяний колпак? Мы знакомы-то две минуты». «Опять ошибаешься», — сказал мастер Иегуда. «Я неделю за тобой наблюдаю. А если ты думаешь, будто твой отъезд огорчит дядю с тетей, то, значит, понятия не имеешь, с кем прожил четыре года». «Это я-то понятия не имею», — сказал я, вдруг неожиданно осознав, что мой собеседник отнюдь не похож на субботнего пьяницу. Он был кое-кто похуже. Полицейский или инспектор, который шляется по улицам от нечего делать. И коли засек меня возле ресторана, стало быть, я в дерьме по самые уши. «Твой дядя Склис — еще тот подарок», — продолжал мастер, наконец завладев моим вниманием по-настоящему. Не ожидал, что в Америке есть такие придурки. Злобный, вонючий, да в придачу еще с мерзкой рожей. Что ж, удивляться, Клиты превратился в помоешную дрянь. Сегодня утром мы имели с ним, с твоим, значит, дядюшкой, довольно продолжительную беседу. И он оказался очень даже не против распрощаться с тобой навсегда, даже денег не попросил. Только подумай, Шпендрик, даже денег не попросил. А его толстомясая, это свиньяк, которую он называет женой, сидела рядом и хоть бы слово сказала. «Решать тебе. Однако, примешь ты мое предложение или нет, в любом случае туда тебе лучше не возвращаться. Ты огорчишь их обоих, точно тебе говорю. Просто до невозможности. Ну и сам понимаешь». Может быть, я и был животным. Но и у животных есть чувства, так что, выслушав эту тираду, я почувствовал себя так, будто меня пнули под дых. Дядя Склис с тетей Пек, конечно, были не ангелы. Однако их дом давно стал моим домом. И что я там никому не нужен, прошибло до самых пяток. Мне, в конце концов, было девять лет. Я был крепкий мальчишка, но все же совсем не настолько, насколько хотел показаться. И не смотри на меня тогда сверху вниз, темные глаза мастера, наверное, я расплакал, забыл, прямо на улице. До сих пор вспоминая тот вечер, я так и не могу понять, сказал ли тогда мастер правду. Беседовать с родственничками он, безусловно, беседовал, однако спокойно потом мог все переврать. Не сомневаюсь, он к ним заходил. Описал он их точно. Но вот чтобы Склису уж так захотелось от меня избавиться, что он даже не спросил о наличных, это звучало почти невероятно. И тем более, за дело. Не берусь утверждать, будто мастер Иегуда надул этого ублюдка и сбежал со мной, не заплатив. Но независимо от того, был уговор или нет, учитывая все происшедшее позже, сам Склис явно считал себя потерпевшим. Не хочу сейчас попсту тратить время, гадая, соврал мастер или не соврал. В конечном итоге важно лишь, что в тот вечер он заставил меня сделать, как он хотел. Убедил меня не возвращаться, и я, раз поддавшись, больше себе не принадлежал. Наверняка именно этого мастер и добивался. Чтобы мне не за что было цепляться. Когда вдруг разом теряешь тех, ради кого жил, то без разницы, что будет дальше. Тогда думаешь, лучше бы ты умер. И неожиданно для себя оказываешься готов сделать любую глупость, даже отправиться в ночь с первым попавшимся встречным. — Окей, мистер, — сказал я голосом, который вдруг стал на две октавы ниже. И, пронзая его самым убийственным взглядом, — Вы добились, чего хотели. — Только если не сделаете, чего сказали, прощайтесь со своей головой. Я, конечно, может, и маленький, но меня все равно не обманешь. В поезд мы сели затемно. Когда рассвело и сквозь тучи пыталось пробиться тусклое ноябрьское солнце, мы уже ехали на запад по штату Миссури. После смерти матери я ни разу не выезжал из Сент-Луиса, и мир за его пределами в то утро предстал мне мрачным. По обе стороны железной дороги тянулись одни только серые, голые, убранные кукурузные поля. Тащились мы до Канзас-Сити, наверное, часов шесть. Однако за всю дорогу мастер Игуда не произнес и трех слов. Он почти все время спал, прикрыв шляпой лицо, а я был слишком испуган, чтобы что-нибудь предпринять, и лишь смотрел в окошко на пробегавшую мимо землю и старался собраться с мыслями. От приятелей в Сент-Луисе я не раз слышал о таких одиноких проезжих, похожих на мастера Игуду, которые ловят маленьких мальчиков, заманивают к себе и творят с ними не весь что. Мне стало не по себе, когда я представил, как он снимает с меня одежду и трогает в всех местах, где мне совсем не понравится, но не этого я боялся. Я как-то слышал про мальчика, уехавшего вот так, с чужим человеком, а потом только его и видели. После тот человек признался, как разрубил того парня на мелкие кусочки и сварил себе на обед. А другого посадили в темном подвале на цепь и полгода продержали на хлебе и воде. А еще одного заманили в дом и содрали с живого кожу. Оставшись с собой один на один и получив время подумать, я боялся чего-то подобного. Я позволил себя заманить, попался в лапы к чудовищу, и если на самом деле он хоть в половину такой, каким кажется с виду, то, скорее всего, следующего утра мне уже не видать. Мы вышли из вагона и пошли по заполненному людьми перрону. — Хочу есть, — сказал я, дергая мастера за пальто. — Если не накормите, сдам первому же легавому. — А куда ты дел яблоко, которое я тебе дал, — сказал он. — Улетело в окошко. — Так. — Значит, яблоко не считается. — А как насчет бутерброда с ветчиной? — Или, например, жареной куриной ножки? — Или пакета с пончиками? — Там же. — Вы же, конечно, не думали, что я схаваю вашу жрачку. — Ну почему же? — Кто не будет есть, молодой человек, тот весь сморщится и умрет. — А, по крайней мере, не сразу. А вот когда яд, то укусишь раз — и привет. Впервые с момента нашей встречи мастер Иегуда улыбнулся. И если не ошибаюсь, то, по-моему, даже позволил себе засмеяться. — Иными словами, ты мне не доверяешь. — Да уж чё-то побери. С какой стати мне вам доверять? — Ладно, паршивец, расслабься, — сказал мастер Иегуда, ласково потрепав меня по плечу. — Ты ещё не забыл, что ты мой талон на кормёжку? Я тебя и пальцем не трону. Другого ответа я и не ждал, и вовсе не собирался за здорово живёшь глотать сахарную водичку. Но мастер полез в карман, достал новенький крепкий доллар и вложил мне в ладонь. — Видишь? — Вон там ресторанчик, — сказал он, показывая на домишко, который стоял в центре посреди станционных зданий. — Иди, пообедай, ешь, сколько влезет. — Я подожду тебя здесь. — А вы? — Вы что, совсем не едите, что ли? — Обо мне не беспокойся, — ответил мастер Ягода. — Мой желудок сам знает, когда и что нужно. Я уже повернулся, чтобы идти, а он добавил. — Один небольшой совет, шпенёк ты несчастный. На случай, если ты решил удрать, то сейчас как раз самое время, о долларе не беспокойся. Это тебе запричинённое неудобство. В ресторанчик я вошёл один, несколько успокоенный последними словами. Будь у него на мой счёт и впрямь злодейские планы, зачем бы он сам давал мне возможность бежать? Я сел к стойке, заказал говядину по-ирландски и бутылку сарсапарильи. Официант в мгновение ока метнул передо мной тарелку, где была целая гора варёной копчухи с варёной капустой. Таких порций я в жизни не видел. Это был стадион в Сент-Луисе, не меньше, но я смёл всё до единой крошки и ещё съел два куска хлеба, а потом запил второй бутылкой воды. Ничто не может сравниться с тем блаженным чувством уверенности, которое разлилось волной, когда я потом отдыхал за липкой, заляпанной стойкой вокзального ресторана. Набив живот, я показался себе неуязвимым, и никакие беды были мне не страшны. Венцом всему было мгновение, когда мне предъявили счёт, а я достал из кармана доллар. Я провёл всего сорок пять центов, и даже с вычетом пятака, который я швырнул официанту на чай, у меня было четыре монеты. Сейчас, кажется, будет-то немного, но тогда полдоллара были для меня целое состояние. — Это и есть мой шанс, — сказал я себе тогда, сползая с высокого табурета и окидывая зал одним молниеносным взглядом. — Можно вышмыгнуть в боковую дверь? И этот в чёрном никогда не узнает, от кого получил по башке. Ничего подобного я, однако, не предпринял. Я сделал другой выбор, который переменил всё течение моей жизни раз и навсегда. Вместо этого я пошёл к поджидавшему мастеру, потому что тот пообещал сделать из меня миллионера. Такова оказалась сила тех пятидесяти центов. Я решил рискнуть. Мало ли, он не врёт. Потом мы сели в другой поезд, потом в третий. И в тот же день, часам примерно к семи, попали туда, где находилась конечная цель нашего путешествия — крошечный городишко под названием Сибола. В течение дня, как и утром, мастер Игуда со мной почти не разговаривал. Я успел немного с ним освоиться и в конце концов даже перестал пытаться угадывать, что он сделает и когда. Едва я решал, будто понял и выстраивал очередную схему, как мастер мгновенно её опровергал, поступив совершенно противоположным образом. «Можешь называть меня мастер Игуда», — сказал он, впервые назвавшись. «Если хочешь, для краткости просто мастер. Но никогда и ни при каких обстоятельствах не называй меня просто Игудой». «Всё понятно». «Сами себя так прозвали», — сказал я, «или родители нарекли». «Наречённое моё имя тебе знать ни к чему. Мастер Игуда... Этого вполне достаточно. Да ладно вам, как хотите. Ну, а меня зовут Уолтер. Уолтер Клерборн Роули. Для краткости можно просто Уолт. Мне можно называть тебя как угодно. Захочу червяком. Буду звать червяком. Захочу свиньёй. Будешь откликаться и на свинью, понял? Эй, чёрт, мистер! Не понял, с какой стати? К тому же я не терплю ни лжи, ни притворства, ни лени, ни жалоб, ни заявлений вроде того, что ты будто бы передумал. Приспособишься — станешь самым счастливым мальчишкой на свете. Ясное дело. Кабы безногому до ноги писал бы стоя. Сынок, о тебе мне известно всё. Морочить голову лучше и не пытайся. Знаю, что в семнадцатом твой отец погиб в Бельгии при газовой атаке. Знаю про мать. И как она за паршивый доллар выделывала чёрт знает, что у вас в восточном районе. И как четыре с половиной года назад дурак полицейский выстрелил из револьвера и снёс ей полголовы. — Конечно, малыш, не думай, будь то мне тебя вовсе не жалко. Только о вранье со мной лучше забудь. — Окей, мистер умник. На колевые сами всё знаете. Чего ж болтать о том, что и так всем известно? — Того ж. Того ж, что ты так и не поверил ни единому моему слову. Разговоры о полётах — это, по-твоему, так себе ерунда, чушь собачья. Уолт, тебя ждёт большая работа, какой ты никогда и не нюхал. И ты будешь долго мечтать только о том, как бы удрать. Однако, если у тебя хватит сил, если ты мне поверишь, то не пройдёт и трёх лет полетишь. Клянусь, ты поднимешься над землёй и взлетишь в воздух, как птица. — Вы, мистер, часом не забыли, что я из Миссури? У нас там сказкам не верят. Мы теперь не в Миссури, мой юный друг. Мы в Канзасе. Такой плоской, унылой пустыни ты ещё в жизни не видел. Когда в 1540 году Коронадо пришёл сюда искать золото индейцев, у него половина людей сошли от тоски с ума. Здесь не поймёшь, где находишься. Здесь ни гор, ни деревьев, ни даже ям на дороге. Канзасская степь ровная, чистая, как смерть. И когда ты пообживёшься, то и сам поймёшь. Сбежать отсюда можно только вверх, только в небо. Оно здесь тебе одно и друг, и помощник. Когда поезд въехал под крышу вокзала, было уже темно, и я не сумел проверить, насколько описание моего нового дома соответствует действительности. Сибола, какой я её помню в те времена, была как две капли воды, похожей на все прочие захолустные городишки. Но поскольку в свои девять лет я не имел ни малейшего представления, какими они должны быть, то отметил лишь, что ночь в Канзасе немного холоднее и немного темнее, чем в Сент-Луисе. Для меня было новое всё, и незнакомые запахи, и чужие звёзды на небе. Если бы мне сказали, что я попал в изумрудный город, наверное, я чувствовал бы себя точно так же. Мы прошли насквозь здание вокзала и встали у двери, всматриваясь в темноту. Было всего семь вечера, но городок как вымер, и кроме нескольких светившихся вдалеке окон, я не заметил ни единого признака жизни. — Не беспокойся, — сказал мастер Игуда. — Сейчас за нами приедут. Он взял меня за руку и хотел было сжать покрепче, но я её выдернул. — Держите свои лапы подальше, мистер-мастер, — сказал я. — Вы уж небось решили, будь то я ваша собственность, а вот фиг. Когда я произнёс эти слова, секунд через девять в дальнем конце улицы появился крытый брезентом фургон, запряжённый крупной серой лошадью. Фургон был точь-в-точь, как в вестерне у Тома Микса, который я видел летом в кино-паласе. Но бог ты мой! На дворе это был 1924 год, и когда эта рухлядь понеслась по улице, грохочав всеми своими досками, я решил, будто мне мерещится. Однако мастер Ягуда при виде фургона замахал рукой, а через минуту тот был уже возле нас, и серая лошадь с вырывавшимися из ноздрей клубами пара остановилась, кося глазом, извиняя сбруей. На козлах сидел кто-то плотный, почти что круглый, закутанный в одеяло, в широкополой шляпе, так что я даже не понял, мужчина это, женщина или медведь. — Привет, мамаш Сью, — сказал мастер Ягуда, — посмотри, кого я привез. Примерно минуту женщина смотрела на меня, ничего не выражавшими, холодными, как камень глазами. И вдруг ни с того ни с сего просияла улыбка из самой теплой, самой дружеской из всех, какие мне посчастливилось видеть за свою жизнь. Во рту у нее торчало в лучшем случае зуба три, темные глаза сверкнули, и я, заметив их блеск, решил, что она цыганка. Стало быть, это мамаша Сью — хозяйка цыган, а мастер Ягуда — ее сын, и он — князь тьмы. Сейчас они отвезут меня в замок, откуда нет возврата, и либо сегодня же ночью съедят, либо превратят в раба, в ничтожное присмыкающееся, какого-нибудь евнуха, с шелковой банданой на голове и кольцом в ухе. — Прыгай сюда, сынок, — сказала мамаша Сью. Голос у нее оказался до того хриплый и неженский, что, если бы не мелькнувшая уже улыбка, я перепугался бы до смерти. — Сзади есть одеяло. Коли ты большой и соображаешь, что для тебя хорошо, что плохо, то уж сообразишь, и как их употребить. — Ехать долго. — Ночь холодная. А ты же не хочешь добраться до места с отмороженной задницей? — Его зовут Уолт, — сказал мастер, взбираясь позади нее на козлы. — Безмозглый бродяжка с кабацких задворков. Если меня не подводит чутье, именно его я искал все годы. Тут, повернувшись ко мне, мастер почти сердито добавил. — А это малыш, мамаша Сью. Веди себя хорошо, и тебе воздастся добром. Попробуй ее разозлить, пожалею, что родился на свет. Она беззубая, толстая, только лучше матери у тебя не было. Я не знал тогда, сколько мы ехали. Наш дом стоял в степи от городка в шестнадцати или семнадцати милях, но узнал я об этом намного позже, а тогда фургон покатил по дороге. Я забился под одеяло и быстро уснул. Проснулся я, когда фургон уже стоял. Меня разбудил мастер, легко пошлепав по щекам, а иначе наверняка я проспал бы там до утра. Мамаша Сью осталась распрягать лошадь, а мы пошли в дом, где первая комната оказалась кухней. Она была пустая, с дровяной печкой, тускло светившейся в одном углу и мерцающей керосиновой лампой в другом. За столом сидел и читал книгу «Черный мальчишка» лет примерно пятнадцати, причем не коричневый, как большинство негров, которых я видел в Сент-Луисе, а совершенно, абсолютно, до такой степени черный, что отливал синевой. Он был самый, что ни на есть эфиоп из самых глубин черной Африки, и едва я его увидел, сердце упало в пятки. Он был тощий, костлявый, с выпученными глазами, с огромными толстыми губами, а когда поднялся нам навстречу, оказалось, что он еще весь перекривленный и кособокий. — Это самый лучший мальчишка на свете, — сказал, обращаясь ко мне мастер. — И зовут его Эзоп. — Поздоровайся, Ол, ты пожми ему руку. Он теперь будет твоим братом. — Черномазом? Да вы что, — сказал я. — Вы что, спятили, мистер? Да ни за что в жизни. Мастер Игуда вздохнул протяжно и громко. Будь-то слова мои вызвали в нем в глубинах души не гнев, а скольпь. И он ее так и выдохнул. Потом очень спокойно и медленно мастер сделал палец крючком и приставил мне под подбородок, точно посередине, где прощупывается кость. Потом надавил в эту точку и шею тотчас пронзил ужасная боль, которая мгновенно распространилась по всей голове. В жизни я не испытывал такой боли. Я хотел было закричать, но горло перехватило, и мне удалось издать лишь слабый сдавленный писк. Мастер же продолжал давить, и я вскоре почувствовал, как ноги мои отрываются от земли. Я поднимался, как перышко, а он будто и не прилагал никаких усилий, будто я был не я, а какая-то божья коровка. Наконец лица у нас оказались на одном уровне, и я увидел его глаза. «Здесь у нас не принято так разговаривать», — сказал он. «Все люди — братья, а в нашей семье мы привыкли относиться друг к другу с уважением. Такой у нас закон. Нравится он тебе или нет, но подчиниться придется. Закон есть закон. А кто нарушит его, превратится в слизни и будет ползать по земле веки вечные». И они накормили меня. И одели меня. И дали мне комнату, которая была только моей. Не били, не колотили, не пинали и не щипали, и даже не драли за уши. Но, несмотря на хорошие отношения, никогда еще в жизни мне не было так плохо. И никогда меня так не душили горечь и гнев. Первые шесть месяцев я думал лишь, как убежать. Я был городской мальчишка, в крови у меня гудел джаз. Я верил в счастливый случай и всегда был к нему готов. Я любил людской водоворот, скрип троллейбусных тормозов, вонь бутлегерского виски в сточных канавах. Любил что-нибудь отмочить, нахулиганить. Я был ловкий и быстроногий, бойкий на язык, веселый чертенок, хранимый сотнюю ангелов. А тут оказался на краю света в дыре, где не было ничего, кроме неба. А небо это сулило только погоду, да и то почти всегда плохую. Собственность мастера и ягуды составляли 37 акров земли, двухэтажный домик, курятник, хлев и сарай. В курятнике жили с десяток кур, в сарае серая лошадь и две коровы, в хлеву шестили семь свиней. Не было ни электричества, ни водопровода, ни граммофона, ничего. Для развлечений предназначалось лишь пианино в гостиной, но играл на нем только Эзоп, который так фальшивил, играя любую самую примитивную мелодию, что едва он касался клавиш, я спешил убраться подальше. Так что местечко это было не просто дыра, а полная задница, всемирный центр тоски смертной. И достало меня через день. Никто в доме даже не знал бейсбола, и не с кем было поболтать в моих родных кардиналах, а ничем другим я тогда не интересовался. Я жил с таким чувством, будто вдруг провалился в какую-то временную щель и оказался в каменном веке, в краях, где живут бронтозавры. От мамаши Сью я случайно узнал, что за семь лет до этого мастер Иегуда выиграл нашу ферму в карты. Вот так поиграли, сказал я. Кто проиграл, тот выиграл. А кто выиграл, сам дурак. Теперь ему до скончания века сидеть и копаться в грязи в этом Дыркенвилле, Соединенные Штаты. Признаю, я был маленький злобный звереныш, но оправдываться не собираюсь. Я был тем, кем был, кем стал, набираясь от всех и всего, где я вырос, и не вижу смысла делать по этому поводу большие глаза. Но вот что меня удивляет, так это терпение, с каким они относились ко мне все шесть месяцев, все понимая и прощая мою тогдашнюю глупость. В первую зиму я бежал из дома четыре раза. Один раз умудрившись добраться до Вичиты, и четыре раза они меня встретили, не задав ни единого вопроса. Вряд ли я тогда, хоть на волос, приподнимался над той самой грязью, был хоть на молекулу, выше отметки, отделяющей человека от прочих, и логично было решение мастера, который, увидев, что душа моя, подобно душе животных, приставил меня для начала именно к ним, то есть отправил в хлев. Как не противно мне были куры со свиньями, я предпочитал их компанию людям. Там я не знал, кого ненавижу сильнее, и каждый день менял их местами. Мамашу Сью и Эзопа я презирал, а о мастере даже думать не мог без гнева и возмущения. Это он, негодяй, заманил меня. Из-за него я влип, конечно же, он у меня был главный за все ответчик. Больше всего меня изводили его оскорбительные, полные сарказма, замечания и словечки, которые непрерывно летели в мой адрес, а также манера шпынять меня и гонять с поводом и без повода, единственное и желание еще раз доказать, какая я дрянь. В обращении с теми двумя он был просто эталон вежливости, но хоть бы раз пропустил возможность уколоть меня. Как началось первый день, так потом и поехало. Я довольно быстро пришел к выводу, что мастер Игуда ничем не лучше, чем дядюшка Склис, и пусть он мне не давал колотушек, как тот, но слова тоже имеют силу и тоже больно били по голове. — Ну, мерзавец! — сказал он мне в то первое утро. Будь любезен, поведай, какие основы, каких наук успели в тебя заложить. — Основы? — сказал я, и немедленно, как и положено уличному мальчишке, постарался дать быстрый и точный ответ. — У меня только одна основа, та, на которой сижу, как у всех нормальных людей. — Я спрашиваю тебя про школу, осел. Входил ли ты хоть единожды в класс? И если входил, то чему там успел научиться? Не ходил я ни в какую школу, больно нужно. Я что, не знаю, как время провести, что ли? — Отлично! Слова мудреца, да и только. А как у нас обстоят дела с алфавитом? Буквы ты знаешь или нет? — Кое-какие знаю. Те, которые практически полезные, а остальные мне без надобности. От них только голова болит, с какой бы стати мучиться. И каких же для тебя практически полезные? — Надо подумать. Например, О. И это мне нравится. И еще У. Потом есть, ну, как их, Эл. — Эл. — Р. И Е. Еще Т. Которое... Такой... Перекресток. Это мои любимые буквы. А остальные, да ну и к черту, плевать я на них хотел. Иными словами, ты можешь написать свое имя. А то мы толкуем, хозяин. Я умею писать, как меня зовут. Могу посчитать все года, хоть до второго пришествия. И знаю, что солнце на небе — это звезда. А еще знаю, что книжки для девчонок и маменьких сынков. И если вы придумали меня учить по книжкам, то лучше сразу расторгнем наш договор и разбежимся. — Не дрейф, Шпендрик. Твои слова для меня просто музыка. Чем ты глупее, тем лучше для нас обоих. Меньше исправлять, и значит, мы с тобой сэкономим массу времени. — А как насчет полетов? — Когда начнем? — Ну вот мы и начали. — С этого момента все, что бы мы ни делали, направлено на обучение. Тебе это не всегда будет понятно, так что постарайся просто запомнить. Если будешь держать это в голове, то выдержишь, даже когда начнется трудное. У нас с тобой долгий путь, сынок. И для начала придется сломить твой дух. Хотел бы я по-другому, но иного способа нет. Впрочем, учитывая, из какого дерьма я тебя достал, с этой задачей мы справимся быстро. Вот я и мерз целыми днями в клеву, перелопачивая навоз, а те трое сидели в доме, в тепле. Мамаша сью занималась готовкой и прочей домашней работой. Эзоп валялся с книжками на диване, а мастер Игуда не делал вообще ничего. С утра и до вечера он сидел на жестком прямом деревянном стуле и смотрел в окно, и, как мне казалось, других обязанностей у него не было. За всю зиму я ни разу не видел, чтобы он хоть зачем-нибудь вставал со своего места, разве что поболтать с Эзопом. Иногда я к ним даже прислушивался, однако смысл бесед ускользал. Они употребляли столько сложных, тарабарских слов, будь то это был другой, им одним понятный язык. Через некоторое время, когда я немного обвыкся, я догадался, что они учатся. Мастер Игуда взялся обучить Эзопа предметам школьной программы, и потому все книги, которые они читали, были учебниками по истории, литературе, математике, латыни, французскому и так далее. Мастер, конечно, хотел научить меня летать, но, значит, еще хотел сделать Эзопа ученым. И, насколько я мог судить, эта вторая задача была для него важнее. Однажды утром, вскоре после моего появления на ферме, мастер сам как-то сказал. Ему, крысеныш, жилось хуже, чем тебе. Я нашел его двенадцать лет назад, в Джорджии, когда он в лохмотьях ковылял через хлопковое поле. К тому времени он не ел два дня, потому что его мамаша, которая и сама-то была ребенком, умерла от туберкулеза и лежала в их хижине, а от хижины до того поля было четырнадцать миль. Столько малыш и прошел. Он уже бредил от голода, и, не наткнись я на него тогда, никто не знает, что было бы. Физически он остался с тех пор искалечен самым прискорбным образом, но голова у него — великолепный инструмент. И он уже превзошел меня почти по всем дисциплинам. Года через три хочу отправить его в колледж. Пусть продолжит учиться, а потом, когда выучится и войдет в жизнь, он станет примером и образцом для всех негров, сдавшихся перед насилием, процветающим в этой лицемерной стране. Я не понял из его речи ни слова, однако любовь в голосе разобрала, и она меня обожгла. Пусть я и был глуп. Однако что это означает, понял. Мастер любит Эзопа как сына, а я — приблудный звереныш, кретин, на которого можно спустить собак и выгнать под дождь. Мамаша Сью была, как и я, неграмотна, и мы могли бы с ней стать товарищами по невежеству и ничтожеству, и тем не менее этого не произошло. Мамаша Сью относилась ко мне неплохо, но вот меня от нее брала отропь, и привыкал я к ней дольше, чем к тем двоим вместе взятым, хотя их тоже трудно было назвать нормальными. Даже сняв с головы шляпу и распаковавшись из одеял, она нисколько не походила на женщину. Почему-то это меня угнетало, но даже когда я подсмотрел за ней в замочную скважину и своими глазами увидел пару сисек и убедился, что между ног ничего не болтается, все равно поверить не мог до конца. У нее были грубые, как у мужчины, руки и могучие плечи. Под одеждой буграми ходили мышцы, а лицо, если не считать редких мгновений, когда оно вспыхивало своей прекрасной улыбкой, хранило настолько замкнутое и отстраненное выражение, что больше смахивало на полено. Но, кажется, еще больше, чем внешность. Меня отталкивали ее молчаливость и манера смотреть сквозь меня, будто меня вовсе нет. Приставленный к хозяйству, я в прямом подчинении находился у мамаши Сью и, следовательно, имел с ней дело чаще, чем с теми. Она выдавала задания, проверяла, как я их исполнял, следила, чтобы я умывался и чистил зубы перед сном. Однако в ту часть дня, которую я проводил с ней рядом, я чувствовал себя более одиноким, чем если бы был в доме один. В ее присутствии под ложечкой начинало тянуть, и я остановился будто меньше ростом. От моего поведения ничего не зависело. Я мог скакать на месте или стоять спокойно, мог орать во все горло, а мог молчать. Ничего не менялось. Мамаша Сью была как стена, и, всякий раз приближаясь к ней, я ощущал себя облачком дыма, крошечным пепельным клубом, который вот-вот разлетится по ветру. Единственным человеком, кто относился ко мне и впрямь по-человечески, был Эзоп. Но я с самого начала был настроен враждебно, и, что бы он ни говорил, как бы ни поступал, мое отношение оставалось неизменным. Я ничего не мог сделать. Презрение к черным было в крови, а Эзоп, к тому же, был еще и безобразнее всех, кого я имел несчастье видеть за свою жизнь. И я чувствовал себя оскорбленным уже тем, что вынужден жить с ним под одной крышей. Это шло вразрез с правилами, опрокидывало законы природы и все святыни, и я не позволял себе с ним примириться. К тому же говорил Эзоп так, как не говаривал еще ни один цветной, даже не как американец, а будто английский лорд. К тому же он был любимчиком мастера, и всего этого оказалось достаточно, чтобы я и думать о нем не мог без судорог. Еще хуже мне было от того, что, когда он вертелся рядом, приходилось держать рот на замке. Конечно, позволь я себе тогда разок ругнуться, и гнев мой немедленно вылился бы наружу, а я не забыл палец мастера, вонзившийся в подбородок, и не имел ни малейшего желания снова подвергнуться пытке. Но еще хуже было то, что самого Эзопа, похоже, нисколько не волновало мое презрение. Я пустил в ход весь свой арсенал гримас и косых взглядов, но когда начинал кривляться, Эзоп лишь качал головой и чему-то улыбался. Я чувствовал себя дурак-дураком. Как я не старался причинить ему боль? Мне ни разу не удалось его даже поддеть и хоть как-то открыть счет в свою пользу. Мало того, что в нашей войне ему принадлежала окончательная победа, этот черный дьявол одерживал верх в любой самой незначительной, самой паршивой стычке, и, в конце концов, я стал думать, что, коли я здесь разучился вести честный и равный бой с честным обменом ударами, так виновата в этом проклятие, которое лежит на здешних местах. Я жил словно в кошмарном сне, и чем отчаянней рвался проснуться, тем больше в него увязал. «Ты слишком держишься за свое», — сказал мне Эзоп как-то однажды днем. «Ты до того зациклен на своей собственной праведности, что слеп ко всему. Учти, тот, кто не хочет видеть дальше своего носа, никогда не заглянет в себя и не поймет, кто он такой. Я и так знаю, кто я такой», — сказал я. «Вот этого у меня никто не отнимет. Мастер и так не собирается у тебя ничего отнимать. Наоборот, он дает тебе почувствовать великий дар. Слушай, сделай мне одолжение, а? Не поминай при мне этого филина. Мутит меня от него, от твоего мастера. И чем реже о нем вспоминать, тем лучше. Он тебя любит, Уолт. Он верит в тебя всей душой. Да пошел бы он со своей душой, знаешь куда. Этот врун хвоста крысиного за так не подарит. Цыганский князь, вот он кто. И если у него и есть душа, в чем лично я сомневаюсь, так ничего там нет, кроме злобы». «Цыганский князь?» Эзоп выпучил свои без того выпученные глаза. «Ты правда так думаешь?» Эта мысль, должно быть, показалась ему смешной, поскольку он тут же схватился за живот и покатился от кохота. «Да, голова у тебя работает что надо», — сказал он, вытирая с глаз слезы. «С чего, скажи на милость, ты так решил?» «Ладно тебе», — сказал я, покраснев от смущения. «Допустим, он не цыган». «Тогда кто же он?» «Венгр». «Кто?» «Я запнулся. Я никогда в жизни не слышал такого слова, и оно меня настолько ошеломило, что я утратил дар речи». «Мастер?» «Венгр». Он родился в Будапеште, но с детства живет в Америке. Вырос он в Нью-Йорке, в Бруклине, а отец у него и дед. Оба были раввины. «Это еще кто такие? Вроде крыс, что ли?» «Раввин» — по-еврейски учитель. Но на самом деле это что-то среднее между священником и правителем». «Понятно», — сказал я, — «вот оно что». «Тогда все понятно, а то... Значит, он хуже цыгана, этот твой доктор черные брови. Он жид. Хуже жида. Быть не может, как их только с земля носит». «Смотри, чтобы он не услышал», — сказал Изоб. «Я знаю свои права», — сказал я, «и слово даю, не позволю собой помыкать какому-то там еврею». «Полегче, Уолт. Ты сам напрашиваешься на неприятности». «А это ведьма. Мамаша Сью. Она что, тоже жидовка?» Изоб покачал головой и перевел взгляд в пол. Голос у меня звенел такой яростью, что он не решился дальше смотреть мне в лицо. «Нет», — сказал он. «Она Сью. Ее дед был родным братом сидящего быка. В молодости она выступала в шоу Буффало Билла. Дикий Запад. И ездила без седла лучше всех. Издеваешься», — сказал я. «И в мыслях не было. Все, что я рассказала, истинная, чистая правда. Ты живешь под одной крышей с евреем, индианкой и негром. И чем скорее ты с этим смиришься, тем легче тебе будет жить». К тому времени я продержался на ферме целых три недели, но после разговора с Изопом терпение мое лопнуло. Я слинял в ту же ночь. Выждал, пока они уснут. Встал с постели, крадучись, спустился по лестнице. На цыпочках подошел к двери и выскользнул на морозы в декабрьскую ночь. Луны на небе не было, не было даже звезд. А едва я оказался на улице, поднялся такой ветер, что меня прижало к стене. Меня сдуло, будто пушинку хлопка. Ночь взревела, загрохотала, воздух полетел, загудел, будто бы нес голос Бога, гневаясь на любую живую тварь, которой хватило глупости ему противостоять. Да, это было глупо. Но я снова и снова вставал с земли и шел вперед, одолевая двор шаг за шагом и дюйм за дюймом, прямиком направляясь в пасть чудовищной бури. Предприняв десять или двенадцать попыток, я почувствовал себя выпотрошенным, разбитым и в конец обессилевшим. Я все же добрался до хлева, задержался там передохнуть, потом опять подошел к двери и встал на четвереньки, чтобы продолжить путь. Но глаза у меня сами собой закрылись, и я потерял сознание. Прошел не один час. Я пришел в себя, когда на небе появилась полоска рассвета, и обнаружив, что лежу в окружении четырех похрапывавших свиней. Свались я в любом другом месте, то за ночь замерз бы до смерти. Вспоминая об этом сегодня, я вижу случившимся чудо. Но тогда, в то самое утро, открыв глаза и увидев, где нахожусь, я вскочил, плюнул и проклял свое невезение. Я нисколько не сомневался в том, кто опять виноват. Тогда, в начале нашего знакомства, я приписывал мастеру все сверхъестественные способности и не колеблясь решил, будь то он нарочно вызвал этот чудовищный ветер, чтобы я никуда не делся. Потом, несколько недель к ряду, я строил на его счет самые дикие теории догадки. Самое страшное было про Эзопа. Будь то Эзоп на самом деле белый. При одной мысли об этом меня бросало в дрожь, однако все, что я узнал, казалось, ее лишь подтверждало. Говорит же Эзоп как белый. Как кто же еще? Ведет он себя как белый, думает как белый и на пианино играет тоже как белый. И с какой стати я должен верить глазам, когда я нутром чувствую, что это неправда? Напрашивался единственный вывод. Эзоп на самом деле белый. Значит, мастер нашел его много лет назад. И Эзоп стал первым его учеником и тоже учился летать. Потом мастер велел ему спрыгнуть в сарай, и тот прыгнул, только не сумел поймать воздушный поток и не спланировал, а рухнул вниз, переломав себе кости. Потому он и стал такой кривой и кособокий. Но мастеру этого показалось мало, и он решил еще больше наказать Эзопа за свою неудачу. Он вызвал сто еврейских демонов, ткнул перстом в ученика и превратил его в мерзкого негра. Он сломал Эзопу не только кости, а всю жизнь. И я нисколько не сомневался, что подобная участь ждет и меня. Мне тоже придется доживать остаток дней чернокожим уродом, и что еще хуже, до конца дней сидеть над книгами. Второй раз я бежал среди дня. На этот раз я выбрал новую стратегию, рассудив, что днем ночное колдовство силы не имеет, а человеку, который ясно видит дорогу, не страшны никакие гоблины. Первые два часа все двигалось по плану. Сразу после обеда я выскользнул со двора и легкой рысью направился в Сибулу, намереваясь попасть туда засветло. Там я хотел дождаться товарного поезда и вернуться назад, на восток. При определенном стечении обстоятельств я уже через двадцать четыре часа вновь прогуливался бы по бульварам любимого Сент-Луиса. Я рысил по ровной пыльной дороге, где лишь ныряли полевки, расхаживали вороны, и чувствовал себя все лучше и лучше, как вдруг случайно поднял голову и увидел вдалеке крытый брезентом фургон, который ехал навстречу. Он был удивительно похож на фургон мастера, но поскольку я только что оставил его в сарае, то посчитал это просто засходство и не остановился. Когда я во второй раз поднял голову, до фургона оставалось шагов десять, не больше. На этот раз у меня ворту сразу пересохло, шары выкатились и чуть не лопнули. Это было именно фургон мастера, и он сам собственной персоной сидел на козлах, улыбаясь мне сверху широченной улыбкой. Мастер натянул по воде, остановил лошадь, приподнял шляпу и сказал самым обычным и дружелюбным голосом «Привет, сынок! Холодноватый день для прогулок. Морозец-то кусается, а?» «Отличный денек», — сказал я. «По крайней мере, хоть есть чем дышать. Когда долго сидишь на месте, задохнуться можно от собственных выхлопов. Да, я знаю, бывает. Мальчикам время от времени требуется размяться. Но теперь прогулка закончена, пора домой. Забирайся наверх, Уолт, и, как знать, может быть, доберемся до места так, что нашу отлучку и не заметят». Выбор у меня был небольшой, потому я сел рядом с ним на козлы, а он дернул по воде, пустил лошадь, и поехали мы обратно. Что ж, по крайней мере, разговаривал он со мной вежливо, только я, уязвленный второй неудачей, не хотел признаваться, зачем ушел. Наверное, он догадался, но я, скрыв разочарование, предпочел ему подыграть и сделал вид, будто в самом деле пошел погулять. Что хорошего, когда человека загоняют в курятник, сказал я? Жить противно, характер портится, и за работу браться не хочется, а вот если давать время от времени подышать свежим воздухом, то и дела пойдут веселее. Понятно, понятно, дружок, сказал мастер, я отлично тебя понимаю. Ну и что будем делать, хозяин? Сибола дыра, конечно, дырой, но уж кино-то, наверное, имеется. Хорошо бы иногда туда ездить, так, вечерком, для разнообразия. А может, у них и бейсбольный клуб найдется? Существует же младшая лига. Весной почему бы не посмотреть матч другой? Понятное дело, тут не кардиналы, но по мне и класс с Д сойдет. Коль у них там есть мяч, добитый. Слово от меня дурного не услышите. Вы ведь не знаете даже, что это такое, сэр, а вот попробовали бы разок. Может, и вам бы понравилось? Наверняка понравилось бы. Только слишком много работы, и к тому же сейчас нам придется всей командой залечь на дно. Чем мы незаметней, тем нам же спокойней. Не хочу тебя пугать, но здешнее захолустье отнюдь не такое тихое место, как может показаться на первый взгляд. У нас в этих краях есть весьма влиятельные недруги, и присутствие нашей семьи не всем по душе. Кое-кто не возражал бы, даже если бы мы исчезли не только из Сиболы, но и из лица земли, так что незачем их раздражать и лишний раз лезть на глаза. Но мы же не суем нос в чужие дела, значит, и не должны на кого-то оглядываться, разве не так? Конечно, так. Только кое-кто здесь считает, будь то наши дела не только наши. И вот от этих-то людей я и хочу держаться подальше. Понятно, Уолт? Я сказал, что да, но на самом деле ничего не понял. Единственное, что мне было понятно, что есть какие-то люди, которые хотят меня убить, и мне нельзя ходить на бейсбол. Остального я даже не слушал, несмотря на сочувственный тон мастера, и всю дорогу до дома твердил про себя, что нужно быть сильным и нечего думать о смерти. Рано или поздно я найду способ вырваться и сбегу от этого колдуна. Третий мой побег провалился так же плачевно, как и два предыдущих. В тот раз я удрал утром и даже добрался до окраин Сиболы, но там снова меня поджидал тот же мастер Ягуда, восседавший на козлах брезента у фургона с той же самодовольной ухмылкой. Я запаниковал. Второй раз уже нельзя было списать на случайность. Мастер словно раньше меня знал, когда я сбегу. Этот гад проникал в мозги, вытягивал из них силу и читал самые сокровенные мысли. Тем не менее, я не бросил свои затеи. Лишь решил вперед быть умнее и тщательнее продумывать действия. Как следует, поразмыслив, я пришел к выводу, что главная причина моих несчастья заключается в самой ферме. Мне не удавалось удрать, потому что жизнь там была отлично организована и самодостаточна. Коровы давали молоко и масло, свиньи мясо, окуры яйца, овощи брались в погребе, в кладовых лежал огромный запас муки, соли, сахара и одежды, так что никакой нужды ехать в город не было и в помине. Ну, а что, если вдруг что-то возьмет и закончится, подумал я? Что, если закончится что-то такое, без чего нельзя? Тогда мастеру по неволе придется уехать, куда деваться? А вот уж, когда он уедет, тогда я и удеру. Все было настолько просто, что когда эта мысль пришла в голову, я едва не запрыгал от радости. Уже, кажется, наступил февраль, и целый месяц я только и думал, что о диверсии. Я перебрал в уме все возможные планы и варианты, рисуя себе картины жуткого опустошения. Начинать я решил с малого. Постепенно, по сумке, например, вынести всю муку или написать в бочонок с сахаром. А уж, если этого окажется недостаточно, тогда переходить к более решительным действиям, выгнать кур в поле или прирезать свиней. Я был готов на все только бы выбраться и не побоялся бы даже черкнуть спичкой и подпалить сарай. На деле же выполнить план оказалось не так легко. Возможностей было хоть отбавляй, однако всякий раз, когда я собирался привести его в исполнение, у меня вдруг по непонятной причине сдавали нервы. От страха сердце начинало отчаянно колотиться, легкие сдавливало, и едва рука поднималась свершить наконец поступок, как некая незримая сила, превращало ее в безвольную плеть. Такое со мной случилось впервые. Я всегда был еще тот паршивец и жил в полном согласии со своими желаниями и потребностями. Если мне было что-то нужно, я просто шел и делал это с легкостью прирожденного головореза, не раздумывая о последствиях. Теперь же мне что-то мешало, вызывало странный паралич воли, и я презирал себя за трусость и не понимал, каким образом я, ловчила высшего класса, мог до этого докатиться. Конечно, это мастер и гуда насылал на меня порчу. Сделал себе марионетку, и чем отчаяннее я рвусь на волю, тем крепче держит за ниточки. Тот месяц я прожил словно в бреду и в конце концов снова удрал. Поначалу мне казалось повезло. Я шел по дороге всего минут десять, как вдруг возле меня остановился автомобиль, где за рулем сидел парень, который согласился подкинуть меня до Вичиты. Это был чуть ли не самый приятный в моей жизни попутчик. Студент колледжа, он ехал к невесте, и мы всю дорогу с ним проболтали, все два с половиной часа. Жаль, я не запомнил его имени. Парень был простодушный, веснущатый, с соломенными волосами и в шикарной кожаной кепочке. Почему-то я помню, что девушку его звали Фрэнсин, возможно, потому что всю дорогу он болтал о ней, подробно и долго расписывая кружевные оборки на трусиках и розовые соски. Машина у кожаной кепочки была сверкающей новенький форт, и мы так беззаботно мчались вперед по ровной пустой дороге, будто на свете не существовало никаких неприятностей. Я был свободен и счастлив, и от этого по дурацки хихикал, и чем дальше шел наш разговор, перескакивая с пятого на десятое, тем свободнее и счастливее я себя чувствовал. Не могу сказать, какой именно я рисовал себе воображение Вичиту, но только не такой, какой я ее увидел в тот день 1925 года, жуткий, провонявший коровьим навозом крохотный городишко. Гороховая столица, тоскливая, как прыщ на голой заднице. А где салуны, ковбои с кольтами и ловкие шулеры? Где Уайт-Эрб? Не знаю, какой Вичита была во времена первых переселенцев, только в той своей инкарнации в 1925 году она являла собой безрадостное скопление скучных домиков и магазинов уж до того приземистых, что, когда я поскреб в затылке, локоть у меня торчал, кажется, выше крыш. А я-то хотел оттянуться, найти халяву на пару дней, погулять, а потом красиво отбыть в Сент-Луис. Беглого осмотра местных достопримечательностей хватило, чтобы плюнуть на эти планы, и полчаса спустя я уже искал только поезд, которым двинуться дальше. Разочарование было настолько сильное, что я не заметил, как пошел снег. В Канзасе в марте снегопада не редкость, но с утра день был солнечный, ясный, и мне даже в голову не пришло ждать перемены. Сначала снег полетел мелкий, легкий, как пух из прорех, и я продолжил бродить по городу в поисках станции, но вдруг он стал крупнее, гуще, и когда через десять минут я остановился перевести дух, на земле уже было бело. Тут же снег повалил вовсю. Не успел я подумать про себя, буран, как поднялся ветер и завертел, закружил белые снежные вихри. Просто невероятно, до чего быстро он начался. Только что я спокойно шел по улице, и вот уже снег залеплял глаза, и я наугад пробирался сквозь снежную кашу. Я не имел понятия, где я. Одежда промокла, ветер пронизывал насквозь, и я, оказавшийся в центре бури, кружил в ней, почти ничего не видя. Не знаю, сколько я тогда проходил. Вероятно, часов пять или шесть, однако не меньше трех. Я приехал в Вичиту днем, а к ночи все еще был на ногах, шел, увязая в сугробах, которые сначала были мне по колено, потом по пояс, потом по шейку, и отчаянно пытался найти укрытие, пока меня не засыпало с головой. Мне приходилось все время двигаться. Малейшая остановка могла оказаться последней, я не смог бы выбраться из-под снега и замерз бы. Так что и понимая, что надежды нет, зная, что иду навстречу смерти, я продолжал идти. Куда подевались огни, спрашивал я себя. Город остался неизвестно где, я все дальше и дальше уходил в степь, где не было никакого жилья. И куда бы я ни свернул, пытаясь сменить направление, опять я оказывался в темноте и вокруг были ночь и холод. Прошло еще какое-то время, я перестал воспринимать происходящее как реальность. Мозг выключился, ноги несли меня дальше лишь потому, что никто не давал им команды остановиться. Когда я наконец заметил вдалеке огонек, я не стал размышлять, что это означает. Я пошел на свет не более осознанно, чем мотылек на свечу. В лучшем случае, если я что-то тогда и подумал, то, будто вижу сон или галлюцинацию, означавшую близкую смерть. И хотя все время смотрел только на него, мне казалось, что мне не добраться, что он вот-вот пропадет. Я не помню, как поднялся на крыльцо, зато до сих пор вижу свои пальцы, коснувшиеся белой фаянсовой ручки, и помню свое изумление, когда та повернулась, и я услышал лязг щеколды. Я вошел в прихожую, где все блестело, и сиял до того невыносимый яркий свет, что мне пришлось закрыть глаза. Открыв их, я увидел перед собой женщину, прекрасную женщину, с рыжими волосами. Она была в длинном белом платье, а ее голубые глаза смотрели на меня с такой жалостью и тревогой, что я едва не заплакал. На секунду мне показалось, будто это стоит моя мать. Но тут же вспомнил, что мать умерла, и подумал, что я тоже умер. И значит, это была не заснеженная дверь, а жемчужные врата. Какой ужас, сказала женщина. Бедный мальчик. Какой ужас. Прошу прощения, мэм, сказал я. Меня зовут Уолтер Роули, мне девять лет. Понимаю, моя просьба может показаться вам странной, но я был бы очень признателен, если бы вы подсказали, куда я попал. Здесь очень похоже на рай, хотя... Как бы я там оказался? Я столько вопонотворил, что мне прямая дорога к чертям. Боже мой, сказала женщина, какой ужас. Ты же замерз до полусмерти. Проходи в гостиную, погрейся у камина. И прежде, чем я успел повторить вопрос, она взяла меня за руку и повела в круг лестницы. Она распахнула дверь, и я снова услышал ее голос. Дорогой, раздень мальчика и усади у камина. Я пойду принесу одеяла. Потому через порог гостиной я переступил один, и там, в этой теплой комнате, снег стал валить с одежды, таять и растекаться лужей возле ног. В углу комнаты за маленьким столиком сидел человек и пил из тонкой фарфоровой чашки кофе. На нем был шикарный, серый, с жемчужным отливом костюм, аккуратно зачесанные без пробора назад и смазанные бриллиантином волосы, блестели в желтых лучах лампы. Я хотел было что-то сказать, но в этот момент он поднял голову, улыбнулся, и я понял, что все-таки умер, и что я в преисподней. Конечно, мне и раньше случалось пережить потрясение, только тут я получил удар в столько вольт, что все прежнее. Перестало идти в сравнение. Вот теперь ты знаешь, сказал мастер, что куда бы не повернулся, везде увидишь меня. Куда бы не убежал, в конце дороги буду ждать я. Мастер и гуда повсюду уолт, и уйти от него невозможно. Проклятый сукин сын, сказал я, брехливый скунс, вонючий мешок с дерьмом, «Детка, попридержи язык, ты в доме у миссис Виттерспун, а она брани не потерпит. Если не хочешь, чтобы тебя вышвырнули обратно на мороз, раздевайся и веди себя прилично. А ты давай заставь, ты, говно еврейское!» выкрикнул я ему в лицо. «Давай, заставь!» Но не заставлять меня, не вообще что-то делать мастеру не пришлось. Едва я закрыл рот, через несколько секунд соленые слезы рекой хлынули из глаз и щеки стали горячие. Я сделал глубокий вдох, набрал в грудь сколько мог воздуха, выдохнул, и обратно он вырвался воем, воплем настоящего, истинного отчаяния. Он еще не успел весь выйти, как голос осип, горло перехватило, голова закружилась. Я замолчал, силясь снова вдохнуть, не понимая, что происходит, в глазах потемнело, и я упал. Потом я долго болел. Внутри горело, я плыхал, как огонь, и дело все больше склонялось к тому, что следующим моим адресом станет сосновый ящик. Первые несколько дней я лежал в доме у миссис Виттерспун, наверху, в ее комнате для гостей, но сам я этого не помню. Также не помню, как меня перевезли домой и что было потом, в течение нескольких следующих недель. Судя по рассказам, я, скорее всего, отдал бы концы, если бы не мамаша Сью, мамаша Сью, как я все чаще теперь называл ее про себя. Целыми днями она сидела рядом, меняла компрессы, время от времени вливала мне в рот из ложки какую-нибудь жидкость, а трижды в день поднималась со стула индейским барабаном, отбивая положенный ритм и распевала молитвы своему великому духу, чтобы тот меня пожалел и я выздоровел. Вряд ли магия мне навредила, а, возможно, даже и помогла, поскольку врача так и не пригласили, но я все же преодолел кризис и пошел на поправку. Диагноза мне никто не ставил. Сам я считал, что заболел в результате блужданий по снегу. Однако мастер мое объяснение отверг, как даже не стоящее внимание. Это передо мной отворились врата жизни и смерти, сказал он, что рано или поздно должно было произойти. Необходимо было удалить скопившиеся во мне яды, иначе я не смогу перейти на следующую ступень, и если бы не этот счастливый случай с моим побегом, все тянулось бы и тянулось, включая наши бесконечные стычки, может быть, еще шесть, а может быть, девять месяцев. Я понял, что никогда не одержу над ним, над мастером верх. Необходимость смириться выбила из-под меня почву, я сломался, и стресс стал той самой искрой, из которой и разгорелась болезнь. Жар очистил мне тело от злобы, ненависть, нагнивавшая в нем годами, превратилась в любовь. Смерть поэтому отступила, и я очнулся. Не хочу подвергать объяснение мастера критики, однако, на мой взгляд, причины перемен, произошедших во мне, были намного проще. Думаю, они начались в тот день, когда жар в первый раз отступил, я проснулся и увидел возле себя лицо мамаши Сиу, расплывшееся в счастливой, почти блаженной улыбке. Только посмотрите, сказала она, мой орешек вернулся в землю живущих. И такая радость прозвучала в ее голосе, такое искреннее желание снова увидеть меня живым и здоровым, что внутри что-то дрогнуло. Не парься, сестрица мамаша, сказал я, не вполне отдавая себе отчет в том, что говорю. Подумаешь, немножко выспался, глаза у меня тотчас снова закрылись, но прежде, чем опять провалиться в забытье, сквозь уже подступившую дымку, я успел явственно ощутить на щеке прикосновение ее губ. После смерти матери меня впервые кто-то поцеловал, и я почувствовал в душе такой теплой и радостный свет, что мне стало совершенно наплевать, кто это. Пусть это жуткое, толстое, индейское скво, но к колеей захотелось меня приласкать таким образом, ну и бог с ней, не буду мешать. Думаю, все началось с этого, хотя были и другие события, и не последним по важности среди них стал один разговор, состоявшийся через несколько дней, когда я опять сметался в жару. Тогда я очнулся днем и увидел, что в комнате никого нет. Мне понадобился горшок, и я решил сам встать с постели, однако не успел оторвать голову от подушки, как услышал шепот за дверью. Там стояли, шептались мастеры и Гуда с Эзопом. И пусть я расслышал не все, но и этого было достаточно. Эзоп выговаривал мастеру, спорил с ним, с взрослым, указывал, как тому следовало ко мне относиться. Я не верил своим ушам. И от того, что Эзоп после всех пакостей и неприятностей, которые я ему доставил, оказался на моей стороне, мне стало смертельно стыдно. Вы сокрушили в нем дух, шепотом говорил Эзоп. И вот он лежит, умирает, это нечестно, мастер. Конечно, он нахал и бездельник, но в нем есть не только бунт. Я это чувствовал, видел своими глазами. Хорошо, пусть я даже ошибся, такого обращения он все равно не заслуживал. Такого никто не заслуживает. Странно было слышать, чтобы кто-то вдруг так говорил обо мне, но еще более странным оказалось, что слова Эзопа возымели действие. Той же ночью мастер Игуда потихоньку вошел ко мне в комнату, сел на мокрое от пота простыни и взял мою руку в свою. Все время, что он просидел, я лежал молча, с закрытыми глазами, притворившись спящим. Не оставляй меня, Уолт, сказал он так тихо, будто разговаривал сам с собой. Твое время еще не пришло, а ты крепкий орешек. У нас с тобой впереди столько великих дел. Ты представить себе не можешь. Ты, конечно, решил, будто мы враги, но это не так, Уолт. Просто я знаю, кто ты такой, знаю, сколько ты можешь выдержать. У тебя дар, сынок, и я помогаю тебе подняться туда, куда еще никто не забирался. Слышишь, Уолт, прошу тебя, не умирай. Ты мне очень нужен. Прошу тебя, не оставляй меня одного. Я слышал его отлично. Слова отзывались во мне громко и четко. Меня так и тянуло что-нибудь ответить, но я удержался и прикусил язык. Потом наступила долгая тишина. Мастер Игуда сидел в потемках и гладил мне руку, а потом, если я не ошибся, если мне не приснилось и не пригрезилось, то он, взрослый, заплакал. И я услышал сдавленные, почти неслышимые рыдания, которые вырвались из его груди, пронзив тишину моей комнаты раз и два. И десять. Было бы преувеличением сказать, будто я сразу излечился от всех прежних подозрений, но лед, тем не менее, тронулся, и постепенно отношение мое стало меняться. Я теперь знал, что побег невозможен, и, коли приходится здесь торчать, нравится или нет, я решил извлечь из этой ситуации всю возможную пользу. Возможно, отчасти меня смягчила и близость смерти, но, так или иначе, к тому времени, когда я поднялся и двинулся на поправку, мучительная заноза, мешавшая мне жить более полугода, исчезла. Я до того рад был выздороветь, что теперь меня вполне устраивало жизни в компании презренных изгоев. Конечно, семейка была еще та, но они, несмотря на все мои выходки и вечное недовольство, каждый по-своему меня полюбили, и было бы свинством этого не оценить. Возможно, дело объяснялось еще и тем, что я к ним наконец привык. Если долго смотреть на чье-то лицо, потом начинает казаться, будто смотришь сам на себя. Однако, я вовсе не намереваюсь утверждать, будто жизнь моя стала легче. Напротив, трудностей добавилось, и очень скоро, а то, что я ослабил сопротивление, не означает, будто я перестал быть прежним Визенхаймером, умником, и мелким, склочным бродяжкой. Начиналась весна, и, поднявшись с постели, всего через неделю я уже пахал грядки, сажал семена, одним словом, ломал в поле спину, как последний деревенский придурок. Я всю жизнь питал отвращение к ручному труду, ничего поэтому не умел, и теперь руки у меня болели от несчетных мозолей, ссадин, так что я свою трудовую повинность считал за эпитемию. Однако, по крайней мере, в поле я был не один. Примерно с месяц мы вчетвером работали, не покладая рук, честно распределив обязанности, чтобы вовремя закончить сев, осеяли мы кукурузу, пшеницу, овес и люцерну, и подготовить грядки в огороде мамаши сил, где потом она посадила овощи, которыми мы кормились лето. Работы было много, потрепаться не останавливались, зато теперь, когда у меня были слушатели, я мог сам трепаться вовсю, и я от души костерил перед публикой свою горькую участь, а они с удовольствием слушали мои острые и язвительные высказывания, и уж хоть один из них всякий раз непременно смеялся. Жизнь после болезни таким образом стал разительно отличаться от жизни до. Рот у меня всегда почти не закрывался, однако, если раньше я злобно, неблагодарно старался кого-нибудь уколоть, то теперь это была просто веселая болтовня остроумного и неугомонного маленького паяца. Мастер и гудо пахал как вол. Он так налегал на работу, будто родился фермером, и делал все время больше, чем мы втроем вместе взятые. Мамаша Сиу выполняла свою часть молча и аккуратно, равномерно продвигаясь вперед, подставив солнцу обширный зад. Она выросла в племени воинов и охотников, так что работа в поле была для нее ничуть не менее противоестественна, чем для меня. А Изоб был и вовсе к ней не приспособлен, и как неплохо я делал свое дело, у него выходило хуже. К тому же я утешался тем, что вся эта каторга доставляет ему ровно столько удовольствия, сколько мне. Изоб хотелось в дом, к своим книжкам, мечтам и мыслям, и пусть сам он никогда вслух не жаловался, но к моим язвительным шуточкам относился сочувствием других, и смех его был как благословение. И когда он смеялся, я тогда точно знал, что снова попал в точку. Раньше я думал, будто Эзо пай мальчик, робкий зануда, который никогда в жизни не нарушит ни одного правила, но, послушав поле, как он смеется, посмотрел на него другими глазами. В этом скрюченном теле жило озорство, какого раньше я не замечал. И, несмотря на всю правильность и кошмарную благовоспитанность, Эзо плюбил подурачиться ничуть не меньше, чем любой пятнадцатилетний мальчишка. Теперь же, благодаря мне, он получил возможность от души оттянуться. Он ржал над моими остротами, забавлялся, слушая нахальные дерзкие замечания, и я быстро увидел, что никакой он не зануда и мне не соперник. Он был мне друг, первый в жизни. Настоящий друг. Не хочу растекаться сладкими струйками, однако я, рассказывая о детстве, собираю свой лоскутный коврик воспоминаний, а, учитывая, как мало у меня в жизни было привязанности, дружба с Эзопом заслуживает, чтобы о ней рассказать подробней. Эзоп повлиял на меня не меньше, чем сам мастер, изменив и ход, и смысл моей жизни. Я даже не говорю о том, что Эзоп избавил меня от предрассудков, и я перестал судить о людях по цвету кожи, но он стал мне именно другом, и я его полюбил. Эзоп стал товарищем тех моих дней, стал мне якорем в океане однообразных пустынных канзасских небес, и без его поддержки я ни за что бы не выдержал испытаний, через которые проходил потом в течение следующих двенадцати или четырнадцати месяцев. Мастер, тот самый мастер, который рыдал в темноте возле моей постели, едва я поднялся, превратился в жестокого надсмотрщика, который швырнул меня в пучину страданий, каких не вынесла бы ни одна живая душа. Сейчас, оглядываясь назад, я сам не понимаю, как тогда выжил, как прожил потом столько лет и могу теперь говорить о прошлом. Настоящая работа началась, когда наша будущая жратва была вся впихнута в грядки, на чем и завершился сезон полевых работ. Началась она в ясное майское утро на следующий день после моего дня рождения. Когда мы позавтракали, мастер отвел меня в сторону и сказал шепотом «Соберись, малыш, сегодня начнется потеха». «Хотите сказать, закончилось?» сказал я. «Можете, конечно, поправить меня, коли я ошибаюсь, но лично я в поле, так напотешился, как разве что когда играл в Го с китайцем. Сев, одно дело. Это скучная, однако необходимая работа. А теперь нам пора вспомнить о небе». «Хотите сказать, вспомнили, наконец, чего наобещали?» «Вот именно, Уолт, вспомнил». «Серьезно, что ли?» «Еще как серьезно. Пора тебе переходить на тринадцатую ступень. Справишься, к следующему Рождеству полетишь». «Почему на тринадцатую?» «Я что, уже прошел двенадцать?» «Да, и каждую в соответствии с цветом полета». «Ну вы сильны, Игнать, хозяин. Ничего я такого не делал». «Чего же ты вы раньше не сказали?» «Я говорю только то, что тебе необходимо знать, остальное тебя не касается. Это ж надо. Двенадцать ступеней». «А всего сколько?» «Тридцать три». «Ха!» «Значит, двенадцать, потом еще двенадцать. И это мне пора. Будет на вынос». «Нет, ждать осталось недолго. Но учти, все, что ты пережил до сих пор, ничто по сравнению с тем, что тебя ждет». «Птицу чего может ждать?» «Махнула крыльями и вперед. Если, как вы говорите, у меня дар вроде птичьего, то почему бы и мне просто не взять, да и не взлететь?» «Да потому, бестолковый ты, дуралей, что ты-то не птица, а человек. Чтобы тебе взлететь в воздух, нужно сделать такое, чтобы небо надвое раскололось. Нужно весь этот проклятый мир перевернуть кверху дном». Я снова не понял из его речи и десятой части, однако на слово человек кивнул, усмотрев в нем сочувствие к себе, а также подтверждение важности, какую я теперь приобретал в его глазах. Он ласково положил мне на плечо руку, и мы вышли в майское утро. В тот момент, даже глядя в его сумрачное сосредоточенное лицо, я ему доверял безусловно, и мне даже в голову не пришло, что сейчас он разрушит это доверие. Наверное, нечто подобное чувствовал Исаак, когда Авраам вел его на гору. Бытие, глава 22. «Если человек назвался твоим отцом, тогда пусть ты даже знаешь, что он никакой не отец, все равно, как последний дурак, перестаешь защищаться. В мыслях нет, что как раз сейчас он устраивает у тебя за спиной заговор с Богом, покровителем добрых хозяев». Голова у ребенка работает не так быстро, как у взрослого, а ум недостаточно изощрен, чтобы провидеть предательство. Ребенок видит только, что большой дядя кладет ему на плечо руку и сжимает по-дружески. Дядя говорит, «Иди за мной», и ребенок идет, готовый последовать, куда бы тот ни сказал. Мы миновали хлев и подошли к жалкому, шаткому строению с односкатной крышей из некрашенных, побитых погодой досок, которая у нас служила сарайчиком для инвентаря. Мастер Игуда распахнул дверь и долго молча смотрел в глубину, где поблескивали темным металлом инструменты. Наконец он потянулся и взял лопату, ржавую, старую лопату весом фунтов пятнадцать или двадцать. Он отдал ее мне в руки, и мы двинулись дальше, и я был горд от того, что он дал мне ее нести. Мы шли по краю ближнего поля, засаженного кукурузой. Утро было чудесное, рядом бродили скворцы и малиновки, и я помню, меня вдруг наполнило такое необыкновенное, острое ощущение живой, пульсирующей вокруг жизни, благословенной, солнечным, проливавшимся с неба теплом, что мурашки побежали по коже. Вскоре мы дошли до незасеянного участка, голой полосы, разделявшей два поля. И там мастер остановился, повернулся ко мне и сказал, — Нужно вырыть яму. Хочешь, чтобы я... Или будешь рыть сам? Я налегал на лопату изо всех сил, но я и держал ее с трудом. Я был для нее слишком мал для этой тяжелой лопаты, и мастер, глядя, как я ковыряюсь, велел мне сесть отдохнуть и сказал, что все сделает сам. В течение двух часов я смотрел, как пустая земля разверзалась, превращаясь в гигантский провал, по размерам вполне годившийся стать могилой для великана. Мастер так быстро работал, что со стороны казалось, будто земля под ним сама опускается все ниже и ниже, и, наконец, он ушел в нее с головой. Теперь я только слышал, как он пыхтел, будто паровоз, вгоняя лопату в грунт и выбрасывая его наверх, а рыхлые комья, на секунду зависнув в воздухе, тут же шлепались вниз на быстро выросший вокруг ямы бруствер. земля из ямы летела так, словно там работали десять, нет, словно там работала целая армия землекопов, подрядившихся выкопать тоннель до Австралии в рекордные сроки, а потом он, наконец, закончил и выбрался наверх. С потным, черным лицом, похожий на угольщика, усталый да неправдоподобие и полумертвый, плашмя повалился на землю. В жизни я не видел, чтобы человек дышал так тяжело и чтобы ему так не хватало воздуха, и когда он упал на спину и лежал так десять минут, я был почти уверен, что сердце сейчас не выдержит. Я слишком перепугался, чтобы его позвать. Я сидел в ожидании смерти мастера и ягоды и, не отрывая глаз, смотрел на его грудь, как она двигалась вверх-вниз, вверх-вниз, вздымалась и опадала черная на фоне ровного синего неба и горизонта. И то радовался, то готов был заплакать. Минут через пять моего ожидания на солнце вдруг наползла туча и небо зловеще потемнело. Я решил, будто это полетел по душу мастера ангел смерти, но легкие у него продолжали закачивать воздух, небо постепенно снова посветлело и через несколько минут мастер сел и весело оттер с лица пот. «Ну?» сказал он. «Как тебе ямка?» «Здоровенная», сказал я. «Отличная яма. В жизни такой не видел. Рад, что она тебе нравится. Тебе придется с ней познакомиться очень близко, и потому ты здесь проведешь двадцать четыре часа». «Ладно. Тут вроде бы интересно. Ну и посижу, развлекусь маленько, если, конечно, не будет дождя. Дождя, Уолт, бояться тебе не придется». «Вы что, уже и погоду научились предсказывать, а? Может, вы, конечно, не замечали, но только она тут меняется каждые десять минут. В этом смысле в Канзасе полное разнообразие. Ты прав. В наших краях нельзя полагаться на небо. Однако я не сказал, будто дождя не будет. Я сказал, тебе не придется его бояться. Пойдет он или не пойдет». «Ладно. Давайте мне одеяло или ту брезентовую штуковину, накидку с грядок. Хорошая мысль. Тем, кто приготовится на крайний случай, ничего не страшно». «Ты спустишься в яму неинтереса ради». «Конечно, я оставлю отверстие, чтобы ты не задохнулся. Дам тебе длинную трубку, через которую ты будешь дышать, но лежать будет неудобно и сыро. Тебе будет тесно и неприятно, и не обижайся. Ты будешь вроде червя». «Думаю, этот опыт тебе запомнится до конца твоих дней». «Мастер, я знаю, что я болван, но перестали бы вы говорить загадками, иначе мы тут до вечера простоим, пока я соображу, чего от меня надо. Я говорю, сынок, что сейчас мы тебя здесь похороним». «Чего-чего?» «Ты спустишься в эту яму, я засыплю тебя землей и похороню живьем». «Вы что, решили, что я соглашусь?» «У тебя нет выбора. Либо ты спустишься в нее добровольно, либо я тебя придушу на месте. В первом случае ты проживешь потом долгую счастливую жизнь, а во втором жить тебе полминуты». И я согласился быть похороненным заживо. Никому не советую пробовать повторить мой эксперимент. Отвратительное по замыслу. надеялись я затея оказывается еще неприятней. И если ты хоть немного пролежишь в темноте земляной утробы, как пролежал я в те сутки, мир для тебя переменится сразу и навсегда. Он станет невыносимо прекрасным, насквозь пронизанным светом, но светом таким приходящим, таким нереальным, что он не в состоянии осветить ни одного предмета, а ты пусть ты и будешь видеть и осязать этот мир, как раньше, но частью своей все равно будешь знать, что он не совсем настоящий. Конечно, страшно лежать под землей, ощущая ее холод и тяжесть, неподвижно, будто мертвец, когда от невозможности двинуться, внутри тебя мечется паника, однако настоящий страх приходит потом, когда тебя вынули из могилы и нужно двигаться дальше. С этой самой минуты, что бы ни происходило на неровной земной поверхности, отсчет будет идти оттуда, снизу, из-под земли. Словно за эти часы у тебя в голове прорастает зерно безумия, и даже если ты выиграешь свою битву и умудришься выжить, почти все остальное в жизни для тебя не имеет смысла. Внутри у тебя поселится смерть, пожирая последние крохи невинности и надежды, и в конце концов не оставит тебе ничего, кроме черной земли, кроме тяжести черной земли и ее все побеждающей власти. Так началась моя инициация. Следом за ней испытания посыпались градом, и это тянулось недели и долгие месяцы. Каждое испытание было страшнее предыдущего, и если я их все же прошел до конца, то лишь благодаря своему патологическому упрямству, которое, неосознанное жило где-то на дне души. Хорошо бы я двигался, потому что хватало целеустремленности, мужества или силы воли, но нет, у меня не было этих качеств, и чем выше меня подсаживали, перетаскивая с одной ступени на следующую, тем меньше я собой гордился. Меня стягали пастушьим хлыстом, посадили на лошадь, пустили галопом и сбросили, привязали веревками к крыше сарая и забыли там на два дня без хлеба и воды, вымазали медом и выставили на августовское жаркое солнце кормить тысячи ос и мух. Я всю ночь просидел у огня так близко, что кожа покрылась ожогами, шесть часов вымачивали в бочке с уксусом, в меня била молния, я пил коровью мочу и жрал конский навоз, я сам взял нож и отрубил себе верхнюю фалангу на левом мизинце. Меня обмотали веревкой и на три дня как кокон привесили к балке на чердаке. Все это я сделал, потому что так сказал мастер Игуда, я, пусть я не мог, как ни старался его полюбить, не испытывал к нему ненависти. Пугать меня больше ему не пришлось. Я подчинялся командам слепо, не задаваясь вопросами. Если он велел прыгать, я прыгал, велел не дышать, я переставал дышать. Я и тогда не верил, будто я полечу, но слушался, будто верил. В конце концов мы заключили с ним договор в тот первый вечер в Сент-Луисе, и я об этом не забывал. Я сделаю все, что он скажет, но если я не взлечу до тринадцати лет, я отрублю ему голову топором. Это был вопрос не наших с ним отношений, а вопрос справедливости. «Если этот сучий ублюдок гоняет меня зря, я убью его». И он точно так же об этом знал. Пока тянулись все эти страсти, мамаша Сиу с Эзопом ухаживали за мной так, будто я был им родная кровь и плоть, любимая от рада сердца. В перерывах между ступенями, которые длились иногда по несколько дней, а иногда и по несколько недель, когда я залечивал раны, чтобы быть в состоянии вынести следующий невыносимый этап, заняться было все равно нечем, и мастер и Гуда нередко куда-то уезжал, оставляя нас на ферме втроем. Я понятия не имел, куда он исчезает, но бездумно радуясь тому ощущению покоя, которое мне давали его отлучки, не спрашивал. Пока его не было, я чувствовал себя в безопасности, а главное, освобождался от гнета, которым давило его присутствие. Слишком он тяжело молчал, слишком странно смотрел на меня, слишком много он занимал пространства. Избавившись от него, я будто снова получал возможность дышать полной грудью и от одного этого веселел. Когда мастер и Гуда уезжал, я начинал любить дом, где мы жили втроем в чудесной гармонии. Толстуха мамаша Сиу и два ее тощих сынка. Именно тогда мы по-настоящему подружились с Эзопом, и пусть тот год был тяжелый, у меня от него остались хорошие, возможно, даже лучшие в жизни воспоминания. Эзоп был замечательный мастер рассказывать, и больше всего на свете я полюбил слушать его мягкий голос и необыкновенные сказки, которые он знал без числа. Голова у него была именно набита битком, и когда бы я не попросил, улегшись в постель измученный и несчастный после своих испытаний, Эзоп усаживался рядом и часами рассказывал их одну за другой. Про Джека победителя великанов, Синдбада морехода, бродягу Одиссея, крошку Билли, про Ланселота и короля Артура и Пола Баньяна. Про всех про них я узнал от него. Самые интересные сказки он приберег про запас на те дни, когда мне было особенно плохо, и все они были про моего тезку Сэра Уолтера Релли. Уолтер Роули Родился около 1552-го, умер в 1618-м. Написание, принятое в настоящее время в академической традиции. Прежде писали Релли. Помню, как не поверил, когда он сказал, что это очень известное имя, и что раньше так звали настоящего мореплавателя и героя. Чтобы доказать, что не врет, Эзо поднялся, подошел к нижной полке, взял толстую книгу и нашел в ней страницу, где был портрет Сэра Уолтера. Никогда я не видел такого благородного лица. И вскоре полюбил его разглядывать, и разглядывал каждый день минут по 10 или 15. Я полюбил острую бородку, взгляд, острый, как нож, и жемчужную серьгу в левом ухе. Это было лицо пирата, настоящего храброго рыцаря. И с самого первого дня оно во мне запечатлелось, и Сэр Уолтер стал моим вторым я, невидимым родным братом, который мне помогал проходить сквозь огонь и воду. Эзо рассказывал о клятве плаща и шпаги, о поисках Эль-Дорадо, о гибели колонии в Роаноке, о 13 годах в Тауэре и о смелых последних словах, произнесенных им возле плахи. Сэр Уолтер был лучший в свое время поэт, ученый, исследователь, вольнодумец и любимец всех женщин в Англии. «Попробуй сложить нас вместе», говорил Эзоп. «И поймешь примерно, какой он был. Умный, как я, храбрый, как ты, к тому же высокий, красивый. Вот такой он был, сэр Уолтер Рейли, самый совершенный из всех людей, какие жили на свете». Каждый вечер мамаша Сиу входила ко мне в комнату, укладывала в постель и сидела рядом, пока я не засыпал. Я привык к этому ритуалу и скоро он стал мне нужен. Я быстро взрослел и крепчал, но для нее оставался ребенком. Ни мастера Ягуда, ни Эзоп никогда не видели моих слез, а с мамашей Сиу я плакал, хлюпал носом в ее объятиях, как самый последний слюнтяй. Помню, как я, наконец, решился заговорить о полетах, и слова ее, полные такой неожиданной, такой спокойной уверенности, вмиг усмирили бурю, бушевавшую во мне долго, не потому, что я поверил в себя, а потому, что в меня верила она, а я верил ей больше всех на свете. Совести у него нет, сказал я. Пока мы закончим, он меня искалечит, и буду я, как изоб. Нет, сынок, ты поднимешься вверх и будешь там танцевать, как облачко. А, конечно, а еще у меня вырастут крылышки, и я буду играть на лютне. Ты взлетишь, какой есть, из плоти и крови. Чушь собачья, мамаша Сио, наглое, подлое, вранье. Если он хочет меня научить летать, чего же не учит? За этот год он сделал со мной все, что только можно придумать, зарыл в могиле, бил, жег, резал, а я, как ходил, только так и хожу. Это твои ступени, путь, который нужно пройти. Худший еще ждет тебя. Значит, он и тебе запудрил мозги. Кто может запудрить мозги мамаши Сио? Я слишком старый и слишком толстый, чтобы глотать все, что слышу. Ложь для меня, что куриная кость. Попадется, так я ее выплюну. Но люди не могут летать. Что же тут непонятного? Им Бог не велел. Все можно изменить. В другой жизни может и можно, а в нашей нет. Я видела это, когда была маленькой, вот этими вот глазами. А то, что случилось раз, может случиться второй раз. Тебе приснилось, ты только думаешь, будто видела, а на самом деле приснилось, летал мой отец Уолт. Мой родной отец и родной брат. Я видела, как они летели по небу, будто духи. Совсем не так, как ты ни как птицы, ни как бабочки. Они не махали крыльями и ничего такого не делали, но они оторвались от земли и летели. Движения у них были странные, медленные, будто в воде. Они двигались будто духи по дну озера, будто воду отгребали руками. Почему ты раньше мне не рассказывала? Потому что раньше ты не поверил бы. А сейчас говорю. потому что время подходит. Если будешь слушаться мастера, оно придет быстрее, чем ты думаешь. Когда в наши поля во второй раз вернулась весна и началась страда, я взялся за дело как ненормальный, радуясь этой возможности немного пожить по-людски. теперь я не плелся в хвосте, не жаловался на усталость или мозоли, я напротив упивался работой, ни за что не хотел отступать, а со всей прытью рвался вперед. Я не слишком вырос за год, отстав ростом от своих сверстников, но все равно я стал старше, сильнее, так что пусть моя цель была заведомо недостижима, я пытался любой ценой идти с мастером наравне. Видимо, я хотел что-то ему доказать, заработать к себе уважение, заставить взглянуть на меня другими глазами, то есть новыми средствами пытался добиться того же, что раньше, и потому всякий раз, когда он начинал меня уговаривать не спешить, сбавить скорость, не зарываться, здесь ведь не олимпийские игры, парень, повторял он, мы не бегаем на медали. Я чувствовал себя так, будто бы выиграл приз, будто ко мне постепенно возвращалось право самостоятельно распоряжаться своей душой. Мизинец к тому времени зажил. В месте, где из кровоточащего мяса торчала кость, давно образовался рубец, и гладкая культя без ногтя выглядела даже забавно. Я полюбил ее разглядывать и проводил над ней в воздухе большим пальцем, будто бы прикасался к утраченной части себя. Зимой я делал это по пятьдесят, а может быть по сто раз на дню, и всякий раз в голове тогда возникало Сент-Луис. Я держался за прошлое изо всех сил, но к весне слова стали просто словами, обыкновенным упражнением на тренировку памяти. Они больше не воскрешали картину, носивших в родные места. После восемнадцати месяцев жизни в Сиболе Сент-Луис превратился в призрак и меркнул день ото дня. Как-то однажды в мае в конце дня припекло вдруг по-настоящему, как посередине лета. Мы все четверо работали в поле, и мастер, взмокнув от пота, стянул рубашку, и я увидел на шее у него какое-то украшение, маленький прозрачный шарик на кожаном шнурке. Я подошел поближе, чтобы рассмотреть, без всяких задних мыслей, просто из любопытства, и это оказался сосуд, наполненный некой бесцветной жидкостью, в которой плавал мой мизинец. Должно быть, мастер заметил, как я удивился, потому что, взглянув на меня, встревожно перевел взгляд себе на грудь, нет ли там паука. Сообрази уже, в чем дело. Он взял двумя пальцами шарик, приподнял, чтобы мне было лучше видно, и весело улыбнулся. Хорошенькая штучка, а, Уолт? Не знаю, как насчет хорошенькой или нет, сказал я, но, похоже, да жуть и знакомая. Иначе и быть не может. Раньше это было твоим. Десять лет, можно сказать, было твоей составляющей. Он и сейчас мой. Отрезанный не значит не мой. Теперь он в формальдегиде, консерв, как зародыш в банке. Теперь он принадлежит не тебе, а науке. Да, а тогда зачем вы его носите? Если он принадлежит науке, так отдайте в музей, потому что мне он и самому нужен, зайчик ты мой. Служит напоминанием о моем долге, как висельнику петля. Теперь это символ моей совести, а такие вещи не отдаются в чужие руки. Как насчет моих рук, а? Долг-долгом, а я хочу пальчик обратно. Кли теперь ему только что на шее болтаться, пусть болтается на моей. Давай договоримся так. Если ты позволишь, я еще немного его поношу, но будем считать, что он твой, обещаю, он твой, и в тот день, когда ты оторвешься от земли, ты получишь его обратно. Насовсем? Насовсем? Конечно, насовсем. А скоро это еще немного. Скоро. ты уже одной ногой в воздухе. Я уже одной ногой на том свете. Ну, и вы, значит, где-то тоже недалеко ушли. Правильно, мастер? Хорошо соображаешь, сынок. Вместе мы держимся, порознь, пропадем. Ты со мной, я с тобой, и кто знает, что нас ждет впереди. Это был уже второй раз, когда мне давали надежду. Сначала мамаша Сиу теперь сам мастер и гуда. Не буду кривить душой, его слова мне польстили, но хоть и приятно было узнать, как в меня верит, сам-то я про себя думал, что ни на йоту не приблизился к заветной цели. Начиная с того майского дня установилась фантастическая жара такого кошмарного лета в Канзасе никто не помнил. Земля раскалилась, как котел на огне. Подметки, казалось, вот-вот расплавятся и прилипнут на месте. Каждый вечер за ужином мы молились, чтобы пошел дождь, но за три месяца с неба не упал ни капли. Воздух пересох и стал настолько неплотный, что полет шмеля было слышно за сотню ярдов. Похоже, вообще все тогда стало сухим, шершавым и кололось, как колючая проволока, а из сортира несло таким смрадом, что в носу волосы шевелились. Кукуруза сначала пожухла, потом сникла, потом полегла, кустики латука вымахали до невероятного роста, превратились в нелепых мутантов и торчали над огородом, как башни. В середине августа, если в колодец бросали галыш, то плеск воды было слышно только на счет шесть. Не выросло ни зеленой фасоли, ни кукурузных початков, ни мясистых помидоров, которыми мы подкармливались прошлым летом. Мы сидели на каше, яйцах и копченой свинине, которых, конечно, пополнять было нечем. «Подтяните ремни, детки», говорил мастер нам за обедом. «Подтяните ремни и жуйте, пережевывайте каждый кусок, пока он не станет безвкусным. Если мы не растянем запасы, зима будет долгая и голодная». Несмотря на трудности, обрушившиеся на нас в результате засухи, я чувствовал себя на седьмом небе. Для меня страшное было позади, мне осталось только пройти ступени внутреннего совершенствования и преодолеть себя. Мастер теперь был не враг. Теперь он просто давал команду и тут же отходил в сторону, оставляя меня с собой один на один, незаметно направляя в такие глубины, где я забывал, кто я есть. Раньше, на ступенях физических, между нами была борьба. Тогда я противостоял сокрушительной воле мастера, а он сверху смотрел на меня, изучая реакции, выискивая в лице микрогримаски боли. Теперь все это осталось позади. На новой ступени мастер стал мне вожатым, добрым наставником, который ласковым голосом совратителя определял для меня задачи одну невероятней другой. Например, он заставил меня отправиться в сарай и пересчитать соломинки в лошадином стойле. Заставил простоять ночь на одной ноге, а другую ночь на другой. Привязал меня днем на солнце к столбу и велел повторить его имя десять тысяч раз. Приказал замолчать, и в течение двадцати четырех дней я не издал ни звука, даже когда был один. Приказал кататься по земле во дворе, потом прыгать на месте, потом через обруч, научил меня плакать по собственному усмотрению, потом смеяться и плакать одновременно. Научил жонглировать камешками, а когда я научился с тремя, велел взять четвертый. Завязал мне на неделю глаза, потом на неделю залепил уши, потом связал мне руки и ноги, и неделю я ползал на животе как червяк. Жара простояла до начала сентября, потом начались ливни, грозы и сильные ветры, и наш дом едва не снесло ураганом. В колодце поднялся уровень воды, но в остальном все осталось по-прежнему. Урожай погиб, кладовые стояли пустые, и о том, как мы будем жить зиму, лучше было не думать. Мастер говорил, что соседские фермы в таком же бедственном положении и настроения в городке ужасные. Цены падают, кредитный процент растет, ходят слухи, что банк вот-вот арестует заложенные дома и прочие имущества. Когда кошельки пустеют, говорил мастер, в головах поднимаются муть и гнев, так что скоро они бросятся искать виноватых, и тогда нам не поздоровится. Всю ту дождливую бурную осень мастер ягуда проходил сам не свой, будто бы только и думал о том, что нас ждет, и будто это было так страшно, что он не хотел нас пугать. Промурыжив меня все лето, заставив три месяца продираться сквозь темные леса внутренних несовершенств, он вдруг потерял ко мне интерес. Отлучки его стали чаще, раза два или три он вернулся, не твердо стоя на ногах, причем пахло от него вроде бы спиртным, и о посиделках с изопом он тоже будто забыл. Взгляд у него стал печальный, в нем читались тоска и ожидание беды. Почти все события той осени теперь словно подернуты смутной дымкой, но я отлично помню, что в редкие минуты, когда мастер все-таки удостаивал своего внимания, он относился ко мне с изумлявшей меня теплотой. Один эпизод до сих пор я вижу очень отчетливо. Вечер в начале октября, когда мастер вошел в дом, широко улыбаясь, с газетой под мышкой. «У меня для тебя хорошие новости», сказал он. Сел за кухонный стол и разложил на нем газету. «Твоя команда заняла первое место? Надеюсь, ты рад?» «В газете пишут, это случилось впервые за последние тридцать восемь лет. Какая моя команда?» сказал я. «Сент-Луисские кардиналы». «Ведь это твоя команда, если не ошибаюсь?» «Ну да, моя. Всю жизнь за них болел». «Ну так вот, они выиграли чемпионат мира, и если верить печатному слову, такой игры, как в седьмом иннинге, никто не помнит». Таким образом, я узнал, что мои птички стали чемпионами мира 1926 года. Мастер Игуда начал читать вслух отчет о драматических событиях, разыгравшихся в конце финального матча, когда Гровер Кливленд Александр вынудил облажаться Тони Лацери. Поначалу я был и принял это за розыгрыш. Про Александра я помнил, что он лучший игрок филадельфийской команды, а про Лацери в жизни не слышал. Имя скорее подошло бы для каких-нибудь макарон под чесночным соусом, но мастер сказал, что это новый игрок, а Гровер перешел к кардиналам в середине сезона. За день до победного матча он в трех играх выиграл девять иннингов, после чего Янки вылетели из чемпионата, и Роджерс Хорнби чернилами и зашел, расписывая, как тот отразил на линии все удары. Парень вышел на поле еще не протрезвев от вчерашнего и сделал нью-йоркских только так. Промашен хоть раз, хоть на дюйм, и разговор был бы другой. Лацери отбил мяч левому, но взял слишком вверх и мяч улетел на трибуны. Я чуть с ума не сошел. Александр продержался и восьмой, и девятый, обеспечив нашим полную победу, а закончилось тем, что Бейбу Руту, единственному неповторимому королю удара, не дали украсть вторую базу. Фантастика! Это был самый сумасшедший, самый невероятный матч за всю историю бейсбола, и в результате мои кардиналы выиграли чемпионат мира. Этот вечер стал водоразделом, или, можно сказать, межевым столбом, разделившим на два разных этапа мою молодую жизнь. Но в целом та осень тянулась уныло, долго, спокойно и скучно. Я на стенке лез от безделья и в конце концов попросил Изопа, чтобы тот научил меня читать. Изоп был более чем доволен, однако сказал, что сначала должен выяснить этот вопрос с мастером, а когда тот дал одобрение, я почувствовал себя немного уязвленным. Раньше он говорил, что моя неученость нужна. Глупость, мол, в нашем деле первое преимущество. А теперь, пожалуйста, согласился, даже не потрудившись как-нибудь объяснить. Я решил, это значит, у нас ничего не вышло, все пошло прахом и впал в тоску. Что же я сделал, не так, спрашивал я себя. И почему он все время уходит, теперь, когда нужен мне больше всего? Изоп показал мне буквы и цифры, а я, принявшись за дело, быстро их все усвоил и долго недоумевал, с какой стати вокруг учебы столько разговоров. Я брался за нее доказать. Пусть я не сумел взлететь, но все же не полный болван. Однако приложенные усилия на сей раз были настолько ничтожны, что и победа казалась такой же. Мы немного воспрянули духом в ноябре, когда вдруг появилась еда. Мастер, никому не сказав ни слова, где-то раздобыл денег и купил грузовик консервов. Когда мы их получили, это было как чудо, как гром посреди ясного неба. Утром к дверям нашего дома подкатил грузовой фургон. Оттуда выскочили два здоровенных дядьки и принялись вытаскивать огромные картонные коробки. Их были сотни с упаковками, с банками, по две дюжины банок в каждый. И чего в них только не оказалось. Тушенка, овощи, бульонные кубики, всякие пудинги, абрикосы, персики и всего навалом. Дядьки больше часа трудились, чтобы перенести в дом это богатство, а мастер все время стоял поодаль, сложив на груди руки и ухмыляясь ухмылкой мудрого старого филина. При виде грузовика мы с изопом разинули рты. И он подозвал нас к себе и положил руки нам на плечи. «Конечно, это не то, чем нас баловал мамаша Сиу», сказал он, «но, черт побери, все же лучше, чем каша, а, мальчики? Так что запомните, когда пойдет не та масть, вам есть на кого положиться. Как бы туго нам не пришлось, я всегда найду выход». Каким образом ему удалось раздобыть эти деньги, не знаю, но он свое дело сделал. Кладовые снова стояли полные. Мы не поднимались голодными из-за стола и в животах не урчало. Можно было бы ожидать, что после подобного поворота наши сердца навсегда преисполнятся благодарности, однако этого не произошло. Мы быстро привыкли и очень скоро стали принимать сытость как должное. Дней через десять есть сколько захочешь уже казалось нам обыкновенным, а к концу ноября о голодных днях никто и не вспоминал. Так всегда и бывает с мечтами. Когда нет чего-то, тогда только и мысли в голове, что об этом. Будь оно у меня, говоришь себе, не было бы проблем, но, обретя предмет вожделения, постепенно перестаешь обращать на него внимание. Просыпаются новые желания, появляются новые мечты, и ты шажок за шажком оказываешься ровнехонько там, откуда и начал. Так было с чтением, так было и с нежданно свалившимся на голову изобилием банок. Желание научиться читать, как желание наесться досы, так какое-то время казалось мне важными, однако на деле оказалось, что они всего лишь тень, всего лишь заменитель того настоящего, единственного желания, утолить которое я не умел. Я хотел, чтобы мастер снова меня полюбил. Я страдал несколько месяцев, я скучал по его вниманию и никакими банками меня было не обдурить. Теперь, через два года, я был его творением. Он сотворил меня по своему подобию, а потом бросил. По каким-то причинам, которых я не понимал, я его потерял, и, как мне тогда казалось, потерял навсегда. Мысль о миссис Виттерспун мне не пришла в голову. Даже когда однажды вечером мамаша Сиу что-то вскользь сказала про леди-вдову, я не сложил два и два. В этом отношении я безнадежно отставал от сверстников. Я, мистер всезнайка, одиннадцати лет от роду, не понимавший главного, что бывает между мужчиной и женщиной. Я считал это просто взрывом плотских вожделений, отчего человек становится неуправляем. И потому, когда Эзоп однажды сказал, что все время думает о какой-нибудь нежной теплой дырке и ужасно хочется сунуть, ему как раз стукнуло семнадцать, я подумал только о шлюхах в Сент-Луисе, вечно растрепанных злых на язык куклах, которые шастали по бульварам и в два часа ночи, продавая себя в разнос за холодные звонкие доллары. Я ни черта не знал ни о взрослой любви, ни о женизьбе, ни о так называемых высоких чувствах. Единственной мне знакомой супружеской пары были дядя Склис с тетей Пек, но у них в семье отношения вполне исчерпывались бранью, драками и плевками, так что, конечно же, я не случайно оказался в столь важном вопросе невеждой. Когда мастер исчезал из дома, я считал, что он отправился в Сиболу и либо играет в покер, либо сидит в кабаке с бутылкой местной отравы. Мне и в голову не пришло, что у него мог случиться роман с благородной дамой, каковой была леди Марион Виттерспун. И что, чем дальше, тем больше мастер в нем увязает. Когда я болел, я было сам положил на нее глаз, однако тогда мне было так худо, что я потом почти все забыл. Она осталась галлюцинацией, призраком, порожденным дыханием смерти, и хотя лицо ее иногда и мелькало в памяти, я не очень-то верил, что она настоящая. Только раз я стал о ней думать и решил, будто это был призрак матери, но быстренько отогнал эту мысль, испугавший, что не признал родную мать. Мозги мои вернулись на место только после двух происшедших у нас несчастьй. В начале декабря Эзоп открывал банку со скользкими липкими персиками и порезал палец. Сначала это показалось ерундой. Обыкновенная царапина, заживет. Но ранка не зажила, а наоборот загноилась, палец распух, а на третий день Эзоп слег в жару. Счастье, что мастер тогда оказался дома, поскольку наряду со многими прочими талантами он обладал широкими познаниями в медицине и в то утро он поднялся проведать больного, а через две минуты вышел, часто моргая и вытирая слезы. Нельзя терять времени, сказал он. Это гангрена. И если не отнять палец, она распространится на кость, потом на руку. Скорее беги, зови мамашу силу. Пусть все бросает и вскипятит два ведра воды. Я в кухню точить ножи. Операция через час. Я бросился исполнять, что было велено, разыскал возле сарая мамашу силу, а сам стремглав бросился в дом, взлетел на второй этаж и приземлился возле постели больного друга. Вид у Эзопа был жуткий. Его блестящая черная кожа потускнела, лицо покрылось белесыми пятнами, голова металась на подушке, а в груди клокотало так, что слышно было с моего стула. Держись, парень, сказал я. Недолго осталось. Мастер себя вмиг вылечит, оглянуться не успеешь, как будешь опять внизу тренькать на своем пианино. Уолт, сказал он. Это ты, Уолт. Он открыл налитые кровью глаза и посмотрел на голос, но глаза были такие мутные, что вряд ли он меня видел. Конечно, я, отвечал я, кто же еще бы сейчас тут с тобой сидел. Уолт, он сказал, он отрежет мне палец. Он меня изуродует, Уолт, и я буду на всю жизнь калекой, потом меня ни одна девушка не полюбит. Ты уж и так изуродован, дальше некуда. Это же не мешает тебе мечтать о пиписьках, а? Он себе какой палец отрежет? Только мизинец, один мизинец, да и тот на левой руке. Главное останется при тебе. Будешь девок гонять только так. Не хочу, простонал он. Если он мне его отрежет, значит, нет на свете справедливости, значит, бог отвернулся от меня, Уолт. Смотри, у меня тоже не десять пальцев, а мне наплевать. Вот отрежет его тебе мастер, и будем мы с тобой вовсе как близнецы. Члены братства девять пальцев. Братья до последнего вздоха, мастер так нас и называет. Что я только не делал, чтобы его утешить. Но началась операция, меня отпихнули, обо мне забыли. Мастер и Гуда с мамашей Сью принялись за работу, а я стоял возле двери, закрыв руками лицо, и то и дело подглядывал за происходящим сквозь растопыренные пальцы. Эфира не было, обезболивающих тоже не было. Эзоп выл и выл сначала и до конца, и от страшного его голоса у меня кровь стыла в жилах. Мне его и так было жалко, а вой этот едва меня не доконал. Вой был не человеческий, а ужас звучавший в нем был такой бездонный и бесконечный, что я сам с трудом удерживался от слез. Мастер и Гуда работал спокойно и хладнокровно, как опытный хирург, но мамаша Сиу отреагировала на Эзопа фвой вроде меня. Такого я от нее не ожидал. Я привык думать, что индейцы не показывают своих чувств, что они храбрее, выносливее белых, но мамаша Сиу, глядя, как хлещет кровь, и Эзопу становится все больнее и больнее, стала сама не своя, начала охать и причитать, будто это резали не его, а ее. Мастер и Гуда прикрикнул и велел ей взять себя в руки. Она попросила прощения, а через пункт уже опять давилась слезами. Для медсестры она оказалась чересчур жалостливой и только мешала мастеру, так что в конце концов он ее шуганул. «Нужна еще горячая вода», сказал он. «Ну-ка, быстро, женщина, одна нога здесь, другая там». Это был предлог, чтобы ее выставить, и она метнулась мимо меня прочь из комнаты к лестнице, ослепнув от слез, закрывая руками лицо. Мне хорошо было видно, как все произошло, как она запнулась о первую же ступеньку, как хотела поймать равновесие, но нога подогнулась и огромное ее неуклюжие тело запрыгало, закувыркалось по лестнице и рухнуло на пол внизу. От грохта вздрогнул весь дом, потом она вскрикнула, потом подхватила левую ногу рукой и суетливо заползла по полу. «Ах ты, слепая, старая сука», сказала она, «Ах ты, слепая, старая вонючая сука, ты посмотри, что наделала! Свалилась треклятая дура, ведь сломала же ногу!» Следующие две недели дом был мрачный, как лазарет. Мы с мастером целыми днями носились по лестнице вверх и вниз, ухаживая за двумя прикованными к постели больными, кормили, поили, выносили горшки, разве что не мыли от лежанных задниц. Эзоп скорбел, мамаша Сиу поливала бранью себя с утра до ночи, а так как кроме них у нас еще была скотина, которую нужно было накормить, были комнаты, в которых нужно было убрать, постели, которые нужно было застелить, посуда, которую нужно было вымыть, печка, которую требовалось растопить, то понятно, что у нас с мастером не оставалось ни единой свободной минуты. Между тем близилось Рождество, истекал назначенный срок моего обучения, а я все равно подчинялся земному притяжению, как раньше. Мне было горько. Я превращался в обыкновенного человека, который живет, делает свое дело, умеет читать и писать, и если так пойдет и дальше, глядишь, я скоро начну брать уроки риторики и запишусь в бойскауты. Как-то утром я проснулся раньше обычного. Проверил зопа, проверил мамашу силу, увидел, что они еще спят, и спустился на цыпочках вниз, решив удивить мастера тем, как я рано встал. Как правило, он в это время был уже на ногах, готовил завтрак и все остальное к началу нового дня. Но в то утро я не услышал из-за двери ни запаха кофе, ни шипения бекона на сковородке, и входил в кухню, уже сообразив, что там никого нет. Он в сарае, подумал я, пошел собрать яйца или доить коров, но тут я заметил холодную печку. Зимой первым делом мы разжигали огонь, а в тот день воздух был настывший, холодный, так что в кухне от дыхания шел пар. Что ж, сказал я себе, тогда, значит, наш старик наконец устал и заспался, ну и дела, значит, сегодня я его разбужу, а не он меня. Я снова поднялся, постучал в дверь его спальни, потом еще и еще раз и, не получив ответа, открыл и осторожно вошел. Мастера в комнате не было. Его там не просто не было. Постель стояла аккуратная, нетронутая, несмятая, и по всему было видно, что он дома не ночевал. Сбежал, сказал я себе тогда. Взял и сбежал. Только мы его и видели. Целый час потом я предавался самым разнообразным, но одинаково неприятным мыслям и чувствам. Меня бросало то в гнев, то в отчаяние. Я по очереди негодовал, издевался над своей тупостью, хлюпал носом и клял себя за доверчивость. Мой мир рушился, исходил дымом, и я сидел один, брошенный на развалинах, среди догоравших углей. Мамаша Силу с изопом спокойно спали в своих постелях и не слышали ни моих слез, ни моих гневных тират. Каким-то образом, совершенно не помню, как я снова туда попал, я опять оказался в кухне и лежал на полу носом в грязные доски. Слез во мне не осталось, я только всхлипывал, судорожно глотая воздух. Потом я затих, почти успокоился. Потом ощущение покоя распространилось по всему телу, потекло по мне кончиком пальцев. Не осталось ни мыслей, ни чувств. Я стал изнутри невесомым и поплыл на невидимых безмятежных волнах, отделивших меня от внешнего ко всему равнодушный. Тогда это и произошло. Неожиданно, без малейшего предупреждения. Мое тело медленно поднялось. Движение было настолько естественным, таким простым и спокойным, что с закрытыми глазами я не понял, где я. И открыл их. Поднялся я невысоко, на дюйм или два. Но я там висел, не прилагая вообще никаких усилий, висел, как в небе луна, и чувствовал только при вдохе и выдохе трепетание воздуха в легких. Не знаю, долго ли я провисел, но через сколько-то времени, так же спокойно и медленно, как поднимался, я вдруг опустился на пол. Все прежнее из меня будто вытекло. Я был совершенно пустой, и глаза снова закрылись. Даже не попытавшись понять, что сейчас произошло, я провалился в сон, как камень на дно Вселенной. Проснулся я от голосов и от шарканья ног по деревянному полу. Я открыл глаза и увидел прямо перед собой черную левую штанину мастера. «Привет, Шпендрик», сказал он, коснувшись меня носком башмака. «Решил выспаться на холодном полу? Не самое удачное место, конечно, если ты нарочно не решил простудиться». Я попытался сесть, однако тело затекло, налилось тяжестью, и всех моих сил хватило только подняться на локте. Голова затряслась от слабости, будто комок паутины, и как я не тер глаза, стараясь скорей проморгаться, мастер все равно расплывался. «В чем дело, Уолт?» спросил мастер. «Ты что, ходил во сне?» «Нет, сэр, не ходил». «Тогда что случилось? Что за скорбь? Вид у тебя такой, будто ты с похорон». Я услышал эти слова, и все вдруг вернулось, и я понял, что вот-вот заплачу. «Мастер!» сказал я, обхватив его ногу обеими руками и прижимаясь к ней щекой. «Мастер! Я думал, вы меня бросили! Я думал, вы меня бросили! Никогда не вернетесь!» Но как только я закрыл рот, я сразу понял, что дело не в этом. Отнюдь не мастер был причиной новой вспышки отчаяния и беспомощности, а то самое, то, что недавно произошло и отчего я уснул. Я вдруг живо до дурноты вспомнил, как плавал над полом и со всей возможной ясностью понял, что совершил невозможное, но ощутил при этом мне радость, а отчаянный страх. Теперь я не знал, кто я. Во мне поселилось нечто, что было не я, что-то чужое, незнакомое, страшное, и я даже не решился об этом заговорить. Я заплакал, я заплакал, и слезы хлынули рекой, и, казалось, никогда не иссякнут. «Милый мой», сказал мастер, «мой дорогой, милый Уолт!» Он наклонился ко мне, обнял, прижал к себе, и, пока я плакал, все время гладил меня по спине. Потом он снова заговорил, но на этот раз не со мной. Занятый своими переживаниями, я не заметил, что он вошел не один. «Это самый храбрый парень на свете», сказал мастер. Ему слишком досталось в последнее время, так что он просто устал. Возможности тела не безграничны, и, боюсь, наш маленький друг их превысил. Тут я, наконец, поднял голову. Оторвался от штанов мастера, обвел кухню глазами и увидел миссис Виттерспун, которая стояла возле дверей на свету. Помню, она была в пальто пурпурного цвета, в черной меховой шляпке, и щеки у нее после прогулки по утреннему морозу горели румянцем. Встретившись со мной взглядом, она улыбнулась. «Привет, Уолт», сказала она. «И вам тоже привет, мэм», сказал я, в последний раз шмыгнув носом. «Встречай своего ангела-хранителя», сказал мастер. «Миссис Виттерспун пришла нас спасать, так что какое-то время у нас поживет, пока жизнь не вернется в нормальное русло». «Вы ведь и есть та леди из Вичиты?» спросил я, наконец, сообразив, почему ее лицо кажется мне знакомым. «Да», сказала она, «а ты и есть тот маленький мальчик, который заблудился в метель». «Это было уже давно», сказал я, высвобождаясь из рук мастера и поднимаясь с пола. «Я почти уже все забыл». «Возможно», сказала она, «зато я хорошо помню». «Миссис Виттерспун не просто друг нашей семьи», сказал мастер. «Она наша главная надежда и деловой партнер». «Просто чтобы ты знал, Уолт, еда, которую ты ешь, одежда, которую ты носишь, огонь в печке, который тебя согревает, все это у тебя исключительно благодаря великодушию миссис Виттерспун, и я хочу, чтобы ты не забывал об этом. Было бы очень печально, если бы ты вдруг оказался неблагодарным». «Не бойтесь», сказал я, вдруг ощутив прилив бодрости и расправил плечи. «Я же не чурбан. Я знаю, как полагается вести себя джентльмену, когда в дом входит приятная дама». С этими словами я повернулся в сторону миссис Виттерспун, собрался с духом и подмигнул с таким идиотским, нахальным, с таким приглашающим видом, что едва ли другая женщина удостаивалась подобного. К чести, миссис Виттерспун, она отнюдь не смутилась и не покраснела. Она коротко рассмеялась, а потом тоже мне подмигнула спокойно и хладнокровно, как самое настоящее старое сегодня. «Я до сих пор люблю вспоминать это наше знакомство, а тогда, увидев ее озорной прищур, сразу понял, что мы станем друзьями». Я не знал, какие у них отношения с мастером и почти не думал об этом. Знал только, что она поселилась у нас, избавив меня от обязанностей мойщика и сиделки. С того самого первого утра она взяла хозяйство в свои руки и дела в доме покатились, будто на новеньких роликах. Если честно, когда я увидел ее в дверях, в красивом пальто, в дорогих перчатках, я в жизни бы не подумал, что она на это способна. Она явно привыкла, чтобы за нее все делали слуги и выглядела, конечно, отлично, хотя цвет лица у нее был, на мой вкус, слишком бледный, а сама она была слишком хрупкая, то есть тощая, как скелет. У меня она не укладывалась ни в одну категорию, и я долго к ней привыкал. Она была ни вертихвостка, ни шлюха, ни домашнее тесто на опаре, ни школьная мымра, ни засидевшая в девках злые дни. В ней было всего понемножку, отчего мне и не удавалось ее классифицировать, чтобы хоть на два шага вперед понимать, что она сделает дальше. Единственное, что мне было понятно, так это, что мастер в нее влюблен. Стоило ей войти, как он становился тихим, начинал говорить мягким голосом, и я не раз замечал, что когда она отворачивалась, он смотрел на нее, будто был где-то далеко. Поскольку спали они в одной постели, и мне было слышно сквозь стенку, как матрас поскрипывал в определенном ритме каждую ночь, я нисколько не сомневался, что и она испытывает к нему те же чувства. Тогда я не знал, что она уже трижды отвергла его предложение, но если бы и знал, вряд ли стал бы над этим раздумывать. У меня было чем занять голову, и это было поважнее, чем любовная история мастера. При первой возможности я старался уйти к себе и, запершись за дверью в одиночестве, изучал свой новый, загадочный и жутковатый дар. Мне нужно было его приручить, понять, поймать с ним контакт, точно определить возможности и, наконец, признать главной частью себя. Задачка была не из легких, не только освоить практически, но разобраться со всем, что за ним стояло, а это было как совать голову в пасть зверю. Дар обрекал меня новой судьбе, раз и навсегда проводя черту между мной и другими. Представьте себе, как однажды утром вы вдруг проснулись с чужим лицом, и прикиньте, сколько ушло бы времени, сколько пришлось бы торчать перед зеркалом, чтобы привыкнуть, чтобы почувствовать себя в своей компании снова уютно. День за днем я запирался в комнате, ложился на пол и, собравшись с мыслями, посылал свое тело в воздух. Я так много тренировался, что довольно скоро научился концентрироваться и подниматься буквально за несколько секунд. Недели через две я сообразил, что ложиться не обязательно. Я научился стоя входить в нужное, похожее на транс состояние, и поднимался так, в вертикальном положении, дюймов на шесть, не меньше. Еще через три дня я обнаружил, что сделать это можно и не закрывая глаз. Можно смотреть вниз на ноги, наблюдать, как они отрываются от пола и ничего. Колдовство действовало. Тем временем жизнь унашла своим чередом. Эзопу сняли повязку, мамаши Си укупили палку, и она начала ковылять по дому. Мастер и миссис Виттерспун еженощно скрипели матрасом. Днем, из-за обилия мелких дел, не всегда было просто найти предлог, чтобы уйти запереться. Несколько раз мне казалось, будто мастер меня раскусил и прощает ложь лишь по той причине, что голова у него занята своими проблемами. В любом другом случае я, отвергнутый ради какой-то тетки, наверняка исходил бы ревностью и страдал. Но теперь я, как выяснилось, воздухорожденный, перестал видеть в мастере некое божество. И не так уж он стал мне и нужен. Теперь он был для меня самый обыкновенный человек, не лучше и не хуже прочих. И коли хочется ему тратить время на кувыркание с этой скелетиной извечитой, то меня это не касается. У него свои дела, у меня свои. Ну и раз так, значит так. Я, в конце концов, сам научился летать, по крайней мере, взлетать, так что как-нибудь обойдусь. Я теперь сам по себе. Как потом оказалось, я тогда всего лишь приблизился к следующей ступени. Далеко мне было до мастера, с его изощренным умом, так же, как и до звезды, которой, я думал, я стал. Эзоп, который никак не мог примириться с отсутствием пальца, пал духом, превратился в жалкую тень себя прежнего, а я, чересчур увлекшись своими экспериментами, пусть и проводил с ним почти все свободное время, уделял ему внимание меньше, чем нужно. Эзоп спрашивал, почему я столько сижу у себя, и однажды, кажется, это было пятнадцатого или шестнадцатого декабря, я, желая избавить его от сомнений, решил немножко соврать. Я не хотел, чтобы он подумал, будто я его разлюбил, и потому предпочел в той ситуации мелкую ложь молчанию. Дело в том, что я хочу приготовить сюрприз, сказал я. Если обещаешь ни словом, ни звуком, так и быть, расскажу. Эзоп недоверчиво посмотрел на меня. Опять ты за свои штучки? Никаких таких штучек, клянусь. Все по правде. Сам слышал, своими ушами. Не крути. Если есть что сказать, говори прямо. Ладно, сейчас скажу, только сначала дай слово. Надеюсь, оно того стоит. Тебе прекрасно известно, я не люблю давать обещания просто так. Еще как стоит. Хорошо. Сказал он, начиная терять терпение. Так и о чем же, брат, речь? Подними правую руку и поклянись, что не скажешь. Клянись могилой матери. Клянись, чтоб глаза лопнули. Чтоб тебе не переспать даже со шлюхой черномазой. Эзоп вздохнул, сгреб левой рукой мошонку, потому что у нас было правило именно так давать страшные клятвы, и поднял вверх правую руку. Обещаю, сказал он и повторил все, что я велел. Так вот, сказал я и принялся отчаянно импровизировать. Дело вот в чем. На следующей неделе у нас Рождество. Мы его будем встречать, причем вместе с миссис Виттерспун. И так вот, они говорили про 25-е, а я слышал, будет индейка, пудинг, подарки и, может быть, даже попкорн, ну и елка. А калитак, а похоже, что так. То я-то чего? Ты ж понимаешь, мне, значит, подарят подарок, а я... Вот я и бегаю к себе в комнату. Хочу приготовить подарок, самый что ни на есть сюрприз. Дошел своими куриными мозгами. Погоди, брат, немножко, через неделю увидишь, стоит оно или нет. Про Рождество я сказал чистейшей воды правду. Ночью я действительно слышал, как мастер и Гуд разговаривал за стенкой об этом с миссис Виттерспун, только не сообразил про подарок. Но когда эта мысль случайно возникла в разговоре, я сразу за нее ухватился. Это и был мой шанс, мой, тот самый счастливый случай, которого я ждал. Если праздник и впрямь состоится, мастер в тот же вечер объявил за столом, что состоится, я им воспользуюсь и покажу, на что я теперь способен. Это будет мой всем подарок. Я встану и полечу на глазах изумленной публики, и мир, наконец, узнает про мою тайну. Примерно десять дней я потом прожил как в кошмарном сне. Репетиции репетициями, а как знать, вдруг на глазах изумленной публики я возьму да и упаду. Если номер провалится, я же стану посмешищем. Темой для анекдотов на ближайшие двадцать семь лет. Наконец наступил самый длинный и мучительный день моей жизни. Рождество у нас в доме, как ни взгляни, удалось на славу. Мастер Ягуда устроил настоящий праздник, веселый, шумный, и только один я сидел, ничему не рад. Индейка не лезла в глотку, а пюре, приготовленное из репы, казалось на вкус вроде бумажного клея с землей. Когда перешли в гостиную петь гимны и раздавать подарки, мне захотелось удрать. Миссис Виттерспун сначала первой подарила мне синий свитер с красным оленем на груди. Потом подошла мамаша Сил с парой связанных ею носков, а потом подошел мастер, вручив мне новый беленький твердый бейсбольный мяч. Потом подошел Изоб и преподнес портрет сэра Рейли, вырезанный из книжки в гладкой эбонитовой рамке. Все это были роскошные подарки. Но я, разворачивая очередной пакет, лишь мрачно, почти неслышно благодарил и ничего не мог с собой сделать. Каждый новый подарок приближал к раскрытию тайны, отнимал еще одну каплю и так невеликого мужества. Развернув последний, я сломался, сел и решил ничего не показывать. Я не готов, сказал я себе. Еще нужно потренироваться. И, найдя одну отговорку, потом сразу придумал с десяток. Однако не успел я попрочнее приклеиться к стулу, как тут-то оно и случилось. Эзоп сдал меня за два цента. Теперь очередь Уолта, сказал он со всей простотой, думая, будто я человек слова. Он что-то нам приготовил, и мне не терпится это увидеть. Правильно, сказал мастер, повернувшись и пронзая меня насквозь своим всеведущим взглядом. Слово за юным мистером Роули. Все посмотрели на меня. У меня не было другого подарка. И если бы я так и остался сидеть, они сочли бы меня неблагодарной дрянью и были бы правы. Коленки у меня задрожали, я поднялся со стула и пропищал, как церковная мышь. Внимание, леди и джентльмены! Может, конечно, ничего не выйдет, но зато никто не скажет, будь-то я не попробовал. Они смотрели с таким любопытством, таким удивлением и вниманием, что я, стараясь от них отвлечься, закрыл глаза. Я сделал глубокий медленный вдох, потом выдох, потом широко раскинул руки тем спокойным, расслабленным движением, какое далось после долгих часов тренировок, потом вошел в транс. Я стал подниматься почти мгновенно, оповиснув примерно в шести или семи дюймах от пола в начале первого года, это был мой предел, открыл глаза и посмотрел вниз на свою изумленную публику. Мамаша Сил, миссис Виттерспун и Эзоп разинули рты, изобразив три абсолютно одинаковые ровные О. Мастер стоял, улыбался, но по щекам у него катились слезы. Я смотрел на него, а он расстегнул воротник и потянул за шнурок. Я опустился, а он снял с себя шарик и протянул мне. Все молчали. Я пошел к нему через комнату, глядя только ему в глаза, не осмеливаясь посмотреть куда-то в другую сторону. Я подошел и он сел. Я взял у него свой мизинец и упал перед ним на колени, второй раз зарываясь лицом его черные брюки. Так прошла, наверное, минута, а потом я собрался с духом и встал. Я выбежал из гостиной, рванул через кухню во двор и стоял там, жадно глотая морозный воздух, глотая жизнь под бесконечным огромным небом, усыпанным зимними звездами. Через три дня мы попрощались с миссис Виттерспун, помахав с кухонного порога вслед ее изумрудно-зеленому Крайслеру. Наступил 1927 год и всю его первую половину я работал с диким упорством, постепенно, еженедельно, понемногу продвигаясь вперед. Мастер ясно сказал, что уметь подниматься в воздух это всего лишь начало. Приятное достижение, только им одним не удивишь. Способностью левитировать обладает масса народу. Левитаторов полно даже в белых, так называемых цивилизованных странах Европы и Северной Америки, не говоря об индийских факирах и тибетских монахах. В одной только Венгрии и только в начале века их было пятеро, сказал мастер, причем трое, в его родном Будапеште. Само по себе это искусство удивительно, однако публики быстро надоедает, когда кто-то просто висит над полом, так что на этом далеко не уедешь. Левитация дискредитирована всякими жуликами и шарлатанами, которые напустят на сцену дыму, чтобы не было видно зеркал, и срывают дешевый успех. А уж номер с летящей девицей, какой-нибудь коровой в блестящем трико, способен показать любой самый убогий, самый безмозглый маг из ярмарочного балагана. В обруче чего же не взлететь хоть на высоту роста? А туда же, посмотрите, никаких веревок. Без таких номеров теперь не обходится ни одна программа, а настоящие левитаторы оказались не у дел. Трюкачество распространилось настолько, что все привыкли, и теперь, когда публика видит что-нибудь настоящее, она и слышать об этом не хочет, предпочитая свои фальшивки. Но интерес к себе вызвать можно, сказал мастер. Есть две техники, а владения каждой из них достаточно, чтобы обеспечить нам хорошую жизнь, но если их объединить, свести в один номер, успех будет такой, что трудно даже себе представить. У банков нет таких денег, какие мы заработаем. Две техники, сказал я. Это чего, опять ступени или вроде бы мы их прошли? Все 33 учебные ступени мы прошли. Тебе известно все, что было известно мне в твоем возрасте, и сейчас мы вступаем на новую территорию, на материк, где еще не бывала нога человека. Я могу помочь тебе здесь советом, могу направить, и если ты вдруг свернешь не в ту сторону, предупредить, но дорогу тебе придется отныне искать самому. Мы пришли к перепутью, где все зависит от тебя. Что за техники? Расскажите хоть в двух словах, а там поглядим чего как. В двух словах это вверх и вперед. Вверх ты просто поднимаешься в воздух, но не на пять дюймов, а на три. На пять двадцать футов. Чем выше, тем номер зрелища. Три фута. Замечательно. Однако зрители останутся равнодушны. На высоте в три фута ты будешь чуть-чуть выше уровня глаз взрослого человека, а этим толпу не зацепишь. На пяти футах ты окажешься выше голов, а значит заставишь головы подняться, посмотреть вверх, и следовательно отчасти добьешься того, что нам нужно. На десяти эффект будет потрясающий. А на двадцати ты будешь как ангел уолт, будешь чудом, видением, и в сердце каждого, кто на тебя смотрит, мужчины, женщины или ребенка, вольются свет и сияющая прекрасная радость. От ваших слов мастер мурашки бегают. Вас послушаешь, и внутри будто все звенит. Подъем лишь половина дела, сынок. Не спеши, поговорим о движении, о том, что такое вперед, иными словами, о передвижении в воздухе. Вперед, назад, как получится, в обе стороны лучше, чем в одну. Не имеет значения, с какой скоростью важна общая длительность номера, в ней самая суть. Представь себе, что ты походил по воздуху десять секунд, зрители ахнут, на тебя будут показывать пальцами, глазам не поверят. Однако чудо исчезнет прежде, чем мозг зрителя успеет осознать, что произошло. А теперь представь себе, то же самое, только увеличь длительность до тридцати секунд или минуты. Сильнее, правда? Душа встрепенулась, кровь заиграла. А теперь представь, как ты легкий, свободный, выписываешь восьмерки, каскады пируэтов, пять минут, десять, скользишь над зелеными лужайками пола Граунс, и на тебя снизу смотрят пятьдесят тысяч нью-йоркских жителей. Попытайся это себе представить, Уолт, и поймешь, о чем я мечтал все эти месяцы и эти годы. Эх, мастер и гуда, мне так не суметь. Погоди, Уолт, погоди секунду. Просто так, интереса ради, просто попробуй себе представить, что тебе вдруг невероятно повезло. Ты все же освоил обе техники и соединил их в один номер, вверх и вперед одновременно? Вот именно, Уолт, вверх и вперед одновременно. Что тогда было бы? Тогда бы я летал, а то нет, летал бы, как птица. Не как птица, мой юный друг, как бог. Ты был бы чудом, ангелом, святым. Люди молились бы на тебя и называли великим до тех пор, пока стоит мир. Почти всю зиму я работал в сарае один. Конечно, коровы и лошадь никуда не делись, но борьба с гравитацией их не интересовала, и они следили за мной тупо и равнодушно. Мастер то и дело заглядывал, смотрел, как идет работа, подбадривал словом другим, но по делу говорил редко. Тяжелее всего мне пришлось в январе, когда я начал топтаться на месте. К тому времени я научился подниматься в воздух с той же легкостью, что дышать, однако застрял на своих жалких шести дюймах. А о том, чтобы двинуться вперед, назад или пусть хоть вбок, речи быть не могло. Не то чтобы я совсем не понимал, как это сделать, но понимал неправильно, и потому, сколько ни бился, сколько ни пытался убедить тело слушаться, ничего не выходило. Мастер помочь здесь не мог. У тебя здесь один путь, говорил он, путь проб и ошибок. Теперь можно идти только так. Ты дошел до самого трудного, а вершин не берут в одночасье. В начале февраля мастеры Игуда с Эзопом засобирались на восточное побережье объезжать университеты и колледжи. Пора было решать, куда в сентябре Эзоп пойдет учиться, и потому отбывали они на целый месяц. Нечего и говорить, как я просил взять меня с собой. Они собирались в Бостон, в Нью-Йорк, в огромные города, где были лучшие бейсбольные команды, игровые автоматы и троллейбусы, и трудно было смириться с тем, что я-то ничего этого не увижу. Возможно, будь у меня хоть какие-нибудь успехи, то и перспектива торчать месяц одному в сарае не показалась бы столь печальной, но никаких успехов не было и в помине. И я еще раз попытался объяснить мастеру, что смена декораций самое то, и что потом только работа пойдет веселее. Мастер посмеялся своим снисходительным смешком и сказал, «Наступит, герой, и твой час, а пока очередь Эзопа. Он, бедняга, семь лет, не видел ни машин, ни асфальта, и мой долг отца показать ему мир. Книги, в конце концов, всего только рассказ о жизни. Наступает момент, когда нужно обрести собственный опыт, узнать, какова эта жизнь во плоти». «Кстати, о плоти», сказал я, глотая разочарование, «не забыли бы вы позаботиться о маленьком Эзоповом дружке?» «Есть один такой опыт, какого он ждет, не дождется. Пусть уж сунет куда-нибудь. Что ж, все в руки, да в руки». «Не волнуйся, Уолт, это включено в программу. Миссис Виттерспуна выделила дополнительную сумму специально для этих целей. Очень разумно с ее стороны. Может, она когда бы и для меня расщедрилась?» «Безусловно, расщедрилась бы. Однако, надеюсь, тебе к тому времени никого не придется просить. Ладно, посмотрим. Пока все идет как сейчас, мне и самому-то ни до чего. Еще одна причина остаться дома и продолжать работать. Трудись! Может быть, приготовишь к моему возвращению парочку сюрпризов?» «Потому я провел февраль вдвоем с мамашей Сью. Смотрел на падавший за окном снег и слушал, как свистит по Канзасским степям ветер. Первые две недели стояли морозы, и в сарай мне идти не хотелось. Не хотелось не то, что в сарае вообще думать о работе, настолько я был огорчен их отъездом. И большую часть времени я уныло слонялся по дому. Мамаша Сью целыми днями возилась по хозяйству, хотя нас и было теперь только двое. Однако, после болезни сил у нее стало меньше, и она быстрее уставала. Я все равно приставал, отвлекая ее от дела и упрашивая поболтать. За два с лишним года, прожитый в доме, занятый собой, я редко о ком думал и слишком поверхностно воспринимал окружающих. Я ни разу не задался вопросом, кто они, не дал себе труда подумать, как они здесь жили, пока не появился я. Теперь же мне вдруг неожиданно захотелось узнать все про каждого. Вероятно, потому, что я затасковал, в первую очередь по изопу и мастеру, но и по миссис Виттерспун тоже. Когда она жила у нас, мне было хорошо, а после ее отъезда в доме стало ужасно скучно. Вот я и начал спрашивать, а если мамаша Сиу в ответ что-нибудь дорассказывала, они будто бы возвращались, и я не чувствовал себя больше таким одиноким. Несмотря на мои приставания и отчаянное нытье, днем ее редко удавалось разговаривать. Разве что вспомнит какой-нибудь случай, пробурчит что-нибудь под нос, и все. Как я не упрашивал, она почти всегда от меня отмахивалась, но по вечерам, когда садились за ужин, становилась более благодушной. Она вообще была неразговорчива, не привыкла трепать языком и не любила, однако под настроение не прочь была повспоминать и оказалась неплохой рассказчицей. Рассказывала она просто, обходясь без живописных подробностей, но была у нее привычка вдруг задуматься, замолчать посредине начатой фразы, и эти ее паузы создавали потрясающий эффект. Я тогда тоже задумывался, примерял историю на себя, а потом, когда мамаша Сио опоминалась и вела рассказ дальше, прошлое уже будто стояло перед глазами. Однажды, без всяких видимых причин, она позвала меня к себе в комнату на втором этаже. Велела сесть на постель, а когда я устроился поудобнее, открыла крышку видавшего вида старого чемодана в углу. Я всегда думал, будто в нем лежат простыни и прочее белье, но в нем, как выяснилось, лежало прошлое. Фотографии, бусины, макосины и платья из сыромятной кожи, наконечники стрел, газетные вырезки и засушенные цветы. Она доставала их все по очереди, раскладывала на постели, садилась рядом на стул и принималась рассказывать про каждый предмет. Все оказалось правда. Она и впрямь работала у Буффало Билла, но что меня поразило, пока я разглядывал старые снимки, так это какой она была тогда хорошенькой, стройная, с дерзким, смелым выражением лица, с полным набором белоснежных зубов и двумя длинными косищами. Настоящая индейская принцесса. Мечта. Как в кино. И мне никак не удавалось совместить ту крепенькую аккуратную девушку с толстой угрюмой старухой, которая вела наше хозяйство, поверить, будто это одна и та же мамаша сил. Все началось, когда я была шестнадцать, сказала она. Тогда кто-то первый вспомнил о плясках духа, и к концу восьмидесятых это уже распространилось по всем индейским территориям. Времена были тяжелые, наступал конец света, и краснокожие люди решили, что остался единственный способ спасти народ от уничтожения, это колдовство. Индейцев вытесняли из прерий, загоняли в крохотные резервации, кавалерийские части теснили со всех сторон, и слишком их было много, этих синих мундиров, чтобы можно было надеяться на победу. Пляски были последним способом защищаться. Индейцы собирались и выли, кружились, тряслись, входя в истерический транс, как психопаты в Шотландии, или те самые придурки, которые доводят себя до экстаза, чтобы бессмысленным воем просить у Господа речи. От такой пляски, вернее, тряски, можно вылететь из своего тела, и тогда никакая пуля из ружей бледнолицых не догонит и не убьет и не напьется твоей крови. Пляски духа стали плясать везде, а в конце концов и сидящий бык со своими людьми тоже. Армейские начальники перепугались, они боялись восстания в резервации и велели сидящему быку, который приходил самамаше с силу двоюродным дедам, прекратить это безобразие. Старик послал их подальше. В своем типе он может делать, что хочет, даже сходить с ума и кто они вообще такие, чтобы лезть в его личную жизнь. Потому генерал синих мундиров, кажется, имя у него было Майлз или Найлз, позвал Буффало Билла, чтобы тот его уговорил. Сидящий бык дружил с Биллом с тех пор, как когда-то давно работал у него в шоу и мало кому из бледнолиц их так доверял. Билл примчался в Дакоту на всех парах, бравый солдат да и только, а генерал все равно успел передумать и запретил встречаться с сидящим быком. Билл, понятно, что разозлился, разорался и уже повернул было оглобли обратно, как вдруг заметил среди индейцев молоденькую мамашу Силу, которую звали тогда Тачья улыбка подобна солнцу. Немедленно подписал с ней контракт и взял к себе в труппу, чтобы, значит, не возвращаться ни с чем. А ей он этим спас жизнь. Через несколько дней после ее отъезда и вступления в мир шоу-бизнеса сидящий бык был арестован, убит в стычке с охранявшими его солдатами, а через некоторое короткое время кавалерийский полк армии Соединенных Штатов уничтожил всех остальных, три сотни детей, стариков, женщин, вступив с индейцами в бой, названный позже битвой у раненого колена, хотя на самом деле это была битва, а обыкновенная бойня, когда их просто прирезали, как индюшек. Мамаша Сиу рассказывала, и в глазах ее были слезы. «Это Кастер нам отомстил», сказала она. «Мне было два года, когда его нашпиговали стрелами, а к шестнадцати моим годам не стало нас». «Изоб мне рассказывал», сказал я. «Я, может, чего испутал, но вот чего точно помню, так это, что белые потому и начали возить из Африки черных рабов, что индейцев трогать было нельзя». «Изоб сказал, что они, конечно, бы с удовольствием сделали краснокожих людей рабами, но их главный священник из Старого Света запретил, сказал нет и все тут. Тогда-то и позвали пиратов, и те поплыли в Африку и поймали там уйму чернокожих людей, заковали в цепи и увезли». «Так и Зоб сказал, а я что-то не помню, чтобы он врал. К индейцам хотели хорошо относиться, вроде как потому, что все люди братья и прочая фигня, ну, чисто наш мастер». «Хотели», сказала мамаша Сью. «Хотеть одно, делать другое». «Тут ты права, ма. Коли только болтать, а денег не давать, так это можно чего хочешь наобещать, а толк-то». Она нагнулась и вынула из чемодана другие фотографии, потом театральные программки, газетные вырезки и афиши. Поездила она не только по Штатам и по Канаде, но и по Европе. Она скакала на лошади перед королем и королевой Англии, давала автограф русскому императору и пила в Париже шампанское вместе с Сарой Бернар. Она ездила по гастролям лет пять или шесть, а потом вышла замуж за ирландца по имени Тед, невысокого, как все жокеи, а он был жокеем и выступал в Стипль-Чезе на лучших ипподромах Британии. У них была дочь по имени Даффа Дил, кирпичный домик и сад, где росли голубые зарянки и красные вьющиеся розы. И в течение семи лет счастью их не было границы. Через семь лет случилось страшное. Тед вместе с дочерью погибли в железнодорожной катастрофе, а мамаша Сиу, не помня себя от горя, вернулась в Америку. Потом она второй раз вышла замуж за слесаря, тоже по имени Тед, но только Тед второй, в отличие от Теда первого, оказался еще тот Гулёна. И мамаша Сиу все вспоминала свое прежнее счастье и вспоминала. И постепенно сама начала прикладываться к бутылке. Тогда они жили в Теннессе на окраине Мемфиса, в жуткой хибаре, и однажды, летним утром 1912 года, совершенно неожиданно и случайно, мимо них по дороге прошел мастер И. Гуда, а иначе давно бы лежать ей в могиле. Мастер шел и нес на руках Эзопа, всего через два дня после того, как нашел его посреди хлопкового поля. Как вдруг из той самой хибары, которая тогда была ее домом, послышались крики и плач. Тед второй с утра пораньше дубасил мамашу Сиу своими волосатыми кулаками, с первых же двух ударов вышибив ей шесть или семь зубов. А мастер И. Гуда не привык проходить мимо чужого горя. И он вошел, осторожно посадил на пол больного ребенка, подошел сзади к Теду второму, взял за горло двумя пальцами большим и средним, надавил хорошенько и отправил поганца в мир сновидений, таким образом положив той драке конец. Потом мастер смыл ей кровь, лившуюся из разбитых десен и губ, помог встать на ноги и оглядел их убогое жилища. Чтобы принять решение, ему понадобилось секунд двенадцать, не больше. У меня к себе предложение, сказал он изуродованной женщине. Оставь эту мразь, пусть валяется и пошли со мной. У меня на руках рахитичный ребенок, который нуждается в материнской заботе. И если ты возьмешь это на себя, я буду заботиться о тебе. Я нигде не живу подолгу, так что придется привыкнуть к странствиям, но, клянусь душой своего отца, вы не будете голодать. Тогда мастеру было двадцать девять лет, и выглядел он шикарно, с напомаженными закрученными усами и в безупречно повязанном галстуке. Как согласилась в то утро мамаша Си уйти вместе с ним, так пятнадцать лет потом и делила все превратности бродяжей судьбы и воспитывала Эзопа будто родного сына. Я не запомнил мест, которые она перечисляла, но самые интересные истории случились с ними в Чикаго, в городе, куда они часто заглядывали. Из Чикаго оказалась и миссис Виттерспун. Едва мамаша Сиу принялась о ней рассказывать, у меня голова пошла кругом. Рассказы эти, как всегда, у мамаши Сиу, обходившие красочные подробности, были и без подробностей, до того ни на что не похожи, до того фантастически сумел сложить все воедино и восстановить примерную историю жизни Марион Виттерспун. Вышла замуж она, когда ей исполнилось то ли двадцать, то ли двадцать один. Ее муж был родом из Вичиты, из весьма состоятельной канзасской семьи, однако, едва получив наследство, переехал жить в большой город. По словам мамаши Сиу, он был красавчик, веселый, беспутный, из до того хорошо подвешенным языком, что умел уболтать женщину быстрее, чем другой, завязал бы шнурки. Все же три или четыре года молодая пара прожила неплохо. А потом мистер Виттерспун чересчур пристрастился к выпивке, не говоря уж о том, что без карт никогда и не жил и садился за карточный стол раз пятнадцать-двадцать за месяц и уж, конечно, тогда проводил ночь не дома. А поскольку он предавался своим любимым занятиям скорее от души, чем от ума, то скоро от солидного доставшегося ему состояния остались рожки до ножки. В конце концов положение стало настолько отчаянным, что впору было брать жену и возвращаться в родные места, то есть в Вичиту и ему, Чарльзу Виттерспуну, Острику, Балагуру, Франту, лучшему игроку всех северных штатов, подыскивать место в какой-нибудь душной страховой компании, где возиться с закладами на сено или коров до конца своих дней. Но как раз тогда, в четыре часа утра на сцене в задней комнате при бильярдной на Раш-стрит и появился мастер Ягуда, и они сели играть вчетвером. Мастер, вышеупомянутый мистер Виттерспун и еще два человека, чьих имен история не сохранила. Бедный Чарли проигрался до цента, потом захотел отыграться и едва не завыл от злости, получив трех вольтов и двух королей, так что, как пишут в веселых журналах, это была явно не его ночь. Те двое бросили игру, а мастер Ягуда не бросил, а Чарли, поскольку это был его последний шанс, решил поставить на карту все. Сначала он стал играть на землю в Сиболе вместе с домом, который был домом его деда, то есть на расписку о передаче на них прав, стал играть и проиграл, а потом написал другую расписку и сыграл на жену. У мастера Ягуды вышло на руки четыре семерки, и потому совершенно не важно, что вышло у мистера Виттерспуна, так как четыре семерки бьют любого туза, и мастер выиграл все, и землю, и жену. А бедный проигравшийся Чарли Виттерспун в отчаянии кинулся домой, вбежал в спальню, где спала его жена, достал из столика револьвер, выстрелил себе в лоб и забрызгал мозгами постель. Таким образом, мастер Ягуда оказался в Канзасе. После долгих скитаний по свету он, наконец, нашел место, которое стало им домом, и пусть дом оказался не совсем такой, как он его себе представлял, мастер не плюнул в колоду, где лежали четыре семерки. Я спросил, откуда же тогда у миссис Виттерспун деньги? Если муж у нее все проиграл, застрелился, то где она их берет? На дом, на красивые тряпки, на изумрудный Крайслер, да еще и подбрасывает мастеру Ягуди на всякие там проекты. Мамашу силу вопрос не смутил. Да оттуда, что она умная. Миссис Виттерспун быстро сообразила, что с таким мужем никакого наследства не хватит. Почитал разные книжки и начала каждый месяц вкладывать часть той ничтожной суммы, которую он выдавал на хозяйство, взаймы, облигации и прочие ценные бумаги. К тому времени, когда Чарли застрелился, эти зернышки уже успели дать хорошие всходы. Выросли ровно в четыре раза, а с таким капитальцем спокойно можно есть, пить, веселиться. А как же мастер, спросил я. Если он ее выиграл, значит, она ему принадлежит? Так почему же они не женились? Почему она не штопает ему носков, не варит обед и не носит в животе его детей и вообще живет в другом доме? Мамаша Си умедленно закивала головой вверх-вниз, вверх-вниз. Мы живем в новом мире, сказала она. Никто никому здесь больше не принадлежит. Теперь женщину не продашь и не купишь, по крайней мере, такую, как у нашего мастера. У них то любовь, то ненависть, то романы, то проблемы, то нужно чего, то не нужно, а время-то идет, а они-то привыкают друг к дружке. Балаган, театр, цирк и глупость в одной упаковке. И доллар поставлю против пончика, так оно и будет до самой их смерти. После таких рассказов материала для размышлений хватало, чтобы заполнить часы одиночества, но чем больше я размышлял, тем запутаннее и непонятнее мне все это казалось. Разбирать по составу настолько сложно подчиненные комбинации я не умел и в конце концов плюнул, сказав себе, что нечего ломать голову, того и, глядись, замкнет где-нибудь в проводящих путях. — Взрослых не поймешь, подумал я. — Лучше, если я сам тоже когда-нибудь стану взрослым, то тогда напишу тебе нынешнему письмо, где все и объясню. А пока что с меня хватит. После чего я с облегчением вздохнул, но, освободившись от этих мыслей, быстро почувствовал мучительнейшую скуку, которая навалилась сразу всем своим белым, пушистым, порхающим однообразием. И, в конце концов, снова занялся работой. Не потому, что захотелось, а потому, что не нашел иного способа убить время. Я опять заперся в своей комнате и через три дня бесплодных мучений наконец нашел ошибку. У меня оказался неверный подход. Отчего-то я с самого начала решил, будто подъем и движение это два разных этапа. Будто нужно сначала подняться, а потом перенастроиться и двигать вперед. Вот я и старался выполнить задачу в два приема. Но на практике до вперед дело даже не доходило. Я поднимался в воздух и, как только требовал выбранный метод, начинал думать о том, чтобы переходить ко второй задаче, и тут немедленно становился ногами на пол. Я повторял упражнение раз, два, три, десять, сто, тысячу. Каждый раз выходило одно и то же. И в конце концов я до того разозлился на свое бессилие, что в ярости замолотил по полу кулаками. Вне себя я вскочил и метнулся к стене расшибить к чертове бабушке эту тупую башку. Движение длилось ничтожную долю секунды. Тем не менее, я, не успев даже коснуться по белке, вдруг почувствовал, что плыву. В тот самый миг, когда ноги в прыжке оторвались от пола, сила тяжести меня отпустила, и знакомая легкая волна понесла вверх. Не сообразив, в чем дело, я вмазался в стену и рухнул на пол, корчась от боли. Я грохнулся всем левым боком, но мне было наплевать. Минут двадцать я танцевал от счастья. Наконец, я раскрыл секрет. Понял. Забудь про прямые углы, сказал я себе. По дуге. Траектория по дуге. Нельзя сначала вверх, потом вперед. Нужно одновременно вверх и вперед, одним плавным, спокойным движением, отдаваясь во власть невидимого, обволакивающего пространства. Потом восемнадцать дней или двадцать я работал как проклятый, совершенствуя эту технику, добивая, чтобы она вошла в плоть и кровь, превратилась в рефлекс, перестала зависеть от мысли. Освоить ходьбу по воздуху, похожую на прогулки, по небу, во сне, оказалось не проще и не сложнее, чем ребенку научиться ходить, хотя и я поначалу, пока не расправил крылья, бывало, топтался на месте и падал. Главной моей задачей с того дня становилась длительность номера, иначе говоря, время и дальность движения. Вначале разброс результатов был очень большой, от трех до пятнадцати секунд, но поскольку двигался я тогда невыносимо медленно, то даже и за пятнадцать успевал пройти в лучшем случае семь или восемь футов, так ни разу и не осилив расстояние от стены до стены. Красивой, радостной, легкой походки не было и в помине. Шаг был осторожный, дрожащий, будто у канатоходца на высоком канате. Однако работал теперь я спокойно, без прежних истерик и слез. Пусть медленно, но я шел вперед, и мне все было по плечу. Своего предела в шесть или семь дюймов я тогда так и не одолел, и потому решил сосредоточиться на ходьбе, отложив отработку высоты на потом. Когда научусь ходить, тогда займусь высотой и как-нибудь с ней тоже справлюсь. Такое решение показалось мне правильным, и доведись начинать сначала, я принял бы снова его же. Откуда мне было знать, что время наше подходит к концу? И дней нам осталось меньше, чем можно было подумать. После возвращения из опы и мастера атмосфера в доме стала веселой и оживленной, как никогда. Для нас заканчивалась целая эпоха, и мы думали только о будущем, без конца рисуя себе картины новой жизни вдалеке от канзасских степей. Эзоп собирался уехать первым. В сентябре в ель. А в случае, если бы наши расчеты оказались верными, то к концу года уехали бы и мы. «Коли я перебрался на следующую ступень, то, — прикидывал мастер, — скорее всего, буду готов выступить перед публикой месяцев через девять. В том возрасте, в котором я был, девять месяцев тоже немалый срок. Однако мастер впервые говорил о нашем отъезде как о чем-то реальном. Замелькавшие в его речи слова аренда, сцена, кассовый сбор наполняли сердце восторгом, и от них внутри все дрожало. Я больше не был Уолтом Роули, уличной рванью, без семьи, без дома, которому-то и пассать-то по-человечески негде. Я был теперь Уолт-чудо-мальчик, отважный, дерзкий мальчишка, бросивший вызов одному из главных законов природы, освободившийся от силы тяжести, первый и единственный в своем роде настоящий, воздушный ас. Стоит нам только выйти, показать миру, на что я способен, обо мне сразу заговорят, и я останусь сенсацией, какой не бывало в Америке. Что же, да из опыта его поездка по восточному побережью уже закончилась фантастическим успехом. Эзопу устраивали специальные собеседования и экзамены, досконально исследовали, проверяли содержимое его курчавой башки, но если верить мастеру, он им всем натянул нос. Эзопа согласились принять во всех колледжах и университетах, а ель они выбрали потому, что тот давал еще и стипендию на все четыре года учебы, которой хватило бы на еду, жилье, и еще немного осталось бы на карманные расходы. Бала, була, бульдоги всех стран, объединяйтесь! Вспоминая об этом, я теперь понимаю, насколько невероятной была тогда эта его победа, победа юного чернокожего самоучки, перед которым пали холодные неприступные бастионы элитарного образования. Но в те времена я еще не читал книг, и не было у меня линейки, чтобы измерить ею талант своего приятеля. Я просто знал, что он гений и все тут, и потому нисколько не удивился, услышав, что в еле все спят и видят, как бы его получить, и известие это показалось мне вещью естественной и вполне соответствующей нормальному порядку вещей. Пусть я был слишком глуп, чтобы по достоинству оценить победу Эзопа над университетом, зато был сражен на повал его новым гардеробом. В дом он вошел в енотовой шубе, в сине-белом берете, вроде на шлепке, и вид у него в этом наряде был уж такой непривычный, что едва я увидел его в дверях, как покатился от хохота. Кроме того, в Бостоне мастер Игуда купил ему два коричневых твидовых костюма, и теперь, вернувшись, Эзоп не стал переодеваться в старое фермерское рванье, а разгуливал по дому в костюме, в белой рубашке с накрахмаленным воротничком, в галстуке и сверкающих тупоносых навозного цвета ботинках. Поразительно, до чего его изменила одежда. Он, осознав в ней степень собственной важности и достоинства, будто бы стал даже ходить прямее. Эзоп начал бриться, хотя нужды не было никакой, и каждое утро взбивал в кружке мыльную пену и окунал в ведро с прохладной водой опасную бритву, а я торчал вместе с ним в кухне и помогал, то есть держал перед носом крохотное зеркальце и слушал его рассказы о том, что он видел на побережье Атлантики. Мастер не просто отвез его в университет, он дал ему ощутить настоящую жизнь, и Эзоп запомнил каждое ее мгновение, каждую минуту. Дни плохие и дни хорошие, и дни, которые были так себе. Он рассказывал о небоскребах, о музеях и о театрах, о вриете, о кафе и библиотеках, об улицах, по которым ходят люди всех цветов и обличий. «Канзас — это просто иллюзия», сказал он мне как-то утром, сбривая свою иллюзорную бороду. «Маленькая остановка по пути к реальности». «А то я не знаю», сказал я. «Да в нашей дыре все усохли еще до сухого закона». Я в Нью-Йорке пил пиво Уолт. И я подивился, если б ты не попробовал. В забегаловке. Представляешь, нелегальное заведение на Макдугалл-стрит, в самом центре Гринвич-Виллидж. «Жалко тебя с нами не было. Терпеть не могу это мыло. Вот если бурбон, тогда любого перепью, даже взрослого». Я не сказал, что мне понравилось пиво. Мне понравилось там стоять, в толчее, среди всех этих разных людей и пить пиво большими глотками. «Спорим, тебе еще кое-что там понравилось?» «Лихо». «Здорово угадал». «Однако ты прав. Не только». «Спорим, петушок твой там наконец поработал». «А ну, конечно, чего тут гадать, само собой». На секунду эзопова рука с бритвой застыла в воздухе. Вид у него стал задумчивый, а потом он заухмылялся и наклонился к зеркалу. «Могу сказать только, братец, что об этом мы не забыли и хватит с тебя». «Сказал бы, хоть как зовут. Я не тяну клещами, но хочется же знать, кто была эта счастливица». «Ну, если тебе так важно, то ее звали Мэйбл». «Мэйбл». «Что ж, с учетом некоторых обстоятельств совсем неплохо. Имя приятное, сразу ясно, что не кожа до кости, кое-чего еще тоже имеется. Старая, молодая? Не молодая, не старая. А насчет кое-чего ты попал в самую точку. Такая была мама негра, в жизни не думал, что такие бывают. Толстая, огромная, не поймешь, где начинается, где заканчивается». Это было вроде как барахтаться с гиппопотамом Уолт. Но ничего, стоит начать этот танец, а потом природа сама сделает свое дело. Ложишься в постель мальчишкой, а уходишь мужчиной. Получив аттестат мужской зрелости, Эйзо просудил, что настала пора садиться за мемуары. Так он решил провести оставшееся до учебы время, рассказать историю своей жизни, начиная с того момента, когда он родился в глухом уголке штата Джорджия и вплоть до ночи в борделе в Гарлеме, где он потерял невинность в объятиях толстой шлюхи по имени Мейбл. Писать он начал легко, однако его раздражало название, и помню, как он над ним мучился. Один день книга называлась «Исповедь чернокожего найденыша», другой «Приключение Изопа», «Правдивый и нелицеприятный рассказ о жизни пропащего ребенка». Через еще один день книга стала называться «Путь в ель» «Жизнь чернокожего самоучки от жалкой хижины до университета». Разумеется, перечень сей неполный, поскольку все то время, что он сидел за книгой, Изоп думал и над названием, и, в конце концов, за главных листков набралось столько, что пачка их была едва ли не толще рукописи. Изоп работал над книгой ежедневно часов по восемь-десять и, помню, как тихонько заглядывал к нему, смотрел на него над письменным столом и поражался, сколько же нужно терпения, чтобы вот так сидеть целый день и ничего не делать, только царапать пером по каким-то паршивым бумажкам. Тогда я впервые столкнулся с писательством, и, когда Изоп меня приглашал послушать избранные места, соответствовать мне было трудно. Я в равной мере утомлялся необходимостью сидеть тихо, а также степенью концентрации, которая требовалась от меня, чтобы вникать в его запинающийся рассказ. В его книге были мы все, мастера и Гуда, мамаша Силу и я, и на мой тогдашний нетренированный слух, это был настоящий шедевр. Иногда над некоторыми местами я смеялся, иногда плакал, но ради чего еще, как не ради этого, пишутся книги. Сейчас, когда я пишу сам, не бывает и дня, чтобы я не вспомнил Изопа. С тех пор прошло 65 лет, а я и сейчас так и вижу, как он склоняется над столом и пишет и пишет, и свет падает из окна, подхватывает пылинки, и они танцуют и кружатся вокруг него. А стоит мне немного напрячь память, я слышу его дыхание. Я и сейчас слышу скрип пера, царапающего бумагу. Пока Изоп сидел дома за столом, мы, не считаясь со временем, работали где-нибудь в поле. Как-то вскоре после их возвращения мастер, воодушевленный моим прорывом, объявил нам всем за обедом, что сеять в этом году не будем. На кой черт возиться, сказал он, на зиму еды хватит, а к весне нас здесь не будет. По-моему, грех сажать то, что некому будет есть. Ответом на его предложение было общее ликование, и в первый раз за мою жизнь на ферме начало весны прошло без тяжелой страды, без пахоты, без непрерывной боли в разламывающейся от усталости пояснице. Мое открытие все переменило, и теперь мастер так в меня верил, что послал нашу ферму подальше. Любой на его месте поступил бы точно так же. Мы свое отпахали, и чего ради рыть землю носом, если завтра денег будет, хоть отбавляй. Все равно мы, конечно, уламывались, во всяком случае я, но моя работа мне нравилась, и сколько раз мастер велел повторить трюк, столько я и делал, ни разу не отказавшись. Когда установилась теплая погода, мы стали задерживаться допоздна, пока не поднималась луна, и работали при свете факела. Счастье будто само несло меня, как волной, и я не ведал усталости. К первому мая я уже запросто мог пройти ярда в 10-12, к пятому двадцать, а еще примерно через неделю сорок, сто двадцать футов по воздуху, почти целых десять минут сплошного фантастического волшебства. Именно в тот день мастеру пришла в голову идея ходить по воде. В северо-восточной части наших владений довольно далеко, так что уже не было видно от дома был пруд, куда мы стали отправляться после завтрака каждое утро. Сначала я оробел, я не умел плаваться, а проверка на прочность духов в поединке с сим элементом оказалась совсем не смешной. Пруд был глубокий, половина его была мне с головкой и в ширину, наверное, футов около шестидесяти. В первый день я свалился в воду раз шестнадцать или, может быть, двадцать, и четыре из них мастеру пришлось нырять и спасать меня. На следующий день мы явились туда, запасшись сменной одеждой и полотенцами, однако всего через неделю в них уже не было нужды. Я догадался в воздухе представить себе, будто бы никакой воды под ногами нет и таким образом сумел преодолеть страх. Если я не смотрел вниз, то мог пройти по ее поверхности не замочивший ног. Все оказалось просто и к концу мая 1927 года я разгуливал по нашему пруду не хуже Иисуса Христа. Когда я начал осваивать этот фокус, Линдберг совершил первый беспосадочный перелет через Атлантику из Нью-Йорка в Париж за 33 часа. Мы узнали об этом от миссис Виттерспун, примчавшейся из Вичиты с целой экипой газет на заднем сиденье Крайслера. Наша ферма была до того отрезана от прочего мира, что мы ничего не знали даже о крупных событиях. Не пожелай тогда миссис Виттерспун ехать в такую даль, так бы и жили в неведении. Мне это совпадение по сей день кажется Я в Канзасе поднялся в воздух над крохотным прудом точно в то самое время, когда Линдберг летел через океан, и мы, каждый делая свое дело, были в воздухе одновременно. Будто небо вдруг открылось для человека, а мы стали в нем пионерами, Колумбом и Магелланом нового океана. Я в глаза его никогда не видел, но тот ощутил с ним некую внутреннюю связь, будто бы нас теперь соединяли узы тайного братства. Я не мог признать за простое совпадение то, что самолет его назывался дух Сент-Луиса. Сент-Луис был и мой город, город чемпионов, город героев двадцатого века, и пусть Линдберг, этот одинокий орел, и не догадывался о моем существовании, он назвал свой самолет и в мою честь. Миссис Виттерспун провела у нас два дня и две ночи. После ее отъезда мы снова занялись делом, соседоточив внимание, теперь на высоте. Горизонталь мы уже отработали, пора было переходить к вертикали. Признаюсь, вдохновил меня Линдберг. Мне захотелось обойти его на очко. Он летал в машине, а я хотел сам. Пусть у меня меньше масштаб, зато это совсем фантастика, и мой успех в одночасье затмит всю его славу. Как я не бился, я не на дюйм не поднялся выше прежнего. Полторы недели мы с мастером пытались понять, в чем причина, но безуспешно. Потом вечером, 5 июня, мастер выдвинул одно предположение, которое наконец позволило сдвинуться с мертвой точки. Я всего-навсего лишь размышляю вслух, сказал он, но, по-моему, все дело в твоей подвеске. Весит она одну унцию, в крайнем случае две, но, принимая в расчет сложность твоей задачи, возможно, этого и достаточно, чтобы тебя держать. При подъеме в направлении противоположном действию силы тяжести вес тела растет геометрической пропорцией за каждый миллиметр, а это означает, что на высоте в 6 дюймов на тебя давит дополнительная сила, равная примерно 40 фунтам, то наши неудачи оказываются весьма логичными. Я ношу эту штуку с Рождества, сказал я, без нее не получится, это мой талисман. Получится, Олд, получится. В первый раз, когда ты оторвался от земли, твой талисман был у меня, помнишь? Понимаю твои к нему теплые чувства, однако мы в своем деле соприкасаемся с глубинными пластами духовных материй, и вполне вероятно, что ты целый полноте. Для начала нужно отречься от части себя. Вряд ли он причем. На мне ведь есть одежда, есть, есть носки, башмаки, есть, не только же палец меня тянет вниз, они тоже, и я, что, черт побери, должен разгуливать перед публикой, в чем мать родила. Почему ты не хочешь попробовать? Терять мы, Олд, ничего не теряем, а вдруг возьмем, да и выиграем? Не прав, так не прав. Но если прав, было бы очень жалко этого не проверить. Так он меня убедил, и пусть неохотно, с большим сомнением, я снял шарик и отдал мастеру. Ладно, сказал я, проверим. Но коли не выйдет, потом со мной лучше об этом и не заговаривайте. Я удвоил прежний рекорд высоты меньше, чем через час. Сначала было двенадцать, потом четырнадцать дюймов. К заходу солнца я поднялся на два с половиной фута, искусства. Восторг был полный. Воспорить, оказаться буквально на грани полета. Однако сохранять вертикальное положение удавалось лишь до двух футов, а выше меня начинало качать и подташнивать. Такое случилось впервые, и я не удерживал равновесие. Тело будто вытягивалось, будто становилось составленным из частей, которые болтались в воздухе каждая сама по себе, голова и плечи отдельно, а ноги отдельно. Потому на двух с половиной футах я, чтобы не кувыркнуться, ложился параллельно земле, инстинктивно угадав, что горизонтальное положение здесь удобнее и безопаснее. Ни о каком движении вперед я даже не думал. Я слишком переволновался, но зато в тот же вечер, когда мы, наконец, вымотавшись, собрались идти домой, я, прежде чем опуститься, вдруг неожиданно для себя прижал к груди подбородок и медленно сделал сальто, описав полный правильный круг и даже не чиркнула землю. В тот вечер мы ехали домой, хмельные от счастья. Теперь нам все было по плечу, совместить обе техники разом, перейти в настоящий полет, осуществить мечту. Наверное, это был лучший день нашей жизни, когда будущее наконец сказалось уже в кармане. Однако учеба моя была прервана на следующий же день 6 июня, ровно через сутки после взятия сей вершины, прервана грубо и безжалостно. То, чего долго боялся мастер и года, наконец произошло, и происшедшее было так страшно, отозвалось в сердце такой болью и мукой, что оба мы изменились с тех пор, раз и навсегда. День прошел отлично, и, устроив вечером перерыв, мы решили задержаться до темноты, как бывало не раз той волшебной весной. В 7.30 мы разложили бутерброды, собранные для нас утром мамашей сил, поужинали и в уже сгущавшихся сумерках снова взялись за дело. Лошадей мы услышали, наверное, часов около десяти. Сначала по земле пробежала дрожь, легкий гул, и я еще подумал, что где-нибудь далеко, в соседнем округе идет гроза. Я только что сделал двойное сальто и сидел на берегу пруда в ожидании замечаний, но мастер, вместо того, чтобы начать спокойное обсуждение, вдруг испуганным жестом схватил меня за руку. «Слушай», приказал он, а потом снова сказал, «Слушай, едут, едут ублюдки». Я прислушался и совершенно отчетливо понял, что звук действительно стал намного ближе. Секунды через две я узнал стук копыт, это были лошади, которые мчались во весь опор в нашу сторону. «Не двигайся», сказал мастер, «стой, где стоишь, и чтобы не шелохнулся, пока я не вернусь». Не прибавив ни слова, он, как спринтер, рванул напрямик через поле. Я, и не подумав стоять, со всех ног помчался за ним. От нашего места до дома было примерно четверть мили, но пламя... Стало видно ярдо всего через сто. Пульсирующие в черном небе красно-желтые языки. Слышно было, как щелкают хлысты, улелюкают мужские голоса и грохают выстрелы, а потом, среди всего этого, мы безошибочно различили новые звуки. Это были крики. Мастер бежал быстрее меня, расстояние между нами росло, однако возле дубов, за сараем, он резко остановился. Я догнал его, не притормозил, я летел прямым ходом к дому, но, заметив движение краем глаза, мастер меня оттолкнул и прижал к земле, чтобы я не выскочил на открытое место. Поздно, сказал он. Теперь, если нас увидят, мы только тоже погибнем. Нас двое, а их двенадцать и все вооружены. Молись, чтобы нас не заметили, а им мы уже ничем не можем помочь. Беспомощные, мы стояли там за деревьями и смотрели, как куклу к склан делает свое дело. Двенадцать мужчин горцевали у нас во дворе на двенадцати лошадях, орали и улюлюкали, спрятав лица под белыми тряпками, а мы стояли и ничего не могли сделать этим убийцам. Они выволокли из сгоревшего дома Эзопа мамашу Сиу, накинули им на шею веревки и повесили возле дороги на вязовом дереве на двух разных ветках. Эзоп непрестанно выл. Мама стира Ягуда зажимал мне ладонью рот. Когда все было закончено, два куклук-склановца воткнули в землю большой деревянный крест, плеснули бензином и подожгли. Крест запылал, как наш дом. Они от восторга дали несколько залпов в воздух, а потом все сели на лошадей и поскакали к Сиболе. Дом тогда уже превратился в светящийся огненный шар. От него несло жаром, ревели бревна, и, как только последний из всадников скрылся из виду, крыша обвалилась и рухнула на землю в тучи искр и метеоритов. Мне показалось, что это взорвалось солнце. Мне показалось, что я смотрю на конец света. Часть вторая Мы похоронили их на своей земле в ту же ночь за сараем в двух неотмеченных могилах. Конечно, нужно было бы прочесть молитву, но легкие рвались от рыданий, потому мы просто бросали вниз черные комья, без слов, молча глотая катившуюся по щекам соленую влагу. Потом мы запрягли свою клячу и, не завернув к догоравшему в темноте дому, не удосужившись даже взглянуть, вдруг уцелели какие-то вещи. Навсегда оставили Сиболу. На то, чтобы добраться в Вичиту до дома миссис Виттерспун, у нас ушла вся ночь и полутра, а там мастер слег и пролежал до конца лета, я уже начал бояться, как бы он сам не умер. Он почти не поднимался с постели, почти не ел и не разговаривал. Если бы не слезы, которые начинали литься у него каждые три-четыре часа, вообще было бы не понять, человек перед тобой или каменный столб. Куда подевалась вся твердость? Мастер сломался под тяжестью горя и собственных обвинений, и, как я ему не желал побыстрее клематься, неделя шла за неделей, а он становился только все хуже. Я знал, что так будет. Время от времени бормотал он себе под нос. Я знал, что так будет, но и пальцем не пошевелил. Это я виноват. Я виноват в их смерти. Это то же самое, если бы я сам их убил, и нет мне оправдания. Нет мне оправдания. Меня дрожь брала на него смотреть. Слабого, ни на что негодного. По большому счету, это было не менее страшно, чем то, что сделали с Изопом и мамашей Сио, а может, даже страшнее. Я не был совсем бессердечным, но жизнь, она для живых. И как бы ни был я потрясен убийством, я все равно оставался ребенком, шилом в заднице, с пружинками в пятках и не понимал, как можно столько времени стонать да причитать. Сам я пролил свои слезы, откостерил Господа Бога, побился головой о стену, потратив на это занятие несколько дней, после чего поднялся, готовый оставить прошлое прошлому и делать другие дела. Возможно, подобное свойство характеризует меня с не слишком хорошей стороны, однако, что было, то было, и нет никакого смысла делать вид, будто было иначе. Я тосковал по Изопу, по мамаши Сио, мне мучительно их не хватало, но они оба лежали в могиле, и никакими соплями их было не возвратить. Так что, с моей точки зрения, и мастеру следовало подниматься и начинать снова вкалывать. Я по-прежнему мечтал о славе. Пусть это, возможно, и было по-свински, но я не мог больше ждать. Я спешил подняться в зенит и потрясти весь мир. Подумайте же, до какой степени я был разочарован, когда июнь плавно перешел в июль, а мастер Игуда продолжал лежать носом к стенке. Прикиньте, насколько я скис, когда июль уступил место Августу, а он так и не пришел в себя. Дело было не только в рухнувших планах, а в том, что он меня бросил, надул и подвел. Мне открылся в нем крупный изъян. Я понял, что он не желает нюхать дерьмо, в какое его ткнуло носом жизнь. Я судил за отсутствие твердости. Я привык следовать ему во всем. Привык подпитывать силы из источника его сил. А он теперь вел себя как обыкновенный человек, как придурочный оптимист, который громко визжит от счастья, когда случится что-то хорошее, но ни за что не желает смириться с плохим. С души воротила смотреть на эту развалину, и чем дольше он горевал, тем больше я в нем разуверивался. Если бы не миссис Виттерспун, наверное, я плюнул бы и сбежал. «Твой мастер большой человек», сказала она как-то утром. «А у больших людей большие чувства. У них все больше, чем у людей, и радость, и гнев, и горе у них больше. Сейчас ему больно, и чтобы справиться с болью, ему нужно больше времени, чем другим. Не бойся, Уолт, он поднимется. Только наберись терпения». Она именно так и сказала, но я в глубине души усомнился, что она сама себе верит. Я чувствовал, как чем дальше, тем больше в ней нарастает тот же протест, что во мне, и радовался единому взгляду на столь серьезные вещи. Она, это миссис Ви, была еще тот орешек, и теперь, поселившись у нее в доме, наблюдая за ней каждый день, я обнаружил в нас куда больше общего, чем мне казалось раньше. На нашей ферме зимой она была гость и вела себя соответственно, стараясь ради Эзопа с мамашей сил соблюдать все правила и приличия, чтобы их не оскорбить. Но здесь, на своей территории, она была свободна, и я впервые увидел ее настоящей. Недели две я только и делала, что таращил глаза, одинаково изумляясь количества вдруг обнаруженных у нее дурных привычек и той легкости, с какой она им потакала. Я говорю даже не о том, сколько она пила. Джин с тоником миссис Виттерспун принимала раз эдак шесть или семь на день, или сколько курила, дымила она с утра до ночи, причем крепкие сигареты, каких уже и не делают, например, Пикаюнс и милый Капрал. Ну, а некоторые общие свойственные ей расхлябанности, будто бы под внешностью светской дамы жила время от времени, прорываясь наружу, самое что ни на есть оторва. Стоило миссис Виттерспун принять стаканчик другой, ее как прорывало, и она начинала сыпать, причем со скоростью хорошего армейского автомата, уж до того крутыми, забористыми словечками, каких я от женщины и не слыхивал. После той непорочной жизни, которой я жил на ферме, я, наконец, отвел душу, увидев в ней человека, кто плевал на все высшие смыслы, и стремился лишь зарабатывать деньги, да жить на них в свое удовольствие. Потому мы быстро сдружились, и, предоставив мастеру самостоятельно утирать себе слезы, днями вместе потели, а вечерами скучали, почти что не расставаясь, все то жаркое лето в Вечите. Я знал, что и ей нравится проводить время со мной, но не хочу преувеличивать и говорить о якобы глубокой ее ко мне привязанности, по крайней мере, тогда, в самом начале нашего знакомства. Тогда у нее были вполне определенные резоны поддерживать во мне бодрость духа, и как не хотелось бы мне отнести это на свой счет, вот, мол, какой я был классный, какой остроумный, и так далее. На самом деле, ее волновало только будущее личного счета в банке. С какой бы еще стати толковой и привлекательной женщине могло прийти в голову столько возиться с недомерком вроде меня. Она видела во мне удачное капиталовложение, живые денежки, и понимала, что, проявив по отношению к моему таланту соответствующие предусмотрительности заботу, потом станет самой богатой женщиной в целых тринадцати штатах. Не хочу сказать, будь то нам не бывало весело, но она-то впустила в меня коготки и держала при себе, исходя исключительно из собственных интересов, чтобы я не удрал, прежде чем принесу доход. Пусть так, я ее не осуждаю, и более того, окажись я на ее месте, возможно, и сам поступал бы именно так. Но вот что меня уедало, и не раз, так это с каким равнодушием она относилась к моим чудесам. Все то мучительнейшее лето я не оставлял упражнений, работал не меньше, чем час или два в день. Чтобы людей, проезжавших мимо, не хватило кондрашка, работал я только в доме, поднимался в гостиную на втором этаже и закрывал ставни. Миссис Виттерспун редко приходила на меня взглянуть, но даже если все-таки приходила, смотрела на кувырки в воздухе, не дрогнув ни мускулом, с тем спокойным, холодным вниманием, с каким мясники оценивают сорт мяса. И какие бы потрясающие трюки я не исполнял, они были для нее в порядке вещей, столь же обыкновенными и объяснимыми, как шум ветра или же смена лунных фаз. Возможно, она бывала слишком пьяна, чтобы заметить разницу между чудом и природным явлением. Возможно, ее просто нисколько не волновала загадка левитации, или же ей надоело смотреть, как я проплываю по воздуху над стульями и столами в давно осточертевшей гостиной. Но так или иначе, она менялась только, когда речь заходила о развлечениях. И ради какой-нибудь третьесортной ерунды была готова везти машину в любой ливень. Моя работа была для нее средством для достижения ее целей. И пока цель оставалась недостижимой, на мои средства ей было плевать. Тем не менее, нужно отдать ей должное, относилась она ко мне хорошо. Какими бы причинами она не руководствовалась, в черном теле меня не держала и ни разу без колебаний раскошеливалась, чтобы доставить мне удовольствие. Через два дня после нашего появления она взяла меня на центральную улицу, где стояли лучшие магазины, и купила мне полный комплект одежды. Потом повела в мороженицу, потом в кондитерскую, потом в игровые автоматы. Она опережала мои желания, и я еще сам не успевал сообразить, что бы такое захотеть, как она мне это уже предлагала, уже вкладывала мне в руки, коротко подмигнув и слегка потрепав по макушке. Не могу сказать, будто испытание, выпавшее на мою долю, отбили у меня вкус к хорошей жизни. Я спал на мягкой постели на вышитых простынях в ворохе подушек, ел с гигантских тарелок вкусную еду, приготовленную ее темнокожей служанкой по имени Нелли Боггз, и ни разу два дня подряд не надел утром тех же трусов. После обеда, чтобы не маяться от жары, мы чаще всего уезжали в ее изумрудном седане за город, где, открыв все окошки, колесили по пустым дорогам, и воздух свистел вокруг нас со всех сторон. Миссис Виттерспун любила скорость, и, кажется, никогда я не видел ее такой счастливой, как в тот момент, когда она, в перерыве между двумя глотками, сделанными из серебряной фляжки, нажимала на газ, смеялась, ее стриженные рыжие волосы трепетали, как ножки перевернутой кракатицы. Она ничего не боялась. Ей просто не приходило в голову, что на скорости 70-80 миль в час кто-нибудь может погибнуть. Когда стрелка спидометра начинала ползти вверх, я изо всех сил крепился, стараясь хранить спокойствие, и хранил его до 65-ти, до 70-ти, а потом не выдерживал. Внутри поднималась паника, что-то делалось с животом, и я начинал вовсю стрелять вонючими очередями. Нечего и говорить, как я умирал от стыда, особенно если учесть, что миссис Виттерспун была отнюдь не из тех, кто оставлял неприличное поведение без внимания. Когда это произошло в первый раз, она так расхохоталась, что я думал, у нее голова оторвется. А потом без предупреждения резко затормозила, отчего машину занесло, а у меня сердце вовсе упало в пятки. «Еще парочка выстрелов», сказала она, «и придется ездить в противогазе». А мне ничем таким не пахнет, только и смог сказать я, так как больше ничего не пришло в голову. Миссис Виттерспун шумно подергала носом, втянула воздух и скорчила рожу. «Ну-ка, принюхайся-ка», сказала она, «будто целый полк гороху наелся». «Да это просто выхлопы», сказал я, немного меняя тактику. «От бензина-то, если не ошибаюсь, бывают же выхлопы?» «Бывают, да не такие». «Если бы у тебя, зайчик мой, выхлоп был с тем же октановым числом, мы уже взлетели бы в воздух». «По крайней мере, все лучше, чем врезаться в дерево». «Не трусь, долгоносик», сказала она неожиданно мягким голосом. Потом протянула руку и ласка у меня погладила по голове. «Я отличной водила, так что, показываю леди Марион, можешь не волноваться. Ситуация под контролем». «На словах-то неплохо», сказал я с удовольствием, ощущая кожу ее ладонь. «Только лучше бы вы написали расписку». Она коротко хохотнула, отчего у нее булькнуло в горле и потом улыбнулась. «Небольшой совет на будущее», сказала она. «Когда тебе опять покажется, будто мы едем слишком быстро, просто закрой глаза и ори. Чем громче будешь орать, тем обоим нам будет веселее». Так я в дальнейшем и делал, по крайней мере, старался. Ждал, когда стрелка спидометра дойдет до 75 и закрывал глаза, но случалось, несколько раз пустил очередь на 70, а один раз даже на 65, когда мы едва не столкнулись со встречным грузовиком, вырулив у него из-под самого носа. Конечно, эти мелкие происшествия не добавляли мне чувства собственного достоинства, однако они не идут ни в какое сравнение с тем, что мне пришлось пережить в самом начале августа, когда я все же наделал в штаны. Стоял чудовищно жаркий день. За две недели не упала ни капли дождя, и все листья на всех деревьях в нашей плоской степи были покрыты пылью. Видимо, миссис Виттерспун развезло в тот день больше обычного, но, едва выехав за пределы города, она развеселилась и опять пришла в то настроение, когда, мол, пошло все нафиг. Первый поворот она прошла на пятидесяти, а потом пошло понеслось. Пыль поднималась со всех сторон, волнами обрушивалась на лобовое стекло, кололась под одеждой, скрипела во рту, а миссис Виттерспун, зная себе, хохотала и давила на акселератор, так, будто хотела побить рекорд Макея Дагвея. Я сидел, вцепившись в приборный щиток с закрытыми глазами и выл, что есть мочи, а Крайслер ревел и несся вперед по высохшей дороге, испещренной, как шрамами, ленточками травы, вихляя всеми четырьмя колесами. Секунд двадцать или, может быть, тридцать я терпел нараставший страх, а потом понял, что все. Жить осталось считанные мгновения, и я сейчас навсегда останусь лежать на этой дурацкой дороге. В этот момент я и обделался. Я еще раз пальнул, и из меня вместе с отвратительной теплой влагой, которая медленно поползла по ноге, вылетела липкая, скользкая сигара. Осознав же, что произошло, я не нашел ничего лучше, как удариться в слезы. Между тем, гонка наша продолжалась, и когда минут через десять или двадцать Крайслер все-таки остановился, я успел насквозь отсыреть от слез, от дерьма и пота. Вся моя сущность оказалась омыта телесной влагой и скорбью. Ну, козленок, объявила мне миссис Виттерспун, раскуривая сигарету в честь своей победы, мы это сделали. Рекорд века. Клянусь, еще ни одна женщина в этом занюханном штате такого не делала. Как думаешь, неплохо для старой кошелки, а? — Вы не старая кошелка, мэм, — сказал я. — Да, очень мило. Умеешь ты, малыш, разговаривать с женщинами? Через парочку лет при такой обходительности они будут падать перед тобой штабелями. Я хотел бы болтать и дальше, легко и непринужденно, будто ничего не случилось, но теперь, когда машина остановилась, вонь в штанах стала заметней, и я понял, что еще секунда другая, и тайна моя будет раскрыта. от унижения я не смог произнести больше ни слова. Закрылся руками и зарыдал. Господи, Иисусе услышал я ее голос, Господи, Иисусе Уолт, ты что, и впрямь обделался? Простите, пожалуйста, сказал я, не осмеливаясь на нее взглянуть. Я нечаянно. Может, это от конфет, может, я тебя ими перекормила. У тебя, наверное, желудок к ним не привык. Наверное. Или у меня просто кишка тонка. Не говори глупости, малыш. Подумаешь, какие пустяки. Со всяким может случиться. Ха-ха, со всяким. Когда этот всякий в люльке. В жизни со мной такого не было. Брось. Некогда нам тебя жалеть. Нужно отмыть тебе задницу, пока эта гадость не попортила обивку. Ты меня слушаешь, Уолт? Да наплевать нам на твои чертовы кишечные спазмы. Лично меня беспокоит только сиденье. Вон там, за деревьями, пруд. И вот туда-то мы и отправимся. Соскребем этот кетчуп с горчицей и будешь как новенький. Выбора у меня не было. Так что я выбрался из машины и пошел за ней. Вставать и двигаться с полными липнувшими к ногам штанами было ужасно. Рыдать я так и не переставал, и плечи у меня тряслись, и я, закусив губы, тихо и обреченно выл. Миссис Виттерспун шагала впереди к пруду. До него от дороги было примерно футов сто, где он лежал скрытый со всех сторон от глаз кольцом чахлых деревьев и кустов, будто крохотный, затерявшийся среди прерий оазис. Когда мы дошли до воды, миссис Виттерспун совершенно будничным тоном велела мне раздеваться. Я не хотел, по крайней мере, пока она смотрит, но, догадавшись, что она и не собирается отвернуться, опустил глаза, собираясь с духом, готовясь пройти еще и через эту муку. Она сама сняла с меня башмаки, потом носки, потом без малейшего колебания расстегнула ремень, потом пуговицы и дернула за штаны. Штаны вместе с трусами разом съехали вниз до земли, и вот так я и стоял перед ней, перед взрослой женщиной, с голым передом, с голыми, бледными, в коричневых полосах ногами, и голым задом, от которого несло, как от протухшей помойки. В жизни я не чувствовал себя таким жалким. Но, к большой чести, миссис Виттерспун, я никогда об этом потом не забывал. Она не издала ни звука, ни возгласа отвращения, ни даже громкого вздоха. Со всей нежностью матери, собирающейся омыть новорожденное дитя, она зачерпнула руками из пруда воду и принялась меня мыть и чистить, пока с моей голой кожи не исчезло последнее, самое крохотное пятно позора. — Вот и все, — сказала она, обтирая меня носовым платком, который достала из красной бисерной сумочки. С глаз долой и из мыслей вон. — Очень хорошо, — сказал я. — А как быть с трусами? — Никак. — Оставим птичкам на память со штанами вместе. — А как, по-вашему, я поеду? С голым задом, что ли? — А почему бы и нет? Рубашка-то до колен, да и прятать тебе почти нечего. Чтобы что-то там у тебя разглядеть, детка, нужен микроскоп драгоценностей в самый раз для короны короля лилипутов. — Нечего клеветать, мэм. Вам, может, и смешно, а я ими горжусь. — Разумеется. А что? Сладненький такой сучок с гладенькими такими орешками и ножки просто загляденье. Все как полагается, все как у мужчин. И с этими словами к величайшему моему изумлению миссис Виттерспун сгребла все мое хозяйство в кулак и хорошенько встряхнула. — Только до мужчины придется еще подрасти. — Да кто тебя увидит в машине? — Обойдемся на этот раз без мороженого. Поедем сразу домой. Хочешь, пройдем через заднюю дверь? Ну как? — Так что будем об этом знать только ты да я. А я можешь ставить последний доллар. В жизни не проболтаюсь. Даже мастеру. Уж мастеру-то в первую очередь. Сегодняшнее происшествие останется строго между нами. Да, эта женщина умела быть классным парнем, и сновилась им всякий раз в трудную минуту, и равных ей в этом не было. Правда, во все остальное время я ни черта ее не понимал. Только бывало, подумаешь, вот он, твой самый надежный друг, как она возьмет, да и сделает что-нибудь самое, что ни на есть неожиданное, обсмеет, осадит, или вовсе перестанет тебя замечать. И весь твой замечательный мирок, в котором ты только что обосновался, летит в тартарары. До многого я тогда еще так и не дорос и многого не понимал. Но, однако, и я в конце концов начал догадываться, что ей попросту скучно без мастера. Это из-за него она наливалась джином, и не сомневаюсь, приходя он в себя еще дольше, наверняка бы и вовсе слетела с катушек. Кризис случился дня через два после этой нашей дерьмовой истории. Вечером мы устроились в шезлонгах за домом, где смотрели, как мелькают в кустах светляки и слушали металлические стрекот кузнечиков. В прежние времена, даже в так называемые грозные двадцатые годы, это считалось отличным времяпрепровождением. Терпеть не могу развенчивать мифы. Однако, будь я проклят, если в Вечите тогда чувствовалось хоть какая-нибудь гроза. И мы, два с лишним месяца тщетно искавшие шумы и приключений, полностью исчерпали возможности этого сонного царства. Мы пересмотрели все фильмы, перепробовали все мороженое, наигрались на всех автоматах, накатались на всех каруселях. Больше в этой дыре делать было нечего. И в последние несколько вечеров мы просидели дома, развалившись в шезлонгах и чувствуя, как по телу, подобно смертельной болезни, медленно разливается скука. В тот день, насколько я помню, я потягивала из стакана согревшийся лимонад. Миссис Виттерспун в очередной раз накачивалась своим джинном. И оба мы молчали, наверное, минут сорок. Раньше я думала, наконец, сказала она, следуя потаенной логике своих мыслей, раньше я думала, что он самый лихой жеребец в этом долбанном стаде. Я пригубил свой лимонад, посмотрел на вечерние звезды и зевнул. Это вы про кого? спросил я, даже не пытаясь скрыть скуки в голосе. А ты как думаешь, бестолочь? Язык у нее заплетался, слов было почти не разобрать, и не зная ее хорошо, подумал бы, что вот же безмозглая дура. А-а-а, сказал я, вдруг сообразив о ком речь. То-то же, мистер летательный аппарат, вот именно, о нем и речь. Но вы же сами знаете, мэм, ему сейчас плохо. Нам остается только надеяться, что душа его исцелится, и он все-таки встанет на ноги. Я не про его душу, дуря и голова. Я про то, что в штанах. Там-то что-то осталось у него или нет? Осталось, наверное. Не спрашивал у нас, не те отношения. Мужчина обязан помнить свой долг. Задвинул девушку на два месяца, и как будто бы так и надо. Нет, дружок, так не пойдет. Кошечке нужна любовь. Кошечке нужно, чтобы ее холили и кормили, как любую другую зверушку. Уже стемнело, и моего лица было не видно, но тем не менее я покраснел. Миссис Виттерспун, вы уверены, что хотите рассказывать мне об этом? — Так ведь некому больше, ласточка. К тому же ты достаточно взрослый, чтобы знать о таких вещах. Ты ведь не хочешь прожить жизнь, как эти все недоумки? Я привык считать, что природа сама сделает свое дело. Ошибаешься. О горшочке с медом мужчина должен заботиться. Затыкать покрепче и следить, чтобы не текло. Ты меня слушаешь? — Думаю, да. Думаю, да. — Это еще что за ответ? — Да, я вас слушаю. Мне, знаешь ли, предложений хватает. Я молодая, здоровая женщина, и мне остахренело ждать. Все лето сижу дура-дурой. Дальше так не пойдет. Ясно, я говорю, или нет? Насколько я в курсе. Вы же сами три раза дали мастеру отворот-поворот. Все меняется, все меняется, мистер Всезнайка, или не так? Может, и так, а может, и не так. Не мне судить. Разговор наш становился безобразным, и я не хотел дальше принимать в нем участие, сидеть и слушать, как она с пьяну треплется о печалях своей разочарованной дырки. Я еще был недостаточно вооружен для подобного рода бесед. А кроме того, какие бы у меня ни были собственные претензии к мастеру, но объединяться с ней и нападать на него мужские достоинства я не имел ни малейшего желания. Мне захотелось встать и уйти, но я испугался, как бы она не стала кричать мне все это в спину, а тогда уже через девять минут возле нашего дома стояла бы вся полиция города Вичиты, и нас засадили бы в каталажку за нарушение общественного порядка. Страхи мои оказались напрасными. Не успела она еще раз раскрыть рот, как в доме вдруг что-то загрохотало. Это был не удар, не треск, а долгий глухой раскат, за которым тотчас последовали быстрые мелкие звуки «тук-тук-тук», словно стены собрались рухнуть. По какой-то причине миссис Литтерспун это показалось забавным. От хохота голова у нее запрокинулась, и секунд пятнадцать не меньше даже воздух возле нее дрожал, будто изо рта у нее летели тучи и кузнечики. В жизни я не слышал подобного смеха. Он был страшный, как десять казней, египетских, как стоградусный джин, как вой двухсотен гиен на улице какого-нибудь Психбурга. А потом, так как дом продолжал грохотать, она заорала, что было мочи. — Слышишь? — закричала она. — Слышишь, Уолт? — Это я. Это мысли у меня так в башке гремят. Лопаются, как попкорн, Уолт. У меня сейчас голова лопнет. Сейчас моя бедная черепушка как рванет. В ту же секунду стуки заглушил грохот бьющегося стекла. Сначала разбилось что-то одно, за ним еще что-то, зеркала, чашки, бутылки с оглушительным звоном полетели со своих мест. Трудно было сказать, что именно падало, но звенели они, когда бились, по-разному. И продолжалось это довольно долго, я сказал бы, дольше минуты. А уже через несколько секунд стало казаться, будто звенит везде, будто вся ночь полна скрежетом разлетавшегося стекла. Не раздумывая, я вскочил и бросился к дому. Миссис Виттерспун тоже была предприняла попытку последовать моему примеру, однако надралась так, что далеко не ушла. Насколько я помню, я тогда оглянулся и увидел, как она упала, рухнула ничком, точь-в-точь, как пьяная в кино, упала и вскрикнула. Быстро смекнув, что подняться ей не удается, она снова принялась хохотать. Так она там и осталась, каталась по газону и хохотала, каталась и хохотала, и от смеха плевалась излишками джина. Единственная мысль, которая мне тогда пришла в голову, это, что кто-то ворвался в дом и напал на мастера и игуду. Однако, едва я, вбежав в дом через заднюю дверь, помчался по лестнице наверх, все прекратилось. Это мне показалось странным, но потом я увидел нечто еще более странное. Миновав холл, я подошел к комнате мастера, осторожно постучался и услышал, как ясным и совершенно нормальным голосом он отвечает «Войдите». Я вошел и увидел, что мастер стоит посредине спальни, в банном халате, в шлепанцах, сунув руки в карманы и приятно мне улыбаясь. В спальне был разгром полный. Кровать развалилась на части, по стенам поползли трещины, в воздухе плавали пух и перья. Пол был завален мусором, разбитые рамы, разбитые стекла, разбитые стулья и, бог верь, что еще за обломки. Мастер дал мне несколько секунд, чтобы я осознал картину и заговорил спокойным голосом человека, только что принявшего теплую ванну. — Добрый вечер, Уолт, — сказал он. — Что случилось, почему тебя не было наверху в такое позднее время? — Мастер и Гуды, — сказал я. — С вами все в порядке? — Со мной? — Конечно, со мной все в порядке. — Или я что, не так выгляжу? — Не знаю. — Да нет, вроде бы ничего. Но вот это... Я показал на обломке на полу. Это-то как понимать? Здесь же все к чертям вдребезги? Практика катарсиса, сынок. Практика... Чего-чего? Не имеет значения. Нечто вроде лекарства от разбитого сердца и скорбящего духа. Вы что, хотите сказать, что это все сделали вы? Пришлось? Прошу прощения за доставленное беспокойство. Но рано или поздно это все равно бы пришлось сделать. По его взгляду я понял, что мастер наконец оклемался. Голос снова обрел прежние интонации, но теперь в нем еще звучали одновременно теплота и сарказм. — Надо ли так понимать, — сказал я, не смея себе поверить, — надо ли так понимать, что теперь у нас пойдет другая жизнь? Мы не имеем права забывать о мертвых. Это основа основ. Тот, кто не помнит о мертвых, теряет право называть себя человеком. Ты меня помнил, Уолт? — Да, сэр, понял. Не было такого дня, чтобы я не вспоминал о наших и о том, что с ними сделали. Только... Что только, Уолт? — Только время-то идет. И кому спрашивается, будет лучше, если мы будем думать о них, а о себе нет? — Ты смышленый мальчишка, Уолт. Вполне возможно, для тебя еще не все потеряно. Вы же понимаете, речь не только обо мне. Есть ведь еще и миссис Виттерспун. Последние две недели у нее, похоже, сплошная истерика. Вот сейчас, пожалуйста, если я, конечно, не ошибаюсь, она валяется там на газоне в луже. Я не намерен оправдываться за то, что не нуждается в оправданиях. Я делал то, что было нужно, и столько, сколько было нужно. Но теперь пора открывать новую главу. Демоны улетели, и ночь, сковывавшая душу, рассеялась. Мастер сделал глубокий вздох, вынул из карманов руки и крепко взял меня за плечи. — Так что скажете, молодой человек? Готовы ли вы показать миру, на что способны? — Готов, хозяин. Спорьте на что хотите. Готов. — Вот найдите мне, где выступать, и я ваш, пока нас не разлучит смерть. Мое первое публичное выступление состоялось 25 августа 1927 года в Канзасе, в Ларнаде, на ярмарке. И аттракцион мой назывался «Уолт. Чудо-мальчик». Трудно себе представить более скромные для дебюта подмостки. Однако и там события приняли такой оборот, что первое выступление едва не обернулось для меня лебединой песней. Не то чтобы я плохо выступил, и за это меня освистали, но толпа на ярмарке собралась до того злобная и крикливая, столько в ней было пьяных и крикунов, что, если бы не реакция мастера, не видать бы мне следующего дня. За пустырем возле сельскохозяйственной выставки, куда выходили за дами клетушки с призовой кукурузой, с коровой о двух головах и шестисотфунктовым боровом, нам выделили огороженный веревками участок. И помню, дорога вдоль них до крохотного пруда, где по грязной зеленоватой воде плавала белая пена, показалась мне длиной, наверное, в полмили. Несоответствие между убожеством декорации и тем, что должно было произойти, было потрясающее. Но мастер хотел, чтобы я начинал с малого, и чтобы фанфар и шумихи было как можно меньше. Даже Тай Кобб играл в дворовой команде, сказал он, когда мы выгружались из Крайслера, миссис Виттерспун. Нужно что-то иметь за спиной. Выступи хорошо здесь, а через несколько месяцев подумаем о большой сцене. К сожалению, скамеек в поле не поставили. Ноги у зрителей, заплативших с носа по десять центов, устали, они злились. И к тому времени, когда я появился, им уже казалось, будто их хорошенько надули. Толпа собралась лбов так в шестьдесят-семьдесят. И были они там все как один, в комбинезонах и фланелевых рубахах. Не дать не взять делегаты первого международного слета козлов. Половина держала в руках коричневые пузырьки, вроде как с пиктусином, а на самом деле скорее с жидкостью для сортира. Другая половина свою дозу уже приняла и глядела, где бы добавить. Когда мастер Игуда вышел к ним в своем черном смокинге и шелковом цилиндре, они разразились смешками и хамскими шуточками. Возможно, им не понравился его костюм или венгерско-бруклинский выговор, не знаю. Но знаю отлично, что когда появился я, раздражение только усилилось, поскольку хуже того наряда, в который я был одет, не знала история шоу-бизнеса. На мне была длинная белая рубаха, кожаные сандалии и пеньковая веревка вместо пояса, отчего я казался похож на уменьшенную копию Иоанна Крестителя. Мастер утверждал, будто вид у меня и должен быть не от мира сего, а я в такой хламиде чувствовал себя полным идиотом, и, услышав, как один из этих клоунов в толпе орет «Уолт, чудо-девочка!», понял, что, думаю, так не один. Я сумел найти в себе мужество и начать только лишь благодаря Эзопу. Я знал, что он на меня откуда-то смотрит и не хотел его подводить. Эзоп верил в мою звезду, и, чтобы там не подумали эти тыквоголовые, на них мне было наплевать. А перед моим братом у меня были обязательства. Потому я подошел к пруду и сделал свое руки в стороны и в трансбрыг, стараясь закрыться и не слушать издевательских выкриков. Я услышал несколько изумленных возгласов, когда тело оторвалось от земли, но смутно, только очень смутно, ибо я уже плыл в другом мире, отгороженный от друзей и врагов, светом подъема. Выступал я впервые в жизни, однако задатки скомороха у меня были от рождения, и я непременно завладел бы этой толпой, если бы ни один кретин, которому взбрело в голову, швырнуть меня бутылкой. В девятнадцати из двадцати случаев снаряд не попадает в цель. Но тот день, будто нарочно был создан для неудач и провалов, так что эта чертова дрянь долбанула меня точно по кумполу. Я выпал из транса, и не только из транса, я потерял сознание, и, не успев понять, что происходит, уже пускал пузыри посреди этой задрипанной лужи. Не будь мастер на стрёме и не нырни за мной, не побоявшись испортить парадный костюм, так бы я и пошёл ко дну, как мешок с медиками, а мой первый низкий поклон перед публикой стал бы последним. Мы с позором покидали Ларнет, а вслед нам летели камни, куски арбуза и яйца. Никого там, кажется, не взволновало, что я едва не погиб, и все хохотали, глядя, как мастер, не дав мне до смерти нахлебаться вонючей воды, уносил меня в надёжное место, то есть в машину миссис Виттерспун. Он бегом бежал со мной по полю, и я, ещё не пришедший в себя, болтался у него на руках, как мокрая кукла, кашлял и плевался водой, и заблевал ему всю рубашку. Из слов, влетевших нам вслед, я расслышал тогда немногое, однако достаточно, чтобы понять, что мнения разделились. Одни, встав на позиции церкви, громко кричали, будто мы заодно с дьяволом, другие обзывали нас обманщиками, шарлатанами, а у третьих никакой позиции не было. Они вопили исключительно развлечения ради, радуясь случаю поучаствовать в травле и просто злобно, без слов, улюлюкали. К счастью, машина у нас стояла сразу возле верёвочного ограждения, и мы успели влезть в неё, прежде чем эти ублюдки кинулись догонять. Едва мы отъехали, в заднее окошко вмазались несколько яиц, однако стекло не разбилось, выстрелов не последовало. Мы ушли живыми и невредимыми, так что, насколько я теперь понимаю, нам тогда всё же здорово повезло. Мы проехали мили две, не меньше, и только тогда собрались с духом, чтобы что-то сказать. К тому времени Ларнетт уже остался позади, и мы неслись мимо фермы, пастбищ, по ухабистому просёлку, подскакивая на всех кочках, и всё на нас хлюпало. На каждой очередной рытвине из карманов на роскошную обивку машины миссис Виттерспун выплёскивалась очередная порция прудовой водички. Конечно, сейчас это всё звучит очень даже смешно, но в тот день лично мне было не до смеха. Я сидел и сходил паром на переднем сиденье Крайслера не злиться, а понять, где что было не так. Обвинять мастера, несмотря на его очевидные ошибки и просчёты, мне казалось нечестно. Конечно, придумал всё он. Но я с самого начала знал, что он неправ, и, значит, сам виноват. Нечего было лезть в эту задницу, участвовать в неподготовленной игре. А когда всё сказано, сделано, и я уже вышел на линию, я сам должен был держать оборону. — Ну, партнёр, — сказал мастер изо всех сил, постаравшись выдавить из себя улыбку, — поздравляю с вступлением в мир шоу-бизнеса. — Не было там ни шоу, ни бизнеса, — сказал я. Оскорбление словом и действием. Вот что там было. Нарвались на засаду. Чуть было без скальпов не остались. — Обычные издержки, малыш. Толпа непостоянна. Когда занавес пошёл вверх, никогда заранее не знаешь, что будет. Не хочу показаться невежливым, сэр, но всё это пустые слова. — Надо же, — сказал он, забавляясь моим нахальством, молодой человек, изволить сердиться. Ну и какие же слова показались бы вам весомыми, мистер Роули? Такие, от которых есть польза. Чтобы не повторять ошибок. — Мы не сделали никаких ошибок. Мы выступили перед паршивой аудиторией, вот и всё. Но в жизни иногда везёт, а иногда нет. Ни при чём тут никакое везение. Мы всё сегодня сделали не так и поплатились. А, по-моему, ты сегодня был великолепен. Если бы не та бутылка, успех потянул бы на четыре звезды. Если бы не костюмчик. Если честно, зафигачил бы я его куда подальше. В жизни не видел такого безобразия. Не нужно нам ни от мира сего. У нас весь номер такой. Так чего ещё сбивать народ с толку? Наряжать меня, будто какого пая ангелочка. Это же злит. Это же будто бы мы сразу говорим, что я их лучше. Ты действительно лучше, Уолт. Никогда не забывай об этом. Может, оно и так. Но если им дать это понять, нам крышка. Они же настроились против меня, когда я ещё и не начал. Костюм тут ни при чём. Они были пьяные, набрались до бровей. Такие косые не смотрят в чём ты. Мастер, вы самый лучший учитель на свете. А сегодня я вам ещё и жизнью обязан. Однако в данном конкретном случае вы ошибаетесь, как всякий простой смертный. Костюмчик ваш. Дерьмо. Больше я его не надену. Орите, сколько хотите. С какой стати я на тебя буду орать? Мы работаем вместе, и ты волен выражать своё мнение, когда посчитаешь нужным. Если ты хочешь сменить костюм, твоё право, можно это обсудить. Вы серьёзно? Дорога в Вичиту долгая. И что нам мешает сейчас поговорить? Не хочу показаться занудой, сказал я мгновенно ныряя в приоткрытую мне щель. Но так как я вижу это дело, шанс у нас будет только в том случае, если они будут наши с самого старта. Эти гаврики выпендрёжу не любят. Не понравился им ваш пингвинний хвост, и моё паршивое платьишко тоже не понравилось. А вся эта заум, которую вы им гнали, это же в одно ухо вошло, а в другое вышло. Но ведь это же такт для затравки, исключительно, чтобы создать настроение. Вам лучше знать. Ну, может, в другой раз лучше обойдёмся, а? Говорить нужно по-людски, понятно. Сказать что-нибудь вроде «Леди и джентльмены, имею честь представить вашему вниманию, и тут отойти назад и пригласить меня». А если при этом вы ещё и оденетесь в обыкновенный старый костюмчик из лёгкого крепа и приличную соломенную шляпу, никто не обидится. Все подумают, «Вот славный наш свойский парень Джо. Он приехал немного подзаработать. Тут вам и ключ, тут вам и дверца. А я буду маленький такой балбес с широко раскрытыми глазками, в клетчатой рубашке и обыкновенном фермерском комбинезоне. Никаких носков, башмаков, и чтобы с такой же тупой рожей, как у всех них их детей. Они меня только увидят и сразу оттают. Я покажусь им свой, и когда я начну подниматься, сердчишки-то и дрогнут. Проще паренной репы. Сначала задобрить, а потом бац и впитак. Непременно должно сработать. Посмотрит наш цирк две минуты и начнут есть с ладошки, как белочки. Домой мы ехали почти три часа, и все это время я говорил безумолку, изливая мастеру все, на что раньше ни за что бы не решился. Я коснулся всего, что только смог припомнить. От костюмов до выбора площадки, от распространения билетов до музыкального оформления, от афиш до времени выступления, и мастер Игуда дал мне высказаться до конца. Его, безусловно, удивили, если не сказать обескуражили и дотошность моего разбора, и твердость позиции, но я знал, что от этого разговора зависит все мое будущее, вот и рубил с плеча, а если бы краснел да запинался, толку было бы чуть. Мастер Игуда спустил на воду корабль, в котором было полно дыр, и я решил, что чем их затыкать, а потом сидеть, ждать, как бы затычки не вылетели, и нас бы не потопило. Лучше уж вернуться в тихую гавань, и все основательно переделать. Мастер слушал меня серьезно, не насмешничая, не перебивая, и в конце концов сдался почти по всем пунктам. Наверное, ему было непросто признать свой провал, однако он не меньше меня желал успеха и был достаточно умен, чтобы понять, что завел нас не в ту степь. Это не означает, будто у мастера не было концепции, а у меня была, однако его концепция давным-давно устарела, соответствовала больше пошленьким вкусам поры его довоенного детства, а не бурным и быстрым ритмом нашего времени. Я же искал новую, современную форму, простую, бесхитростную, и постепенно он меня понял и согласился как минимум с тем, что мой подход тоже имеет право на существование. В чем-то он, конечно, уперся. Мне, например, ужасно хотелось съездить в Сент-Луис и подняться в воздух на глазах у всего родного города, но эту идею он зарубил на корню. «Это самое опасное для тебя на земле место», — сказал он. «И в ту минуту, когда ты туда приедешь, ты подпишешь себе смертный приговор. Запомни мои слова. Сент-Луис для тебя не лекарство, это яд, и тебе оттуда живым не вернуться». Я не понимал, отчего он так горячится. Но тут он стоял твердо, и его было не переубедить. Потом вышло так, что слова его оказались пророческими. Всего через месяц после этого нашего разговора на Сент-Луис обрушился ураган, самый страшный за все столетие. Он сокрушил город за пять минут, будто артобстрел из преисподней, а когда все закончилось, тысячи домов осталось лежать в развалинах, похоронив под собой сто человек, и две тысячи раненых с переломами, истекавшие кровью, стонали на улицах. В тот момент мы ехали в Вернон, штат Оклахома, пятый город из тех четырнадцати, где мы подписались дать выступление. А когда потом, после завтрака, я потянул к себе полистать местную газетенку и увидел снимки, меня едва не вывернул наизнанку. Я-то решил, было все, мой мастер спекся, а вот вам, пожалуйста. Он знал то, чего мне не узнать за всю жизнь, слышал то, чего никто больше не слышал, и не было на свете ему равных. Если еще хоть раз подумал я про себя, я позволю себе в нем усомниться, да покарает меня Господь, и да скормит мой труп свиньям. Но я слишком забегаю вперед. Ураган смел Сент-Луис в конце сентября, а у нас пока что 25 августа. Мы с мастером все еще в прилипшей к телу одежде едем в Вичиту, в дом миссис Виттерспун. После долгой беседы о спасении номера будущее перестало казаться мне таким мрачным, хотя не берусь утверждать, будто на душе стало совсем уж легко. Сент-Луис был ерунда. Мелкое расхождение. Существовали куда более серьезные причины для беспокойства. Недоговоренности по основным пунктам нашего, если хотите, договора. Вот я и решил, что, коли начал прямой разговор, то обязан довести его до конца. Потому зажмурился и заговорил о миссис Виттерспун. Раньше я ни за что не посмел бы даже близко коснуться сей темы, и теперь оставалось надеяться, что мастер не озвереет и не врежет мне по рубильнику. — Может, это и не мое дело, — сказал я, приступая как можно осторожнее. Но я не совсем понимаю, почему миссис Виттерспун не поехала с нами. Она не захотела мешать, — сказал мастер, побоялась сглазить. — Но ведь она у нас шеф, разве нет? — Она платит по счетам. Я бы, например, подумал, что ей тоже захочется посмотреть, куда пошли ее денежки. Она у нас, что называется, партнер без голоса. — Без голоса? — Шутите, хозяин. Да у нашей миссис голоса будет побольше, чем у этой колымаги. Она ух тебе разжует и выплюнет быстрее, чем слово вставишь. — Дома — да. Я говорю о деле. А дома у нее, безусловно, язычок еще тот. Спорить не буду. Не знаю, что ее достает, но пока вы там приходили в себя, она иногда вела себя очень странно. Она, конечно, хорошая тетка, ничего не скажешь, но иногда, прошу прощения, просто отрыбь брала на нее смотреть. Она была не в себе. Нельзя ее за это винить, Уолт. За это лето ей пришлось проглотить много неприятного, а она существо куда более хрупкое, чем может показаться. С ней нужно просто набраться терпения. То же самое она говорила про вас. Миссис Виттерспун — умная женщина. Возможно, немножко взбалмошная, но голова на плечах у нее имеется, да и сердце доброе. Мамаша Сиу, да почиет ее душа в мире, мне сказала как-то, будто вы хотели на ней жениться. Хотел, потом передумал, потом опять захотел, потом опять передумал, а теперь не знаю. Если я за свою жизнь что-то и понял, малыш, так это что, никогда ничего нельзя знать заранее? А когда речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной, тут бессмысленно и гадать. Да уж, она тетка норовистая. Что правда, то правда. Только решил, что стряножила, она возьмет, скинет веревку, да и ускачет на соседний лужок. Вот именно. Потому иногда лучше ничего не предпринимать. Если ждать на месте, то есть шанс, что то, чего хочешь, само тебя найдет. Чересчур умно для меня, сэр. Не только для тебя, Уолт. Но если когда-нибудь вы таки решитесь жениться, спокойной жизни вам не видать. Не забивай себе этим голову. Думай о работе и предоставь мне самому разбираться в любовных перипетиях. Не хватало еще, чтобы всякая мелочь меня наставляла. Это моя песенка, и я буду петь ее так, как считаю нужным. Мне не хватило духа продолжать этот разговор. Мастер Ягуда был, конечно, волшебник и гений, но мне и тогда было уже понятно, что в женщинах он ни черта не смыслит. Я-то знал все сокровенные мысли, которые прятала от него миссис Виттерспун, слышал и не раз ее непристойное пьяное излияние и знал, что ничего моему мастеру не светит, если он не возьмет быка за рога. Не желала она сама его находить. Она желала, чтобы он добивался ее и добился. И чем дольше он будет ждать на месте, тем меньше у него шансов. Но как я мог? Это ему сказать. Никак. Никак. Если мне дорога была своя шкура, и потому я закрыл рот на замок, предоставив событиям развиваться своим чередом. Это его гусыня сказал я себе. Вот пусть он ее и жарит, коли так хочет. И кто я такой, чтобы лезть в его дела? Вернувшись в Вичиту, мы занялись подготовкой нового номера. Миссис Виттерспун ничего не сказала нам по поводу пятен на сиденьях. Думаю, она отнеслась к ним как к неизбежным издержкам, без которых не обойтись ни в одном крупном начинании. Все приготовления от репетиций в новых костюмах до составления расписания и печатания афиш и рекламных листиков заняли три недели. И все это время мастера Ягуда и миссис Виттерспун были против моих ожиданий исключительно веселы и друг с другом ласковы. Может, я и не прав, думал я про себя. Может, мастер и понимает, что делает. Однако в день отъезда он совершил одну оплошность, одну тактическую ошибку, которая-то и показала несостоятельность всей его стратегии. Я стоял у дверей, ждал, пока они попрощаются. И больно было смотреть, как заканчивалась эта маленькая печальная главка из «Истории разбитых сердец». Он сказал, «До встречи, подруга!» «Мы вернемся через месяц и три дня». А она сказала, «Да, мальчики, вам пора. Вас ждут голубые дали». Тут наступила неловкая пауза, мне стало совсем уж не по себе, и я разинул свой большой рот и сказал, «А в чем дело, мэм? Почему бы вам не прыгнуть за руль, да и не уехать всем вместе?» Я видел, как при ее словах у нее заблестели глаза и уверен, так же, как в том, что если раз двадцать подряд сказать «банка», то получится слово «кабан», она готова была бы отдать шесть лет жизни, только чтобы начхать на все и действительно сесть в машину. Она повернулась к мастеру и сказала, «Ну и что ты об этом думаешь? Ехать мне с вами или нет?» И тут он, надутый болван, похлопал ее этак по плечу и сказал, «Решай сама, дорогая». Глаза у нее на секунду потемнели, но это еще был не конец. Еще не теряя надежды, она дала ему новый шанс исправить ошибку и сказала, «Нет, реши ты, я не хочу вам мешать». А он сказал, «Ты свободный человек, Марион, не в моих правилах указывать тебе, как и что делать?» Вот это был конец. Я видел, как свет в ее глазах померк. Лицо замкнулось, приняло натянутое, насмешливое выражение, и она пожала плечами. «Как угодно», — сказала она, «у меня и тут дел хватает». А потом, храбро выдавив из себя улыбку, добавила, «Если будет время, черкните открытку». Насколько я знаю, они до сих пор стоят цент за штуку. Так оно всегда и бывает. Возможность, какая случается раз в жизни, была упущена навсегда. Мастер позволил ей выскользнуть у него из рук, но хуже всего то, что он, кажется, даже не понимал, что наделал. На этот раз мы отправились в путешествие в другой машине. После Ларнеда миссис Виттерспун купила нам черный подержанный форт. Она назвала его Чудо-мобиль. И пусть он и уступал Крайслеру по размерам и по мягкости хода, но то, что от него требовалось, сделал исправно. Мы выехали в дождливое утро в середине сентября, и Вичита вскоре осталась позади, а примерно еще через час я и думать забыл про мокрый платочек, которым только что утирал глаза. Мысленный мой прожектор устремился вперед, к Аклахоме, первому штату, намеченному в нашем турне. И в Редберде я выскочил из машины резвей обезьяны, как черт из табакерки. На этот раз все получится, твердил я про себя. Да, сэр, вот сейчас все и начнется. Даже название города я счел счастливым предзнаменованием, и хотя я в те времена не очень верил приметам, это совпадение здорово подняло во мне дух. Редберт. Редберт. Красная птица. Как мой любимый бейсбольный клуб в Сент-Луисе, дорогие мои кардиналы. Кардинал, ярко-красная американская птица семейства кардиналовых. Номер у нас был тот же, только в других костюмах. Но это все изменило. И зрители заулыбались, едва меня увидев, что было уже полдела. Сначала сказал свое слово мастер Ягуда, выдав класс и запудрив этим шлемазлом мозги только так. А потом вышел я. А уж мой костюмчик под Гека Финна был в том же искусстве последним словом, так что в конечном итоге мы их сразили насмерть. Среди женщин шестеро или семеро бухнулись в обморок. Дети принялись вопить, а мужчины замерли, не веря глазам, и в благоговение ахнули. Я продержал их тридцать минут, кувыркаясь, взмывая в воздух, скользя над гладью большого на солнце сверкавшего озера и под конец, подбросив свое легкое тело на рекордную высоту в четыре с половиной фута, после чего плавно спланировал, на берег встал и отвесил поклон. Меня встретила буря оваций, сплошной восторг. Они визжали, орали, отчаянно били в ладоши и бросали в воздух конфетти. Я впервые вкусил успеха, и этот вкус мне понравился. Как ничто, ни до и ни после. Данбор и Баттист, Джамбо и Планкетсвиль, Пиккес, Мьюз и Беттель, Вапанука, Боггидепот и Кинг, Фишер, Герти, Ринглинг и Марбл Сити. Если бы я не писал книгу, а снимал кино, в этом месте на экране возник бы на стены календарь и полетели бы, отрываясь листки. Сквозь их мелькание на заднем плане было бы видно деревенские дороги, катящиеся шары перекати-поле, карту восточной части Оклахомы, по которой мчался бы наш старенький форт, и крупно, по очереди, появлялись бы названия городов, в которые он въезжал. Все это шло бы под быструю, с синкопами музыку перемешку со звонким лязгом кассовых аппаратов. Кадр следовал бы за кадром, наплывал один на другой, огромные полные монет корзины, придорожные домики, руки, плещущие в овациях, ноги, топочущие от восторга, разинутые рты, поднятые к небу изумленные лица с вытаращенными глазами. Целиком эпизод занял бы секунд десять, но за это время зрители в кинотеатре успели бы узнать всю историю того месяца, от начала и до конца. Ах, добрые, сентиментальные, старые голливудские ленты! В книгу ни за что столько не впихнуть. Возможно, киношный рассказ и страдает поверхностностью, однако цели своей достигает отлично. Память похожа на суматошные кадры, и если сейчас я вдруг неожиданно подумала о фильме, то это возможно потому, что в то лето я часто бегал в кино. После триумфа в Оклахоме недостатков в приглашениях у нас не было, и день за днем и месяц за месяцем мы с мастером проводили в дороге, переезжая из городка в городок. Мы выступали в Техасе, Арканзасе и Луизиане, по мере приближения зимы забираясь все глубже на юг, и каждый раз, добравшись до места в перерывах между выступлениями, я при первой возможности бежал в какое-нибудь местное бежу, где показывали очередную новинку. Мастер занимался организационной стороной дела, беседовал с менеджерами и распространителями билетов, договаривался о расклейке афиш и рекламных листков, так что обычно времени на походы со мной у него не было. Почти всякий раз, вернувшись из кинематографа, я заставал его в гостиничной комнате в одиночестве с книгой в руках. Книга всегда была одна и та же, маленький зеленый потрепанный томик, который он везде возил с собой, так что вскоре я изучил эту обложку не хуже, чем морщинки и складки на лице мастера и ягуды. Книга была, ко всему прочему, по-латыни, и автором ее был Спиноза. Это не забылось даже теперь, спустя столько лет. Однажды я спросил у мастера, почему он все время начинает ее сначала, и он ответил, что это потому, что в этой книге невозможно дойти до конца. «Чем больше начинаешь понимать, тем больше там находишь, а чем больше находишь, тем дольше читаешь». «Волшебная, наверное, сказал я». «Значит, ее на всю жизнь хватит». «Вот именно, Шпендрик, она неисчерпаема. Это будто бы выпил вино, оставил на столе вроде бы пустой стакан, а потом глядишь, и, о чудо, он оказывается полный». «Ага, и сидишь пьяный в хлам, всего раз ты заплативши». «Лучше не скажешь», сказал он, неожиданно отвернувшись от меня к окну. «Пьяный этой жизнью, малыш, пьяный ее загадкой». «Боже, милостивый, как же я был тогда счастлив с мастером. Я любил даже сами дороги, а если учесть прочие составляющие наших переездов, толпы зрителей, выступления, деньги, которые нам платили, то, конечно, те первые месяцы были лучшим временем моей жизни. Даже когда первые восторги прошли, я попривык. Ничего мне не надоело, ничего не хотелось менять. Продавленные матрасы, проколотые шины, дешевые забегаловки, дожди с вынужденными простоями, унылые степи — все это были мелочи, все отскакивало от меня, как горох. Мы складывали в чемодан очередные, добытые честным трудом семьдесят или сто баксов, садились в свой форт и не спеша катились в следующее захолустье, глядя на пробегающие пейзажи и с наслаждением смакуя особенно удавшиеся части номера. Мастер был ко мне великодушен, всегда подбадривал, всегда помогал советам, всегда прислушивался к тому, что я говорю и ни разу не дал почувствовать, будто я пусть хоть на волосок, но ниже. После лета отношения между нами переменились, позиции наши стали совершенно иные, и теперь мы лишь дополняли и уравновешивали друг друга. Мастер отвечал за свою часть работы, я за свою, и вместе мы делали одно дело. До обвала на бирже оставалось еще два года, однако на окраинах депрессия уже началась, и где мы побывали, там фермерам, а также сельским рабочим приходилось очень нелегко. Мы не раз видели перед собой отчаявшихся людей, и мастер Ягуда учил меня никогда не смотреть на них сверху вниз. Уолт чудо-мальчик, им нужен как воздух, говорил он, и нельзя забывать об ответственности, которую это накладывает. Когда человек своими глазами видит, как двенадцатилетний ребенок делает то, что раньше приписывалось только святым и пророкам, это будто гром с ясного неба, и мое появление способно заранить надежду в души сотен и тысяч людей, давно ее потерявших. Конечно, никто не мешает заработать на этом кучу денег, однако, если не понимать, что я в своих выступлениях трогаю зрителей за сердце, то я и не сумею подняться до положенных мне высот. Думаю, именно по этой причине мастер и определил мне начинать карьеру во всех тех медвежьих углах, в забытых богом и людьми местах, которых нет ни на одной карте. Он хотел, чтобы слух обо мне расходился медленно, чтобы я успел прочно почувствовать почву под ногами. Не меня он пытался держать в узде, он хотел контролировать ситуацию, чтобы я, если вспыхнул, то как звезда, а не как масло на сковородке. Кто я был, чтобы спорить с ним? Выступления организовывались без перебоя, доходы выходили хорошие, когда наступала ночь, у нас всегда была крыша над головой. Занимался я тем, о чем мечтал, и получал от этого такое удовольствие, что мне было совершенно наплевать, выступаем мы в Париже, во Франции или в Париже, в Техасе. Разумеется, не всегда и не все шло гладко, однако мастеру, похоже, не страшны были никакие рытвины и ухабы. Например, когда мы приехали в Дублин, штат Миссисипи, в нашу дверь постучался школьный инспектор. Почему этот парень не в школе, сказал он мастеру, тычет длинным костлявым пальцем в мою сторону? Как вы знаете, в те годы существовал соответствующий закон со всеми прилагавшимися к нему указаниями и инструкциями. Я подумал, что вот нам и конец, но мастер только улыбнулся, пригласил любопытного джентльмена войти и достал из нагрудного кармана пиджака сложенный лист бумаги. Бумага была вся в печатях и конторских штампах и, ознакомившись с ней, инспектор смущенно приложился пальцами к шляпе, принес свои извинения и удалился. Боу знает, что там было написано, но подействовало лучше некуда. Я не успел прочитать ни слова, мастер сразу ее сложил и опять упрятал в карман. Что это? спросил я у него, а потом подождал и спросил еще раз, но мастер так и не ответил. Он только похлопал себя по карману с видом невероятно хитрым и самодовольным. В эту минуту он был похож на кота, сожравшего хозяйскую канарейку, который не собирался докладывать, каким образом открыл дверцу. Всю вторую половину 1927 года и первую 1928 я прожил словно в коконе, отгороженной от всего на свете, сосредоточившись исключительно на работе. Я не задумывался о прошлом, не задумывался о будущем. Меня интересовало только настоящее и только то, чем я занят в данный момент. Примерно дня по 3-4 в месяц мы проводили в Вичите, а все остальное время колесили в чудо-мобиле из штата в штат. Первый относительно длинный перерыв мы устроили себе в середине мая. Подходил мой 13-й день рождения, и мастер решил, что неплохо бы недели две отдохнуть. Поехали к миссис Виттерспун, сказал он, пожуем для разнообразия домашней стрепни. Сделаем передышку, отметим день рождения, сосчитаем денежки, поживем, как турецкие султаны, а когда надоест, снова упакуем вещички и рванем себе дальше. Предложение было блеск, я обрадовался, но едва мы вернулись, сквозь предвкушение отдыха, я почувствовал, что-то не так. Мастер с миссис Виттерспун были на этот раз ни при чем. Ко мне оба они относились замечательно, а уж друг другу тем более. В доме тоже было, как всегда, хорошо. Нелли Бог постаралась от души, постель была та же, что раньше, погода на улице стояла отменная. Тем не менее, с той минуты, как мы переступили порог, сердце у меня сжалось, и я весь вечер чувствовал необъяснимую горечь и беспокойство. Сначала я подумал, что высплюсь и пройдет, но тревожное чувство не прошло и утром. Но осталось и залегло внутри будто непереваренный пудинг, и сколько я не пытался настроиться на хорошее, я не мог от него избавиться. Потом оно принялось разрастаться, совершенно от меня независимо, и на третий день стало занимать во мне столько места, что вечером, едва я надел пижаму и собрался было лечь спать, вдруг невыносимо захотелось плакать. Я подивился своему идиотизму, но не прошло и минуты, как уже рыдал в подушку, выплакивая в нее непонятное горе и стыд. Рано утром, когда мы с мастером сели завтракать, я не сдержался и, еще сам не успев осознать, о чем я, завел с ним разговор. Миссис Виттерспун спала наверху, и мы были вдвоем, дожидаясь яичницы с колбасой, которую готовила Нелли Бог. «Помните, вы говорили мне про закон?» сказал я. Мастер, который было только сев за стол, уткнулся носом в газету, оторвался от заголовков и длинно и непонимающе на меня посмотрел. «Про закон?» сказал он. «Какой закон?» «Сами знаете. Про наш долг и тому подобное. Что нельзя называть себя человеком, если забудешь о мертвых?» «Конечно, помню». «Так вот, мы, похоже, нарушаем этот ваш закон налево-направо». «Каким образом, Уолт?» «Эзоп и мамаша Сиу живут в нашем сердце. Куда бы мы ни отправились, они везде с нами. Никакая сила на свете не заставит нас их забыть». «Но мы ведь просто ушли в сторону, разве не так?» «Какие-то сволочи их убили, а мы даже пальцем не шевельнули. Мы ничего не могли сделать. Если бы мы попытались прийти им на помощь, нас бы только тоже убили, вот и все». «В ту ночь, конечно». «Ну, а как же потом?» «Если мертвых положено помнить, то, значит, у нас нет выбора, и мы должны найти этих ублюдков и посмотреть, как они трясутся от страха и ждут, что им будет». «А мы, черт побери, отлично проводим время, скажете, нет?» «Скоморошничаем себе в свое удовольствие, катаемся себе по всей стране, деньги гребем лопатой, а как же и зоб». «Как же старая, смешная, мамаша Сиу!» «Они, значит, пусть гниют в могилах, а этот дерьмо, кто их туда загнал, пусть гуляют». «Возьми себя в руки», сказал мастер, пристально глядя на меня, а у меня опять потекли слезы ручьем. Голос у него был строгий, только вот что не злой. «Конечно, их можно найти», сказал он. «Можно найти и воздать по заслугам, но только на эту работу пришлось бы положить жизнь. На полицию можешь не рассчитывать, Уолт. Это я тебе точно говорю, и если ты решил, будь то суд вынесет им приговор за убийство, то напряги мозги и подумай хорошенько». Клан повсюду, Уолт, и он держит в своих руках все, даже суд. Клан — это те самые милые, улыбающиеся тебе люди, которых ты не раз видел на улице в Сиболе. Том Скиннер, Джат Макнелли, Гарль Даун, все они члены клана, все до единого. «Король, королевич, сапожник, портной, да мы-то с тобой никто. Нам пришлось бы самим выносить приговор и самим казнить, но только в ту же минуту, когда мы начали бы охоту, началась бы охота на нас. Пролилось бы немало крови Уолт и, главным образом, нашей. «Так нечестно», сказал я, хлюпнув носом сквозь слезы, которые хлынули по щекам новым потоком, «Так нечестно, неправильно». «Ты так думаешь, я так думаю». «И пока мы оба так думаем, за Эзопа с мамашей Сиу можно не волноваться. Мастер, но они погибли, погибли страшной смертью, и если мы не сделаем того, что должны, души их никогда не найдут покоя. Ошибаешься, Уолт?» «Они оба давно успокоились». «Вот как? Значит, теперь вы у нас еще и эксперт по части загробного мира?» «Вроде того, Уолт. Я их вижу. Мы разговариваем. И я знаю, что теперь они не страдают. Они хотят, чтобы мы продолжали делать свое дело. Они сами так говорят. Они хотят, чтобы мы доказали им свою верность верностью делу». «Как это?» сказал я, неожиданно вдруг, покрывшись мурашками. «О чем вы, черт побери?» «Они ко мне приходят, Уолт, все эти полгода, почти каждую ночь. Приходят, садятся ко мне на постель, поют мне, гладят по лицу. Можешь поверить, сейчас они намного счастливее, чем были. Сейчас они стали ангелами, и ничто им теперь не причинит боли». Я в жизни не слышал слов более странных, более фантастических, но мастер Иегуда говорил так уверенно, так искренне и спокойно, что я ни на секунду не усомнился в том, что он сказал правду. Возможно, это не была правда в общепринятом смысле, но сам он, безусловно, верил в то, о чем говорил, хотя, возможно, не верил. Но в таком случае он разыграл ради меня такой спектакль, каких не бывает. Меня затрясло, но я сидел, не шелохнувшись, пытаясь мысленно удержать перед собой картину, как Эзопа вместе с мамашей Силу поют у постели мастера среди ночи. Не имеет никакого значения, было это на самом деле или нет. Важно только, что для меня все вмиг переменилось. Боль отступила, черные тучи рассеялись, и к тому моменту, когда я поднялся из-за стола, горе мое успело потерять свою остроту. В конечном итоге только это и важно. Если мастер солгал, то он солгал ради меня. Если же не солгал, то что было, то было, и значит, он не нуждается в моей защите. Так или иначе, меня он спас. Так или иначе, уберег мою душу от когтей зверя. Десять дней спустя мы снова сложили вещички и опять уехали из Вичиты, отправившись в путь в другом новом автомобиле. Доходы теперь у нас позволяли приобрести себе что-нибудь получше старого Форда, что мы и сделали, променяв его на чудо-мобиль 2, серебристо-серый пирс-эр-роу, с кожными сиденьями и боковыми подножками, шириной, наверное, стахту. С начала весны красных цифр в наших счетах не появлялось, а это означало, что мы возместили миссис Виттерспун, начальные на нас затраты, что у нас есть свои деньги в банке и больше не нужно считать каждый цент. Замена автомобиля поднимала нас на парочку пунктов и теперь мы выбирали городки побольше, останавливались не в меблерашках и мотелях, а в скромных, но все же гостиницах, да и переезжали с места на место с куда большим шиком. К концу каникул во мне опять включился тот же прожектор, и я был весь устремлен вперед и потом в течение нескольких месяцев выступал почти без передышек, чуть ли не еженедельно добавляя к своему номеру хоть маленькую, но завитушку. К тому времени я до такой степени привык к зрителям, почувствовал себя так легко и свободно, что начал импровизировать, изобретая и пробуя новые повороты по ходу спектакля. В первые месяцы я был еще скован, всегда строго придерживался сценария и выполнял только трюки, которые мы подготовили с мастером, но теперь это осталось в прошлом. Я набрался опыта и больше не боялся эксперимента. Кувырки и прогулки в воздухе всегда были моей сильной стороной. Они были гвоздем программы, отличая мои выступления от выступлений всех моих предшественников, но высоту я освоил средне, и так и продолжал болтаться где-то на отметке около пяти футов. Я хотел добиться лучших результатов, отодвинуть предел вдвое или даже если получится втрое, однако репетиции, когда можно было позволить себе с утра до ночи часов по десять-двенадцать отрабатывать под руководством мастера и ягуды какую-нибудь деталь стали непозволительной роскошью. Теперь я стал профессионалом со всеми прилагающимися издержками, включая жесткое расписание, и потому возможности сочинять что-то новое не было, разве что во время работы на глазах публики. Именно так я и делал, особенно осмелев после короткого отдыха в Вичите и к своему величайшему изумлению обнаружив, что присутствие зрителей не мешает, а лишь подстегивает. Лучшие мои трюки относятся именно к этому периоду, и не смотри на меня тогда снизу глаза толпы, не знаю, нашел бы я мужества выполнить хоть половину своих придумок. Началось с лестницы. В тот день я впервые использовал невидимый реквизит, термин, который впоследствии я также внес в число собственных изобретений. Мы выступали в Северном Мичигане, и в середине номера, когда я, вошедший в азарт, поднялся, готовясь пройтись над водной гладью, я вдруг заметил в отдалении здания. Вероятно, это был Пагаусс или старый завод. Здание было большое, кирпичное, с пожарной лестницей на обращенной ко мне стороне. Я разглядел ее снизу. Стоял ясный день, металлическую лестницу как раз осветило солнце, и она заблестела в его лучах необыкновенно ярко. Ни секунды не думая, я занес ногу в воздух и шагнул, словно на невидимую ступеньку, потом занес вторую и шагнул на вторую. Никакой твердой опоры я, конечно, не почувствовал, однако пошел через озеро, будто бы по перекидному мосту. Я его не видел, однако представлял себя достаточно четко. В верхней точке посередине, где у моего моста шел настил, до воды было примерно девять с половиной футов, на целых четыре фута больше, чем я умел подниматься. Страшно вспомнить, но я ни на миг ни в чем не усомнился. Едва я представил себе картинку, как точно понял, что перейду. От меня требовалось только не уйти в сторону, а он выдержит не хуже, чем настоящий. В следующую секунду я спокойно двинулся вперед. Двенадцать шагов по ступенькам вверх, пятьдесят два по ровной плоскости и двенадцать вниз. Результат оказался феноменальный. Вскоре после этого события я обнаружил, что с не меньшим успехом могу использовать и другой реквизит. Когда мне удавалось мысленно представить себе нужный предмет, визуализировать его с нужной степенью точности, им можно было пользоваться. Именно так я создал лучшие свои трюки. Подъем по трапеции, катание на доске и на качелях, ходьбу по канату, который потом долго оттачивал, привнося новые и новые детали. Трюки эти не только имели большой успех у толпы, они перевернули мое собственное отношение к себе и к работе. Теперь я уже был не робот, не заводная обезьянка, которая делает то, чему ее обучили. Я становился художником, настоящим творцом, создающим свое искусство не только ради других, но и ради себя. Непредсказуемость выступлений превращала их в приключения, где никогда не знаешь, что будет дальше. Если в работе тобой движет единственное желание добиться признания и любви зрителей, тогда быстро обрастаешь дурными привычками, и в конце концов зритель же от тебя и устает. Нужно всякий раз рисковать, выжимая из своего таланта все, на что он способен. Все это делаешь будто бы для себя. Однако в конечном итоге именно непрерывная борьба с собой и позволяет завоевать истинную любовь толпы. В этом и состоит парадокс. Люди видят, что ты на сцене выкладываешься ради них целиком, что ты допускаешь их к таинству, обнажая что безымянное, что тобой движет. И когда доходишь до этого, то перестаешь быть просто исполнителем и становишься звездой. Именно так и было со мной осенью 1928 года. Я становился звездой. В середине октября мы выдали несколько выступлений в Центральном Иллинойсе, стоявших у нас в программе последними, после чего намеревались снова махнуть Вичиту на хорошо заслуженный отдых. Если я правильно помню, мы работали в Гибсон-Сити, в одном из тех крокотных городков, где линия горизонта изрезана силуэтами элеваторов и водяных мельниц. Издалека подъезжая, думаешь, будто бы впереди чуть ли не мегаполис, но потом, оказывается, ничего там, кроме элеваторов, нет. В тот день мы с мастером, забрав из гостиницы вещи, зашли на той же центральной улице в забегаловку перекусить перед дорогой и сидели, заканчивая еду. Это был глухой час между завтраком и обедом, и потому мы были единственными посетителями. Помню, я сдул с какао пенку, как вдруг звякнул дверной колокольчик, и кто-то вошел. Из любопытства я поднял глаза и увидел, что на пороге стоит мой родной дядюшка Склиз собственной персоной. На улице было градуса 32, не больше, а он был одет в тонкий летний костюм. Воротник был поднят, и Склиз придерживал его возле горла правой рукой. Он дрожал у дверей от холода и был похож на Чихуахуа при северном ветре, так что не обалдей я от неожиданности, то, наверное, рассмеялся бы. Мастер Иугуда сидел к входу спиной. Взглянув на мое лицо, вероятно, я побледнел. Он развернулся на стуле и посмотрел, в чем дело. Склиз все еще так и стоял, потирая замерзшие руки, оглядывая заведение маленькими злобными глазками, и при виде нас расплылся в той отвратительной кривозубой ухмылке, которой я так раньше боялся. Наша встреча была не случайной. Он прибыл в Гибсон-сити за нами, и я сразу почувствовала опасность и был уверен в правильности своего чувства так же, как в том, что шесть плюс семь дают в итоге тринадцать, то есть самое, что ни на есть, несчастливое число. Вот так-так, сказал он, медленным шагом направляясь к нашему столику. Кто бы мог подумать? Надо же, приехать в эту дыру по собственным личным делам, заскочить сюда, в местную капельницу, принять чего погорячее, и кто же тут, оказывается, сидит? Родной пропавший племяш. Крошка Уолт, праздник души именины сердца, конопатенький чудо-мальчик. Значит, судьба. Вот что я вам скажу. Это чуднее, чем иголку найти в стоге сена. Мы с мастером промолчали, но он спокойно припарковался на свободный стул со мной рядом. Вы не против, а? Сказал он. Вот так радость. Ну, просто зашибись. Посижу чуток. Пусть ноги передохнут. Тут он хлопнул меня по спине и взлохматил мне волосы, все еще притворяясь, будто радуются нашей встрече. Впрочем, возможно, он был действительно ей рад, однако отнюдь не по тем причинам, по каким радуются нормальные люди. Мне худо стало от этого прикосновения. Я попытался выскользнуть из-под его руки, но он будто не обратил внимания и продолжал болтать в уклончивой, изворотливой своей манере по поводу и без повода обнажая в ухмылке черные гнилые зубы. Но уж, Пингалет, тебе, похоже, неплохо живется, а? В газетах пишут, ты будто чудо. Просто второе событие с тех пор, как придумали хлеб, а? Вот твой учитель, наверное, лопается от гордости. Да чего там от гордости? Кошелек-то, наверное, тоже, небось, не тащает. А уж я-то как рад, что семья наша пошла в гору. Говорить по делу, приятель, сказал мастер, наконец вклинившись в его монолог. Нам пора ехать дальше, и времени на пустую болтовню у нас нет. Да, черт возьми, сказал дядя Склис, пытаясь принять обиженное выражение. Это что ж теперь, нельзя человеку порасспросить, как живет сын его собственной родной сестры, что ли? Куда торопиться-то? Судя по той машинке, что стоит у Коновизи, вам куда хотите за пять минут добраться, расплюнуть? Уолту не о чем с вами разговаривать, сказал мастер, и более того, уверен, вам с ним тоже. Ну, не знаю, лично я на вашем месте не торопился бы с выводами, сказал Склис, достав из кармана изжеванную сигару и закуривая. Уолт имеет право узнать, что случилось с его бедной тетушкой, а у меня есть право ему о ней рассказать. — Что с тетей Пек? — сказал я неожиданно для себя шепотом. — Э, да наш малыш не разучился еще разговаривать, — сказал Склис, шутливо щепнув меня за щеку. А то я было подумал, что он тебе язык отрезал. — Что с тетей Пек? — повторил я вопрос. — Твоя тетя умерла, сынок. Погибла в прошлом году во время того самого урагана, который смел весь Сент-Луис. Она была в доме, дом рухнул, и пришел тут старушке Пек конец. Вот так вот оно и было. — А ты, значит, спасся, — сказал я. — На то, значит, божья воля, — сказал Склис. — Совершенно случайно я в тот день был на другом конце города. Подвернулась честная работенка. — Жалко, что не наоборот, — сказал я. — Тетя Пек была, конечно, не сахар, но все-таки лучше тебя. — Эй, полегче, — сказал Склис. — Ты как с дядей разговариваешь? Мы с тобой, Уолт, одна, плоти, кровь, так что нечего болтать обо мне гадости. Мне тут нужно еще с твоим мастером обсудить одно важное дельце, и ты мне музыку не порть. — Думаю, вы ошибаетесь, — сказал мастер. — У нас с вами нет никаких дел. Вам придется нас извинить, мы с Уолтом опаздываем. не торопитесь же так, мистер, — сказал Склис, вдруг мгновенно забыв про свою обаятельную улыбку. В голосе зазвенели злость и раздражение, без которых я его и не помнил. — Мы с вами заключили сделку, и нечего теперь юлить. — Сделку? — сказал мастер не идиот. — Вы пообещали поделиться со мной прибылями, и вот он я, делитесь. Двадцать пять процентов. Вы мне их обещали, и теперь я хочу их получить. — Насколько я помню, мистер Спаркс, — сказал мастер Ягуда, стараясь не выходить из себя, — вы готовы были ноги мне целовать, только бы я избавил вас от нахлебника. Тогда вы так этому радовали, что обслюнявили мне обе манжеты. Вот такая и была наша сделка, мистер Спаркс. Я попросил разрешение забрать мальчика, и вы мне его дали. Но я поставил условие. Я тогда вам все ясно сказал, а вы согласились, двадцать пять процентов. Чего же вы отпираетесь? Вы сами их пообещали, а я поверил вам на слово. Это вам, приятель, приснилось. Если, как вы утверждаете, мы заключили сделку, покажите, где это причитается хотя бы цент. Да мы же просто ударили по рукам. У нас было джентльменское соглашение на словах. У вас прекрасное воображение, мистер Спаркс, но сами вы негодяи лжец. Если хотите жаловаться, наймите адвоката и посмотрим, что скажет суд. А до тех пор лучше не показывайте мне на глаза свою мерзкую рожу. С этими словами мастер Ягуда повернулся ко мне и сказал, идем, Уолт, пора. Нас ждут в Урбане и хватит терять время. Мастер бросил на стол доллар, поднялся и я за ним тоже, но склиз еще не закончил и последнее слово в той забегаловке осталось за ним. Думаете, вы один умный, мистер, сказал он. Думаете, от меня так просто избавиться? Еще никому не сошло назвать Эдварда Джи Спаркса лжецом. Слышали? Правильно. Пошли к выходу. Так и идите себе, это не важно. Это последний раз, когда вы повернулись ко мне спиной. Я вас, приятель, предупредил. Я пойду по вашему следу, за вами этим паршивым щенком, а когда я вас догоню, тогда вы очень пожалеете о том, что здесь так со мной говорили, и всю оставшуюся жизнь будете жалеть. Он дошел следом за нами до дверей, потом до машины, и пока мы заводили мотор, стоял рядом и сыпал идиотскими угрозами. Мотор наконец завелся, слов стало неслышно, но я видел, как шевелятся его губы, и вздулись вены на жилистой шее. Так он и остался стоять посреди дороги, потрясая кулаками от ярости и беззвучно вопя об отмщении. Сорок лет он шел через пустыню и ничего не вынес оттуда, кроме ошибок и неудач. Теперь же, глядя на его лицо через заднее окошко автомобиля, я понял, что наконец у этого придурка появилась цель и жизнь обретала смысл. Когда мы выехали за пределы города, мастер повернулся и сказал мне через плечо, болтает он много, только сделать ничего не может. Все это блеф, ерунда и чушь от начала и до конца. Кто родился неудачником, тот неудачником и помрет, но если он хоть раз и впрямь попытается прибрать тебя к рукам Уолт, я убью его, обещаю, в клочки разорву. В Канаде лет двадцать будут натыкаться на его ошметки. Я был горд тем, как мастер вел себя в забегаловке, но это не означает, будто я не испугался. Старший брат моей матери гад был ушлый, а когда он вбивал что-то в голову, обычно шел до конца. Честно говоря, мне до его финансовых интересов не было никакого дела. Возможно, мастер и впрямь пообещал тогда двадцать пять процентов, а возможно и нет, но как бы то ни было, мне на это было плюнуть и растереть. И единственное, чего я хотела, так это никогда больше в жизни не видеть своего вонючего родственничка. Он столько раз колотил меня головой о стенку, что во мне не было к нему никаких чувств, кроме ненависти, и что бы ему там на самом деле не причиталось, он не заслуживал ни цента. Увы, мои доводы не имели никакого значения. Доводы мастера тоже. Последнее слово оставалось за склизом, и я шкурой чувствовал, что он, как и сказал, последует теперь за нами и будет следовать до тех пор, пока не возьмет меня за горло. С той минуты страха дурные предчувствия меня не оставляли. Они отравили все, что не происходило в те дни и месяцы, даже радость работы, которая приносила все больше и больше успех. Куда бы мы ни поехали, куда ни пошли, я повсюду ждал встречи со склизом. Сидели мы в ресторане, шли через холл гостиницы или же выходили из машины, каждую секунду я ждал его появления, представляя себе, как он сейчас возникнет, без всякого предупреждения, навсегда прорвав, изуродовав ткань моего существования. Ожидание стало невыносимым. От неопределенности, от того, что счастье мое может исчезнуть в мгновение ока. Единственным местом, где я продолжал чувствовать себя в безопасности, была площадка для выступлений. По крайней мере, на людях, когда я был в центре внимания. Склиз ни за что не осмелился бы напасть. И там я мог забывать о тревогах, занимавших мысли все прочее время, и о страхе, от которого изнывало сердце. Я бросался в работу как никогда, наслаждаясь тем чувством свободы и защищенности, какое она мне давала. Что-то изменилось во мне, и я, наконец, понял, кто я такой. Не Уолтер Роули, двенадцатилетний мальчишка, превращающийся в чудо-мальчика на время спектакля, а настоящий Уолт чудо-мальчик, человек, которого нет, пока он не поднимется в воздух. Почва под ногами стала иллюзией, ничьей землей, где живут призраки, где расставлены ловушки и где все происходящее ложь. Теперь единственной моей реальностью был воздух, и все время, когда я не выступал, я двадцать четыре часа в сутки жил сам себе чужой, забыв обо всех прежних радостях, отказавшись от прежних привычек, и места себе не находил от отчаяния и страха. Работа меня спасала, и, к счастью, ее было много, а заказов на зиму пришло еще больше. Вернувшись в Вичиту, мастер Игуда уселся за расписание, и число выступлений в неделю оказалось рекордным. Потом мастеру в голову пришла блестящая мысль в самые холода отправиться во Флориду. Там мы и провели вторую половину зимы, начиная с середины января, а потом и всю весну, исколесив полуостров и с конца в конец, и все это время с нами в первый и единственный раз ездила миссис Виттерспун. Вопреки той галиматье, будто бы она может нас сглазить, миссис Виттерспун принесла удачу. Не только свободу от склиза, о котором не было ни слуху, ни духу, но огромные толпы, огромные сборы и радость приятной компании. Она, как и я, тоже любила кино. В тот год во Флориде как раз был земельный бум, и туда, на Пальмовый берег, спасаясь от зимних холодов, стайками и целыми стаями, начала слетаться шикарная публика, сплошь в белых костюмах и бриллиантовых ожерельях. Это был мой первый опыт выступлений перед богатым зрителем. Я выступал в клубах, на площадках для гольфа, на роскошных ранчо, и все эти холенные, лощеные люди, в чьих жилах текла голубая кровь, искушенные в зрелищах, принимали меня с таким же восторгом, как жалкие нищие бедолаги. Разницы не было никакой. Мой спектакль оказался универсален, и у всех от него одинаково захватывало дух у бедных и у богатых. Когда наступила пора возвращаться в Канзас, я уже снова стал прежним. После встречи со Склизом прошло несколько месяцев, вот я и решил, что если бы он что-то задумал, то давно появился бы у нас на пути. К концу же апреля, отправляясь на гастроли по Среднему Западу, я о нем почти забыл. Отвратительный эпизод в забегаловке в Гибсон-Сити уплыл в далекое прошлое, и временами мне даже казалось, будто этого ничего не было. Я перестал бояться, успокоился, и если в ту весну и думал о чем-то помимо работы, так это только о волосах, которые начинали расти на животе и под мышками, о своей, так сказать, новой поросли, знаменовавшей вступление в мир влажных снов и грязных мыслей. Я потерял осторожность, и потому-то, чего я боялся, чего ожидал с самого начала, все же произошло, но гром грянул в тот момент, когда я его не ждал. Мы с мастером приехали в Миннесоту, в Нордфилд, маленький городок, примерно миль на сорок южнее Сент-Пола, и, как обычно, перед вечерним выступлением я по привычке отправился в местный кинотеатр, где собирался приятно убить пару часиков. Тогда уже вошло в моду звуковое кино, и я смотрел все подряд при первой возможности, и мне все было мало, хотя некоторые ленты я видел по три-четыре раза. В тот день показывали «Какао-орехи», новую комедию братьев Маркс, снятую во Флориде. Один раз я ее уже посмотрел, но мне жутко нравились эти клоуны, в особенности Гарпо в дурацком парике, который здорово так вопил, потом, узнав, что она идет в местном кинотеатре, я запрыгал на месте от радости. Кинотеатр был огромный, с залом мест на 200 или даже на 300, но, вероятно, от того, что на улице стояла чудесная весенняя погода, зрителей на сеанс пришло хорошо, если полтора десятка. Мне до этого, разумеется, не было никакого дела. Я устроился поудобнее в кресле с пакетом попкорна и принялся хохотать, не обращая на видневшиеся в темноте рассеянные по залу фигуры никакого внимания. Я сидел так минут 20 или 30, а потом вдруг у меня за спиной резко и сладко запахло каким-то странным лекарством. Через секунду запах усилился. Я хотел было повернуться, посмотреть, что там происходит, но на лицо мне легла мокрая тряпка, от которой несло как раз этой вонючей дрянью. Я рванулся, пытаясь отстраниться, но чья-то рука сзади удержала мою голову, и не успел я собраться с силами, чтобы повторить попытку, как все неожиданно закончилось. Мышцы ослабли, кожа покрылась потом, голова как бы сама собой отделилась от тела и поплыла. Когда я пришел в себя, я не знал, на каком я свете. Я себе представлял все возможные варианты схватки со склизом, драки, даже вооруженный налет со стрельбой в темной улочке. Но мне и в голову не приходило, что он задумает меня похитить. Любые действия, которые требовали бы тщательной подготовки, не входили в модус операнди моего дяди. Склиз по жизни был раздолбай. Решения у него менялись в ритме банджо, так что обычно он если действовал, то сгоряча, и уж коли изменил ради меня всем своим привычкам и правилам, то это означало, что он всерьез рассчитывал хорошо за мой счет поживиться. Впервые в жизни дяди Склизу выпал счастливый случай, и он не собирался терять его так, за здорово живешь. Что угодно, только не это. На этот раз дядя Склиз решил действовать наверняка, как гангстер, как настоящий крутой профессионал, подготовиться, продумать детали и бить без промаха. Он жаждал не просто денег и не просто мести, он жаждал того и другого, а похищение, схватить меня, получить выкуп, был отличный способ убить одним камнем двух этих миленьких птичек. На этот раз у него в деле был партнер, толстый, шире себя в плечах, вор по имени Фритц. Если учесть, что по части логических построений оба эти ублюдка выступали в самом наилегчайшем весе, то можно себе представить, сколько им пришлось потрудиться над разработкой плана, да и в поисках места, куда меня деть. Сначала меня прятали в пещере в окрестностях Нортфилда, в грязной сырой дыре, где я провел трое суток с ногами, связанными толстыми веревками и с кляпом во рту. Потом мне дали вторую дозу эфира и перевезли еще куда-то, в Сент-Пол или Минниаполис, в какой-то подвал, наверное, в жилом доме. Там я пробыл всего сутки, а потом мы перебрались в заброшенное жилище какого-то первопроходца, вглубь, как я позже узнал, штата Южная Дакота. Пейзаж из окна там напоминал скорее лунный, нежели земной, безлесный, безлюдный, безмолвный, и мы были так далеко от дорог, что, если бы я избежал, долго пришлось бы блуждать в поисках помощи. В доме лежал запас консервов месяца на два, и все указывало на то, что мои похитители намерены вести долгую, изматывающую нервы игру. Так Склис и хотел действовать, не торопясь. Хотел, чтобы мастер Иегуда на стенки полез от страха, для чего собирался тянуть время, причем чем дольше, тем лучше. Сам он никуда не спешил. Все так весело, зачем же лишать себя удовольствия? Я не помнил его таким наглым, веселым и самодовольным. Склис слонялся по этой хибаре, будто генерал о четырех звездах, отдавал приказания и хохотал над своими же шуточками, глупее которых трудно было придумать. С души воротило смотреть и слушать, зато, по крайней мере, можно было не бояться тогда его кулаков. Сдав себе на руки всех тузов, Склис подобрел и проявлял неожиданное великодушие. Это не означает, будто мне вовсе не доставалось. Он мог двинуть по зубам, мог, коли пришла охота, оттаскать за уши, и тем не менее большей частью дела ограничивалась и с девками, и подначками. Он без конца хвастался тем, как спутал карты этому поганому еврею, потешался над моими прыщами. Эй ты, гнагник ходячий, эко тебя усыпало. Ну, парень, смотри ты, на лбу-то вулкан, да и только. Без конца демонстрировал, что моя жизнь в его власти. Чтобы я в этом не сомневался, он время от времени подваливал ко мне, вращая на пальце револьвер, и приставлял к виску. Чуешь, чем пахнет парень? говорил он и разражался хохотом. Вот как нажму сейчас на курок и размажет твои мозги по стенкам. Раза два, видимо, для пущей убедительности, он действительно щелкнул курком. однако я знал, пока неполученные деньги с клиз не решится играть с заряженным оружием. Разумеется, каникулами ту мою жизнь не назовешь, однако все это было вполне терпимо. Все это было, как говорится, щипки до тычки, а я быстро смекнул, что терпеть его словесный понос куда лучше, чем валяться там же с переломанными ногами. Нужно было только держать язык за зубами, не возражать, и тогда, выпустив пар, минут через двадцать или пятнадцать клиз иссякал. Впрочем, по большей части у меня не было выбора, поскольку держали они меня с кляпом во рту. Но и когда вынимали, я старался не поддаваться на провокации. Я держал свое остроумие при себе, прекрасно осознавая, что чем меньше дерзить, тем моя шкура будет целее. Это было единственное, что я знал. Склиз был псих, и никакой гарантии, что получив выкуп, он не попытается меня убить, не было. Я не знал, какие он вынашивает на мой счет планы и страдал от неопределенности. Тяготы заключения не шли ни в какое сравнение с ужасом, который я чувствовал из-за своих фантазий, воображая, как он то перерезает мне горло, то сдирает кожу, то, как я падаю, получив пулю в сердце. Присутствие Фрица отнюдь не развеивало моих опасений. Он никогда не спорил и торопливо, шарко и отдувая, скидался исполнять любой из приказов, которыми дядюшка щедро сыпал по всякой мелочи. Фриц растапливал дровяную плиту, варил бобы, мыл пол, опорожнял ведра с дерьмом, связывал, развязывал мне то руки, то ноги. Бог знает, где Склиз раскопал эту коровью жвачку, но, думаю, более удачного помощника для него трудно было придумать. Громила с мозгами младенца, Фриц был прачкой, кухаркой, горничной и мальчиком на побегушках в одном лице и ни разу, ни словом не возразил. Будто бы не сидел черт знает где, отдыхал в шикарном пансионате, убивал время от нечего делать и в свое удовольствие глядел в окошко, дышал себе воздухом. В течение первых десяти или двенадцати дней он почти не заговаривал со мной, однако потом, после первого письма мастеру, когда Склис повадился ездить в город каждое утро, вероятно, для того, чтобы отправить следующее письмо или позвонить или еще каким-нибудь образом высказать свои требования, мы с Фрицем стали проводить довольно много времени вдвоем. Не скажу, будто я добился взаимопонимания, но, по крайней мере, не боялся его так, как Склиса. Фриц ничего не имел лично против меня. Он просто делал свою работу, а я быстро понял, что будущее для него так же покрыто мраком, как и для меня. Он ведь убьет меня, правда, сказал я однажды, когда он кормил меня обедом, состоявшим из печеных бобов и крекеров. Больше всего Склис опасался, что я улечу, и меня никогда не развязывали, даже когда я ел, спал или сидел на горшке. Так что Фриц кормил меня с ложки, будто младенца. Чего? сказал Фриц, как всегда, с лету, блестяще схватив суть вопроса. Взгляд был такой, будто мысли у него застряли где-то в пробке на дороге между Питтсбургом и Аландским хребтом. Ты вроде чего сказал, а? Он ведь хочет меня потом пристрелить, так или нет? повторил я. Мне, черт побери, нужно знать, есть у меня хоть шанс уйти отсюда живым. Да почем я знаю, пацан? Твой дядя докладывается, что ли? Берет да делает. Значит, ты только выполняешь, что велено? Ну и как оно, не обидно? Неа. А чего? Долю я свою получу? Чего же герепеница? А как он с тобой поступит, не мое собачье дело? Почему ты решил, будто он отдаст тебе долю, а по кочану не отдаст ноги по выдергаю и всех делов? Ничего ты, Фрис, не получишь. Вы же возитесь, как черепахи, вас вычислят по почтовому ящику, по всем этим письмам и найдут вашу хибару за пару минут? Ха, умник! Думаешь, мы дураки, да? Ага, именно, причем полные. Ха, а что, если у нас еще один партнер в деле есть? Что, если этому партнеру-то мы и пишем? Ну, да. Вот тебе и ну, да. Чуешь, куда я гну, пацан? Это значит, он и получает наши письма, а потом пересылает дальше. Тем, значит, людям, которые при деньгах. Так как же нас найдут-то? Ну, так партнера найдут. Он у вас что, сам невидимый, что ли? Ага, невидимый. Берет, значит, такой специальный порошочек для невидимок, съел и готово. Это была едва ли не наша самая длинная беседа, когда мой надсмотрщик пустил в ход весь словарный запас и все красноречие. Фриц не желал мне зла, однако вместо крови в жилах у него текла ледяная водица, в голове была вместо мозгов Мекина и мне до него было не достучаться. Я не знал, как его настроить против Склиза, как упросить снять веревки, прости, пацан, не могу, как поколебать в нем твердость. Любой другой человек на его месте ответил бы на мой вопрос, либо да, либо нет. Да, сказал бы он, Склис собирается перерезать тебе глотку или потрепал бы мальчишку по макушке и как-нибудь бы успокоил. Пусть бы при этом солгал. Все равно по какой причине, со зла или наоборот, но что-нибудь бы да ответил. Любой, однако не Фриц. Фриц был честный до безобразия и поскольку сам не знал, что будет дальше, то так прямо и сказал, наплевав на простые нормы обыкновенных людских приличий, по которым подобный вопрос требует однозначного ответа. Фриц никаких людских норм явно не выучил. Фриц был туп, как бревно и даже прыщавый подросток с первого раза понял, что болтать с ним тоже, что просто швырять слова на ветер. Одним словом, мы в Южной Дакоте там не скучали, нечего и говорить, сплошные были игры до развлечения. Больше месяца я провел связанные с кляпом во рту под замком в коморке в компании двенадцати ржавых лопат и вилл, думая, что вот-вот погибнут страшной мучительной смертью. Уповать я мог только на мастера. Я снова и снова принимался мечтать, как он врывается в дом вместе с отрядом полицейских, как стреляет в склизы и фрица, и те падают на шпигованные свинцом, и как уводят меня обратно в землю живущих. Однако неделя шла за неделей, а мое положение не менялось. Немного погодя, оно, правда, переменилось, только не к лучшему, а наоборот к худшему. С тех пор, как пошли письма и, как я тогда же заметил, уверенности у склиза убавилось, настроение у него поползло вниз. Игра становилась серьезной. Первый всплеск восторгов миновал, и мало-помалу поясничение сменялось привычными вспышками злобы. Склиз начал раздражаться на фрица, бронился на однообразную стряпню, несколько раз запустил тарелкой о стену. Это были первые признаки, и следующие не заставили себя ждать. Один раз он столкнул меня со стула, в другой высмеял фрица за то, что он толстый, в третий затянул мне потуже узлы. Ясно было, что Склиз нервничает, однако я не понимал, почему. Разговоры они вели без меня, своих писем мне не показывали, газет со статьями о похищении я и в глаза не видел, а по обрывкам приглушенных фраз, которые долетали в коморку, составить себе хоть маломальски связанную картину было невозможно. Наверняка я знал только одно, Склиз снова становится Склизом. Я не мог ошибиться, но это означало, что еще немного, и он вовсе станет самим собой, и тогда вся моя предыдущая здешняя жизнь покажется отдыхом, приятной увеселительной прогулкой на какие-нибудь Антильские острова, на шикарной, черт возьми, яхте. В начале июня из-за его нервозности ситуация накорилась почти до взрыва. Даже Фридс, безответный, невозмутимый Фридс, начал проявлять симптомы усталости и раздражения, и я по глазам его видел, что он вот-вот наконец обидится, и тогда Склизу, который не скупился на подначке, придется держать ответ. Я горячо об этом молился, чтобы у них вышла свара, а пока суд до дела с немалым удовольствием наблюдал, как Склиз шпыняет напарника, как тот, огрызнувшись, угрюмо забивается в угол и как все чаще беседы их переходят в мелкие ссоры. Только эти ссоры и скрашивали мне жизнь. Столько в воздухе висело для меня угрозы, что когда обо мне забывали, пусть на пять или десять минут, уже это было подарком судьбы, невообразимым блаженством. День и то дня погода становилась все жарче, и я прочувствовал это буквально на своей шкуре. Днем, мне казалось, будто солнце не зайдет никогда. Тело под веревками непрерывно зудело. С наступлением лета комарку, где я находился большую часть суток, населили пауки. Они бегали по ногам, плели на лице паутину, откладывали в волосах яйца. Едва мне удавалось стряхнуть одного, тотчас появлялся следующий. Комары со звоном пикировали в уши. В шестнадцати развешанных по мне паутинах бились мухи, а сам я при этом исходил потом, который тек изо всех пор нескончаемыми потоками. Если меня вдруг переставала терзать насекомая пакость, то начинала донимать жажда. И если отступала жажда, то подступала тоска, и в результате дух мой и воля таяли день ото дня. Я стал размазней, заплеванной тряпкой, о которой только ноги вытирать, и как не силился оставаться мужественным и храбрым, наступали моменты, когда я сдавался и по щекам ручьями лились слезы. Как-то раз во время такого приступа слезотечения в моей коморке появился склиз. «Что за скорбь, приятель?» сказал он. «Ты что, не знаешь? У тебя завтра важный день». Для меня было хуже смерти, что склиз увидел мои слезы, потому я не прореагировал на вопрос и просто отвернулся в сторону. Я понятия не имел, о чем он говорит. К тому же все мне в этот момент было почти безразлично. Завтра нам платят деньги, бабки мы завтра получаем, денежки, пятьдесят тысяч таких бабочек, таких бумажечек налетались, накружились, и баста, пора в чемоданчик, в старый соломенный чемоданчик. То, что доктор прописал, «А, чем мне пенсионный фонд? Бумажки-то немеченые, значит, тратить можно всю дорогу до Мексики, и фиг нас твои федералы найдут». У меня не было ни малейших причин не поверить его словам. Он говорил быстро и явно нервничая, так что и по виду было понятно, что что-то произошло, тем не менее и на это я не прореагировал, не хотел доставить ему такое удовольствие и продолжал смотреть в сторону. Склиз сел на кровать против моего стула. Я опустил глаза в пол, и тогда он подался вперед, развязал узел у меня на затылке и вынул кляп. «Смотри сюда, когда с тобой говорят». Я не хотел смотреть на него и разглядывал доски. Склиза будто подбросил, он вскочил и дал мне оплеуху одну, но зато со всего размаху. Я поднял глаза. «Так-то лучше», сказал он. В другой раз он довольно бы заулыбался, но сегодня ему было не до мелких побед. Он резко вдруг помрачнел и в течение нескольких секунд так сверлил меня взглядом, что я думал, сейчас дырки просверли. «Везет тебе племянничек», продолжал он. «Пятьдесят тысяч баксов». «А ты стоишь их, а?» «Не думал, что они на это пойдут. Мы цену подняли несколько раз и ничего, не отступились. Черт возьми, парень, за меня бы кто столько отвалил. На рынке труда я, конечно, могу сшибить монету другую, да и то, когда в форме и когда повезет. А ты, значит, нашел себе жидка, который готов выложить пятьдесят кусков, только бы получить тебя обратно. Значит, ты какой-то особенный, а? Или они блефуют, как думаешь? Может, просто нас дурят, обещают, а выполнять не собираются? Я смотрел теперь ему прямо в лицо, но это не означает, будто я был намерен с ним разговаривать. Дядя склизно висал надо мной, впившись взглядом в мое лицо, сгорбившись на краю кровати, словно игрок на базе, готовый отбить мяч. Он сидел так близко, что я видел лопнувшие прожилки на белках и огромные будто кратеры поры. Он сидел тяжело дыша с подрагивающими ноздрями, и вид у него был такой, будто он вот-вот бросится и откусит мне нос. Уолт, чудо-мальчик, сказал он почти шепотом. Приятно такое слушать, а? Уолт, чудо, мальчик. Все про тебя знают, племянничек. Вся эта долбанная страна тебе только и говорит. Я, знаешь ли, сам ходил на тебя посмотреть, на твои, стало быть, представления в прошлом году. Да причем не один раз, а несколько. Может, шесть, может, семь. Чудеса да и только, а? Шпенек какой-то идет по воде. Штука похитрее, пожалуй, чем радио в жизни такого не видел. Никаких тебе проволок, никаких люков, зеркал. Что за фокус, Уолт? Как, черт, побери, тебе это удается? Я не хотел ему отвечать, не хотел говорить ни единого слова, я только смотрел на него молча, прямо в глаза, секунд, может быть, десять или пятнадцать, отчего он вскочил и одной рукой, ребром ладоней, въехал мне по макушке, а другой двинул в челюсть. Нет никакого фокуса, сказал я. Ха-ха, сказал он, ха-ха. Все по-честному, сказал я. То, что ты видел, то на самом деле и есть. Думаешь, так я и поверил? Можешь не верить, мне все равно. Говорят, тебе нет никакого фокуса. Ты же знаешь, Уолт, врать грех, в особенности врать старшим. Вруны все будут гореть в аду, так что не нужно мне вкручивать это дерьмо, иначе туда и отправишься, прямым ходом на сковородку. Помни об этом, детка, мне нужна правда. И немедленно. Ее я и говорю. Правду, одну только правду, ничего кроме правды, да поможет мне Бог. Ладно, сказал он, с досадой ударив себя по коленям. Кли ты так, то и мы так. Он вскочил, сгреб меня за ворот рубашки и сбросил со стула. Нафиг! Кли ты такой в себе уверенный! Так поди докажи. Пошли на улицу. Устроим себе маленькое представление, только предупреждаю, умник, колись лучше сразу, потом никаких отмазов. Слышал, Уолт? Либо сразу утрись, либо потом держись. Не полетишь, все поле тут мне с жопой перепашешь. В комнату он выволок меня за ноги с воплями, сыплю угрозами, а голова моя колотилась по полу и в затылок вонзались занозы. Я ничего не мог сделать. Руки и ноги у меня были крепко схвачены веревками, и единственное, что я мог, это орать, плакать, просить пощады, а волосы мои тем временем набирались кровью. Развяжи, приказал он фрицу. Этот поганец болтает, будто умеет летать. Вот и ловим его на слове. Никаких потом и, но, если. Представление начинается, господа. Маленький Уолт сейчас расправит крылышки и станцует для нас в воздухе. Снизу мне было видно фрица, взглянувшего на Склиза со страхом и недоумением. Приказ был до того, по его разумению, нелепый, что толстяк потерял дар речи. Ну, сказал Склис, чего ждешь? Развязывай. Но Склис, запинаясь, произнес фриц, на кой черт? Если позволить ему взлететь, он же улетит. Ты же сам говорил. Забудь о том, что я говорил. Сними веревки и сам увидишь какое-то трепло. Могу спорить, он не поднимется и на фут. Да что там на фут? На паршивый дюйм. А если поднимется? Ну и что? Кого это волнует? На кой хрен по-твоему револьвер? Пуля в ногу и рухнет, что твоя утка. Последний аргумент, похоже, убедил фрица. Он пожал плечами, подошел ко мне, где я лежал посреди комнаты, брошенной склизом, и наклонился выполнить приказание. Когда первый узел был развязан, меня вдруг разом охватили страх и отвращение. Не буду, сказал я. Будешь, будешь, сказал склиз. Руки мои к тому времени уже освободились, и фриц возился с узлами на ногах. Будешь летать столько, сколько я прикажу, хоть весь день до вечера. Можешь меня пристрелить, прорыдал я, можешь перерезать мне горло или сжечь живьем, но летать ты меня не заставишь. Склиз коротко хохотнул и слету вонзил носок башмака мне в спину. Воздух взорвался в груди, как ракетный снаряд, и я от боли уткнулся лицом в пол. Да оставь ты его, склиз, сказал фриц, возившийся с последним узлом на лодыжках. Видишь, парень не в настроении, козе же понятно. А тебя кто спрашивает, ты, пень? Сказал склиз, обратив свой гнев на человека, который, между прочим, был вдвое его тяжелее и сильнее втрое. Заткнись, сказал фриц, вставая с колен и крякнув от усилия. Знаешь, ведь грубости я не люблю. Грубости, зарал склиз. Это какие такие грубости, ты, кусок сала. Сам знаешь, какие. Ты чего? То кусок, то пень. Не дело так над человеком насмехаться. Ишь, какие мы стали чувствительные. А как мне, по-твоему, тебя называть? Ты в зеркало-то себя видел? Горой мышц, что ли? Какой есть, так и зову. Понял ты, сало. Хочешь, чтобы звали по-другому? Поди, сбрось пару фунтов. Пожалуй, фрицы были самые длинные, самые зверистые проводящие пути на свете. Однако на этот раз склиз явно перестарался. Я чувствовал грозу. Ее можно было потрогать руками, и я понимал, что, пусть от боли нечем даже дышать, но судьба дарит мне шанс, и второго такого не будет. Руки и ноги свободны. Между ними вот-вот будет драка, нужно только улучшить момент. И этот момент наступил, когда фриц шагнул к склизу и толкнул его в грудь. «Не зови меня больше», — так сказал он. «Я же сказал тебе, хватит». Бесшумно я начал отползать к двери, дюйм за дюймом, стараясь быть тише и незаметней. За спиной послышался грохот, и зашаркали по голым доскам ноги. Наждачная танго их сопровождалась воплями, сопением и ругательствами, и я дополз наконец до двери, к счастью перекосившейся и потому неплотно закрытой. Дверь открылась от легкого толчка, и я ползком, перекинув тело через порог, вывалился головой вперед на свет Божий, на грязную, пыльную, жесткую землю южной Дакоты. Тело было как ватное, как чужое. Я попытался было встать и не почувствовал ног. Мышцы словно забыли, зачем они, и я никак не мог их заставить работать. Пролежав в веревках почти полтора месяца, я разучился двигаться и только дергался, будто парализованный клоун. Я все-таки поднялся, потом сделал шаг, запнулся, упал, снова поднялся, прошел ярд или два и упал. Времени у меня не было ни лишней секунды, а я раскачивался как пьяный и плюхался только на одном упрямстве я дошел-таки до угла дома, где оказался автомобиль с клиза. На солнце он раскалился словно духовка, и, коснувшись горячей железной дверцы, я едва не вскрикнул от боли. Хорошо, что я успел научиться водить. Мастер дал мне несколько уроков, и теперь я спокойно снял машину с ручного тормоза, выжил сцепление, включил зажигание. Подгонять сиденье было, конечно, некогда. Расстояние было слишком большое для моих коротеньких ног, и, чтобы достать до педали газа, пришлось съехать вниз и тянуться в струнку изо всех сил, вцепившись в руль обеими руками. При первых же звуках мотора драка в доме прекратилась, а когда я включил передачу, дверь распахнулась, из дома выскочил с клиз и бросился к машине. Я тронулся по дуге, стараясь держать дистанцию, но этот ублюдок все равно меня догонял, а я не мог убрать руку с руля, чтобы включить вторую передачу. Я видел, как он поднял револьвер, как начал целиться. Тогда вместо того, чтобы держать, как держал руль вправо, я резко повернул влево и ударил по склизу крылом. Удар пришелся выше колена, его подбросило, и он упал. Это давало мне выигрыш в несколько секунд. Пока он поднимался, я выровнял руль и сориентировался, в какую сторону ехать. Потом включил вторую скорость и до отказа нажал на педаль. Пуля пробила заднее стекло, и за спиной полетели осколки. Вторая продырявила перчаточный ящик. Левой ногой, не глядя, я дотянулся до сцепления, переключился на третью и газанул. В ожидании третьей пули, на этот раз себе в спину, я выжил сначала тридцать миль, потом сорок, и склизов драндулет заскакал по степи, будто дикий мустанг. Больше выстрелов не последовало. Склиз остался валяться в пыли, а когда через несколько минут я выехал на дорогу, путь домой был открыт. Был ли я счастлив, когда снова увидел мастера? Можете смело биться об заклад. Был. Затрепетало ли мое сердце, когда он распахнул объятия и прижал меня к своей груди? Да, сердце затрепетало. Пылились ли слезы из глаз у обоих? Да, и еще как пылились. Смеялись ли мы, ликовали, сплясали на радостях джигу? Да, мы сплясали джигу сто раз и еще сто раз. Мастер Существует избитая старая поговорка о том, что люди ничего не ценят, покуда не потеряют. Разумеется, мудрая поговорка, однако не могу сказать, будто она была правильна в отношении меня. Я сразу понял, что я теряю и все время знал, чего был лишен. С тех пор, как меня выкрали из кинотеатра в Нордфилде, штат Миннесота, и до тех пор, пока снова не увидел мастера в Рапид-Сити в Южной Дакоте. Пять с половиной недель я только и оплакивал все самое дорогое и любимое и теперь готов был поклясться перед всем белым светом, что ни одна радость на свете не сравнится с той, которую чувствует человек, вернувший себе отнятая. Никакой успех перед зрителями так не кружил мне голову, как мысль о том, что я вернул себе прежнюю жизнь. Наше воссоединение произошло в Рапид-Сити, потому что именно туда я попал после бегства от Склиза. За состоянием своей машины этот раздолбай, сидевший всегда на мели, разумеется, не следил, так что, пробежав миль двадцать, она окончательно сдохла. Если бы ни один торговый агент, который меня подобрал на дороге уже ближе к вечеру, возможно, я до сих пор бы бродил по тамошним пустошам, тщетно взывая помощь. Я попросил агента подбросить меня до ближайшего полицейского участка, а там, выяснив, кто я такой, меня приняли будто наследного принца Бомбонга. Меня накормили горячим супом и хот-догами, меня переодели и пустили вымыться в теплой ванне, меня научили играть в пинокль. На следующий день до приезда мастера я успел четыреста раз попозировать перед репортерскими камерами и двадцать раз дать интервью. Вечером в участок, в надежде нарыть какой-нибудь материальчик, заглянул вне шкор из местной газеты, а так как статьи о моем похищении больше месяца не сходили с первых страниц, он, конечно, меня узнал и, конечно же, раззвонил. Вот эти стервятники и слетелись. Вспышки камер мелькали без передышки, будто фейерверк, а я стоял перед журналистами, все то мгновенно промелькнувшее утро и отчаянно врал, как будто перехитрил похитителей и сбежал, чтобы им не достался выкуп. Думаю, изложи я честные факты, вышло бы не менее впечатляюще, однако я не удержался от преувеличения, соблазн оказался слишком велик. Я наслаждался своей новой славой, а от того, как на меня смотрели журналисты, как ловили каждое мое слово, голова вскоре пошла буквально кругом. В конце концов, я был человек шоу-бизнеса, и мне никогда не хватило бы духа обмануть ожиданий столь благодарной аудитории. Конец этому безобразию наступил в тот момент, когда в комнату вошел мастер. Весь следующий час ушел на объятия и слезы, однако этого публика не увидела. Нас отверили в заднюю комнату, и мы рыдали друг другу в жилетку, а нашу дверь охраняли двое полицейских. Потом были сделаны заявления, подписаны бумаги, а потом мастер забрал меня и повел, расталкивая локтями толпу собравшихся возле полиции доброжелателей и просто зевак. Нам радовались, кричали приветствия, однако мастер только один раз остановился, ровно настолько, чтобы раз улыбнуться и приветственно помахать рукой, после чего немедленно запихнул меня в автомобиль с водителем за рулем, который ждал нас на стоянке. Через полтора часа мы оба уже сидели в отдельном купе в поезде, направлявшемся на восток, в Новую Англию, к песчаным дюнам Кейп-Кода. Кажется, только к полуночи до меня дошло, что едем мы не в Канзас. Я до того торопился рассказать, объяснить, отчитаться, что мысли в голове крутились, как молочные пузыри в электрическом миксере, но когда мы выключили свет и улеглись по полкам, я вспомнил о миссис Виттерспун. К тому времени мы проболтали уже часов шесть, а тем не менее мастер тоже ни разу о ней даже не заикнулся. «Почему мы не едем в Вичиту?» сказал я. «У нас что, хуже, чем на Кейп-Коде?» «Вичита — прекрасное место», сказал мастер. «Только сейчас там слишком жарко. Тебе, Уолт, полезно побыть на берегу океана. Быстрее войдешь в форму». «А миссис Виттерспун?» «Она к нам приедет?» «На этот раз нет, сынок». «Почему?» «Помните, как мы ездили во Флориду?» «Ей так там понравилось! Из воды было не вытащить. Такая была счастливая, когда барахталась в волнах. Возможно, ты прав, но, однако, в этом году купаться в океане она не будет. По крайней мере, не в нашей компании». Мастер Игуда вздохнул, и от этого тихого, печального вздоха темнота наполнилась дрожью, а я, хотя устал до полусмерти, тут же вскинулся, чувствуя, как заколотилось сердце. «Да?» сказал я, стараясь не выдать тревогу. «А почему?» «Мне не хотелось рассказывать об этом сегодня. Но, коли ты сам заговорил, то, думаю, нет никакого смысла молчать. Молчать о чем?» «Леди и Марион намерены довести дело до конца». «До конца?» «До какого конца?» «Миссис Виттерспун обручена, и скоро у нее свадьба. Если все пойдет как задумано, она предстанет перед алтарем накануне Дня Благодарения». «Она что?» «Женится?» «То есть, хотите сказать, миссис Виттерспун намерена вступить в законный брак на всю жизнь?» «Вот именно. И получить кольцо на палец и мужа в постель». «А разве не вы муж?» «Не говори глупостей. Я здесь с тобой или нет?» «Так как я могу там с ней готовиться к свадьбе, если я здесь с тобой?» «Но вы же ее главный хахаль. У нее нет никакого права так с вами поступать. Она же должна была вас спросить». «Ей пришлось это сделать, и я не стал отговаривать. Но эта женщина одна на миллион Уолт, и я не хочу, чтобы ты говорил о ней дурно». «Дурно?» «Да я скажу о ней, чего захочу». «Она, значит, вас выставила, а я, значит, молчи». «Никто меня не выставил». «У нее связаны руки, она дала обещание и доведет дело до конца». «На твоем месте, мой мальчик, я благодарил бы ее за это решение минимум раз в час лет эдак пятьдесят». «Благодарил?» «Да я в рожу плюнул бы этой шлюхе, мастер. Плюнул бы и послал бы куда подальше, сучка двуличная. Ты перестанешь сердиться, когда узнаешь, почему она это сделала». «Она полюбила одного молодого человека по имени Уолтер Клерборн Роули и сделала это ради него. И она самая храбрая, самая бескорыстная из всех людей, которых я знал, бред собачий. Я-то при чем? Меня и вечить-то не было. При чем? Пятьдесят тысяч долларов, шпендрик ты мой. Думаешь, такие деньги на кустах растут? Когда мы начали получать требования о выкупе, нам пришлось действовать. Деньги не маленькие, конечно, но мы заработали раза в два больше, ничего подобного. У нас с Марион не наскреблось и половина этой суммы. Мы неплохо зарабатывали на себя, Уолт, однако отнюдь не столько. У нас же были огромные расходы, гостиницы, переезды, реклама. Сложи-ка все вместе, сразу поймешь, что денег у нас было с тобой, как раз, чтобы только-только держаться на плаву. Ага, сказал я через несколько секунд упавшим голосом, быстро произведя в уме соответствующие арифметические расчеты и обомлев от результата. Вот именно. Ага. Что делать? Вот как стоял вопрос. А делать нужно было быстро. Старый судья Виттерспу нас на порог не пустил. После самоубийства Чарли он не разговаривает с Марион и не пожелал нарушать свой обед даже на этот раз. В банках над нами посмеялись. Для этих акул мы слишком мелкая рыбешка, и даже если бы мы продали дом, пятидесяти тысяч все равно не получалось. Так что припекло нас. Все кишки пропекло. Часики тикали. В дни шли цена росла. Пятьдесят тысяч баксов, чтобы спасти мою задницу. Небольшая сумма, если учесть потенциальные кассовые сборы. Но у нас ее попросту не было. И что же вы сделали? По-моему, ты уже сам догадался. Миссис Виттерспун женщина необыкновенного обаяния и в высшей степени привлекательная. Возможно, в ее сердце мне и было отведено скромное место, но за ней много кто волочится. В Вичите, куда ни плюнь, попадешь в ее воздыхателя. За каждым фонарным столбом, за каждым пожарным гидрантом. Среди них есть один молодой человек по имени Орвилл Кокс, который в прошлом году сделал ей предложение пять раз. Когда мы с тобой уезжали на гастроли, он возвращался в Вичиту и упорно гнул свою линию. Марион, разумеется, давала ему отворот-поворот, однако не без сожалений. Думаю, с каждым разом сожалений становилось все больше. Нужно ли продолжать? Марион поехала просить пятьдесят тысяч у Кокса, и он согласился, однако при условии, что она выставит за порог меня и отправится с ним к алтарю. Но это шантаж в какой-то степени. Тем не менее, Кокс вовсе не такой уж и плохой парень. Немного зануда, однако Марион и сама знала, что делает. Да, промычал я, не понимая, как на это положено реагировать. Кажется, я должен извиниться за свои слова. Миссис Виттерспун пошла замуж ради меня как настоящий друг. Да, как настоящий друг и настоящий герой. Но, не сдавался я, не желая смириться, но ведь теперь все кончено. Ставки-то отменены. Я вырвался от склиза сам и не нужны больше никакие пятьдесят тысяч. Пусть этот Орвилл ими задавится. Старушка наша, миссис Виттерспун, свободна? Возможно, ты прав. Тем не менее, она не отказалась от слова. Мы с ней вчера беседовали и все обсудили. Она намерена довести дело до конца. Мы обязаны этому помешать, мастер. Мы должны сорвать свадьбу. Ворвемся в церковь во время венчания и умыкнем миссис Виттерспун, как в кино, Уолт. Мастер Ягуда тут рассмеялся. В первый раз с тех пор, как мы заговорили на эту печальную тему. Да, черт побери, как в хорошем, классном вестерне. Не нужно мешать ей, Уолт. Она приняла решение теперь ничего не изменить. Но ведь это моя вина. Если бы не похищение, ничего бы такого не было. Это вина твоего дяди, сынок, а не твоя. И не нужно себя винить ни сейчас, ни позже. Понятно? А мы с тобой поступим как джентльмены и не только не будем на нее сердиться, но приготовим к свадьбе шикарный подарок, какого не получала еще ни одна невеста на свете. Давай спать. У нас впереди море работы, и я не желаю тратить на эту болтовню больше ни секунды. Дело сделано. Занавес опущенный, скоро начнется следующий акт. Говорить мастер Игуда умел, однако на другое утро, когда мы отправились в вагон-ресторан завтракать, он был взвинченный и усталый, словно всю ночь не спал, а сидел и смотрел в темноту и думал, вот он, конец света. Я заметил, как он похудел и удивился, что заметил это не сразу. Возможно, накануне я просто ослеп от счастья. Теперь я внимательно всмотрелся в его лицо со всей беспристрастностью, на которую был способен. Безусловно, он изменился. Лицо осунулось и пожелтело. Возле глаз залегли новые морщинки, вид был усталый, и весь он как будто съежился и стал не таким импозантным, как раньше. Что ж, в конце концов, и ему досталось. Он пережил подряд два удара. Сначала похитили меня, потом он потерял миссис Виттерспун, и я решил, будто все из-за этого. Теперь я видел, что за едой мастер Ягуда то и дело морщится, а один раз к концу завтрака рука его под столом метнулась с колен, и он схватился за желудок. Заболел он или обыкновенное несварение? А если заболел, то серьезно или слегка? О себе он, разумеется, ничего не сказал, а так как я и сам был не в лучшем виде, то за тем завтраком ему удалось вести разговор только обо мне. «Наедайся», — сказал мастер Ягуда, «от тебя остались кожа до кости». «Жуй, сынок, вафли, я еще закажу». «Тебе необходимо поправиться и быстрее восстановить форму». «Да уж, постараюсь», — сказал я. «Ничего не поделаешь, эти задницы меня там не в люксе держали, кормили остатками собачьих объедков, диета еще та. Так что желудок теперь, наверное, сгорошену». «Кроме всего прочего, у тебя испортилась кожа», — добавил мастер, созерцая, как я проглатываю очередной кусок вафли с беконом. «Этим мы тоже займемся. Пройдет твоя сыпь. Но сейчас вид такой, будто ты заболел ветрянкой. Никакой не ветрянкой, это просто прыщи, сэр. Хотя иногда так болят, что даже не улыбнуться. Еще бы! И еще бы не расклеиться от такой встряски. Взаперти, без солнца, без воды, грязный, потный. Что ж удивляться, что ты паршиво выглядишь? Ничего, Уолт. На океанском воздухе ты быстро окрепнешь, а прыщи, если сами там не пройдут, мы от них избавимся, я научу. Моя бабушка знала одно средство, и оно до сих пор еще никого не подводило». «Значит, новое лицо мне отращивать не придется? И это сойдет. Если бы не веснушки, и так было бы ничего. Но прыщи с веснушками сильное зрелище. Однако не унывай, детка. Скоро тебе будут мешать жить только усы. И вот это уже навсегда так, что к ним придется привыкнуть». Больше месяца мы прожили в маленьком домике на песчаном берегу Кейп-Кода. День в день столько, сколько я просидел у склиза. Чтобы не привлечь внимание журналистов, мастер снял жилье на чужое имя, а для удобства и простоты представил нас как отца и сына. Имя он выбрал Бакс. Он был Тимоти Бакс, старший, а я Тимоти Бакс, младший. Тим Бакс раз и Тим Бакс два. Мы немало над этим посмеялись. И это было действительно забавно. И стали мы жить в Тим Бакс тут. Потому что место, где располагался наш дом, было точь-в-точь в Тимбукту, по крайней мере в смысле уединенности. Дом стоял на высоком берегу мыса, и вокруг не было ни души. Готовила нам и убирала женщина по имени миссис Готтерн, которая каждый день приезжала из Труро, но в разговоры мы вступали с ней только по хозяйству, а все остальное время вполне обходились собственным обществом. Мы загорали, уходили надолго гулять по песчаным дюнам, ели молочный суп с моллюсками и спали часов по десять-двенадцать. Через неделю такого ничего не делания я понял, что хочу работать. Для начала мастер разрешил только наземные упражнения, отжимания, прыжки, бег трусцой по нашему пляжу, а позже, когда я стал готов снова испытать себя в воздухе, мы перебрались за обрывистый выступ, чтобы из дома нас не увидела миссис Готтерн. Поначалу я чувствовал себя скованной и несколько раз упал, но дней через пять или шесть восстановил прежнюю форму и опять обрел и гибкость, и прыгучесть. Свежий воздух прекрасный целитель. И пусть бабушкино средство нужно было раз в четыре часа прикладывать к лицу теплое полотенце, смоченное в соленой воде с уксусом и разными дубильными добавками, помогало не так, как рассказывал мастер. Оставшиеся прыщи сошли сами, благодаря солнечным ваннам и хорошему питанию. Наверное, я восстановился бы еще быстрее, если бы не дурная привычка, которую я приобрел как раз в тот самый месяц, проведенный среди песчаных дюн подгудение туманных горнов. Руки мои, получив, наконец, свободу движений, вдруг принялись проявлять незаурядную самостоятельность. На месте им не лежалось, их тянуло бродить и странствовать, и сколько я не прикрикивал, их все равно несло куда вздумается. Стоило лечь и укрыться, как их немедленно тянуло в одну горячую точку в полюбившееся лесное государство немного южнее экватора. Там они навещали своего друга великого пальца, всемогущего повелителя, который с помощью телепатии правит вселенной. Его не смеет ослушаться ни один подданный. Руки мои тоже подчинялись ему мгновенно, а поскольку связывать еще раз я их не собирался, то приходилось смириться. Так я, как прежде Эзоб, отведал безумие и сам отдал этому хренову властелину власть над своей жизнью. Теперь он был не пистолетик, который как-то сгребла в кулак миссис Виттерспун. Он с тех пор вырос, набрался сил, и слово его стало закон. Он требовал, чтобы его коснулись, и я касался. Просил, чтобы я его стиснул, погладил, сжал, и я стискивал, гладил, сжимал. Да, я повиновался слепо, но кому какое дело? Кому какое дело? До меня, моих пальцев, моих волос. природа подавала свой голос, и я каждую ночь отзывался на ее зов, бездыханно и ненасытно, будто Адам. Что же касается мастера Ягуды, то о нем я не знал, что и думать. Казалось, он вполне всем доволен, лицо посвежело и прозовело, но кривился он за едой от боли чуть ли не каждый день, а три или четыре раза я видел, как он опять хватается за живот. Тем не менее, настроение у него было лучше некуда, и он, если не читал Спинозу и не работал со мной, то висел на телефоне, подготавливая новые гастроли. Я теперь был важная птица. Похищение сыграло нам на руку, и мастер Ягуда пользовался этим на полную катушку. Он быстренько пересмотрел свои взгляды относительно моего продвижения, и после краткого отступления на Кейп-код мы должны были сразу же двинуть в атаку. Получив на руки все козыри, мастер стал проявлять характер. Теперь он диктовал сроки, требовал новых неслыханных процентов, запрашивал гарантии, дававшиеся только под самые прибыльные имена. Взлет мой был неожидан для нас обоих, и оба мы удивились, когда не успел мастер как следует начать, а мои гастроли по всем городам восточного побережья уже оказались расписаны до конца года. Не по каким-то поселкам, а по самым настоящим большим городам, на сценах с самыми громкими именами, куда я лишь мечтал попасть в самых смелых своих мечтах. Провиденс и Нью-Арк, Нью-Хейвен и Балтимор, Филадельфия, Бостон, Нью-Йорк, причем только закрытые сцены и только самые высокие ставки. Никаких больше хождений по воде, сказал мастер, никаких комбинезончиков и соломенных шляп, никаких деревенских ярмарок или платных городских пикников. Теперь ты артист, Уолт, и за право увидеть твое искусство публика легко отдаст лишний доллар. Твои зрители оденутся в лучшее выходное платье, придут в театр, сядут в бархатные кресла, а когда в зале погаснет свет и зажгутся огни рампы, ты выйдешь на сцену и сразишь их насмерть. А они забудут все, Уолт, увидят твою легкость, твою воздушность и устремятся вслед за тобой по лестнице в небо. И под конец каждый почувствует, что в зале присутствует Бог. Таковы капризы фортуны. Похищение было самым тяжким испытанием в моей жизни, но именно оно обеспечило взлет, начинив судьбу тем самым топливом, которое и вынесло меня на орбиту. После целого месяца бесплатной рекламы обо мне говорили в каждом доме, за каждым обедом, и я стал знаменитостью номер один, еще не удрав от склиза. Именно из-за похищения вокруг моего имени поднялся шум, сенсация следовала за сенсацией, и теперь я оказался на прямой дороге к большому успеху. В результате я стал не жертвой, я стал героем, майтимаусом, храбрым утенком, и потому меня не только жалели, но заранее полюбили. Можно ли тут подвести баланс? Сначала я угодил в ад, лежал связанный с кляпом во рту, отданный во власть мертвецов, а примерно месяц спустя стал лапочкой и любимцем для каждого американца. Такого вполне достаточно, чтобы оглаушить кого угодно. Америка была у моих ног, а если учесть, что дергал за веревочки мастер и гуда, то можно было никого не бояться. Тем не менее, пусть я обставил склиза, сам он оставался на свободе. Хибару в Южной Дакоте перевернули вверх дном, однако нашли только отпечатки пальцев и гору грязного белья. Как ни странно, меня это нисколько не испугало, хотя ждать новых бедствий видимо следовало. На Кейп-Коде было хорошо и спокойно, и я, слишком быстро позабыв, на краю какой пропасти оказался, убедил себя в том, что, коли один раз выкарабкался, выкарабкаюсь и во второй. Ведь мастер дал мне слово меня защитить. Так как же ему не поверить? Больше я не собирался в одиночку шастать по кинотеатрам. А что может случиться, когда мы вместе? Дни проходили за днями, я все реже вспоминал о случившемся, а если и вспоминал, то главным образом о том, как я ловко удрал, как ловко сбил склиза его же машины. Я от души надеялся, что удар был хороший, что у склиза теперь перелом или даже разбита коленная чашечка. Я хотел, чтобы травма была серьезная и он остался хромым на всю жизнь. Однако я слишком был занят другими вещами, чтобы часто об этом думать. Дни пролетали в репетициях и приготовлениях к турне. Ночи ввиду были тоже заняты. Между ночными же развлечениями и послеобеденными тренировками хватало других мелких забот, и мне было не до страхов и не до печалей. Я забывал и про склиза, и про вынужденный брак миссис Виттерспун. Я бился над новой насущной задачей, в которую ушел с головой. Как научить чудо-мальчика Уолта двигаться на сцене, как его сделать театральным артистом. Новый номер мы обсуждали бесконечно, но двигались вперед медленно, главным образом методом проб и ошибок. Много часов и дней мы провели на песчаном, продуваемом всеми ветрами берегу Кейп-Кода, внося поправки и изменения, шлифуя и оттачивая детали перед толпой суетившихся рядом чаек. Мы хотели, чтобы каждая минута выступления была заполнена. Это стало нашим главным принципом, главной задачей, ради которой делались все бесконечные расчеты, на которую направлялись все наши усилия. Раньше, когда я выступал на гусиных лужах, там все время было мое, и я мог работать час или даже больше, в зависимости от настроения, но сцена была другое дело. Мой номер включался в программу, где мне отводилось двадцать минут. Мы лишались озера, лишались дополнительного эффекта от естественного пространства, лишались свободы кульбитов и стоярдовых пробежек. Теперь все требовалось ужать, впихнуть в ограниченные рамки, однако, проанализировав возможности сцены, мы нисколько не огорчились, поскольку быстро смекнули, что меньше не обязательно хуже. В нашем распоряжении оказывался великолепный набор новых средств, которыми нужно было только научиться пользоваться. Во-первых, мы получали освещение. При одной лишь мысли о его возможностях у нас с мастером начинали течь слюнки. В мгновение ока можно было погрузить зал в темноту или залить светом. Можно было изобразить полумрак и манипулировать бегающими лучами, а также цветовыми эффектами, чтобы исчезать и появляться в центре внимания в любую секунду. Кроме того, музыка на закрытой сцене производит куда более сильное впечатление, чем на открытой площадке. Ее слышно даже в последних рядах. Ее не заглушают ни визги от карусели, ни грохот грузовиков, в зале она неотъемлемая часть спектакля. Она руководит зрителем, несет его по океану чувств, навязчиво подсказывая, где и как реагировать. Каждый день у нас в оркестровой яме будут сидеть скрипачи, трубачи и прочие. И все не просто музыканты, но отличные профессионалы, которые сыграют как надо и когда надо. Но самое главное, в зале зритель чувствует себя удобно. Его не отвлекают муфи, не раздражает слишком яркое солнце. Потому он больше сосредоточен на действии и меньше болтает с соседом. Разговоры умолкнут, как только поднимется занавес, и потом от начала и до конца, от первых простых трюков и вплоть до умопомрачительной концовки, какой не знала еще современная сцена, наше представление будет идти под полным нашим контролем. Недели две мы носились с самыми разными идеями и в конце концов изобрели концепцию. Нужен единый сюжет, сказал мастер. Сюжет, соразмерность и неожиданность. Мы решили показать не просто набор несвязанных трюков. Мы решили создать маленький спектакль, постепенно усиливая напряжение, постепенно подводя к кульминации, отставляя самые эффектные штучки под конец. Костюм у меня должен был быть строгий. Черные свободные брюки, белая рубашка с отложным воротником, на ногах белые танцевальные туфли. Белые туфли были важной деталью. Они должны были бросаться в глаза, контрастируя с темным полом. Учитывая, что нам отводилось двадцать минут времени на переодевание, дополнительные выходы не было. Спектакль наш был одноактный, без пауз и перерывов, но для себя мы разбили его на четыре части, каждую из которых отрабатывали по отдельности. Часть первая. Начинает кларнет. Звучит тихая пасторальная музыка. Она вызывает ассоциации со свежим зеленым лугом, бабочками и одуванчиками, которые раскачиваются на легком ветерке. После нескольких первых тактов занавес медленно идет вверх, открывая пустую, ярко освещенную сцену. Выхожу я, и первые две минуты изображаю себя эдакое дитя невинности, иными словами, полного придурка с Мекиной вместо мозгов. К ларнету присоединяется дребезжащий голос фагота, и я начинаю идти по сцене, где будто бы на моем пути лежат и стоят невидимые препятствия. Я спотыкаюсь о камень, расшибаю о стену лоб, прищемливаю дверью палец. Я типичный обращик людского неведения, неуклюжий болван, который не то что не способен приподняться над землей, но и ходить-то по ней не может. Наконец, набив достаточно шишек, я падаю мордой в грязь. Вступает тромбон, звучит его громкое глиссандо, в зале раздаются смешки, реприза. Только теперь я еще больше похож на страшилу, которого только что сняли шеста. Потом снова глисссандо тромбона, потом дробь барабана, и глухие раскаты литавр. Это гром небесный, который звучит в ту секунду, когда я ступаю на скользкий путь, то есть на тонкий лед. Я падаю, поднимаюсь, ноги разъезжаются, будто на роликовых коньках, снова падаю, взрывы смеха в зале. Я с трудом пошатываюсь, поднимаюсь, смахиваю с волос паутину, и в тот самый момент, когда зритель уже начинает потихоньку недоумевать по поводу моей неловкости, моей тупости. Именно в этот момент я исполняю первый трюк. Часть вторая. Трюк должен выглядеть как случайность. Я опять спотыкаюсь о камень, подаюсь вперед, чтобы не упасть, и отчаянно, пытаясь удержать равновесие, протягиваю вперед руку и хватаюсь за первый попавшийся предмет. Им оказывается веревочная лестница, и я неожиданно взмываю в воздух, но всего на долю секунды. Все происходит так быстро, что никто в зале не успевает понять, действительно ли это было или только показалось. Я разжимаю пальцы и кувырком лечу на пол, прежде чем кто-то сообразит, что же произошло. Свет тускнеет, затем гаснет. Вступают скрипки. Звучит загадочная, полная надежд и трепетного ожидания музыка. Включается точечный прожектор. Пятно света мечется по сцене и останавливается там, где висит моя невидимая лестница. Я поднимаюсь на ноги и начинаю ее искать. Нахожу, разеваю рот, ощупываю, мол, только что ничего не было, и вот пожалуйста. Снова ощупываю веревки, дергаю, проверяю на прочность, выдержит ли, и начинаю подниматься. Медленно, осторожно, постепенно одолевая одну ступеньку за другой. На этот раз у зрителя нет сомнений. Я действительно ступаю по воздуху, белые башмаки отчетливо видно из зала. По мере подъема пятно света растет, становится шире, медленно включается общее освещение, и постепенно свет заливает всю сцену. Я поднимаюсь до самого верха, оглядываюсь, смотрю вниз, и вдруг мне становится страшно. Я вешу в воздухе на высоте в пять футов. Что я, черт побери, тут делаю? Страх мой подчеркивают тревожные голоса скрипок. Я начинаю медленно спускаться, но примерно на середине рука натыкается на некий твердый предмет. Им оказывается доска. Я удивлен, дальше некуда. Ощупываю это невидимое препятствие, и постепенно любопытство берет вверх. Я отпускаю лестницу и перебираюсь на доску, где стою на четвереньках. Она оказывается достаточно прочная и меня выдерживает. Я выпрямляюсь и медленно на высоте в три фута пересекаю всю сцену. Далее идет в ход прочий невидимый реквизит. Доска, ступеньки, канат, качели и горка. Все это я ощупью проверяю, а потом семь минут хожу, катаюсь, карабкаюсь, и постепенно движения мои приобретают уверенность, что тоже подчеркивается музыкой. Зрителям кажется, что я так и буду кувыркаться до самого конца. Потом вдруг я промахиваюсь мимо планки и падаю на пол. Часть третья. Я падаю медленно, с раскинутыми руками, как падают во сне. Останавливаюсь над самой сценой, не коснувшись пола. Больше нет никакой гравитации. Я зависаю над сценой на высоте в шесть дюймов. Через секунду свет гаснет. Остается только один направленный на меня луч прожектора. Я смотрю себе на ноги, потом вверх, потом снова вниз и шевелю носками башмаков. Рассматриваю левую ногу, то так, то этак. Переключаюсь на правую, рассматриваю правую. Глаза меня не обманывают. Я действительно стою прямо в воздухе. Тишине раздается громкая барабанная дробь, нервная и настойчивая. Она будто напоминает о страшной опасности, о том, что я осмелился покуситься на невозможное. Я закрываю глаза, развожу руки, делаю глубокий вдох. Это центральный поворотный момент. Медленно, в пятне света, одним плавным, спокойным движением, я поднимаюсь на семь футов вверх. Зависаю, считаю про себя до трех и открываю глаза. Все на сцене волшебным образом меняется. Вступает музыка, играет весь оркестр, а я, наконец, показываю, на что я способен. Делаю сальто и повороты, то вылетая из луча прожектора, то вновь в нем появляюсь, и все это целых восемь минут. Трюки следуют один за другим, каждый следующий сложнее и эффектнее предыдущего. Нет больше никакого страха. Я чувствую только радость, восторг, восторг от того, что законы природы потеряли надо мной свою власть. Часть четвертая. Сделав последнее сальто, я плавно выплываю в центр сцены и зависаю над ней на высоте футов в семь. Музыка смолкает. На мне перекрещиваются три луча красный, белый и синий. Начинает играть новая мелодия. Волторны и виолончели славят бесконечную радость мира. Вступает оркестр и звучит песня, самая любимая, самая знакомая каждому американцу, прекрасная Америка. На четвертом такте я делаю шаг вперед, прохожу над оркестровой ямой и оказываюсь над залом. Под эту музыку я иду через весь зал на глазах изумленных зрителей, которые смотрят на меня снизу вверх и начинают вставать с мест. Медленно, спокойно я дохожу до задней стены, разворачиваюсь и тем же шагом иду обратно. Тем самым я вовлекаю зрителей в действие, и к тому моменту, когда я возвращаюсь на сцену, мы с ними становимся как бы одно целое. Они растроганы моим великодушным жестом, тем, что я поделился с ними тайнами волшебства. Над сценой я поворачиваюсь к ним лицом, недолго стою и под последние звуки музыки медленно опускаюсь вниз, широко развожу руки в стороны и улыбаюсь, потом кланяюсь всего один раз и занавес опускается. Все это было неплохо. Конец, возможно, получился чересчур слащавый, однако мастеру было подавай прекрасную Америку, хоть ты тресни, и я его не переубедил. Первую пантомиму придумал я сам, можно не аплодировать. И она так понравилась мастеру, что он даже немного увлекся. В костюме клоуна будет еще смешнее, сказал он, но я сказал нет, как раз наоборот. Когда смешного ждут, рассмешить труднее. Сразу фиг выйдет, тогда нужно время, чтобы их завести. Полдня мы проспорили, но отспорил я только костюм. Больше всего меня беспокоила концовка, когда я должен был идти над залом. Я понимал, что идея хорошая и сомневался только в себе. Над залом придется все время держать высоту в восемь с половиной или даже девять футов, иначе проблем не оберешься. Если кто-нибудь встанет, он сможет меня достать. А даже легкого толчка достаточно, чтобы я рухнул вниз. А вдруг кто-нибудь и впрямь попытается схватить за ноги? Тогда зрители хлынут толпой и меня попросту раздавят. Я почувствовал здесь опасность, но мастер Ягуда меня успокоил. Подняться на девять футов ты можешь, сказал он. Прошлой зимой во Флориде ты поднимался и на двенадцать. И я что-то не помню, чтобы хоть раз ты поднялся ниже десяти. Разве что в Алабаме, но там ты был простужен и вообще не в форме. А сейчас ты работаешь лучше. Незаметно, но ты, Уолт, набрался опыта и теперь все делаешь лучше. Девять футов для тебя ерунда, только не потеряй концентрацию. Обыкновенный рабочий результат для тебя это как обойти вокруг дома. Не дрейф. Раз сделаешь и страх пройдет. Это будет полный восторг. Самым трудным оказалось освоить подскок с веревочной лестницей и попотел я над ним, наверное, больше, чем над всем прочим вместе взятым. Большая часть остальных трюков представляла собой различные комбинации элементов, которыми я уже хорошо владел. Фокусы с невидимым реквизитом, воздушная акробатика, вертикальный взлет, все это было знакомо, но подскок был вновь, а от него зависел весь спектакль. Возможно, по сравнению с прочими трюками он выглядит пустяком, подумаешь, подняться на три дюйма и через секунду опуститься на пол, но именно в быстроте и заключалась сложность в том, что я должен был почти мгновенно перейти из одного состояния в другое. Отключиться от кривляния и спотыканий, взмыть вверх, и это нужно было сделать почти одновременно, легко и непринужденно, споткнуться, схватиться за лестницу и подняться в воздух. Шестью месяцами раньше я не стал бы и браться, но с тех пор я научился быстрее входить в транс. Когда я только начинал выступать, мне на это требовалось шесть-семь секунд, теперь же меньше секунды, так что исполнение следовало за мыслью почти одновременно. Вторая сложность была в том, что поднимался я всегда только из положения стоя. Я делал это только так? Это была основа основ моего искусства, а для того, чтобы внести в свою технику столь радикальное изменение, следовало заново пересмотреть весь процесс от начала и до конца. Но я это сделал. Сделал, черт меня подери, и я горжусь этим, как едва ли не самым серьезным своим успехом. Мастер Игуда предложил тогда использовать пульсирующий свет, что в общих чертах давало эффект как бы двойного состояния. Свет должен был мигать в момент падения, когда моя нога на мгновение касалась пола. Это была гениальная идея. Мгновение темноты оказалось достаточно, чтобы вызвать ощущение транса и произошел внутренний сдвиг. Оставалось протянуть руку, взяться за невидимую веревку и взмыть воздух. Трюк был сложный, и продержаться я мог очень недолго. У меня выходило три четверти секунды, но больше было и не нужно, так что, когда я отработал движение, эта часть стала гвоздем номера, осью, на которой держалось все остальное. За три дня до отъезда с Кейп-Кода возле дома остановился наш серебристый пирс Эр Роу, откуда вышел человек в белом костюме. Это он привел автомобиль из Вичиты, и потому, когда я увидел, как он хлопает дверцей и широко улыбнувшись весело приветствует мастера, а тот жмет ему руку, решил, будто он и есть тот самый Орвил Кокс. Первым моим желанием было как следует лягнуть его по коленке, и хорошо, что я не успел. Мастер Ягуда назвал его мистером Байглоу. Не нужно было долго гадать, что этот болван еще один из команды восторженных воздыхателей миссис Виттерспун. Молодой, круглолицый, лет примерно двадцати четырех, парень по любому поводу ржал, и каждое второе слово у него было Марион. Наверняка она еле уговорила его гнать машину в такую даль, зато теперь он стоял довольный, будто совершил какой-то подвиг. От одного его вида лично меня затошнило. Мастер предложил гостю зайти с дороги в дом, выпить прохладительного, а я повернулся спиной и рванул на второй этаж. Направился я прямым ходом в кухню. Миссис Готтерн мыла после ланча посуду, устроившись на табуретке и наклонившись над раковиной своим маленьким тощим телом. «Привет, миссис Готт», сказал я, «а внутри у меня будто черти царапали. Что у нас сегодня на обед?» «Камбала, картофельное пюре, маринованное свекла», сказала она со своим гундосым новоанглийским выговором. «М-м-м, слюнки текут. Сделайте мне двойной порцией, ладно?» На это она слегка улыбнулась. «Без проблем, мастер Бакс», сказала она и развернулась на табуретке ко мне. Я сделал к ней шаг, другой, третий и встал в диспозицию. «Вы, конечно, вообще вкусно готовите, мэм», сказал я, «только спорим, сегодня у вас получится как никогда». Не успела она в ответ слово сказать, как я, пошире улыбнулся, раскинул руки и оторвался от пола. Сплывал я медленно, чтобы не жахнуться головой о потолок. Под потолком я завис, посмотрел вниз на миссис Готтарн и, увидев ее оторопевшее потрясенное лицо, испытал полное удовлетворение. Крик застрял у нее в горле, глаза закатились и она без чувств с глухим стуком свалилась с табуретки. В этот момент мастер и Ягуда с мистером Байглоу как раз вошли в дом и на шум бросились в кухню. Мастер вбежал первым и увидел, как я спускаюсь, но когда в дверях появился мистер Байглоу, я уже стоял на полу. «Это еще что такое?» сказал мастер, мгновенно сообразив, что тут произошло. Оттолкнув меня, он склонился над распростертым телом. «Это что, черт возьми, такое? Мелкое происшествие», сказал я. «Происшествие?» сказал он, рассердившись так, как не сердился уже, наверное, несколько месяцев или даже лет. «Марш в свою комнату, болван эдакий, и не смей выходить, пока тебя не позовут. Сейчас у нас гость, но потом я тобой займусь». Так я и не попробовал этой свеклы. Впрочем, как и прочих кулинарных изысков, миссис Готтерн. Придя в себя, она подхватилась и кинулась прочь, поклявшись, никогда больше не переступая от нашего порога. Сам я этого не слышал, а узнал на следующее утро от мастера. Сначала я было решил, будь то он так говорит, потому что сердится, но она не приехала днем, и я понял, что испугал бедную женщину до полусмерти. Этого я и добивался, но теперь, когда вышла, по-моему, стала казаться смешной. Миссис Готтерн не приехала даже за деньгами, так что больше мы ее не увидели, хотя прожили там еще целых семьдесят два часа. Пришлось не только есть, что попало, но я же еще и пострадал, так как утром перед отъездом, когда мы собрали вещи, мастер Ягуда велел мне вымыть весь дом. Я терпеть не мог подобное наказание. В постель, без ужина, чистить картошку, драить полы. Но пусть я пыхтел и злился, мастер был прав. Даже если я и был самый знаменитый, самый известный на свете мальчишка после того Давида, который классно стрелял из прощи. Я переступил грань, и мастеру ничего не оставалось, как пристукнуть меня по башке, пока она не раздулась от чванства, будто гигантский воздушный шар. Что же до причины моего бурного взрыва, до мистера Байглоу, то о нем рассказать особенно нечего, так как он погулял у нас пару часов, а ближе к вечеру за ним пришло такси, и сей джентльмен отбыл на ближайшую станцию, чтобы проделать долгий обратный путь в Канзас. Я смотрел на его отъезд из окна своей спальни на втором этаже и отчаянно его презирал. За идиотский смех и за то, что он дружил с Орвелом Коксом, человеком, которого миссис Виттерспун предпочла нам с мастером. Вдобавок ко всему мастер Ягуда вел себя с этим паршивым банковским клерком до того вежливо, что противно было смотреть. Он не только пожал ему на прощание руку, но доверил отвезти миссис Виттерспун в свадебный подарок. В тот момент, когда дверца такси готова была вот-вот захлопнуться, он отдал этому дураку большую, красиво упакованную коробку. Я понятия не имел, что там. Мастер мне не сказал, а я хоть и хотел спросить, но столько времени просидел в заперти, что потом, когда он меня выпустил, вылетело из головы. Случилось так, что лишь через семь лет я узнал, что он ей подарил. Мы отправились в Вустер, находившийся в нескольких часах езды к западу от Кейп-Кода. Я был рад снова сесть в наш Пирс-Эр-Роу, развалиться на кожаном сиденье. И мы уезжали от побережья все дальше, оставляя позади обиду и ссору, подобно конфетным оберткам, летавшим по полосе прибоя и по песчаным, поросшим осокой дюном. Я еще не умел принимать это как само собой разумеющееся, и чтобы убедиться, что мастер не держит на меня зла, еще раз принес извинения. Я поступил плохо, сказал я, я больше не буду, после чего инцидент был окончательно исчерпан. Мы остановились в Вишневой долине, занюханной вшивой гостиничке, расположенной в двух шагах от местного мюзик-холла под названием Луксор. В Луксоре и должно было состояться мое первое выступление, и четыре дня подряд мы с мастером отправлялись туда репетировать утром и после обеда. Мюзик-холл этот сильно отличался от тех дворцов, куда я мечтал попасть, но сцена в нем была, осветители, прожектора тоже, а мастер пообещал, что в городах побольше и залы будут получше. Вустер хорошее, тихое место, сказал он, где можно спокойно освоиться. Освоился я довольно быстро, без особого труда, вписавшись в размеры сцены, хотя дело было не только в этом и забот хватало. Нужно было скоординировать свет, музыку и, учитывая наличие в зале балкона, выступавшего до середины портера, немного пересмотреть концовку. Мастер взял на себя подготовку мелочей, которых было ровно тысяча и одна. Вместе с рабочим он проверял занавес, со светителем отрабатывал свет, с музыкантами выбирал музыку. Он до последней минуты уточнял, вносил изменения, и чтобы все прошло как задумано, не посчитался с расходами и заплатил семерым музыкантам за дополнительные репетиции, так что два последних дня я репетировал под музыку. На первой репетиции я здорово повеселился. Все это были старые, видавшие виды, лабухи, начавшие раньше, чем я появился на свет, и игравшие в мюзик-холл жуткое количество вечеров, тысяч, может, двадцать, а может, сто. Они навидались всякого, но, увидев меня, один черт, выпали в осадок. Барабанщик забыл дать дробь. Фагот уронил фагот, а тромбон пустил петуха. И это был хороший знак. Колья сумел потрясти этих прожженных циников, то что будет с обычным зрителем. Местоположение нашей гостинички было удачное, однако вечера там меня едва не доконали. По лестницам и по их вшивому холлу разгуливали шлюхи, и когда я их видел, в паху начинало пульсировать, так что просто лечь и уснуть не было никакой возможности. Мы с мастером занимали две смежные комнаты, и я ждал, пока он не захрапит, а потом предавался своим тихим плотским утехам. Ждать приходилось подолгу. Мастер любил поболтать и, погасив свет до бесконечности обсуждать последнюю репетицию, а я вместо того, чтобы сразу переходить к делу, которое в темноте занимало уже не только мысли, но и руки, вынужден был вежливо поддерживать разговор. С каждой минутой ожидание становилось невыносимее, терпеть было все труднее. Потому, едва он наконец затыкался, я высовывал руку из-под простыни и брал с пола грязный носок. Это у меня был глушитель. И я его держал в левой руке, а правой брался за работу и быстро спускал фонтан в хлопчатобумажный сачок. До того я терпел так подолгу, что потом хватало одного-двух движений и дело было сделано. Потом я беззвучно шептал благодарственную молитву и пытался уснуть, но одного раза в той гостиничке мне не хватало. Где-нибудь в поле раздавался женский смех, или в номере над нами начинали скрипеть пружины, и в воображении тотчас начинали мелькать непристойные картинки. Главный палец мой реагировал на эти звуки быстрее, чем голова, поднимался и требовал продолжения. Один раз я, кажется, сделал все не так тихо, как обычно. Это было ночью, накануне выступления. Я уже изготовился пустить струю, когда мастер вдруг неожиданно проснулся. Меня едва не хватил удар. Услышав в темноте его голос, я будто получил канделябром по кумполу. — Что случилось, Уолт? Я разжал пальцы так, будто член мой мгновенно оброс колючками. — Случилось? — сказал я. — В каком смысле случилось? — Я говорю про звуки. — Что за скрип, сопение и пыхтение? — А нет твоей постели. — Чешется все ужасно. — Ужасно, мастер, а когда скребешь потихоньку, то не помогает. Ясное дело, чешется. Начинает в паху, окончается в тряпочку. — Оставь это, малыш. Тебе пора спать. Усталый артист паршивый артист. Никакой я не усталый. Я жду утра, не дождусь. — Так только кажется. Ананизм отнимает силы, и скоро ты по утрам будешь чувствовать себя разбитым. Нет нужды рассказывать тебе, какая ценность это твоя часть. Однако, когда ей придают слишком много значения, она становится не менее опасна, чем динамитная шашка. — Не трать бинду понапрасну, Уолт. Пользуйся ею только тогда, когда это действительно необходимо. — Чего не тратить? — Бинду. Так индусы называют энергию жизни. — Фонтан, что ли? — Вот именно. Фонтан. Называй как хочешь. У нее больше ста названий, но все означают одно и то же. Мне тоже нравится бинду. Классное словечко. Не обкрадывай себя, малыш, береги силы. Они тебе нужны все до последней капли. Впереди у нас очень важные дни, впрочем, и ночи тоже. Все это была чпуха. Устал и не устал и, сохранив свою бинду или, выработав ее за ночь еще с ведро, утром я был как огурец. И мы сделали их в этом в Устере, а потом в Спрингфилде, а потом в Брайтпорте. И даже сбой, который случился в Нью-Хейвене, пошел нам только на пользу, потому что после него заткнулись последние скептики. К тому времени, когда мы попали в Нью-Хейвен, о моих кувырканиях в воздухе возникло столько разговоров, что народ менее доверчивый заподозил обман, и, по-моему, вполне естественно. Эти люди верили в твердый порядок мироустройства и считали, будто для меня в нем нет места. То, что я делал, противоречило законам природы, противоречило науке, здравому смыслу, логике, опровергало сотни авторитетных теорий, и, конечно, им, всем этим профессорам и докторам проще было обозвать меня мошенником, чем пересматривать свои талмуды. Куда бы мы ни приехали, отчисления всех мыслимых и немыслимых про и контра. Мастер в них участия не принимал. Он стоял со счастливым видом сторонки и смотрел, как мелькают циферки в окошках кассовых аппаратов. А если его начинали донимать журналисты, отвечал всегда одно и то же «Приходите и посмотрите сами». Дискуссия, набирая силу, разворачивалась недели две или три и достигла пика, как раз, когда мы оказались в Нью-Хейвене. Я помнил, что именно в этом городе находится Ель, тот самый университет, где собирался учиться Эзоп. И если бы не те подонки, он сейчас был бы среди студентов. На сердце у меня от этих мыслей лежал камень, и день накануне выступления я просидел в гостинице, все вспоминая то сумасшедшее время, когда мы жили все вместе, и думая, каким бы он стал великим ученым. Потому к шести часам вечера, когда пора было выходить, я пришел в полную негодность. И как потом не старался, это было самое паршивое выступление за всю мою жизнь. Я не уложился во время. Выполняя тулуп, с трудом удерживал равновесие. Про высоту и говорить не хочется. В конце концов, когда наступил момент идти над залом, произошло то, чего я всегда боялся. Я не смог подняться достаточно высоко. Собрав волю в кулак, я набрал семь с половиной футов и все. И двинул вперед обуреваемый дурными предчувствиями, поскольку прекрасно понимал, для того, чтобы достать до меня высокому человеку, не понадобится даже подпрыгнуть. С этой секунды все пошло наперекосяк. Пройдя до середины зала, я предпринял последнюю отчаянную попытку. На чудо я не надеялся и хотел лишь хоть немного увеличить дистанцию между собой и зрителями дюймов на шесть-семь, не больше. Я остановился, закрыл глаза, сосредоточился и перегруппировался, но ничего не вышло. Через пару секунд я заметил, что не только не поднялся, а начинаю терять и эту высоту. Я опускался медленно по дюйму по два за ярд, как дырявый воздушный шар. К последним рядам я подошел уже на шести футах, став легкой добычей даже для коротышки. Тут-то и началась потеха. Какой-то лысый кретин в красном блайзере вдруг вскочил и взмахнул кулаком, метя мне в левый башмак. Я отдернул ногу, качнулся, будто кривой поплавок, но не успел восстановить равновесие, как с другой стороны вскочил второй. Второй оказался удачливей. Я упал, кувыркнувшись вперед головой, будто подстреленный воробей, и ударился лбом о металлическую спинку стула. Удар был настолько сильный, что я мгновенно вырубился. Что случилось потом, я не видел, но знаю по рассказам. Истерика распространилась по залу подобно пожару, и все 900 зрителей принялись кричать и вскакивать с мест. Потеря сознания и падение и стали лучшим аргументом для скептиков. И потом даже у них не осталось сомнений в честности моего искусства. На мне не нашлось ни невидимых веревок, ни баллонов с гелием под одеждой, ни бесшумного моторчика на ремне. Зрители наклонялись и ощупывали мое распростертое на полу тело, будто я был экспонат в медицинском музее. С меня содрали костюм, мне заглядывали в рот, раздвигали ягодицы и смотрели, что в заднице, но ничего там не обнаружили, кроме того, что положено от природы. Мастер, который, когда все это произошло, стоял за кулисами, быстро пришел в себя и кинулся ко мне, прокладывая дорогу кулаками. Но пока он протолкался до 12-го ряда, вердикт был вынесен. Уолт чудо-мальчик действительно умеет ходить по воздуху. Выступает он честно, что показывает, то и есть. И аминь. Той же ночью случился первый приступ головной боли. Учитывая, как я жахнулся лбом о стул, это было неудивительно. Боль была страшная. В голове будто стучал чудовищный молот, будто рвалась шрапнель. Я почувствовал ее даже во сне и проснулся. Ванная в номере находилась в коридорчике между нашими комнатами, и туда-то я, наконец, рискнув оторвать голову от подушки и направился в надежды найти какой-нибудь аспирин. Мне было настолько худо, что я даже не заметил, что свет там уже горит. А если бы и заметил, вряд ли задумался бы, почему и зачем он включен в три часа ночи. Как оказалось, ни одному мне понадобилось туда прогуляться в столь неподобие. Я не могла Открыв дверь, сверкавшую белым кафелем ванную, я едва не споткнулся о мастера. В шелковой пижаме цвета лаванды он стоял, переломившись от боли пополам, вцепившись в раковину обеими руками и хватая ртом воздух, будто внутри жгло огнем. Приступ продолжался секунд двадцать или тридцать, и смотреть на это было так страшно, что я почти забыл про свою боль. Заметив мое присутствие, мастер изо всех сил постарался сделать обычный вид, он заставил сведенное мучительной гримасой лицо улыбнуться натужной, вымоченной улыбкой, отцепился от раковины, выпрямился и пригладил ладонью волосы. Мне хотелось сказать, что незачем притворяться, что я все видел, но голова разламывалась, и я не нашел тогда слов. Мастер узнал, почему я проснулся, тотчас засуетился и принялся играть в доктора, вытряхнул из пузырька таблетку, налил стакан воды и обследовал шишку на лбу. Хорошенькая мы парочка, а? сказал он, доведя меня обратно и укладывая в постель. Ты летишь вверх тормашками, расшибаешь лоб, а я обжираюсь испортившимися моллюсками. В рот не возьму эту гадость. Каждый раз одно и то же, съешь, а потом маешься. Для мгновенной импровизации придумано было совсем неплохо, но он меня не обманул. Как бы мне не хотелось поверить, я понимал, что он лжет. На следующий день, к середине дня, приступ почти прошел. В левом виске осталась тупая пульсирующая боль, но так жить уже было можно. Фонарь с шишкой на лбу красовались справа, и логичнее было бы, если бы и болела справа. Однако я в подобных вещах ничего не смыслил, и потому не обратил на это мелкое несоответствие никакого внимания. Мне полегчало, жизнь возвращалась в нормальное русло. К следующему представлению я буду в форме. Чего еще желать? Если в тот день меня и тревожили какие-то мысли, то все они вертелись вокруг болезни мастера. Болезнь не болезнь, а причина того жуткого приступа, который я видел в ванной. Пора было выяснить правду. Но пусть я и не поддался на его хитрость, утром, увидев, что выглядит он почти как обычно, ни о чем не спросил. Мне не хватило духу начать разговор. Едва ли можно гордиться тем, как я себя тогда повел, однако мысль вдруг это что-то серьезное меня испугала. И даже додумать я ее не решился. Я предпочел не делать выводов, позволил ему считать, будто он в очередной раз обвел меня вокруг пальца. Моллюски так моллюски. Он же после этого происшествия вовсе закрылся наглухо, предприняв все возможные меры, чтобы я не застиг его врасплох еще раз и не увидел того, чего видеть не должен. Тут в нем можно было не сомневаться. Он ушел в глухое подполье, занял круговую оборону и постепенно мне стало казаться, будто ничего и не было. Из Нью-Хейвена мы отправились в Провиденс, из Провиденса в Бостон, из Бостона в Олбани, из Олбани в Сиракузы, из Сиракуз в Буффало. Я помню каждый из наших переездов, каждую сцену и каждую гостиницу, каждое свое выступление, я помню все обо всем. Был конец лета, начало осени, деревья понемногу теряли зелень, мир становился красным, желтым, оранжевым и коричневым, и где бы мы ни проезжали, вдоль дорог глазам открывались пейзажи, полные новых, меняющихся красок. Мы вышли с мастером на большую сцену, и мне казалось, ничто нас теперь не остановит. Я выступал только в битком набитых залах, билеты не просто распродавались, каждый вечер сотни желающих отходили отказ с ни с чем. Уличные мошенники толкали билеты раза в три, четыре и даже в пять дороже, делая на мне неплохой бизнес. А когда мы выходили из гостиниц, нас всякий раз окружала толпа фанатов, готовых ждать, погода, не погода, только бы увидеть меня своими глазами. Думаю, коллеги мои немного завидовали, но однако тоже благодаря мне увеличили поступление на свой банковский счет. Толпы, хлынувшие на меня, смотрели не только мой номер, а это, разумеется, означало, что денежки шли не только в наш карман. За те недели и месяцы сборы на их занюханных шоу выросли как никогда. Клоуны, теноры, имитаторы птичьих голосов, джаз-банды карликов, танцующие обезьяны перепало всем, кто со мной выступал. Сам же я любил смотреть на их бесхитростную работу и пытался подружиться со всяким, кто относился ко мне хоть маломальски дружелюбно. Однако мастеру это понебратство не нравилось. Он держался высокомерно и хотел, чтобы я был как он. Ты звезда, говорил он мне шепотом, так веди себя как звезда, незачем обращать на них внимание. Мы немного ссорились по этому поводу, но поскольку я думал, что буду выступать в таких программах еще долго, то не слушал и не понимал, зачем наживать врагов. Я понятия не имел, что уже в конце сентября он собирался начать переговоры о сольной программе. В этом был весь мастер Игуда. Он никогда не успокаивался, и чем лучше у нас шли дела, тем больше ему было нужно. Новые гастроли были назначены на послерождества, а он уже опять заглядывал дальше и строил еще более грандиозные планы. Услышав о них первый раз, я едва не поперхнулся. Мастер готовил большое турне с запада на восток, от Нью-Йорка до Сан-Франциско, по десяти или двенадцати самым большим городам в составе звездной команды. И чтобы выступать либо на закрытой сцене, либо на стадионах вроде Мэдисон-Сквейр-Гарденс или Солджерс-Филдс, где зрительских мест не меньше пятнадцати тысяч, триумфальный поход по Америке, так он это называл. Бог ты мой, как он умел говорить! Куда там, какой граммофон? Когда мастер заводился, мечты начинали клубиться, как дым из печной трубы. Блин, сказал я, если вам, хозяин, удастся провернуть такую гастроль, мы огребем миллионы. Будет сделано, не беспокойся, сказал он. Ты только работай, а за остальным не задержится. Так-то вот, сынок, только работай, и победоносный поход по Америке Уолтера Роули тебе обеспечен. Тем временем мы готовились к первому моему выступлению в Нью-Йорке. Оно тоже должно было состояться, не то чтобы скоро, выходные на День Благодарения, но оба мы понимали, что я сразу стану гвоздем сезона, а для меня это означало прыжок на ступеньку вверх. Потому при одной мысли о Нью-Йорке у меня потели ладони. Десять Бостонов с Филадельфиями все равно не Нью-Йорк. Восемьдесят шесть триумфальных показов в Буффало плюс девяносто три в Трентоне вместе взятые не стоят и одного выхода на нью-йоркскую сцену. Нью-Йорк для каждого артиста вершина. Он точка отсчета на карте большого шоу-бизнеса. И сколько не болтайся по всем другим городам, пока не пройдешь сквозь горнила Бродвея, не покажешь ему, на что способен ты никто и ничто. Потому Нью-Йорк был для нас оставлен на конец гастролей. Мастер хотел, чтобы я поднабрался опыта, стал закаленным, проверенным в деле бойцом подмостков, который знает, почем фунт лихо и не оплошает в любой ситуации. Постепенно я и становился бойцом. На 12 октября я выступил 44 раза, был в отличной форме и готов был к дальнейшим подвигам, а до Нью-Йорка еще оставалось больше месяца. Никогда в жизни я не испытывал подобного нетерпения. Нью-Йорк снился мне днем и ночью, и я просто сходил с ума. 13 и 14 мы выступали в Ричмонде, 15 и 16 в Балтиморе, после чего направились в Скрэнтон, штат Пенсильвания. Отработал я там неплохо, не хуже, чем в других прочих местах, однако, когда все закончилось, едва я поклонился и опустили занавес, я упал без сознания. До самой последней секунды я чувствовал себя прекрасно, крутил сальто и пируэты с обычной легкостью, нахальством, но едва мои ноги в последний раз коснулись пола, я вдруг будто бы потяжелел разом на 10 тысяч фунтов. Я сумел продержаться до конца, сколько требовалось, чтобы улыбнуться, отвесить поклон и дождаться занавеса, а потом колени подогнулись, я сложился пополам и рухнул на дощатый пол. Открыл я глаза спустя пять минут в гримерной, голова все еще кружилась, но слабость, как мне показалось, прошла, однако, стоило подняться, как в ту же секунду меня ослепила пронзительная, дикая головная боль. Я попытался шагнуть и мир передо мной поплыл, заколыхался, будто живот в танце живота через кривое зеркало. На втором шагу я зашатался. Если бы не мастер, я снова упал бы ничком. В тот раз мы еще не запаниковали. Причин, вызывающие головную боль в сочетании с обмороком, десятки, переутомление, начинающийся грипп или же воспаление уха, однако мастер на всякий случай позвонил Уилке Барру и отменил следующее выступление. Ночью я отлично выспался и на утро проснулся в полном порядке. Столь быстрое выздоровление противоречило всякой логике, а мы отнеслись к нему как к незаслуживающей внимания ерунде. Порадовавшись нечаянному свободному дню, мы в отличном настроении приехали в Питтсбург и, расположившись в номере, отправились отметить это событие в кино. Тем не менее, на следующий день на сцене Форсберг театра история повторилась. Я блестяще выступил, потом дали занавес, представление закончилось и я потерял сознание. Я почувствовал боль сразу, как только открыл глаза и на этот раз одной ночью дело не ограничилось. Утром едва я проснулся, в голову будто принялись вбивать гвозди и продолжалось это до четырех часов, так что примерно в полдень мастер Иегуда был вынужден отменить вечернее выступление. Похоже было, что причиной приступов стал ушиб головы в Нью-Хейвене. Это объяснение звучало наиболее правдоподобно, хотя непонятно было, как бы я тогда провыступал несколько недель к ряду, тогда со мной, значит, приключилась самая легкая из известных медицинской практики сотрясение мозга. Но чем же еще можно было объяснить тот неприятный и странный факт, что пока я ходил по земле, то пребывал в добром здравии? Обмороки с последующей головной болью случались исключительно после спектаклей, связь между ними была прямая и очевидная, но мастер предпочел думать, будто это последствия травмы, в результате которой, когда я поднимаюсь в воздух, что-то происходит с внутричерепным давлением, что, в свою очередь, и вызывает мучительный приступ. Он решил отвезти меня на рентген в больницу. «Почему не попробовать?» сказал он. «Сейчас не самая важная часть гастролей, а тебе, может, только и нужно отдохнуть неделю, дней десять, сделают анализы, проверят черепушку и, возможно, поймут, в чем причина». «Ни за что», сказал я. «В больницу я не поеду». При сотрясении мозга покой единственное лечение. Если у тебя сотрясение, выбора нет. Забудьте, мастер, чтобы я по собственной воле припарковал свою задницу на ихней паршивой койке, «Да я скорее добровольно пойду в тюрьму». «Ты забыл о медсестрах, Олт, об этих нежных прелестных созданиях в беленькой униформе. Они будут ухаживать за тобой денно и ночно. Если проявишь смекалку, то, возможно, что-нибудь у тебя и получится». «Не искушайте, мастер!» «Не держите за дурака! По контракту у нас еще несколько выступлений, и я выступлю, чтоб я сдох». «Рейдинг с Алтуной не стоит того, сынок». «И никакого значения не имеет, выступишь ты, например, в Элмире или в Бингонгтоне. Лично меня интересует только Нью-Йорк. И тебя, насколько я знаю, тоже. Вот к нему ты должен быть в полной форме. Во время работы приступов не бывает, это самое главное, шеф. И пока я могу работать, я буду работать. Пусть потом болит, наплевать. Подумаешь, головная боль. Жизнь вообще вся сплошная боль. А что...» «Кто в моей-то хорошего, кроме работы?» «Беда в том, что работа теперь отнимает жизнь. Если так пойдет дальше, то очень скоро перестанешь быть чудо-мальчиком и уолтом. Тогда придется поменять имя, и будешь ты...» «Мистер Вертиго». «Мистер Вертиго». «Кто-кто?» «Мистер головокружение». «Мистер боязнь высоты». «Ничего я не боюсь. Сами же знаете. Ты, конечно, крепкий орешек, сынок, зато я тебя и люблю. Но в жизни каждого левитатора может наступить момент, когда воздух для него становится вдруг опасным, и я боюсь, именно это и происходит с тобой. Мы проспорились сейчас, и в конце концов я уговорил его дать еще один последний шанс. Договорились мы так. На завтра я выступаю в рейдинге, а если потом боль-не боль смогу выступить в Алтуне, мы продолжаем гастроли. Решение было безумное, однако после второго приступа я страшно перепугался, вдруг я становлюсь непригодным, вдруг головная боль только начала. Я решил, что единственная надежда продолжать работать, а там выздоровею не выздоровею, будь что будет. Я распсиховался, и мне было абсолютно наплевать на свою голову, пусть бы она хоть разлетелась на тысячу мелких кусочков. Лучше смерть, думал я, если я больше не чудо-мальчик, то зачем жить? Вышло хуже, чем я опасался. Рейдинг действительно не стоил свеч, а последствия были страшные. Я вышел, выступил, потом, как ожидал, потерял сознание, однако пришел в себя отнюдь не в гримерный. Я открыл глаза уже в гостинице, куда меня перенесли двое рабочих сцены, и где я еще пролежал в беспамятстве целых пятнадцать минут, а как только я их открыл, нахлынула боль. В ту самую секунду, когда свет попал на зрачки. В левом виске заскрежетали, загрохотали сто столкнувшихся разом трамваев, сто грузовиков и сто взорвавшихся самолетов, а за глазницами обосновались два зеленых крохотных гремлина, которые взялись за крохотные молоточки и принялись вбивать в глаза колышки. Я стонал, выл и плакал, просил выгнать гремлинов, так что к тому моменту, когда явился вызванный мастером гостиничный лекарь и всадил мне какой-то укол, я уже был готов и летел в полыхавших огнем санях по ухабам и кочкам в долину смерти. Десять часов спустя я очнулся в больнице города Филадельфия, где провалялся двенадцать дней. Приступ продолжался сорок восемь часов. Потом мне еще какое-то время кололи успокоительные, и в результате о первых днях я почти ничего не помню, так как пришел в себя только на третий, когда боль окончательно прошла. Потом мне делали анализы и обследования. Я был любопытный случай, врачи мной заинтересовались всерьез и не собирались выпускать просто так. Примерно раз в час у меня в палате появлялся какой-нибудь новый доктор, и я объяснял все сначала. Мне стучали молоточком по коленям, рисовали на спине к колесикам для резки теста какие-то фигурки, светили в глаза фонариком, брали мочу, кал, кровь, слушали сердце, лазали в уши и просвечивали рентгеном от головы до пят. Благодаря людям в белых халатах я стал жить исключительно в интересах науки. В какие-то два дня я превратился в жалкий голый дрожащий микроб, ползавший по лабиринту, где ходили врачи и сестры с микроскопами, стетоскопами, шприцами и лопаточками для языка. Будь эти сестры хотя бы миленькие, можно было бы хоть чем-то утешиться. Но у меня они оказались как на подбор старые, безобразные, с толстыми задницами и волосками на подбородках. В жизни не видел такого количества кандидаток для док-шоу разом, и если кто-нибудь из них заходил забрать градусник или прочесть назначение, я старался закрыть глаза, притворившись, будто я сплю. Во время всех этих казней египетских мастер Ягуда не отходил от моей постели. Репортеры в первый же день раскопали, куда я исчез, и целую неделю, а возможно немного больше, газеты только обо мне и писали. Мастер читал мне вслух отчеты о моем состоянии. Слушай, я находил в этом некое утешение, но едва голос его умолкал, как снова возвращались скука и раздражение. Потом произошел обвал на фондовой бирже, и я сошел с первых страниц. Я тогда подумал, что кризисы подолгу не бывают, что расхлебают и этот черный вторник, и я опять займу свое законное место. Заметки о людях, которые стрелялись или выбрасывались из окна, я считал преувеличениями газетчиков и отбрасывал, как любую лапшу. Меня интересовало только, когда я вернусь на сцену. Головная боль прошла, и я был невероятно, на все сто процентов здоров. Каждое утро, проснувшись, я видел мастера возле постели и задавал один и тот же вопрос, когда меня отсюда выпустят. И каждое утро он давал один и тот же ответ, когда закончат обследование. Когда оно, наконец, закончилось, я был счастлив. Все эти просвечивания, прощупывания, все эти трубочки, баночки, резиновые перчатки, вся эта ерунда закончилась, и у меня ничего не нашли. Ни сотрясения мозга, ни рака, ни заболевания крови, ни расстройства вестибулярного аппарата, ни свинки, ни кори, никакой другой хвори. Меня выписывали как абсолютно, как самого здорового 14-летнего мальчишку, который когда-либо попадался врачам. Что же до обмороков и головной боли, то установить их точную причину не удалось. Возможно, была какая-то инфекция. Возможно, я съел что-то не то. Как бы то ни было, непорядок во мне был и сгинул. А если не вовсе сгинул, то он минимальный, его не видно, и через самый большой микроскоп. Свезло, сказал я, когда мастер сообщил мне эту новость. Свезло, свезло, повезло. Мы сидели в моей палате одни, усевшись рядышком на кровати. Было раннее утро, и сквозь щелки и жалюзи лился свет. Три или четыре секунды я был невероятно счастлив. Я был так счастлив, что хотелось кричать. Не торопись, сынок, сказал мастер. И я не закончил. Не торопиться? Да наоборот. Нам как раз нужно валить побыстрее, босс. Мы пропустили восемь выступлений, так что чем скорее отсюда выметимся, тем скорее вернемся туда, где нас ждут. Какой там у нас город следующий? Если ехать недалеко, то уже сегодня я выйду на сцену. Мастер взял мою руку в свою и легонько сжал. Остынь, сынок. Сделай глубокий вдох. Закрой глаза и послушай, что я скажу. Это было не похоже на шутку. Я сделал, как велено. Молодец, сказал он, и замолчал. Наступила долгая пауза, и за эту паузу, темную и безмолвную, я понял, что услышу сейчас нечто страшное. Выступлений больше не будет, наконец, произнес он. Нам капут, малыш, крышка. Чудо мальчика Уолта больше не существует. Вы меня дурите, мастер, сказал я, широко раскрывая глаза и глядя в его мрачное, решительное лицо. Я надеялся, что вот-вот он подмигнет и рассмеется. Но он только смотрел на меня темными своими глазами. Взгляд у него стал еще печальней. Не стал бы я тебя так дурить, сказал мастер. Мы с тобой сходим с дистанции, и ничего не поделаешь. Но у меня же ничего не нашли. Я здоров, как лошадь. Вот это и плохо. С тобой все в порядке, в том смысле, что у тебя нет никакого самого крохотного, паршивого заболевания, которое можно было бы вылечить. Значит, не помогут ни отдых, ни лекарства, ни процедуры. Ты абсолютно здоров. И именно потому, что здоров, твоя карьера окончена. Что за чушь, босс? Вы сами-то поняли, что сказали? Мне приходилось считать о случаях вроде твоего, а не очень большая редкость. В литературе приводится только два, да и то с разницей в несколько сотен лет. В начале девятнадцатого века такое же произошло с одним чешским левитатором, а до этого с французским по имени Антуан Дюбуа во времена Людовика XIV. Больше, насколько мне известно, таких случаев не зафиксировано. Ты, Уолт, третий, всего третий за всю историю левитации, кто столкнулся с подобной проблемой. Ничего не понимаю. Какая такая проблема? Пубертатный период, Уолт, вот какая. Ты взрослеешь, мой мальчик. Ты становишься мужчиной, тело твое претерпевает определенные изменения. Это почему растут волосы и все такое? Почему ломается голос? Именно. Почему происходят перемены в твоем организме? И это естественно. Может, я слишком часто лазал в трусы, а? А если я больше не буду? Не буду тратить ни капельки этой самой бинду. Как вы думаете, поможет? Сомневаюсь. Теперь есть только один способ попытаться вернуть тебе твою способность. Но лично мне не хотелось бы, чтобы ты через это прошел. Ты и так уже вынес достаточно. Наплевать. Если способ есть, говорите, какой? Кастрация, Уолт. Отрежешь яйца? Может, и поможет. Может, поможет? Да, сынок, никаких гарантий. Антуан Дюбуа кастрировался и летал до 64 лет. А Чеху не повезло. Он себя искалечил напрасно и через два месяца после операции прыгнул вниз головой с Карлова моста. Не знаю, что и сказать. Что тут скажешь? На твоем месте и я не знал бы. Потому и предлагаю свернуть нашу лавочку. Я и не надеялся, что ты согласишься. О таком не просят. Это уже чересчур. Ну, вообще-то, если тут опять все только методом тычка, глупо было бы пробовать, да? То есть, я хочу сказать, пусть у меня больше нет дара и я не чудо-мальчик, но, по крайней мере, хоть яйца есть. Вот чего лично мне точно не хотелось бы, так это лишиться и того, и другого. Вот именно. Потому будем считать, что тема закрыта, говорить больше не о чем. Мы с тобой на славу потрудились, Уолт. Но всему на свете бывает конец. По крайней мере, ты сходишь со сцены на гребне славы. А что, если боли пройдут? Не пройдут. Поверь, не пройдут. Откуда вы знаете? У тех двоих, может, и не проходили, а что, если у меня другой случай? Никакой не другой. Боли эти навсегда, и способа избавиться от них нет. Это останется на всю жизнь. Мы только что убедили, что бывает, когда ими пытаются пренебречь. За каждую минуту, проведенную в воздухе, ты заплатил тремя часами мучений. И чем ты будешь старше, тем приступы будут страшнее. Это месть гравитации, сынок. Мы думали, будто победили ее, но она оказалась сильнее. Вот и все. Наша победа была короткая, а проиграли мы навсегда. Что ж, да будет так. Коли такова воля Божья, остается лишь покориться. Все это было печально, обидно, горько. Я так долго шел к своему успеху, а теперь, когда до бессмертия оставалась самая малость, приходилось поворачиваться и уходить, несолонно хлебавши. Мастер говорить больше было действительно не о чем. Я вскочил и принялся опинать ногами мебель, а потом, как сумасшедший, замолотил кулаками в стену, будто боксер, боксирующий с тенью. Я орал, костерил судьбу, сломал стул и опрокинул ночной столик. Мастер Игуда был мудрый человек и даже не попытался меня останавливать. И спокойненько выставил из палаты, пообещав возместить ущерб двух прибежавших на шум медсестер. Мастер давно изучил мой характер. И он знал, что гнев у меня требует выхода. Черт-то с два я тогда затыкался бы просто так. Черт-то с два подставлял бы вторую щеку. Если жизнь наносила удар, я отвечал ударом. Все было просто. Мастер Игуда был человек достаточно умный и позволил мне вести себя так, как я вел. И я не собираюсь обвинять его в потворстве и сваливать на него вину за свою глупость. Я не помнил себя от ярости и бушевал вовсю, когда вдруг в голову пришла идиотская, самая, что ни на есть бредовая мысль. Конечно, в ту минуту она мне показалась блестящей, но это лишь от того, что я не осмеливался посмотреть в лицо фактом, а когда начинаешь отрицать очевидное, то самым естественным образом напрашиваешься на неприятности. Мне отчаянно хотелось доказать мастеру, что он ошибается, что все его вычитанные теории стоят не больше, чем выдохшаяся газировка. Потому, спасая карьеру, я решил там же, нисходя с места в палате филадельфийской больницы 3 ноября 1929 года немедленно все доказать. Я перестал молотить о стену, повернулся к мастеру, раскинул руки в стороны и поднялся. «Вот!» крикнул я ему. «Смотрите! Ну, и что теперь скажете?» Мастер смотрел на меня печальным, темным, изучающим взглядом. «Скажу, что в последний раз вижу чудо мальчика Уолта», сказал он. «Скажу, что вижу человека из прошлого, человека, который очень скоро пожалеет о том, что сейчас делает. Но я тот же самый, что был», заорал я в ответ. «Это же самое главное, черт вас подери!» Мастер бросил взгляд на свои часы. «Десять секунд», сказал он. «По три минуты за каждую секунду. Гарантирую». Я решил, что цели свои я добился и, чтобы не рисковать, на всякий случай опустился вниз. Приступ начался, как и пообещал мой мастер, мгновенно, в ту же самую секунду, едва только ноги коснулись пола, в голове будто что-то разорвалось. Она будто раскололась надвое, в глазах потемнело и вспыхнули звезды. От глубокого спазма меня вырвало. Блевотина ударила фонтаном, изгадив стену, от которой я был в шести футах. В мозг вонзились пружинные ножички и принялись, подбираясь к центру, сверлить в нем дырки. Я сотрясся, я взвыл, рухнул на пол, но на этот раз мне не повезло. Сознание осталось при мне. Я трепыхался на полу, будто камбала с крючком в глазу. Просил помощи и умолял мастера позвать врачей, но мастер лишь покачал головой и отказался. Пройдет, сказал он, меньше, чем через час будешь как новенький. Не сказав мне ни слова утешения, мастер спокойно поднялся, навел в комнате порядок и начал укладывать вещи. Другого отношения я и не заслужил. Я не стал слушать слов мастера Ягуды, не внял его предупреждению, тем самым не оставил иного выбора, кроме как повернуться ко мне спиной, оставив учиться на собственном опыте. Теперь говорила свое слово боль, и вот к ней я прислушался. Я слушал ее ровно 47 минут и к концу урока усвоил все, что порой избранный путь заводит в тупик, что нужно всерьез подумать, чем заниматься дальше. Боль отлично вправила мне мозги, и когда немного позже, но в тот же день я вышел из больницы, они были уже более-менее в порядке. Я научился смотреть фактом в лицо, принял урок всей душой и всей шкурой и твердо решил его помнить. Славные денечки прошли. Чудо-мальчик Уолт умер, и никакая сила на свете не могла вернуть его обратно. Как парочка призраков молча, шли мы по городским улицам в гостиницу, где остановился мастер. Шли минут десять или пятнадцать, а когда дошли, я не придумал ничего лучше, чем подать ему на прощание руку. Ну вот, сказал я, кажется, наши пути разошлись. Неужели, сказал мастер, это еще почему? Теперь вы начнете искать нового мальчика, так что ж я буду путаться под ногами? С какой стати я должен искать нового мальчика? Вид у мастера был искренне удивленный, потому что я кончился. Вот с какой. С такой, что лавочка закрывается, я больше не нужен. Стало быть, ты решил, я могу тебя так вот бросить? А почему нет? Все по-честному, пользы от меня никакой. Так что же вам теперь, не жить, что ли? Вы вправе строить новые планы. У меня и так есть новые планы. У меня их сто или тысячи. Полны руки, карманы и даже носки. Я набит по горло новыми планами. Того гляди начну чесаться, так что уж лучше я выложу немножко на стол, поделюсь с тобой. Со мной. С кем же еще заморожь несчастный? Однако не разговаривать же на пороге. Не дело, правда? Идем, поднимемся в номер. Закажем себе ланч, сядем и поговорим серьезно. Все равно не понимаю, зачем я вам. Что ж тут понимать? Да, на левитации мы погорели, но это не значит, что мы уж совсем вышли из игры. Хотите сказать, мы остаемся партнерами? Пять лет долгий срок, Шпендрик. Нам с тобой пришлось через многое пройти, и я к тебе вроде как привязался. К тому же моложе я не становлюсь. Глупо было бы отправляться снова кого-то искать, ни теперь, ни в моем возрасте. Я полжизни потратил на то, чтобы найти тебя и не намерен от тебя отказываться только потому, что жизнь нам немножко накостыляла. Нам нужно, как я уже сказал, обсудить, как быть дальше. Если мои планы придутся тебе по душе, останемся партнерами, если нет, поделим денежки и отправимся дальше каждый своим путем. Денежки? Бог ты мой, про них-то я начисто забыл. Ты думал о другом? Да. Видно, так шмякнулся, что извилины выпрямились. Так сколько мы там заработали? Сколько у нас есть, босс? 27 тысяч долларов. И все лежат здесь, в этом самом номере. Все наши и свободны от налогов. А я тоже решил, что опять начинать с нуля. Но так-то лучше. В смысле, что 27 кусков неплохие денежки, а? Конечно, неплохие. Могло быть и хуже. Значит, в конечном итоге корабль остается на плаву. Вот именно. Мы хорошо поработали, Уолт. А учитывая наступивший кризис, можно даже сказать, отлично. Корабль не корабль, но лодочка у нас есть, теплая и сухая, и нам плыть по морям бедствий куда проще, чем многим. Так точно, сэр. Тот же приятель. Команда на борт. Дождемся попутного ветра, снимемся с якоря, и раз-два взяли. Только нас тут и видели. Я отправился бы с ним на край света, на лодке, на велосипеде, да хоть на брюхе ползком. Способ передвижения не имел для меня значения. Мне было важно только одно — быть вместе с ним там, где он, и идти туда, куда он. По пути из больницы и до гостиницы я считал, будто все потерял. Не только работу, не только жизнь, но и мастера тоже. Я думал, я больше не нужен, и он вышвырнет меня за порог и ни разу обо мне не вспомнит. А теперь я знал, что все не так. Я для него не только средство добычи денег, не только летательный аппарат с заглохшим теперь движком и отпавшими крыльями. На счастье или на несчастье, но мы всегда будем вместе. И для меня это было дороже, чем все аншлаги на всех стадионах вместе взятые. Не хочу сказать, будто будущее перестало казаться мне в тот момент черным, но все-таки оказалось в половину светлей, чем могло бы. Мастер остался со мной, да не просто остался. В кармане у него были спички, чтобы освещать дорогу. Так что тогда мы поднялись к нему в номер и съели свой ланч. Ничего не могу сказать про тысячу планов, но три-четыре идеи насчет того, как жить дальше у него были, и каждую он успел заранее хорошенько обдумать. Этот человек был из тех, кто не сдается никогда. Пять лет тяжелейшей работы вылетели на ветер, месяцы раздумий и вычислений оказались в одну ночь выброшены псу под хвост, а он рассуждал о будущем, будь то оно было у нас в кармане. Таких людей больше не делают. Мастер Игуда был из них последний и никогда с тех пор я таких не видел. Кто бы в джунглях чувствовал себя как дома? Пусть он был не царь зверей, но он изучил их законы и знал эти законы лучше других. Можно было дать ему поддых, можно было плюнуть в морду и разбить сердце, но он тотчас же снова вскакивал и снова был готов сражаться со всем миром. Никогда не хоти умирать. Он не то, что жил по этому правилу, он был из тех, кто его придумал. Первый его план был самый простой. Мы едем в Нью-Йорк и живем как все люди. Я иду в школу, получаю хорошее образование, а он разворачивает новый бизнес, зарабатывает деньги, и мы оба всю жизнь живем счастливо. Выслушав это, я не сказал ни слова, и он перешел к следующему. Мы начнем читать лекции о левитации, сказал он, в церквах, в университетах и дамских клубах, и объездим с ними всю страну. На нас будут стоять в очереди по меньшей мере полгода, да и в самом деле, почему бы нам еще не подзаработать на чудо мальчики. Этот план тоже мне не очень понравился, и он опять только пожал плечами и двинул дальше. «Пакуем вещички», сказал он, «прыгаем в машину и едем в Голливуд. Я стану киноактером, а он моим менеджером и агентом. Как-никак сцена чему-то меня научила, а пробу он мне добудет. Имя у меня есть, мелкая страстишка к фиглярству имеется, так что, может быть, я скоро опять встану на ноги». «А, сказал я, наконец, что-то стоящее». «Я так и думал, что это тебе понравится», сказал мастер, откидываясь в кресле и затягиваясь толстой кубинской сигарой. «Потому приберег, наконец». На том мы и порешили. На следующее утро из отеля пораньше и в восемь уже сели в машину, направляясь вперед к новой жизни, к залитым солнцем холмам Тинзельтауна. Это была долгая в те времена утомительная поездка. Не было еще супертрасс, не было ни Говардов Джонсонов, ни шестирядных боулинговых полос, проведенных от побережья к побережью. Приходилось петлять, ехать через городки и поселки, не очень-то сезон. впереди трахтел фондулак, скопной сена в кузове, это значило не повезло, придется ползти за ним. Если где-нибудь оказывалась разрыта дорога, нужно было разворачиваться, искать объезд, а это чаще всего значило будешь кружить ни часа, ни два. Таковы тогда были условия игры. Однако лично я не жаловался. Я сидел не за рулем, и если хотелось немного отдохнуть, я устраивался на заднем сидении и спал. Иногда, когда мы выезжали на совсем уж пустынный участок, мастер пересаживал меня на свое место, но это случилось хорошо, если раза три, так что 98% пути машину вел он. А на него дорога подействовала как гипноз, и дней через пять или шесть мастер впал в состояние задумчивости, и тем больше в него погружался, чем дальше мы уезжали от побережья. Мы опять оказались в стране широких небес и огромных унылых пространств, и вездесущность воздуха, казалось, по капле вытягивала из него радость жизни. Возможно, он вспоминал о миссис Виттерспун, возможно, о ком-то еще, кто остался в прошлом и не давал покоя, но, вероятнее всего, размышляя о жизни и смерти, пытаясь найти ответ на те пугающие вопросы, которые точат мозги, когда тебя перестает отвлекать что-нибудь более насущное. Зачем я здесь? Куда я иду? Что со мной будет, когда от губ отлетит последнее дыхание? Конечно, это слишком серьезные вопросы, но я обдумывал его поведение в той поездке более полувека и, надеюсь, знаю, о чем говорю. В памяти сохранился один разговор, который, если я его правильно понял, довольно ясно показывает, что же не давало покоя мастеру. Мы тогда были где-то в Техасе, кажется, проехали Форт Уорт, и я болтал с ним со свойственным нефтевремена беззаботным, хвастливым нахальством, без всякой причины и цели, единственное, чтобы послушать самого себя. Калифорния, говорил я, там снега не бывает и купаться можно круглый год, говорят, там почти что рай. Флорида по сравнению с Калифорнией грязная лужа. Нет совершенства на земле, дружок, говорил мастер, не забывай про землетрясения, сели и ураганы, там может быть подряд несколько лет засухи, а потом начинаются грозы, и тогда весь штат становится опасным, как пороховой погреб. Дома горят, и порой быстрее, чем яичница, так что можно быстро остаться без крыши над головой. За это не беспокойтесь. Месяцев этак через шесть мы будем жить в замке. Камни не горят, но если хотите, на всякий случай можно обзавестись личной пожарной командой. Точно говорю, босс, кино это как раз для меня. Я вам столько капусты настригу, что мы собственный банк откроем, сберегательный банк Роули, а главный офис на Сансет Бульваре. Вот увидите, я там сразу стану звездой. Если все пойдет, как я думаю, на кусок хлеба ты заработаешь, это очень важно. Я не вечный, хочу, чтобы ты успел встать на ноги. Мне все равно, кем ты будешь, актером, оператором, мальчиком на побегушках, любое занятие хорошо. Главное, чтобы, когда меня не станет, тебе было бы на что жить. Вы так говорите, будто вы старик, мастер. Вам еще и пятидесяти-то нет, мне сорок шесть. Там, откуда я родом, это считается много. Чушь собачья. Вы попадете на калифорнийское солнышко, и за день прибавится жизни лет десять. Возможно. Но даже если и прибавится, впереди у меня все равно меньше, чем позади. Арифметика простая, Олд. И неплохо бы подготовиться к тому, что нас ждет. Потом наш разговор перескочил на что-то другое, или мы вовсе замолчали, однако эти несколько коротких печальных фраз я запомнил, и потом несколько дней возвращался к ним мыслями. Для человека, привыкшего так старательно прятать свои чувства, они были равнозначны исповеди. Я не помнил, чтобы мастер когда-то так раскрывался, и пусть он снабдил свою речь всеми возможными бы и если, но я был все-таки не так глуп, чтобы не уловить крывшегося за ними смысла. Мысли мои возвратились к сцене в гостинице в Нью-Хейвене, где он хватался за живот. Если бы не головные боли, я, конечно, был бы к нему повнимательнее. И теперь, когда проблемы мои разрешились, а делать было совершенно нечего, кроме разве как глазеть по сторонам, досчитать дни до Калифорнии, я решил впредь не спускать с него глаз. На этот раз я не струшу. Вот как только увижу, что он хватается за живот сразу от волоку к первому попавшемуся врачу. Наверное, он заметил мое беспокойство, потому что вскоре после этого разговора послал все печали подальше и сменил пластинку. Мы выехали из Техаса и мчались теперь по просторам Нью-Мексико, где он стал оживлен и весел. И как я не старался отыскать на его лице, хоть малейший признак болезни, так ничего и не нашел, никакого намека. Понемногу, по горсточке мастер опять пускал пыль мне в глаза, и если бы не происшествие, которое случилось после нашего разговора через шестьсот или семьсот миль, прошли бы месяцы или даже годы, прежде чем я понял бы правду. Такова была сила мастера. Не было ему по уму равных, и когда я отваживался с ним спорить, потом всякий раз утирался. Голова у него работала быстрее, чем у меня, он был намного гибче и опытнее, и в момент мог пустить меня без штанов. Впрочем, да действительно серьезных споров никогда у нас не доходило. Мастер Ягуда обставлял меня сразу, и так было до самого конца. Это была самая утомительная часть пути. Много дней мы ехали по Нью-Мехико, по Аризоне, и через несколько дней мне стало казаться, что мы единственные люди на Земле. Мастеру, наоборот, пустыня понравилась, и он, едва увидав эти безжизненные края, где торчали только камни да кактусы, принялся, тыкая пальцем в какое-нибудь любопытное с его точки зрения геологическое образование, читать мне краткие лекции о невозможности исчисления возраста нашей старушке планеты. Честно говоря, ее возраст меня не трогал. Я не хотел портить ему удовольствие, потому помалкивал и делал вид, будто слушаю, но, посмотрев на четыре тысячи каменных столбов и шесть тысяч каньонов, понял, что хватит с меня этих пейзажей до конца моих дней. Если тут Бог, сказал я наконец, то нам делать нечего. Не ворчи, сказал мастер. Здесь повсюду одна пустыня, какой смысл сидеть и считать, сколько осталось миль. Дорога от этого короче не станет. Тебе ведь хочется в Калифорнию, а другого пути тут нет. А ну, конечно, но я же не обязан его за это любить. Мог бы и попытаться. Тогда и время прошло бы быстрее. Терпеть не могу портить банкеты, сэр, но, по-моему, все эти ваши рассуждения по поводу здешних красот большая туфта. Кому какое до них дело, а? Интересно, там, где есть люди. А убери людей, что останется? Пустое место останется, вот что. А с пустого места чего возьмешь? Ничего. От пустого только давление падает, да глаза закрываются. Тогда закрой их и поспи. А я лучше молча полюбуюсь природой, не горюй, малыш. Недолго осталось. Будут тебе скоро люди, сколько захочешь. 16 ноября над Западной Аризоной занялась заря самого черного дня моей жизни. В эту сухую, как лист бумаги и как все предыдущие утро, примерно в 10 часов мы пересекли калифорнийскую границу и покатили по Мохаве вниз к океанскому побережью. Увидев пограничный щит, означавший финишную прямую, я завопил от радости. Ехали мы на приличной скорости и рассчитывали попасть в Лос-Анджелес к обеду. Помню, мы поспорили, в каком из тамошних шикарных ресторанов провести первый вечер. Вдруг мы увидим Бастера Китона или Гарольда Ллойда, сказал я, вот было бы здорово, а входим мы, например, в роскошный клуб. И там как раз эти ребята спустились с город и жаркой Аляски. И мы поздороваемся с ними за руку. Или, например, вдруг они захотят поразмяться, а я тогда с ними побоксирую. В шутку, конечно. Мастер засмеялся, представив себе эту сцену, а я как раз взглянул на дорогу и ничего не понял. «Это что такое?» сказал я. «Это что такое?» сказал мастер. Через пару минут нам пришлось разворачиваться. Перед поворотом на узкой горной дороге стояли, перекрывая проезд, четверо человек. До них оставалось еще ярдов 200 или 300. И мы не сразу поняли, что это люди. В жаркой, дрожащей дымке они были похожи на призраков, прилетевших с другой планеты, сотканных из мерцающего света и легкого воздуха. Ярдов через 50, я разглядел, что все четверо стоят с поднятыми руками, будто бы голосуют. Я решил, что это дорожные рабочие, и даже подъехав еще ближе и увидев на лицах носовые платки, все равно не догадался. «Здесь пыль и ветер», сказал я про себя. «Наверное, это от пыли». Только когда до них оставалось ярдов 60 или 70, я наконец обратил внимание на то, что в поднятых руках они держат какие-то штуки, которые поблескивают металлом. В ту самую секунду, когда до меня дошло, что это револьверы, мастер ударил по тормозам и газанул назад. Оба мы не издали ни звука. Газ до отказа. Мотор взвыл, нас вдавило в сиденье, и машина заходила ходуном. Четверо десперадус бросились за нами следом, потрясая сверкавшими на солнце револьверами. Мастер сидел, развернувшись назад, чтобы в заднее окошко видеть дорогу, и не увидел того, что увидел я, а я увидел среди бежавших бандитов одного хромого. Несмотря на хромоту, этот тип стощей, длинной, петушиной, шеей бежал быстрее других. Он быстро вырвался вперед, и тот платок развязался, и я увидел его лицо. Пыль там была, как завеса, но этого гада я узнал бы всегда. Это был Эдвард Джи Спарк. Это он гнался за нами. И в тот самое мгновение, когда я его узнал, я понял, что жизнь моя погибла безвозвратно. Стараясь перекричать мотор, я крикнул мастеру, догоняют, разворачивайтесь, сейчас они будут стрелять. Непонятно было, что хуже. На задней скорости далеко мы уйти не могли, но разворот тоже должен был отнять время, и мы подпустили бы их еще ближе. Тем не менее, пришлось рисковать. Нужно было уложиться секунды в четыре, иначе у нас не осталось бы ни единого шанса. Мастер Ягуда резко крутанул руль вправо, делая отчаянный задний разворот, и включил первую передачу. Коробка затряслась, заскрежетала, задние колеса занесло, пирс Эрроу пошел юзом считать придорожные камни. Через секунду, или, может быть, две. Колеса снова поймали дорогу. Мы нацелились в правильном направлении, но тут в спину грянули выстрелы. Пуля угодила в заднее колесо, покрышка лопнула, и машину резко бросила влево. Не отрывая педали от пола, мастер вывернул руль тоже влево. Чтобы не вылететь с дороги, он крутил баранку, как сумасшедший, и уже включил третью скорость, но тут вторая пуля разбила стекло. Мастер вскрикнул, на мгновение выпустив руль. Машину снесло за обочину, и она запрыгла по камням, а плечо мастера покраснело от крови. Бог знает, откуда у него взялись силы, но он снова вцепился в баранку и снова нажал на газ. Не его вина, что уйти нам не удалось. Пирс Эрроу терял управление, а когда мастер попытался вернуться на дорогу, переднее колесо наскочило на каменный выступ, и мы опрокинулись. В течение, может быть, часа я пролежал в беспамятстве. От удара меня подбросило, и последнее, что я помню, это как я лечу на мастера. Наверное, я тогда ударился головой о руль или приборный щиток, так что, когда машина заглохла, я уже был без сознания. За тот час многое произошло, но я все пропустил. Пропустил, как Склис со своими людьми подошел и нашел в багажнике наш сейф, как они пробили три целые шины, как распотрошили наши чемоданы и разбросали вокруг нашу одежду. Почему они не пристрелили нас до сих пор, для меня загадка. Наверняка они об этом говорили, но я не слышала, а теперь нет смысла гадать. Возможно, они подумали, будто мы и так мертвы, возможно, им было наплевать. Сейф со всем, что мы заработали, они забрали. А у нас вид наверняка был такой, что долго мы не протянем. Если и можно найти что-нибудь приятное, когда отнимают все до последнего, то в нашем случае это была ничтожность, доставшейся грабителям суммы. Склис-то, конечно, рассчитывал взять миллионы. Хотел раз в жизни сорвать джек-пот, а ему отломились только двадцать семь тысяч. При дележке на четверых получались вообще жалкие крохи. И я радовался, представляя себе его разочарование. Года и годы я думал о том, как он обманулся в лучших надеждах, и мысль эта грела мне душу. Наверное, я пролежал в отключке около часа, может быть, больше, но никак не меньше. Как бы там ни было, потом я пришел в себя и обнаружил, что лежу на мастере, что мы оба в обнимку лежим с водительской стороны, оба в крови, дверцу перекосило, а мастер еще без сознания. Первое, что я увидел, когда перед глазами перестало плыть, это муравья, ползшего по камню. Я лежал вниз лицом, и рот был забит землей. Меня выбросило в окошко, которое в тот момент было открыто. И хоть в этом мне повезло, если правомерно говорить в подобной ситуации о каком-то везении. Однако, по крайней мере, не случилось пробить головой стекло. Уже за это можно и поблагодарить. По крайней мере, мне не изрезало лицо. Я жутко ударился лбом. Тело все было в синяках и ушибах, но кости остались целыми. Я понял это, поднявшись, когда попытался выползти из-под дверцы. Получи я серьезную травму, я не смог бы двинуться с места. Однако, приподнять дверцу, сорвавшуюся с петель, оказалось непросто. Весила она с полтонны. На нее давила накренившаяся машина. Рычага никакого у меня не было, и потому в общей сложности я барахтался минут пять. В лицо дохнул жар пустыни, но после духовки, в которую за это время успел превратиться пирс Эрроу, даже этот воздух показался едва ли не свежим. Пару секунд я посидел на корточках, чтобы отплеваться и отдышаться, а потом взялся за машину, но едва прикоснулся к нагревшемуся металлу, подпрыгнул от боли. Я шлепнулся задом, поднялся и решил влезть в машину с другой стороны. Обежал кругом, по пути заметил, что багажник открыт, и наш ящик с деньгами исчез, но поскольку другого не ждал, то лишь машинально отметил это и выбросил из головы. Машина наша лежала на левом боку, на краю выхода каменистой породы, и между землей и дверцей оставался небольшой дюймов шесть или восемь зазор. Голова туда не пролезала, но, распластавшись, я увидел свисавшую голову мастера. Не могу объяснить, как и почему, но в ту же самую секунду, когда я увидел его сквозь щель, мастер открыл глаза. Он перехватил мой взгляд и сделал усилие, изобразив некое подобие улыбки. — Уолт, вытащи меня отсюда, сказал он. — Сам не могу. Рука у меня не работает. Я опять обижал машину, снял с себя рубашку и обернул в ею руки, сделав некое подобие рукавиц, чтобы снова не обжечься. Скарабкался на крышу, светился животом вниз и дотянулся до мастера. К несчастью, он был ранен именно в правое плечо. Рукой было не шевельнуть. Он все-таки сумел приподняться, высвободил левую руку, для чего ему пришлось постараться и хорошо постараться. Теперь-то я понимаю, какую он чувствовал боль. Потом я велел ему подождать, потом выдернул из штанов ремень, потом сделал петлю и опустил ему. Вроде бы все получилось. Мастер ухватился за петлю левой рукой, и я потянул его наверх. Не помню, сколько раз он ударялся о крышку. Сколько соскальзывал обратно, но мы оба были упертые, и минут через двадцать, а может тридцать, я его все-таки вытащил. Итак, мы сидели посреди пустыни Мухавы. Машина сдохла, воды у нас не было, а до ближайшего городка нужно было шлепать миль сорок. Все это было само по себе паршиво, но еще паршивее было то, что мастер ранен. За два часа он потерял много крови. Пуля раздробила кость, разорвала мышцу, а на то, чтобы выбраться из машины, у него ушли последние остатки сил. Я усадил его в тени, которую отбрасывал Пирс Эрроу, и кинулся собирать разбросанную одежду. Я поднимал с земли его тонкие белоснежные рубашки и шелковые галстуки штучного шитья, а когда набрал целый ворох, то вернулся и занялся перевязкой. Лучшего я ничего не придумал, а это было почти бессмысленно. Я разорвал рубашки на ленты, потуже перевязал плечо, перетянул галстуками, но повязка набухла от крови, не успел я закончить. Теперь отдохнем немного, сказал я. Жара спадет и посмотрим. Может, сумеете встать, и тогда пойдем. Глупости, Уолт, сказал мастер, ничего не получится. Выйдет. Пойдем себе потихоньку. А кто-нибудь да проедет и нас и подберет. С утра не прошло ни одной машины. Пройдет, мастер. Кто-нибудь непременно пройдет. Закон среднего арифметического. А если нет, тогда я понесу вас на себе. Так или иначе, а до костоправа мы доберемся. А он вас залатает, будьте любезны. Мастер Игуда закрыл глаза и, морщись от боли, прошептал. Деньги забрали, Уолт? Угадали. Все до последнего цента. Ну и ладно, сказал он, изобразив гримасу, даже похожую на улыбку. Легко нажили, легко потеряли. А, Уолт? Не говоря уж о том, что там одна мелочь. Мастер было засмеялся, но от смеха боль усилилась, и он замолчал. Он посидел так, собрался силами, а потом без всякой связи с предыдущим взглянул мне в глаза и произнес. Через три дня мы должны были быть в Нью-Йорке. Древняя история, босс. Через день мы будем в Голливуде. Мастер долго молча на меня смотрел. Потом вдруг потянулся и взял мою руку в свою. Ты стал таким, какой есть благодаря мне, наконец сказал он. Разве не так, Уолт? Конечно так. Я был черт знает чем, когда вы меня нашли. Я хочу, чтобы ты знал. Это работает в обе стороны. И я стал таким, какой есть, благодаря тебе. Я не знал, как на это ответить, и потому промолчал. В его голосе и словах мне послышалось нечто странное, и я вдруг перестал понимать, что происходит. Не скажу, будто я испугался, во всяком случае, не тогда. Однако в желудке вдруг что-то вздрогнуло, затрепетало. А у меня это всегда было знаком воздушной тревоги. Я знал, что когда начинается это фанданго, это значит, ветер вот-вот переменится. не не бойся, уолт, продолжал мастер, все будет хорошо. Хочется верить. Вы на меня так смотрите, что у кого угодно коленки затрясутся. Я просто думаю, вот и все. Обдумываю ситуацию самым тщательным образом. Не из-за чего волноваться. Я и не волнуюсь. Коли вы на меня не наезжаете. Чего это мне волноваться? Ты ведь мне веришь, волноваться? Конечно, верю. И сделаешь для меня все, не так ли? Конечно, вы и сами знаете. Вот отлично. Заберись еще раз в машину и достань из бардачка револьвер. Револьвер? Ну, а кой он вам? Бандиты-то смылись? Тут только мы с вами да ветер. Да и то такое, что и ветром-то не назовешь, не задавая лишних вопросов. Сделай, как я говорю, и достань револьвер. Был ли у меня выбор? Вероятно, да, был. Вероятно, мне следовало отказаться, и тогда все закончилось бы иначе. Но я не посмел ослушаться мастера. Только не тогда, только не в тот раз. Ему понадобился револьвер, и мое дело было его достать. Потому, не говоря больше ни слова, я полез в машину. Благослови тебя Бог, Уолт, сказал мастер, когда через минуту я подал ему револьвер. Второго такого мальчишки нет на всем белом свете. Только осторожней, сказал я. Он заряжен, а нам только несчастного случая не хватало. Подойди поближе, сынок, сказал он, похлопав ладонью по земле рядом с собой. Садись, выслушай, что я скажу. Я начал жалеть о том, что послушался. Сладкие нотки в голосе мастера всегда предвещали и, конечно, сесть-то я сел, однако в желудке уже будто вращалось тележное колесо и к горлу подкатился комок. Мастер был белый, как мел. На усах висели мелкие капельки пота, рука дрожала, его лихорадила. Но взгляд оставался твердый. Вся сила, которая еще жила в мастере, сосредоточилась в этом взгляде, и он не отводил его от меня, покуда не договорил. Выслушай меня, Уолт. Мы влипли в дрянную историю, и нужно теперь выбираться. Выбираться быстро, иначе конец обоим. Может быть, но сейчас-то нет смысла двигаться, хоть подождем, пока спадет жара. Не перебивай. Сначала выслушай до конца, потом скажешь. Он на мгновение замолчал, облизал пересохшие губы, но слюны у него почти не было, так что легче ему не стало. Нужно вставать и идти. Это само собой, и чем дольше мы сидим на месте, тем хуже. Беда в том, что я не в состоянии не встать, не идти, ничего не поделаешь. А к тому времени, когда сядет солнце, я ослабею еще больше. Может, да, может, и нет. Никаких может, умник. Потому, чтобы не сидеть зря и не терять драгоценное время, я кое-что придумал. Да, и что же? Я останусь, и ты пойдешь один. Выбросьте из головы, я без вас с места не двинусь. Я когда-то дал вам такое слово и намерен его сдержать. Это делает тебе честь, малыш, но так ты только наживешь себе новые сложности. Нужно идти, а со мной далеко не уйдешь. Посмотри же фактом в лицо. Сегодня мы были вместе последний раз. Ты это знаешь, и я это знаю, и чем раньше мы перестанем ходить вокруг да около, тем нам же легче. Мне не легче. Дешево вы хотите меня купить. Тебе не хочется меня оставлять, не потому, что ты думаешь будто остаться твой долг, а потому, что тебе жалко бросать меня одного в таком состоянии. Тебе не хочется, чтобы я страдал, и я тебе благодарен. Значит, ты хорошо усвоил мои уроки, но я предлагаю выход, и если ты поразмыслишь, ты поймешь, что это лучший выход для нас обоих. Какой выход? Очень простой. Ты возьмешь револьвер и выстрелишь мне в голову. Да идите вы, мастер! Нашли время шутить. Я не шучу, Уолт. Ты пристрелишь меня и пойдешь дальше своей дорогой. Голову вам напекло, вот и болтаете, черт знает что. Вы в плечо ранены, в плечо. Конечно, больно, но не смертельно же. Любой врач вас починит в три счета. Я говорю не о ране, я говорю о болезни. У меня рак, Уолт. Не зачем больше морочить друг другу голову. В кишках у меня все изъедено и разрушено. И осталось мне не больше шести месяцев. Даже если мы отсюда выберемся, я все равно не жилец. Так почему не взять вожжи в руки? Впереди у меня только шесть месяцев новых мучений и все. Я хотел успеть, прежде чем сыграю в ящик, помочь себе начать все заново. Да значит не судьба. Плохо. Все плохо, Уолт. Но ты оказал бы мне большую услугу, если бы взял и вы сами не понимаете, что несете. Смерть не такая и страшная, Уолт. Если человек прошел свой путь до конца, это единственное, чего он на самом деле хочет, а я не хочу. Ни за что не хочу. Можете просить до второго пришествия, я вас все равно не убью. Если ты отказываешься, мне придется сделать это самому. Себя убить намного труднее. Я надеялся, ты избавишь меня от лишних мучений. Господи боже, мастер, положите револьвер. Прости, Уолт. Если не хочешь смотреть, попрощайся и уходи. Не буду прощаться. Я вообще не буду с вами разговаривать, пока вы его не положите. Но он больше меня не слушал. Все так же, глядя мне прямо в глаза, он приставил револьвер к виску и взвел курок. Он будто ждал, чтобы я его остановил, чтобы я протянул руку и отнял револьвер, но я не пошелохнулся. Я просто сидел и смотрел и ничего не сделал. Рука у него дрожала, по лицу катился пот, но взгляд был ясный и твердый. Помни хорошее, сказал он, помни то, чему я тебя учил. Потом он один раз проглотил комок в горле, закрыл глаза и нажал на спусковой крючок. Часть третья Три года я выслеживал Склиза. Больше тысячи дней болтался по всей стране от Сан-Франциско и до Нью-Йорка, разыскивая этого ублюдка. Жил как придется, таскал кошельки из карманов, постепенно снова восстановясь оборванцем, кем я, собственно, на самом деле и был. Ехал на попутках, в товарных вагонах и шел пешком. Спал в подъездах, в ночлежках, в чистом поле, в незапертых сараях, в городах. В одних бросал кепку на татуар и жонглировал апельсинами, в других мыл полы и убирал мусор, в третьих воровал. Тащил еду из ресторанных кухонь, деньги из касс, носки и белье из вулварта, то есть все, что плохо лежит. Стоял в очереди и клевал носом на проповедях в армии спасения. Танцевал на уличных углах чечетку, пел за ужин. Однажды в киношке в Сиэтле заработал десять долларов у старика, которому захотелось у меня отсосать. В другой раз в Миннеаполисе нашел в сточной канаве стошку. За эти три года десятки людей в десятках мест подходили ко мне и спрашивали, не уолт ли я чудо-мальчик? В первый раз меня застигли этим вопросом врасплох, но с тех пор я держал на готове. Прости, приятель, никогда о таком не слышал, ты меня с кем-то спутал. И, не слушая продолжения, быстренько приподнимал кепочку и нырял в толпу. Когда я его нашел, мне было почти восемнадцать. Через два месяца должна была состояться инаугурация Рузвельта. Я стал ростом пять футов, пять с половиной дюймов и перестал расти. Бутлегеры еще не исчезли, но сухой закон уже дышал наладан, и все они думали, куда бы опять вложить денежки так, чтобы не платить налогов. Тогда-то я его и нашел. Сообразил, что гувер вот-вот сойдет со сцены и принялся совать нос во все подпольные разливухи. Склиз был придурок и вполне мог не бросить издыхающий бизнес. А если он этим занимался, то, скорее всего, не один, а с кем-нибудь в доле, и в таком случае он должен был обосноваться где-нибудь ближе к дому. Такой вывод позволил мне исключить как западное побережье, так и восточное. Потеряв на них слишком много времени, я, наконец, сузил круг и пошел проверять старые лежбище Склиза. Я не нашел его ни в Сент-Луисе, ни в Канзас-Сити или Амахе, и тогда прочесал весь Средний Запад, Милоки, Цинценатти, Миннеаполис, Чикаго, Детройт. Из Детройта я снова вернулся в Чикаго, куда безуспешно заглядывал уже три раза, однако в четвертый мне повезло. Забудьте счастливую тройку. Три неудачные попытки и аут, но если есть в запасе четвертая, получаешь первую базу, так что, вернувшись в Чикаго в январе 1933 года, я ее получил, то есть напал на след. След привел в Рокфорд, Иллинойс. И прокатившись всего-то восемьдесят миль, я его нашел. В три часа ночи он сидел на складе, сторожил двести ящиков свободного от налогов контрабандного канадского ржаного виски. Было бы очень просто пристрелить его сразу на месте. В кармане у меня лежал заряженный револьвер, а учитывая, что револьвер был тот самый, с которого тремя годами раньше застрелился мастер, направить его против Склиза было бы не грешно. Однако у меня был план, который я долго вынашивал, и я не стал его портить. Мне было мало его просто взять и убить. Я хотел, чтобы он знал кто, за что и почему, иными словами, чтобы он успел перед смертью все хорошенько прочувствовать. В конце концов, око за око, а если не делать месть сладкой, то на кой она вообще нужна? Так что, входя тогда в ту кондитерскую, я намерен был получить полный набор пирожных. План мой был не совсем простой. В жизни бы я его не изобрел, если бы не вспоминал о ферме в Сиболе или забыл бы те книжки, которые мне читал Эзоп. Одна из них в синем потрепанном переплете была про короля Артура и рыцарей круглого стола. После моего тезки Уолтера Роули эти парни в железных прикидах были самыми моими любимыми героями. Я часто просил Эзопа про них почитать. И когда бы я не попросил, когда лечил очередную рану или же просто куксился, боясь очередной ступени, Эзоп оставлял учебники, поднимался ко мне и садился рядом, и я навсегда запомнил, как любил тогда слушать рассказы про черных магов и приключения. Оставшись на свете один, я часто их вспоминал. В конце концов, теперь я тоже исполнял обет. Я тоже искал свой святой Грааль. А примерно через год начали происходить удивительные вещи. Волшебная чаша из книжки постепенно стала обретать реальность. Выпей из чаши, и она даст тебе жизнь. Однако моя жизнь, та, которая мне была нужна, могла начаться только со смертью Склиза. Смерть Склиза стала моим Граалем, и я искал ее, чтобы жить. Выпей из чаши, и она даст тебе смерть. Мало-помалу эта вторая чаша, чаша смерти, заменила первую, а я, мало-помалу, перебираясь из города в город, придумал, как я его убью. Окончательно план мой сформировался в Линкольне, штат Небраска, где в момент, когда я наклонился над миской благотворительного супчика, в лютеранской миссии святого Олафа, меня вдруг осенило, и я, наконец, принял решение. Я насыплю в чашку стряхнина и заставлю ублюдка все выпить. Как встала тогда передо мной эта картина, так потом и стояла перед глазами. Я приставлю ему к виску револьвер и заставлю испить до дна. Потому я не выстрелил, а потихоньку пробрался внутрь, в этот холодный пустой склад в Рокфорде, штат Иллинойс. Я три часа, скорчившись, просидел за ящиками, а действовать начал только тогда, когда усталый Склиз стал клевать носом. И оказался на удивление спокоен, особенно если учесть, сколько лет пришлось ждать этого мгновения. «Привет, дядюшка», сказал я шепотом ему в самое ухо, «давненько не виделись». Ствол я крепко прижал к затылку, а чтобы у Склиза не осталось сомнений, для убедительности щелкнул затвором. Над столом, у которого он сидел, тускло горела лампочка в сорок ватт. На столе стояли все необходимые сторожи орудия ночного труда, термос с кофе, бутылка с ржаным виски, широкий стакан, воскресная газетенка с комиксами и револьвер тридцать восьмого калибра. «Уолт», сказал он, «это ты, Уолт?» «Живой и здоровый, дяденька, твой любимый племянник». «А я ни черта не слышал. Ты как сюда пробрался?» «Положи руки на стол и не оборачивайся. Как только потянешься за револьвером, ты мертвец, понял?» Он коротко, нервно хохотнул. «Ага, понял». «Вспомним старые добрые времена. Один сидит на стуле, другой стоит с револьвером. Надеюсь, тебе по душе, что племянник пошел по семейным стопам. «На кой тебе это, Уолт? Заткнись!» Только вякни ползвука про жалость. Сам заткнул раз и навсегда. «Господи, Иисусе! Дай же ты мне хоть опомниться!» Я потянул носом воздух. «Чем это тут пахнет, а, дяденька? Не наложил ли ты у нас в штаны, а? А я-то всегда думал, будто ты крутой. Три долгих года я только и думал, какой же ты у нас крутой!» Рехнулся Уолт. «Я же тебе ничего не сделал!» «Точно воняет говном!» «Или это так страхом несет!» «Может, так воняет твой страх, дорогой дядя Эдди?» Я переложил револьвер в левую руку, а правый снял сумку. И, не давая ему заполнить возникшую паузу в разговоре, который уже начинал действовать мне на нервы, швырнул поверх его головы на стол. «Открой!» сказал я. Пока он расстегивал молнию, я подступил к столу сбоку, забрал его револьвер и опустил в карман. Потом, медленно отводя от затылка ствол, встал перед ним. Теперь я целил ему в лицо, а он сунул руку в сумку и достал из нее содержимое. Сначала бутылочку с завинчивающейся крышкой, в которой было отравленное молоко, а потом серебряный потир. Потир я спер два года назад в одном ломбарде и с тех пор носил с собой. Он был не из дорогих, просто с серебряным покрытием, зато с красивой чеканкой, изображавшей всадников и лошадей. А тем вечером я его еще и начистил до блеска. Когда потир оказался на столе рядом с бутылочкой, я отступил шага на два назад, чтобы лучше видеть всю сцену. Спектакль вот-вот начинался, и я ничего не хотел упустить. Склиз показался мне старым, будто создан был прежде Холмов. После нашей последней встречи он постарел лет на двадцать, а в глазах было столько страданий, столько смятений и боли, что человек послабее мог бы его пожалеть. Я не пожалел. Я хотел его смерти. И даже отыскав у него в лице следы человекообразия, при мысли о том, что сейчас он умрет, просто-таки вспыхнул от радости. «Что это значит?» Сказал он. «Что время принять коктейлю?» «Наливай себе амиго, а потом выпей за мое здоровье». Похоже на молоко. Молоко и есть. На все сто процентов и даже больше. Прямо из-под буренки. Детское развлечение. Терпеть не могу это дерьмо. Молоко полезное. Укрепляет кости и способствует хорошему настроению. «Ты что-то постарел, дядюшка. И сдается мне самое время тебе припасть к источнику вечной юности. Молоко способно творить чудеса. Сделаешь пару глоточков и никогда больше не состаришься. Стало быть, ты хочешь, чтобы я налил молоко в эту чашку? Больше ничего. Налей молоко. Подними чашу повыше. Скажи долгих тебе лет, Уолт, и пей. Пей до дна, до последней капли. А что потом? Ничего. Ты окажешь миру большую услугу, Склис. И бог тебя вознаградит. Здесь ведь я так... Может так, а может не так. У тебя есть только один способ проверить. Псих. Ты, должно быть, совсем спятил, если думаешь, что я буду это пить. Не выпьешь, получишь пулю в лоб. Пей, а вдруг повезет. Ага, повезет. Как тому самому парню, который закрутил китайца, да угодил себе по башке. Заранее-то как узнать? Может, это я просто попугать тебя решил? Может, если выпьешь? За здоровье, племянечка, я еще и о деле с тобой поговорю. О деле? О каком деле? О том самом. Может, я хочу с тобой посотрудничать. Я ведь на Мелиск-Лис, так что мне нужна работа. Я, может, помощи пришел попросить? Да, конечно, я тебе помогу. О чем речь? На кое-то молоко. Если надо, я и так утром же поговорю с Бинго. Ладно. Ловлю на слове. Но для начала ты все-таки подзаправишься витамином Д. Я шагнул к нему, перегнулся через стол и приставил ствол к подбородку. И сделаешь это немедленно. Руки у Склиза затряслись, но он все-таки взял бутылочку и отвинтил крышку. Не расплескай, сказал я, когда он наклонил ее над потиром. Прольешь хоть каплю, спущу курок. Белая жидкость сперелась из сосуда в сосуд, и на стол не упало ни капли. Хорошо, сказал я. Очень хорошо. А теперь поднимай и говори тост. Скунс этот уже обливался потом. Он поднес молоко ко рту, и я полной грудью вдохнул его вонь и был, был в эту минуту счастлив, потому что он понял, что пьет. Я смотрел, как растет у него в глазах страх и вдруг тоже задрожал. И ни от жалости, ни от стыда. Я задрожал от радости. «Да пей же ты, старый хрен!» — сказал я. «Раскрывай пасть и давай делай буль-буль!» Он закрыл глаза и начал пить. Выпил бы он или нет, Склис был все равно обречен. Но, по крайней мере, я дал ему каплю надежды. Яд лучше пули. Пуля убивает наверняка, а про яд я мог и наврать. А даже если и не наврал, вдруг ему повезет, и он отравится, да не насмерть. Если дают пусть один, но шанс, хватаешься, как за соломинку. Потому Склис зажал пальцами нос и стал пить. И что бы я ни думал об этом, подонке выпил он прописанное лекарство, как полагается хорошему мальчику. Проглотил свою смерть, будто касторку. И ничего, что лил слезы. Глотал воздух и всклипывал после каждого глотка. Все равно держался он молодцом. Я стоял, как дурак, и ждал, когда подействует яд, и в лице появятся признаки муки. Секунды шли одна за другой. Но этот ублюдок и не думал откидываться. Я-то думал, что все произойдет быстро, что пара глотков и он сдохнет, а Склис допил до конца и стукнул чашкой о стол. И только тут я сообразил, что молоко нейтрализует стряхнин. «Вот же гад!» — сказал он. «Вот же гад, сукин ты, сын, долбанный!» Видимо, он заметил мое удивление. Он принял такую дозу, какой можно было свалить слона, но поднялся, опрокинув стул, и ухмыльнулся, как злобный гном, только что выигравший в русскую рулетку. «Стой, где стоишь», — сказал я, указав револьвером место. «Иначе пожалеешь». Он в ответ только рассмеялся. «Кишка тонка! Жопа ты, жопа!» И он был прав. Он повернулся, двинулся прочь, а я был не в силах выстрелить. Спина его была отличной мишенью, а я только стоял и смотрел, и никак не мог заставить себя нажать на курок. Он сделал шаг, еще шаг. Он почти уже скрылся в темной глубине склада. Я слушал, как рассыпается дробью, отскакивая от стен его безумный, издевательский хохот, и это было невыносимо. Но как раз в ту самую секунду, когда я подумал, что все, я дал ему уйти, яд вдруг сработал. Склис прошел шагов целых двадцать, или, может быть, даже тридцать, только дальше он не ушел. А это означало, что самым последним буду смеяться все-таки я. Я услышал, как в горле у него вдруг заклокотало, потом как он упал, а потом я оторвался от места, подошел и увидел, что он лежит, распластавшись на полу, мертвее мертвого. Сначала я даже не поверил, и потому поволок его назад к свету, а волок я его за шиворот носом по цементному полу. Я дотащил его почти до стола и наклонился, чтобы на всякий случай всадить в него пулю, как вдруг сзади раздался голос. «Окей, приятель!» — сказал голос. «А теперь брось пушку и подними руки». Я выпустил револьвер, поднял руки, а потом медленно, очень медленно развернулся лицом к вошедшему. На вид он абсолютно ничем не отличался от прочих людей. Обыкновенный парень, лет около сорока или немного постарше. Он был в шикарном, синим в полоску костюме, в дорогих черных туфлях, а из нагрудного кармана выглядывал край платка веселенького такого персикового оттенка. Самую первую секунду он было показался мне старше, но это я обманулся из-за седины. А как только взглянул на лицо, сразу увидел, что он никакой не старик. «Ты пришел одного из моих людей», — сказал он, «нехорошо, малец. Мне плевать, сколько тебе лет. Ты поступил очень плохо и должен быть за это наказан». «Ага, верно», — сказал я. «Убил ублюдка». Его следовало убить, вот я и убил. Со змеей иначе не поступают. Когда змея заползает в дом, что с ней прикажете делать? Хотите, пристрелите меня, мне все равно. Я сделал, зачем пришел, а на остальное плевать. Если уж умирать, то, по крайней мере, счастливым. Брови у незнакомца от удивления приподнялись на одну шестнадцатую дюйма. Маленькая моя речь произвела большое на него впечатление. Две секунды он думал, а потом мне показалось, что впечатление-то хорошее. «Значит, ты хочешь умереть», — сказал он. «Правильно ли я тебя понял?» «Я такого не говорил». «Но револьвер у вас, а не у меня. Так что, если вы решите спустить курок, один черт. А если я не стану стрелять?» «Как, по-твоему, я должен с тобой поступить?» «Но, учитывая, что вы только что потеряли одного из своих людей, вы могли бы решить нанять кого-нибудь взамен». «Не знаю, давно ли склис проходил у вас по платежке, только наверняка достаточно, чтобы вы уже знали, что это за мешок дерьма. Иначе я тут уже не стоял бы, правда?» Валялся бы на полу, как миленький, с дыркой в сердце. «Склис был, конечно, не сахар. Спорить не стану. Вы немного потеряли с ним, мистер. Почитайте плюсы и минусы, и поймете, что лично вы в выигрыше. Чего ж делать вид, будто вам с ним жалко расставаться? Пакость она пакости есть. Какую бы он там работу не выполнял, я все равно ее выполню лучше. Слово даю. Язык у тебя, малец, точно подвешен неплохо. После того, через что мне пришлось пройти за три года, больше у меня, кажется, ничего не осталось. А имя? Имя-то у тебя осталось или тоже потерял? Меня зовут Уолт. И это все? Уолт Роули, сэр. А знаешь ли ты, Уолт, кто я? Нет, сэр, понятия не имею. Я Бинго Уэлш. Слышал когда-нибудь? Конечно, слышал. Вы мистер Чикаго. Правая рука босса О'Мелли. Вы главный в лучшей команде, Бинго. Вы стартер. Человек, который приводит в движение маховик, а потом все остальное. На такую характеристику Бинго не мог не улыбнуться. Когда второму номеру говорят, что он первый, хочет он или нет, он проглотит лезть. Я же, учитывая, что револьвер все еще смотрел на меня, не очень стремился передавать ему вторую часть того, что о нем говорилось. Коли нашелся способ продлить себе жизнь, я готов был чесать ему спину хоть до петухов. Окей, Уолт, сказал он. Можно попробовать. Поработаешь два-три месяца, а там поглядим. Назначим тебе, так сказать, испытательный срок. Если спечешься, пеняй на себя. Отправишься в долгое странствие. — Куда я отправился, Клиза? — Такова сделка, малец. Хочешь — соглашайся, не хочешь — отказывайся. — По-моему, это по-честному. — Если не справлюсь, отрубите мне башку топором. — Ну, да с этой мыслью жить можно. С какой стати я должен отказываться? — Коли я не смогу вам понравиться, Бинго, то на кой мне черт вообще жить? Так началась моя новая карьера. Теперь за веревочки дергал Бинго. И постепенно я стал его мальчиком на побегушках. Два месяца испытательного срока оказались и впрямь непростым испытанием для моей нервной системы. Однако по их истечении голова моя осталась при мне. А потом я привык, и мне даже понравилось. О'Мелли контролировал огромную сеть предприятий в округе Кук. А Бинго отвечал за всю музыку. Игорные залы, бордели, игровые автоматы, охрана. Бинго всеми правил твердой рукой, ни перед кем не отчитываясь, только перед самим боссом. Мы познакомились с ним в сложный момент, когда шел переходный период, но к концу того года Бинго снискал себе репутацию одного из самых умных людей на Среднем Западе. Мне повезло, что я стал учиться именно у него. Бинго меня прикрывал, я его слушался. И вскоре жизнь моя переменилась. После трех голодных сиротских лет я опять, наконец, отъелся, в карманах завелись денежки, а в шкафу приличные вещи. Счастье опять неожиданно мне улыбнулось. И поскольку я был мальчиком Бинго, передо мной были открыты все двери. Я начал его посыльным. Бегал по поручениям и выполнял мелкую работу. Подносил зажигалку, отдавал в чистку костюмы. Покупал его подружкам цветы, надраивал колпаки на колесах. Я бежал на свист, как ретивый щенок. Звучит это унизительно, однако лично я ничего не имел против, чтобы побыть лакеем. Я знал, мое время придет. И под крылышком Бинго чувствовал к нему лишь благодарность. В конце концов шла депрессия. И на что еще я мог рассчитывать? У меня не было ни образования, ни опыта, ни профессии. Кроме той, о какой следовало забыть, так что я запихнул свою гордость куда подальше и делу, что велено. Если бы, чтобы заработать на жизнь, мне сказали лизать башмаки, лизал бы, как миленький, и, более того, стал бы лучшим башмака-лизом штата. Кому какое дело? Что мне приходилось выслушивать его болтовнёй, смеяться шуточком. Бинго был отличный рассказчик, и, собственно говоря, шутить он, когда хотел, тоже умел. Потом, убедившись в моей преданности, он отпустил поводок. Начиная с весны, я двинулся вверх, и с тех пор вопрос состоял только в том, насколько быстро я одолею следующую ступеньку. Бинго дал мне напарника, бывшего боксера, которого звали Заика Гроган. И вдвоём с Гроганом мы еженедельно обходили все кондитерские рестораны и бары, собирая для Омелли дань, причитавшуюся за крышу. Заика Гроган был не мастер вести беседы, что явствовало из его прозвища, и я молол языком за двоих, и когда нам случалось столкнуться с разгильдяем и лодорем, отказавшимся платить им сду, столь живо рисовал, какая участь ожидает таких клиентов, что Заике почти что не приходилось пускать в ход кулаки. Он, разумеется, был полезен, отлично играя роль убедительного аргумента и альтернативного варианта, однако я ставил себе задачи только так его использовать, ловко улаживал спорные моменты, чем и стал вскоре гордиться. Через короткое время Бинго, который следил за моими успехами, повысил меня в должности, отправив собирать лотерейный налог в Южном районе. С Заикой мы поработали хорошо, но одному мне было ещё лучше, так что потом шесть месяцев я ходил по цветным кварталам, заговаривал зубы клиентам и за выигрыш в пару долларов. Они платили мне медики и серебряные монетки. У всех, от церковного сторожа до мальчишки, уличного разносчика газет, была собственная система, и им нравилось мне про неё рассказывать, а мне нравилось их слушать. Откуда они только не брали цифры. Цифры снились, получались в результате сложения или деления, цены на картошку, дата рождения, числа трещин на тротуаре, суммы номерных знаков на автомобилях, номера счёта из прачечной или числа прихожан, в воскресенье пришедших на проповедь. Поскольку шанс выиграть в лотерее обычно равнялся нулю, если они проигрывали, то зла на меня не держали. Зато в тех редких случаях, когда кто-то всё же выигрывал, я становился посланцем госпожи Удачи, придворным её кавалером, герцогом её величества Фортуны, и приятно было смотреть, как светлели при виде меня их лица, и они легко расставались с деньгами. Одним словом, славная была работка, так что, когда я снова пошёл на повышение, жалко было бросать. После лотереи, в начале 1936 года, я занялся тотализатором и отвечал за ставки в одном грязном прокуренном притончике в задней комнате при химчистке, располагавшейся на Локост-стрит. Посетители приходили туда, будто что-то сдать, в чистку, бросали грязные штаны и рубахи возле прилавка и проходили дальше, вглубь помещения, сквозь ряды, висевшие на плечиках одежды. Много кто из переступивших порог задней комнаты посмеивался насчёт того, как их у нас чистят. Это же было постоянным предметом шуток и среди моих подчинённых, а ещё мы заключали пари, сколько человек сегодня сострит по этому поводу. Мой кассир Уальда Макнейр однажды сказал, здесь единственное место в мире, где тебе одновременно чистят штаны и карманы. Но проиграйся хоть в пух и прах, последняя рубашка таки останется за тобой. Я вёл неплохой бизнес в этой комнате при химчистке Бенни. Народ варил валом, и я нанял мальчишку, который надраивал всё до блеска. А сам я следил, чтобы окурки бросали не на пол, а в пепельницу. У меня были телетайпы, последнее слово коммерческой связи, присылавшие сообщения со всех крупных ипподромов. У меня была прочная крыша из полдюжины, кажется, полицейских, которые отлично прикрывали меня от закона, так как я регулярно вносил свои взносы в частные пенсионные фонды. У меня был 21 год, и как ни посмотри, с любой точки зрения я тогда неплохо устроился. Я жил в отличном номере в гостинице «Феттерстоун». Шкаф ломился от новых костюмов, шитых у макаронников за полцены. И я всегда мог себе позволить провести вечер в Ригле и посмотреть матч щенков. Все это было само по себе прекрасно, но главное, у меня были женщины, много женщин, десятки женщин, и я старался изо всех сил, чтобы устройство в моих штанах не болталось без дела. С тех пор, когда семь лет назад в Филадельфии передо мной встал тот кошмарный выбор, я относился к яйцам как к самой большой драгоценности. Ради них я пожертвовал славой, деньгами, расстался с чудо-мальчиком и теперь хотел этот свой выбор оправдать. В Чикаго я прибыл уже как бы мужчиной, однако по-настоящему начал карьеру трахальщика, только попав к бингу, когда стал зарабатывать столько, что денег хватало подобраться к любым симпатичным трусикам. Первые пенки я оттряхнул на дорогах западной Пенсильвании в компании фермерской девушки по имени Нельма Чилт, но это почти не считалось. Побарахтались в холодном амбаре, обслюнявили друг дружку, потискали, похватали, толком не понимая, что и куда. Потом, когда я нашел в Миннеаполисе сто баксов в сточной канаве, я три раза прошелся по шлюхам и все равно на улице города Боровов вступил необстрелянным новичком. Начав же новую жизнь, я сделал все от себя зависящее, чтобы наверстать потерянное в розысках скли за время. Так моя жизнь и шла. Организация стала моей семьей, и меня не мучила совесть от того, что я сдружился с плохими парнями. Я считал себя таким, как они. Защищал то же, что и они, и никому ни разу ни слова не сказал о том, кем был раньше, ни бинго, ни девочкам, с которыми спал. Я предал забвению прошлое и уповал на будущее. Воспоминания были слишком болезненны, и я закрывал глаза, делал очередной шаг, с каждым шагом все менее напоминает того человека, который учился у мастера и ягуды. Лучшая часть меня осталась лежать рядом с ним в калифорнийской пустыне. Вместе со спинозой, с газетными вырезками про чудо мальчика Уолта, со шнурком, с отрезанным пальцем, и пусть они снились мне каждую ночь, днем я зверел при одной только мысли о прошлом. Когда я отправил склизь на тот свет, я думал, будто теперь свободен, но, как выяснилось, напрасно. Жалеть я ни о чем не жалел, однако мастер и ягуда как был мертв, так и остался, а его не могли заменить все бинго вместе взятые. Я шагал по чикагским улицам, будь то куда-то двигаясь, будь то обыкновенный мистер такой-то, а на самом деле я был не такой-то, а вообще никакой. Без мастера я был никто, и никуда я не двигался. Один раз у меня появилась возможность изменить все, пока не поздно, крохотная возможность сократить убытки и дать деру, но выпасть-то она выпала. Да я оказался чересчур слеп и ничего не понял. Это случилось в октябре 1936 года, когда я уже едва не лопался от сознания собственной важности и думал, будто так будет всегда. В тот день я ушел из химчистки по своим делам сначала к Броуэру постричься, побриться, потом на Обош-авеню к Леммелю пообедать, а потом в Ройл-парк-отель на свидание с танцовщицей по имени Дикси Синклер. Свидание должно было состояться в половине второго в номере 409, и штаны у меня уже топорщились от предвкушений приятного. Я свернул на Обош-авеню, и до дверей ресторана оставалось ярдов шесть или семь, как вдруг я с кем-то столкнулся, поднял глаза и от неожиданности остолбенел. Это была миссис Виттерспун, вся увешанная пакетами, вся, как всегда, прелестная, как всегда прекрасно одетая, которая было помчалась к стоянке такси со скоростью сто миль в час. Горло мне тотчас перехватило, я онемел, а она тоже тут подняла глаза и тоже остолбенела. Я улыбнулся. Улыбнулся во весь рот, произведя эффект, какого в жизни не видел. Сначала у нее в буквальном смысле отвисла челюсть, потом один за другим стали сыпаться на тротуар пакеты, а потом она распахнула объятия и кинулась целоваться, перемазав губной помадой всю мою только что выбритую физиономию. «Это ты, паршивец», сказала она, стискивая меня еще раз, что было сил. «Наконец-то попался, чертов ты, сукин сын! где тебя носило столько времени, детка?» «Везде понемножку», сказал я. «То тут, то там, то вниз, то вверх, вниз-вверх, обычное дело». «А вы, значит, совсем пошли в гору, миссис Виттерспун, настоящая леди? Ах, пардон, вас теперь, наверное, следует называть миссис Кокс? Так ведь вас зовут? Миссис Орвилл Кокс». Она отстранилась, чтобы посмотреть мне в лицо и так и держала за плечи на вытянутых руках и вдруг тоже широко улыбнулась. «Я осталась миссис Виттерспун, детка». Дошла до самого алтаря, но когда надо было сказать «да», оно застряло в горле. Пришлось сказать «нет». И вот через семь лет я все еще одинокая девушка и я этим горжусь. Молодцом! Я с самого начала понял, что этот Кокс ошибка. Если бы не подарок, возможно, я и довела бы дело до конца. Когда Билли Байглоу вернулся с Кейп-кода и привез пакет, я ведь не удержалась, чтобы не подглядеть. Невестам не полагается открывать подарки до свадьбы, но этот подарок был не совсем обычный. Я его развернула. А развернув, сразу поняла, что никакой свадьбы не будет. И что же там было? Я думала, ты знаешь? Я побоялся спросить. Он прислал мне глобус. Огромный глобус. Глобус? А что в нем особенного? Глобус был обыкновенный, Уолт. С глобусом была записка. Про записку я тоже ничего не знаю. В записке была одна фраза, всего одна фраза. Что бы с тобой ни случилось, я везде буду с тобой. Прочитала я ее, и все. Для меня котенок был только один мужчина. Пусть нельзя было его получить, но ведь глупо морочить голову взамен искать дешевую копию. Она стояла там, рассказывая про записку, а вокруг нас текла уличная толпа. Ветер трепал края зеленой фетровой шляпы, в глазах у нее появились слезы. Я наклонился и стал собирать пакеты, пока она не заплакала. Пойдемте в ресторан, миссис Ви, сказал я. Угощу вас обедом, закажем бодейку к Янте и посидим, поболтаем. Я сунул десятку метру, к караулившему у двери и сказал, что мы хотим поговорить с глазу на глаз. Мэтр пожал плечами, кабинеты зарезервированы, и я вынул еще одну. Двадцати долларов оказалось достаточно, чтобы кому-то вдруг отказали ввиду неожиданных обстоятельств, и через десять минут мы прошли следом за помощником метра в глубину ресторанного зала, где он остановился, приоткрыл красный бархатный занавес и пропустил нас в уютный, освещенный свечами ольков. Мне хотелось показать миссис Виттерспун, какой я стал, и, по-моему, я произвел впечатление. Я заметил, как у нее в глазах всплеснуло веселое удивление, когда мы устроились за столом, и она взялась за свой честер, а я извлек из кармана золотую зажигалку с моей монограммой, и тогда до нее наконец дошло, что маленький Уолт стал взрослым. «А дела у тебя идут неплохо, не так ли?» сказала она. «Хорошо идут», сказал я. «Я много трудился все это время». Несколько минут мы болтали о том осем, прощупывая почву, а когда официант принес меню, мы, оставшись довольны проверкой, уже вовсю вспоминали прошлое. Миссис Виттерспун, как оказалось, знала про наши с мастером последние месяцы больше, чем я мог предположить. За неделю до смерти мастер написал ей подробное письмо, где рассказывал про головные боли, про конец «Чудо мальчика Уолта» и решение ехать в Голливуд, чтобы сделать меня кинозвездой. «Ничего не понимаю», сказал я. «Если вы с ним разбежались, зачем он вам писал?» «Мы не разбежались. Мы просто решили не жениться». «Все равно не понимаю». «Он был обречен, Уолт, ты ведь знаешь». «И тогда должен был уже знать». «Вскоре после твоего похищения ему сказали, что это рак». Отличное тогда выдалось лето. Страшно вспомнить. Даже страшно подумать. Мы метались по всей Вичите, чтобы наскрести денег. И тут он, черт бы, побрал, заболел. С той минуты он и заговорил о свадьбе. Мне до ужаса хотелось за него замуж. Наплевать было, сколько ему осталось. Я просто хотела быть его женой, но он и слышать не хотел. «За меня это все равно, что за труп», говорил он. «Ты должна подумать о будущем, Марион». Это он несколько раз, наверное, с тысячей говорил. «Думай о будущем». Марион. Кокс неплохой парень. «Посмотри же, дает нам деньги на Уолта, а главное, за ним ты будешь, как за каменной стеной. Хорошая сделка подруга. И ты будешь последней дурой, если ее упустишь. Черт возьми, бог ты мой, он и в самом деле любил вас. Я хочу сказать, черт возьми, он и в самом деле любил вас. Он любил нас, обоих, Уолт. После смерти Эзопа и мамаши Сиу. Кроме нас у него никого не осталось. У меня не было ни малейшего намерения рассказывать ей, как он умирал. Я хотел избавить ее от мрачных подробностей, и, несмотря на выпитое вино, крепко держал язык за зубами. А она все просила меня рассказать о последних днях нашей поездки, просила объяснить, что произошло в Калифорнии, почему я не стал актером, сколько он еще прожил, почему я так на нее посмотрел. Я выдал хорошую байку, как он тихо скончался во сне. Но она не купилась. Она слишком хорошо меня знала. Она раскусила меня в четыре секунды, а когда поняла, что я что-то скрываю, врать больше не было смысла. Потому я все рассказал. Рассказал, как было, и слово за слово сам опять окунулся в этот кошмар. Я не пропустил ничего. Миссис Виттерспун имела право все знать, и раз начав, я не мог уже остановиться. Я говорил. Слезы текли по ее лицу, и я смотрел, как с ресниц течет краска, оставляя в пудре дорожки, и продолжал рассказывать. Когда я закончил, то расстегнул пиджак и вынул из наплечной кобуры револьвер. Подержал его на ладони секунду, или, может быть, две, и положил в центр стола. Вот он, сказал я. Револьвер мастера. Чтобы вы знали, какой он. — Бедный Уолт, — сказала она. — Никакой я не бедный. Это все, что у меня осталось. Секунд десять или двенадцать миссис Виттерспун, не отводя глаз, смотрела на этот маленький, отделанный дубовыми пластинами, револьвер. Потом осторожно, очень осторожно, протянула руку и обхватила его пальцами. Я подумал, она его заберет, но она не взяла. Она просто сидела, смотрела на поблескивавший сквозь пальцы металл, словно, касаясь того, к чему прикасался мастер. Она снова касалась его. — Ты сделал все, что ты мог, — наконец, — сказала она. — Я подвел мастера, вот и все, что я сделал. Он просил его пристрелить, а я не сумел. Это было последнее желание, а я предал его и заставил все сделать самому. — Помни, хорошее. — Так он тебе сказал. — Не могу. — Я не успеваю. Я вспоминаю, что происходило тогда, когда он это сказал. Я не могу переступить через тот день. Не могу вспомнить, что было раньше. Выброси его, Уолт. Выброси этот чертов револьвер и выкинь все из головы. Не могу. Если я забуду, он умрет насовсем. Тут она встала и вышла из-за стола. Она не сказала, куда идет, а я не спросил. Разговор стал таким тяжелым, таким страшным для нас обоих, что произнеси мы еще хоть слово, крыша у меня съехала бы, это точно. Я убрал револьвер в кубуру и посмотрел на часы. Был час дня. До свидания с Дикси оставалось еще много времени. Я не знал, вернется миссис Виттерспун или нет. Сам я решил остаться, дообедать и бежать в Роял-парк-отель к своей новой подружке, думая только о том, как она обнимет меня за талию шелковистыми своими ножками и как я с ней часик покувыркаюсь. Но миссис Виттерспун и не думала исчезать насовсем. Она пошла в дамскую комнату привести себя в порядок и, подкрасив ресницы и губы, через десять минут вернулась. Глаза у нее еще были красные, но, усевшись за стол, она улыбнулась мне с видом, говорившим, что дальше она лично намерена поболтать на другие темы. — Ну, дружок, расскажи, — сказала она, принимаясь за салат из креветок. — Как твой летательный бизнес? — Да никак. — В гробу я видел такой бизнес, — сказал я. Десант приземлился, крылышки распроданы по перышку. — Никогда не хотел попытаться сначала? — Ни за какие бананы? — Что, такие были сильные боли? — Вы, любезная леди, не знаете, что такое сильные. Это было как высоковольтные вспышки, будто попадал в раскаленный тостер. А там, знаете, легко отбросить не только крылышки. — Странно. Иногда я слушаю чужие разговоры. Когда еду в поезде или иду по улице, такие, знаешь ли, коротенькие отрывочки. Люди помнят о тебе, Олд. Олд-чудо-мальчик был чудом. И многие до сих пор тебя вспоминают. — Да, я знаю. Миф долбанный. Проблема в том, что теперь в него никто не верит. Они перестали верить, как только закончилось представление. И уж теперь-то таких не осталось. Я понимаю, о чем вы. Я ведь их тоже слышал. Такие разговоры всегда заканчивались ссорами. Один говорил «туфта», другой говорил «а может, и не туфта». И так они стояли и трахали друг другу мозги, пока их кто-нибудь не останавливал. Но все это в прошлом. Вряд ли сейчас вы часто слышите обо мне. Будь то бы никогда ничего и не было. Два года назад я наткнулась на статью о тебе. Забыла, в какой газете. Про чудо мальчика Уолта, зажегшего веру в чудо для миллионов людей. Что с ним случилось? Где он сейчас? Такая вот была статья. Исчез с лица земли. Вот что с ним случилось. Ангелы отправили его туда, откуда он взялся, так что никто никогда его больше не видел, кроме меня. Кроме вас. Но ведь вы же не выдадите меня, не так ли? Даю слово, Уолт. За кого ты меня принимаешь? С этой секунды наш разговор пошел легче. Вошел мальчик, убрал салатные тарелки, а когда официант привез на тележке горячее, мы уже были готовы заказывать вторую бутылку. Вижу, вы не потеряли вкус к этому делу, сказал я. Алкоголь, деньги и секс — три вечные ценности. Именно в таком порядке? В любом, в каком хочешь. Без них мир стал бы местом печальным и скучным. Кстати, о печальных местах. Что новенького у нас в Вичите? В Вичите? Она поставила стакан на стул и осклабилась шикарной ухмылкой человека, которому в рот попало дерьмо. Что это? Где это? Понятия не имею. Я думала, вы знаете. Ничего подобного. Я пять лет туда не заглядывала, собрала вещички и была ткава. Кто купил дом? Дома я не продаю. Дом снял Билли Байглоу и живет там с женой. Жутко болтливая особа и двумя маленькими дочками. Думала, сдам, чтобы было на карманные расходы, но как только они туда въехали, Билл через месяц потерял работу, так что сдаю я его за доллар в год. Значит, дела у вас идут неплохо, если можете себе такое позволить. Летом как раз перед катастрофой я продала акции. Все это сейчас как в тумане. Письма с требованиями о выкупе, доставка наличных, место обмена. А оказалось, все к лучшему. Небольшое приключение с тобой, Уолт, меня спасло. Сейчас я стою в десять раз дороже, чем до депрессии. Ну, тогда, конечно, в Вичите вам делать нечего. Давно ли вы переехали в Чикаго? Я здесь ненадолго по делам. Завтра утром возвращаюсь в Нью-Йорк. Готов спорить на Пятую Авеню. И не проспорите, мистер Роули. Я это понял сразу, как только вас увидел. Сразу видно, вы при деньгах. Большие деньги пахнут особенно, и я очень люблю вдыхать их аромат. Это аромат нефти. Конечно, вонючая пакость, но если пропустить через кассовый аппарат, получаются отличные духи, ты согласен? Она была та же, прежняя миссис Виттерспун. Она также любила выпить, поговорить о деньгах. Откупорьте вторую бутылку и затроньте любимую тему. И куда до нее было всем денежным мешкам с изжеванными сигарами? Все время, пока мы ели горячие, она говорила о сделках, инвестициях. А когда снова пришел мальчишка за тарелками, а официант принес карту десертов, ее вдруг осенило, и она засияла, как лампочка. На часах у меня было без пятнадцати два. Через полчаса я намеревался уйти. Будь хоть потоп, хоть землетрясение. «Если ты, Уолт, захочешь приехать, — сказала она, — буду счастлива дать тебе место. Место? Какое место? Где? В Техасе. У меня новые буровые, и нужен кто-то присматривать. Я не разбираюсь в буровых. Ты смышленый. Ты быстро все схватываешь. Смотри, сколько ты за это время добился. Отличный костюм, дорогой ресторан, деньги в кошельке. Ты прошел большой путь, малыш, и не думай, я заметила, как ты поработал над речью. За весь обед ни одного чего или а то. Да, я хорошо поработал. Не хотел больше ходить в игнорамусах. Так что кое-какие книжки читал и в словарик заглядывал. Решил выбраться из помойки. О том я и толкую. Ты можешь добиться всего, чего бы не захотел. Когда тебе что-то нужно, у тебя все получается. Подумай, Уолт. Едем со мной. И года через два-три станем партнерами». Это было шикарное предложение. Но, приняв комплименты, я с надменным видом достал свой кэмэл и покачал головой. «Мне нравится то, что я делаю. Зачем мне ехать в Техас, если все, что нужно, у меня есть в Чикаго? Затем, что ты занимаешься здесь не своим делом, вот зачем. У бандитов нет будущего. Тебя либо пристрелят, либо посадят через год-другой. Какие такие бандиты? Я чист, как руки хирурга. Конечно. А римский папа — переодетый заклинатель змей». Привезли тележку с десертом, и мы молча пощипывали эклеры. Не хотелось так заканчивать разговор, но оба мы были слишком упрямы, чтобы идти на попятную. Потом мы снова поговорили о погоде, о подходивших выборах, но огонек погас, и его было не вернуть. Миссис Виттерспун рассердилась не зря. Нас свела вместе судьба, и нужно было быть полным идиотом, чтобы отказываться от ее подарка. Миссис Виттерспун сердилась правильно. Однако я знал, у меня свой путь, и я был слишком самоуверен, чтобы увидеть, что у нас он один. Возможно, если бы в тот момент я не так спешил вставить свои подружки, то прислушался бы к миссис Виттерспун, но я спешил и был не в настроении заниматься самоанализом. Мы быстро допили кофе. Официант принес чек, и я выхватил его из-под носа у миссис Виттерспун. «Я угощаюсь», — сказал я. «Хорошо, мистер Важная Птица, покажи себя, если так хочется. Но если вдруг поумнеешь, то ты знаешь, где меня искать. Может быть, ты опомнишься, когда будет еще не слишком поздно?» С этими словами она потянулась за сумочкой, достала визитку и осторожно вложила в мою ладонь. «О деньгах не беспокойся», — сказала она. «Если вдруг, когда ты обо мне вспомнишь, нечем будет заплатить за звонок, скажи телефонисту, что разговор за мой счет». Но я так и не позвонил. Визитку я сунул в задний карман, искренне собираясь приберечь. Но уже той же ночью я ее потерял. Учитывая, что последовало непосредственно после обеда, догадаться, куда она подевалась, было несложно. Визитная карточка миссис Виттерспун выскользнула из кармана, ее либо выбросила горничная, либо она так и осталась валяться на полу в номере 409. Я взял билет в одну сторону и экспрессом летел в город Толстых, будто в мире не было силы, способной меня остановить. Меньше чем через год после встречи с миссис Виттерспун я получил второй подарок судьбы, когда в душный августовский день, отправившись в Арлингтон в третьем заезде, совершенно от фонаря поставил на одного жеребчика тысячу долларов. Если добавить, что жеребчика звали Чудо-мальчик, а также, что тогда я еще был суеверен и верил в приметы, то будет понятно, почему я так поступил. Это был не первый мой безрассудный поступок, однако жеребец пришел первым, а ставки на него шли сорок к одному, и я понял, что Господь Бог на небесах снисходительно смотрит на мои глупости. Тот выигрыш давал мне возможность превратить в реальность давнишнюю мечту, чем я и занялся немедленно. Встретившись глазу на глаз с Бинго в его личном пентхаузе, с окнами на Мичиган, я все ему рассказал, и сначала он неприятно изумился, а потом отошел и все-таки дал мне зеленый свет. Не то, чтобы он посчитал затею вовсе не стоящей, однако я его разочаровал тем, как я низко мечу. Он-то готовил мне место в нашем узком кругу. А тут я ему говорю, что мечтаю открыть ночной клуб, посвятить этому делу все свои таланты и силы, и ничем другим не заниматься. Конечно, с точки зрения Бинго подобное желание должно было выглядеть как предательство. Я это понимал, и потому повел разговор осторожно, старательно обходя ловушки. Язык, к счастью, меня не подвел. Я взахлеб трепался о сплошной для него личной выгоде, как в смысле прибыли, так и удовольствии, и он под конец согласился. «Сорока кусков хватит за глаза и за уши», — сказал я. «Другой на моем месте попросту сделал бы ручкой, но я так дело не веду. Мы с тобой, Бинго, кореши, и я хотел бы взять тебя в долю. Вкладываться не нужно, опекать не нужно, ни о чем думать тоже не нужно. Будешь только сидеть и получать 25 центов с каждого доллара прибыли. Все по-честному. Ты дал мне шанс, и я хочу отплатить добром. Верность еще кое-что значит в этом мире, а я помню, кто меня вытащил. И я ведь не прокабак с гонжой. Я бы купил золотой берег со всем содержимым. Классный зал. Повар, лягушатник, шикарное варьете, девочки, куколки, костюмы в облипочку. У тебя встанет, Бинго, когда ты все это увидишь. У тебя будет лучший столик, и он будет только твой. А если в какой вечер ты не придешь, никто за него не сядет». Бинго выторговал таки 50%, но я ожидал поправок и не стал спорить по пустякам. Мне важно было добиться согласия, и, подольстившись, умаслив, проявив дружеское понимание, я его получил, и под конец Бинго даже сам предложил еще 10 тысяч, чтобы все обставить как следует. Мне нужен был только мой клуб. К тому же, даже отдав 50%, я оставался в выигрыше. Партнерство с Бинго сулило множество преимуществ, и глупо было бы, надеяться, совсем обойтись без него. Его участие гарантировало защиту и от Омелли, который де-факто становился третьим партнером, и от полиции, и можно было надеяться, что никто ко мне не вломится. Если же вспомнить про отдел по борьбе с контрабандным ввозом спиртного, про организации, специализировавшиеся на отмывании денег, про частных сыщиков и так далее, то будет понятно, что по тем временам избавиться от них, от всех вместе взятых, всего за 50% было очень неплохой сделкой. Я назвал свое заведение «Мистер Вертиго». Оно было в центре, на углу Вест-Дивижн и Норт-Лазаль. На вывеске вспыхивали, меняя цвета от розового к голубому и снова к розовому. Танцовщица, коктейльный шейкер и снова танцовщица. Менялись они в ритме румбы, отчего сердце начинало отбивать чечетку, кровь становилась горячее и хотелось идти только на музыку. В оформлении зала высокое сочеталось с низким. Рискованные намеки, комфорт-то и шикарность большого города, простота придорожного ресторанчика. Я немало сам потрудился над созданием этой атмосферы, продумывая каждую мелочь, от тона губной помады девушки в гардеробной до цвета тарелок, от рисунка на карте блюд до носков на ногах бармена. В зале у меня помещались пятьдесят столов, довольно большая площадка для танцев, сцена и бар с длинной стойкой из красного дерева, разместившейся вдоль боковой стены. Чтобы вышло, как я хотел, пришлось потратить все до последнего. Но когда 31 декабря 1937 года мой клуб наконец открыл двери, он был великолепен. Я дал большой новогодний бал, самый лучший чуть ли не за всю историю города, и уже на следующее утро мистер Вертиго вошел в Чикагские достопримечательности. С тех пор три с половиной года подряд я входил туда каждый вечер в белом обеденном пиджаке, в лакированных кожаных туфлях, расхаживал по залу среди посетителей, довольный собой улыбался и остроумно шутил. Я это ужас все как любил. Любил каждую проведенную там минуту среди шума и толчей. Наверное, если бы не ошибка, прокинувшая мою жизнь, я ходил бы там и поныне. Получилось, однако, так, что мистер Вертиго пробыл у меня всего три с половиной года. Я был сам виноват. На все полные сто процентов. Тем не менее, вспоминать от этого нисколько не легче. Я уверенно шел наверх, а потом, однажды споткнувшись, рухнул, будто шалтай-болтай, будто лебедь камнем упал в забвение. Я не жалуюсь. За свои деньги я отлично повеселился и не намерен теперь делать вид, будто это не так. Мой клуб стал в Чикаго самым известным, а я на свой скромный лад приобрел не меньшую славу, чем все те знаменитости, которые любили зайти ко мне на вечерок. Меня одержали за своего члена муниципалитета, судьи и бейсболисты. А что до девочек, танцовщиц и хористок, то парад плоти каждый вечер в одиннадцать, а потом в час открывал я. Пробу с них снимал я, так что партнерш для постельных игр мне хватало. Когда мистер Вертиго открылся, я еще крутил роман с Дикси, однако мои заходы налево быстро ей надоели, и примерно через полгода Дикси поменяла адрес. На смену ей появилась Салли, потом Джуэл, а потом десятки других. Брюнетки с длинными ножками, шатенки с вечными сигаретками, блондинки с шикарными задницами. Один раз как-то у меня завелись сразу две подружки, две безработные актрисы по имени Кора и Билли. Обе нравились мне и нравились друг дружке, и втроем мы здорово исполняли старую песенку на новый лад с новыми вариациями. Время от времени от моих увлечений происходили неприятности сугубо медицинского характера, то вошки, то трипер, но выводили они меня из строя ненадолго. Жизнь эта была, вероятно, беспутная, однако я судьбой своей был доволен, и единственное, что мне было нужно, это чтобы все продолжалось как есть. Тем не менее, в сентябре 1939 года, через три дня после вступления Гитлера в Польшу, в мистере Вертиго появился летучий Дин, и все пошло прахом. Чтобы объяснить, почему это произошло, мне придется немного вернуться назад. в Сент-Луис во времена своего полубездомного детства. Именно тогда я влюбился в бейсбол, и еще не выросший из пеленок стал ярым болельщиком кардиналов, красненьких моих птичек. Я уже рассказывал, в какой пришел восторг, когда они выиграли матчи 1926 года, но ведь это лишь эпизод, а я каждое утро начинал с газеты, с новостей о своих любимцах, ежедневно, с тех самых пор, как Эзоп научил меня читать и писать. С апреля и по октябрь я не пропускал ни одного отчета, знал, сколько мячей на счету у каждого игрока, от самого лучшего, вроде Фрэнки Фриша или Перца Мартина, до распоследнего лопуха, протиравшего штаны на скамье запасных. Это было в добрые старые времена с мастером Иегудой. Было и потом, когда мастера не стало. Потом, после его смерти, я превратился в собственную тень, рыскал по всей стране в поисках дядюшки Склиза, но, как бы тяжко мне не пришлось, этой своей привязанности я не изменял. В 30-м и 31-м они выиграли чемпионат и здорово поддержали мне дух, помогая преодолеть тяготы и невзгоды. Пока кардиналы одерживали победы, не все было в этом мире плохо и рано было предаваться отчаянию. В то время как раз на сцене и появился Дин. В 32-м кардиналы съехали на седьмое место, но я не об этом. Дин тогда был новичок, самый сильный, самый горячий, самый шумный за всю историю высшей лиги, и от его гиканье, воплей и улюлюканье красивая клубная игра превратилась в деревенский цирк. Дин был нахальный, самодовольный, и все это ему прощалось, потому что другого такого питчера не было на земле. Реакция у него была феноменальной, и весь он был как машина, стремительная и мощная, и смотреть на него захватывало дух. К тому времени, когда я сел в Чикаго, Дин успел стать самой яркой звездой американского бейсбола. Его любили за талант и за дерзость, за чудовищный английский, за скандальность, за мальчишеское кривлянье, за депошливый, со всеми продолжениями, и я тоже его любил, и любил больше всех на свете. Моя жизнь тогда поднималась в гору, и вскоре, всякий раз, когда кардиналы приезжали в Чикаго, я стал ходить на их матчи. В 33-м Дин побил все рекорды, отправив бьющих в аут 17 раз за игру, и вообще вся команда стала опять высший класс. У них появилось несколько новых имен, и с такими парнями, как Джо Медвик, Лео Дюроше и Рип Коллинз, газовая компания начала набирать обороты. В 34-й принес кардиналам настоящую славу, и это был лучший бейсбольный сезон за всю мою жизнь. Младший брат Дина Пол выиграл 19 игр, сам Дин 30, кардиналы на 10 очков обошли гигантов и заняли первое место. С игр на первенство мира в тот год впервые велись радиорепортажи, и все семь игр я просидел дома возле приемника. В первой игре Дин на голову разбил тигров, но в 4-й, когда Фриш выставил его бегущим, этот лопух подставился, получил по башке и потерял сознание. На следующий день все заголовки писали «На рентгене травмы черепа у Дина не обнаружено». На следующий день он снова вышел на поле, но сыграл неудачно. А два дня спустя в финальной игре с Детройтом в пух и прах разбил тигров со счетом 11-0 и ржал, когда они пропускали его стремительные броски. Как только их не называли газетчики, и ретивая свора, и скандалисты с берегов Миссисипи, и гремучие птички, эти парни, стоявшие на страже интересов газовой компании, только подтверждали свою репутацию, и в финальной игре, когда в последних инингах счет стал расти в пользу кардиналов, болельщики тигров ответили Медвику на левом поле примерно 10-минутной бомбардировкой, забросав его фруктами и овощами. Игра не была сорвана только потому, что на поле вышел глава судейской коллегии судья Лэндис и удалил Медвика до конца матча. Полгода спустя мы с Бинго и другими нашими смотрели из ложе первую игру, которая открывалась в Чикаго новый сезон, когда Дин вышел против щенков. В первом же иннинге щенки, пропустив два броска, получили первую базу. Их бегущий Фредди Линстрем, прорвавшись через среднее поле, угодил Дину по ноге и тот упал. Когда на поле выскочили санитары с носилками и понесли его к выходу, сердце мое секунду-другую потрепыхалось, однако ничего серьезного не произошло и уже через пять дней Дин выступил в Питтсбурге, где открыл личный счет в том сезоне, сделав пять отличных бросков. Он уверенно повел свою команду вперед и вверх, однако я неуверенно одержав двадцать побед подряд, к концу сезона обошли кардиналов и вырвали у них вымпел. Не буду утверждать, будто я убивался по этому поводу. Весь город едва не смехнулся от радости, а что было хорошо для Чикаго, то хорошо было для моего бизнеса, а что было хорошо для бизнеса, хорошо было и для меня. Я потерял на ставках, но принял участие во всеобщих празднествах, и к тому времени, когда пыль получил от Бинго личную базу, то есть химчистку. Однако, именно начиная с 1935 года все взлеты и падения Дина я стал переживать словно своей. Не скажу, будто тогда только о нем и думал, однако после его падения в первом ининге на открытии в Ригле, случившемся слишком скоро после травмы, полученной в 1933, я все время чувствовал тучи, собиравшиеся над его головой. В 1936 чувство это только усилилось, когда брат его сломал руку и особенно летом, когда во время игры с гигантами Берджис Уайтхед послал мяч, угодивший Дину немного выше правого уха. Бросок был такой мощный, что мяч свечкой отлетел на левое поле. Дин снова потерял сознание. И хотя пришел в себя в раздевалке минут через семь или восемь спустя, врач заподозрил черепную травму. На самом деле это казалось тяжелое сотрясение мозга, которое на две недели вывело его из строя. Однако придись ударчик на дюйм пониже, великий питчер никогда больше не выиграл бы двадцать четыре игры в сезон и перебрался бы совсем на другие лужайки. Следующей весной землячок мой опять ругался, дрался и всех ставил на уши, но это лишь от того, что иначе он не умел. Один раз он устроил свару из-за своих же неудачных бросков, в другой был удален с поля на две игры за баки и устроил на горе сидячую забастовку, а на последнем банкете поднялся и по-нашему по-ковбойски обозвал нового президента лиги жуликом, в результате чего случился скандал, за которым все следили с восторгом, особенно после того, как Дин отказался подписывать якобы заявление об уходе. Баки ошибка питчера в бейсболе. Ничего я не буду подписывать, только и сказал этот засранец, а без подписи заявление было не заявление, и пришлось Форду Фрику волей-неволей взять свою угрозу обратно и снова допустить Дина к играм. Я был горд тогда этой истории, но должен признать, если бы Дина выперли из команды, он не участвовал бы в играх всех звезд, а если бы не участвовал, то, возможно, немного отодвинул бы роковую минуту. В том году, когда Дин вошел в Национальную лигу, игры шли в Вашингтоне, округ Колумбия. Сильно, как подобает рабочему парню, Дин провел два первых ининга, а в третьем помешал Димаджо сделать бросок, а Геригу добежать до базы. Потом был Эрл Эврил, Дин стоял на горе, а когда Кливлендский аутфилдер отбил первый же мяч, над величайшим из правых бьющих неожиданно грянула гроза. И занавес пошел вниз. В тот момент, правда, это всем показалось очередной мелкой неприятностью. Мяч угодил Дину по башмаку, дал свечку, отскочил в Билли Герману. И Билли вывел в аут первого противника. Когда Дин, прихрамывая, покидал поле, об этом все уже успели забыть, в том числе и сам Дин. Так случился знаменитый перелом левого пальца. Дай Дин пальцу спокойно срастись, возможно, все обошлось бы, но кардиналы теряли очко за очком. Дин нужен был на горе, и этот чертов, тупой, безмозглый кретин сказал, все в порядке, он может играть. Он ходил с костылем, палец раздулся. Дин был не в состоянии даже обуться, и все-таки напялил форму и вышел. Дин, как все великие люди, считал, будь то он бессмертен. И пусть палец болел так, что на ногу было не наступить, Дин продержался девять инингов. Ему пришлось переменить обычную манеру броска, а рука в результате была перегружена. Она разболелась за первую же игру, а он, видимо, чтобы довершить неприятности, играл так потом еще месяц. После шести или семи выходов ему до того поплохело, что на следующий раз он сделал только три броска и ушел. Мазал он теперь тоже почем зря, так что в самый раз было повесить форму на гвоздик и отдохнуть до конца сезона. Но и тогда в голову никому не пришло, что это конец. Думали, за зиму Дин отдохнет, а в апреле выйдет, как новенький, опять не будет знать поражений. Закончились весенние тренировки, а потом произошло одно из самых громких событий в истории спорта. Щенки купили Дина, заплатив Сент-Луису сто восемьдесят пять тысяч долларов и отдав придачу парочку игроков. Я знал, что особой любви между Дином и главным тренером кардиналов в бранчем Рикки нет, но знал также, что, будь все в порядке, ни за что бы Рикки с ним не расстался. Конечно, я радовался его переезду в Чикаго, однако в то же время понимал, чем это пахнет. Стало быть, мои опасения подтверждались, и еще немного и лучший питчер всех времен и народов двадцати семи или восьми лет отроду превратится в бывшего. Тем не менее, тот первый год Дина в Щенках есть чем вспомнить. Когда начался бейсбольный сезон, мистеру Вертиго было только четыре месяца, но раза три или даже четыре мне все-таки удалось удрать, и я видел, как этот придурок, даже искалеченный, выиграл несколько иннингов. Я хорошо запомнил игру с кардиналами, которая состоялась одной из первых, где были все полагавшиеся классические сфары и попреки между бывшими с товарищами, когда Дин правдами и неправдами обыграл их по полной программе. В конце сезона, когда щенки уже вышли в финал, и тренер чикагской команды Гэбби Хартнет, удивив всех, выбрал для решающей схватки с пиратами Дина, Дин стоял насмерть. Игра шла жесткая, Дину доставалось больше других, но победу своим обеспечил именно он. Ему удалось почти повторить те невероятные чудеса, которые он совершил во время второй игры на мировом чемпионате, но в восьмом ининге его блокировали, а потом блокировали в девятом, и тогда Гарнет решил его заменить, а когда Дин пошел с поля, то шел он под такие овации, каких я в жизни не слышал. Весь стадион поднялся, все зрители аплодировали, орали, свистели, чтобы выразить свое восхищение этому крепкому парню, и это была такая буря, и она гремела так долго, что потом многие вытирали слезы. Так он и должен был бы сойти со сцены. Доблестный воин, отвесив последний поклон, тихо сматывается, восвоясь. Лично я оценил бы такой уход, только Дин оказался чересчур безмозглым и не услышал в буре овации похоронных раскатов. Я злился на него. Этот сукин сын не знал, когда нужно останавливаться. Наплевав на гордость, он продолжал играть. Если сезон тридцать восьмого года был еще ничего, и несколько раз Дин сыграл с прежним блеском, то в тридцать девятом это уже был сплошной непроглядный мрак. Рука часто болела так, что Дин вообще был не в состоянии бросить мяч. Все чаще и чаще он оказывался на скамье запасных, а когда становился на гору, получалось, черт знает что, ползал и ползал как бродяга по свалке. И даже близко не был похож на прежнего Дина. Я страдал за него, жалел его, но считал последним придурком. Примерно таким образом выглядели наши дела, когда в сентябре 1939 года Дин появился у меня в клубе. Это был вечер пятницы, когда всегда было полно народу, к тому же бейсбольный сезон подходил к концу. Щенки вылетели из финала, так что на Дина с парочкой приятелей и подружками почти никто не обратил внимания. Разумеется, для душевного разговора о будущем момент был неподходящий, однако я улучил минуту и подошел познакомиться. «Рад тебя видеть, Дин», сказал я, протягивая ему руку. «Я из Сент-Луиса и болел за тебя с первого дня, когда ты появился на поле». «Защитник, твой номер один, так сказать». «Приятно слышать, приятель», сказал Дин, горячо встряхнув мою руку, которая совершенно утонула в его огромной ладони. Он был улыбнулся мне своей ослепительной, мгновенной, как вспышка улыбкой, но тут же на лице его возникло озадаченное выражение. Он нахмурился, роясь в памяти, а потом заглянул мне в глаза, будто в них хотел найти то, что потерял у себя. «Мы ведь знакомы, а?» сказал он. «То есть, вроде как виделись. Только не помню, где и когда. Когда-то давно, наверное. Думаю, незнакомы. Возможно, Дин, ты меня заметил как-нибудь на трибунах, но разговаривать мы с тобой никогда не разговаривали. Черт! Вот ей-богу, будто я тебя знаю. Идиотское чувство». «Да ладно!» Он пожал плечами и широко улыбнулся. «Какая разница, правда? У тебя тут, парень, отличное местечко. Спасибо, приятель. Первый круг за мой счет. Надеюсь, вы с друзьями неплохо проведете здесь время. Затем и пришли, малыш. Ну, смотрите шоу. Если что понадобится, я рядом». Я разыграл эту сцену как по нотам и спокойненько удалился. Я не заискивал, но и в то же время не обидел намеком на то, что он сошел с круга. Я был мистер Вертиго, известный в городе Франт, элегантный, с хорошо подвешенным язычком, и я не хотел показать раньше времени, как много он для меня значит. Более того, явление воплоти моего кумира несколько разрушило романтический образ, и, возможно, со временем я выбросил бы его из головы, как еще одного неудачника. В конце концов, какое мне до него дело? Знаменитый летучий Дин летел под гору кувырком, и наверняка я вскоре о нем и не вспомнил бы. Тем не менее, все произошло иначе. Дин сам не дал мне о себе забыть, и пусть мы не стали друзьями, преувеличивать не хочу, но он прочно вошел в мою жизнь. Исчезни Дин с горизонта, как и положено случайному гостю, события бы не приняли столь драматический оборот. Второй раз он зашел ко мне только в начале следующего сезона. Был апрель 1940 года. В Европе шла полным ходом война, а один вернулся в Чикаго еще раз попытать счастье. Когда я поднял газету и прочел про его новый контракт со щенками, я едва не поперхнулся бутербродом с солями. Кому он морочит голову? Старый козел. А ну, конечно, не молодой бычок, сказал он, но, боже ты мой, он же и в самом деле любил бейсбол. Как же он может опять соваться? Ладно, болван, ты таки сказал я себе, твое дело. Хочешь срамиться перед всем белым светом, срамись, но на мое сочувствие более не рассчитывай. В один прекрасный вечер Дин показался в клубе веселый и беззаботный и обрадовался мне так, будто нашел брата, которого проискал лет сто. Дин никогда не пил много и вовсе не хмель был причиной тому, как он при виде меня просиял, а потом минут пять любезничал. Возможно, ему опять показалось, будто я его старый знакомый, возможно, он считал меня важной персоной, не знаю, но так или иначе Дин обрадовался мне от души. Мог ли я перед ним не растаять? Я сделал все от меня зависевшее, чтобы не брать его близко к сердцу, но он так подружески ко мне отнесся, что я не устоял. В конце концов, он все равно был великий, он был летучий Дин, мое альтер-эго, мой брат по духу, которого так же, как и меня, тьма застигла врасплох. И когда он так взял и раскрылся, в моих чувствах опять произошел кавардак. Не скажу, что он стал у меня постоянным гостем, однако все шесть недель подряд он являлся достаточно часто, чтобы перестать считаться просто случайным знакомым. Несколько раз он приходил один, и я подсаживался к нему за стол, и мы болтали, пока он заглатывал ужин, и куда ни попадя лил Лен и Перринс для бифштексов. Болтали мы о бейсболе, а еще чаще о лошадях, и я пару раз подсказал ему, на кого поставить, и с тех пор он ко мне прислушивался. Мне сказать бы тогда ему прямо, что я думаю про его новый контракт, но я не сказал ни слова. Даже когда сезон начался, и каждое появление Дина на поле стало выглядеть как оскорбление. Но я уже слишком к нему привязался, а он так изо всех сил старался держать Марку, что я не решился. Через пару месяцев жена Дина Пэт уговорила его перейти в младшую лигу, спокойно отрабатывать другую подачу. Смысл затеи заключался в том, что вдали от шума Дин будто бы восстановится быстрее. Идиотская бредовая затея, которая лишь поддержала в нем бессмысленную надежду. Тогда я, наконец, не выдержал и подал голос. Но высказать все до конца кишка оказалась тонка. «Может, пора, Дин, — сказал я. — Может, пора паковать вещички и возвращаться на ферму?» «Ага», — сказал он и взглянул на меня так беспомощно, что беспомощнее не придумать. «Наверное, ты прав. Беда в том, что кроме как играть в бейсбол, я ничего не умею. Стоит мне отсюда уехать, и я дерьмо, Уолт. Я, может, и погорбатился бы, да вот где?» «Очень даже много где», — подумал я про себя, но вслух ничего не сказал, а через несколько дней он уехал в Таусу. В жизни не видел, чтобы кто-нибудь из великих падал так низко. Все то долгое, тоскливое лето Дин играл с техасскими командами, объезжая пыльные стадионы, проходя тот самый круг, который десять лет назад он разорвал молниеносным броском. Теперь же он был здесь в самый раз, и вся эта техасская шушера гасила его мечи только так. Новая подача была или старая, приговор оставался в силе. Один упорствовал, клял невезуху и не сдавался. Он влезал под душ, переодевался, покидал раздевалку, шел в гостиницу, брал пачку заявок и начинал обзванивать букмекеров. В то лето я сам ставил за него много раз, а когда он звонил, то говорил со мной не только по делу, и мы трепались минут по пять или десять, рассказывали друг дружке свои новости. Я поверить не мог, как спокойно относится он к своему позору. Парень стал всеобщим посмешищем, а шутил и смеялся, как прежде, и всегда пребывал в отличном настроении. Какой смысл был что-то ему объяснять? Я считал, что теперь его уход вопрос времени. А до поры держал при себе свои мысли и подыгрывал Дину. Рано или поздно в голове у него прояснится, и он сам все поймет. В сентябре щенки снова его пригласили. Хотели посмотреть, оправдал ли себя техасский эксперимент. И в том сезоне Дин сыграл пусть не блестяще, но и не то, чтобы из рук вон. Самым подходящим определением для его игры тогда было слово «посредственно». Один-два выхода почти удачных, один-два провальных, но как раз тогда и открылась последняя глава этой печальной истории. Опережая события, тренер Щенков по какой-то странной, вывернутой наизнанку логике решил, будто Дин теперь возвращается в форму и заключил с ним еще один контракт на следующий сезон. Я узнал об этом только после того, как Дин на зиму уехал из города, и внутри у меня все сжалось и похолодело. Так я и прожил несколько месяцев, будто со студнем в желудке. Я боялся, злился, страдал, но когда подступила весна, я уже знал, что делать. Как мне тогда казалось, выбора не было. Судьба избрала меня орудием, и я должен был во что бы то ни стало спасти Дина. Если он сам не способен, я ему помогу. Даже сейчас я не в состоянии объяснить, каким образом в моей голове могла появиться настолько жестокая, настолько вымраченная мысль. Ведь я действительно счел своим долгом убедить Дина, что ему больше незачем жить. Высказанная прямо и беспрекрас мысль эта отдает сумасшествием, но именно так я и вознамерился его спасать, уговорить согласиться на собственное убийство. Даже если оставить в стороне остальное, одного этого достаточно, чтобы понять, как я изменился после смерти мастера, и как тяжко была больна моя душа. Я прицепился к Дину, потому что он напоминал мне меня. И пока карьера его шла вверх, успех его воскрешал во мне память о собственной славе. Возможно, окажись он родом не из Сент-Луиса, все было бы иначе. Возможно, все было бы иначе, будь у него другое прозвище. Не знаю. Ничего не знаю. Знаю лишь, что однажды наступил момент, когда я перестал различать, где заканчиваюсь я, и начинается он. Победы его стали моими победами. А потом, когда счастье окончательно от него отвернулось, и все пошло прахом, его позор стал моим позором. Я не смог пройти через это еще раз, и постепенно сам утратил контроль и стал зависеть от обстоятельств. Дину больше незачем было жить. Он умрет ради собственного же блага, а я тот человек, который подскажет ему верное решение. Не только ради него, но и ради себя. Оружие у меня было, доводы были. А еще у меня была сила безумия. Я уничтожу летучего Дина и таким образом уничтожу себя. 10 апреля щенки вернулись в Чикаго на открытие чемпионата. В тот же день я разыскал Дина по телефону и попросил срочно заехать, будь то для важного дела. Он принес себя было расспрашивать, но я сказал, что это не телефонный разговор. Если тебя интересует предложение, которое, может быть, изменит всю твою жизнь, сказал я, ты найдешь время. До обеда он занят был под завязку, и потому мы условились встретиться на другой день в 11 часов утра. Опоздал Дин всего на 15 минут. Войдя расхлябанный своей походкой и гоняя во рту зубочистку, он был в синим шерстяном костюме в светлой ковбойской шляпе за те шесть недель, которые мы не виделись, проведенные им среди кактусов, посвежевшие и прибавившие в весе. Он вошел, как всегда, улыбаясь, и первые две минуты болтал про мой клуб, днем пустой, для него непривычный. — Похоже на пустой стадион, — сказал он. Аж дрожь пробрала. А еще у нас клеп, только больно уж здоровенный. Я его усадил и достал для него из ящика со льдом из-под стола шипучку. — Пусть хоть пару минут разговор, но займет, — сказала я. — Не хочу, чтобы ты у меня страдал от жажды. Руки у меня задрожали. Я налил себе Джима Бима и сделал пару глотков. — Как рука, старик, — сказал я, усаживаясь в свое кожаное кресло и изо всех сил стараясь сохранить невозмутимость. — А, почти как была. — Будь то сустав выскакивает. — Говорят, весной ты на тренировках почти восстановил бросок. — Да, побросал маленько. — Ничего особенного. — Понятно, ждешь, когда вернется особенное. Он уловил сарказм моего вопроса, виновата, пожал плечами, а потом полез в нагрудный карман за сигаретами. — Ладно, малыш, — сказал он, — чего там у нас горело? Он вытряхнул сигарету, прикурил и выдохнул в мою сторону клуб. — По телефону ты говорил так, будто речь о жизни и смерти. — Именно. — Именно так и есть. — Ну да. — Ты чего, открыл новое лекарство, что ли, вроде бромида, а? — Бог мой, коли ты нашел бы средство поправить мою руку, Олт, я бы отдал тебе половину всех гонораров, на десять лет вперед. Я придумал кое-что получше, Дим, что не будет стоить ни цента. Все чего-то достоит. Такой закон жизни. Я хочу не денег. Я хочу спасти тебя, Дим. — Позволь мне только тебе помочь, и тот кошмар, в котором ты живешь вот уже четыре года, закончится. — Да? — сказал он, ухмыльнувшись так, будто услышал средней паршивости анекдот. Ну и каким же способом? Не важно. Способ не имеет значения. Важно только, чтобы все закончилось. И чтобы ты понял, почему сделать это необходимо. — Загадками, говоришь, малыш, что-то не пойму я, куда ты клонишь. Когда-то один великий мастер сказал мне, если человек прошел свой путь до конца, то смерть — это единственное, чего он на самом деле хочет. Теперь понимаешь? Он сказал мне это очень давно. Но я тогда был еще слишком глуп, чтобы разбираться в подобных вещах. Теперь я знаю, что он имел в виду, и скажу тебе больше, Дин, он был прав. Был прав, как никто и никогда. Дин расхохотался. — Ну ты и шутник, Уолт. Любишь, значит, разыгрывать, а по виду вроде и не скажешь. За это ты мне и нравишься. В этом городе пойди, найди, кто еще такое отмочит. Я вздохнула, горчаясь человеческой глупостью. Иметь дело с шутом непросто, однако меньше всего на свете я хотел потерять терпение. Я пригубил еще раз виски, пару секунд погонял во рту терпкую жидкость, проглотил. — Слушай, Дин, сказал я, — я такой же, как ты. Двенадцать, тринадцать лет назад я взлетел на вершину мира. В моем деле мне не было равных, и в своей лиге я выступал один. Можешь поверить, то, что ты вытворял с мечом на поле, ничто по сравнению с тем, чего добился я. По сравнению со мной ты пигмей, насекомая, жучок долбанный. Ты меня слышишь, Дин? Потом, так же, как и у тебя, кое-что произошло, и мне пришлось бросить свое занятие, но я не строил из себя шута, не превратился в посмешище и не вынуждал людей себя пожалеть. Я вышел из игры, пошел и создал себе новую жизнь. Я молился за тебя, болел. Я надеялся, что и ты так же поступишь, но тебе это просто не приходило в голову, так? Для этого в голове нужно иметь мозги, а не кукурузную труху с патокой. Погоди-ка, сказал Дин, направив на меня палец, и лицо его радостно вспыхнуло. Погоди-ка! Я вспомнил, кто ты. Черт, а я-то все голову ломал. Ты же и есть тот самый мальчишка, а? Тот самый чертов мальчишка, Уолт. Уолт, чудо-мальчик. Господи, Иисусе! Отец как-то взял нас с Полом и Элмером на ярмарку. Ты выступал в Арканзасе. Мать честная, вот это было да! А я все голову ломал. Куда ты потом подевался? А ты вот он тут сидишь. Мать честная, глазам не верю. Поверь, поверь, друг, я был по-настоящему великим, потому что сделал то, чего никто не мог. Я взлетел, как комета. Точно, был. Голосую. Ничего подобного в жизни не видел. И ты был таким же. Тебе не было равных. Только теперь ты пошел вниз, и у меня сердце кровью обливается смотреть, что ты с собой делаешь. Позволь мне тебе помочь. Смерть совсем не такая страшная. Все когда-нибудь умирают. И стоит хорошенько подумать, как ты сам поймешь, что сейчас лучше, чем потом. Если ты согласишься, я избавлю тебя от позора. Я верну тебе твою славу. Ты что, серьезно, что ли? Конечно. Я серьезен, как никогда в жизни. Ты рехнулся, Уолт. Ты совсем здесь слетел с катушек, придурок. Позволь мне тебя убить, и все эти четыре года будут забыты. Ты вновь обретешь величие. Обретешь навсегда. Я поспешил. Признав во мне чудо мальчика, он выбил меня из равновесия, и вместо того, чтобы умерить нажим, отступить, я рванул на пролом. Я хотел создавать напряжение медленно, хотел на цепочке доводов, незаметно, воздушно, ловко, подвести его к мыслям, которые он наверняка сам думал не раз. Вот я чего добивался. Не заставить, а дать понять правильность. Я хотел, чтобы он захотел того, чего хотел я, чтобы так проникся, что умолял бы меня о смерти. А я что сделал? Я его обошел, взорвался, оскорбил угрозами дешевой демагогии. Ничего удивительного, что он решил, будто я сошел с ума. Не успев как следует начать, я выпустил инициативу из рук. Дин поднялся и направился к двери. Меня это не взволновало. Дверь я запер. Открыть ее можно было только ключом, а ключ лежал у меня в кармане, но я не хотел, чтобы он тряс ее и дергал ручку. К тому же он мог заорать, требуя, чтобы я его выпустил, а в это время у меня в кухне работал полдюжный человек, и кто-нибудь непременно прибежал бы на вопли. Я думал только о таких мелочах и ни секунды не думал о возможных серьезных последствиях, потому выдвинул ящик своего письменного стола и достал оттуда револьвер мастера. Это и была та ошибка, которая привела к катастрофе. Направив на один револьвер, я переступил грань, отделяющую праздную болтовню от наказуемого законом деяния, и сам привел в действие тот кошмар, остановить который оказалось потом невозможно. Револьвер был здесь важной деталью, не правда ли? Той самой деталью, на которой держалось все. И рано или поздно он должен был быть вынут из ящика. Оставалось нажать на курок. Вернуться в пустыню. Сделать то, что не было сделано. Заставить его умолять, просить о смерти, как просил мастер и Ягуда, а потом найти в себе мужество и восстановить справедливость. Теперь все это не имеет значения. Я запорол дело раньше, чем Дин поднялся, а револьвер был не более, чем отчаянной попыткой сохранить лицо. Я велел ему сесть на место и на пятнадцать минут вогнал в пот так, как в сущности не собирался. Дин от природы был трус, несмотря на рост и нахальство, и когда начиналась драка, всегда норовил спрятаться за ближайшим стулом. Его репутация была мне известна, но револьвера он испугался больше, чем я мог ожидать. Он сидел и буквально плакал, распустив сопли, так что я и впрямь едва его не пристрелил. Он умолял, он просил о жизни, не убивать, разрешить ему жить. И все это было до того глупо, до того не так, как я себе это представляла, что я не знал, что делать. Мы просидели бы так до вечера, только примерно часов в двенадцать кто-то постучал в дверь. Кто-то постучал, несмотря на мой категорический запрет нас беспокоить. Дин раздался за дверью женский голос. Ты здесь, Дин? Это была жена Дина, Пэт, особо властная, не терпевшая возражений. Они собирались обедать у Леммеля, и Дин, конечно, сказал ей, куда пошел, вот она за ним и заехала. А это была еще одна мелочь, которую я не учел. Она заехала ко мне в клуб забрать свою лучшую и заботливо оберегаемую половину. Взяла в оборот моего шефа по соусам, который резал в то время картошку с морковкой, и так хорошо его обработала, что бедняга в конце концов таки раскололся. Он привел ее через зал наверх, и теперь эта сучка стояла перед дверью моего кабинета, отделанной белым шпоном, и злобно стучалась костяшками пальцев. К тому моменту я уже и впрямь был готов всадить парню пулю в лоб, но пришлось спрятать револьвер и открыть дверь. Сейчас эта дрянь убьет любимого болельщика мужа, если Дин не сообразит промолчать. Судьба моя решалась примерно десять секунд, повиснув на ниточке тоньше паутины. Должно же ему стать стыдно показать перед женой свой страх, а тогда все останется между нами. Когда миссис Дин вошла в мой кабинет, я постарался изобразить на лице самую, что ни на есть, теплую, обаятельную улыбку. Но этот слезняк, ее муж, едва только ее увидев, выложил все как есть. Этот трахнутый, мелкий придурок хотел убить меня, сказал он высоким, дрогнувшим от изумления голосом, выдавая с головой нас обоих. Направил на меня свою пушку, и ведь придурок трахнутый, чуть ведь не выстрелил. Из-за этих слов я лишился клуба. Вместо того, чтобы отправиться к Леммелю, где у них был заказан столик, Пэт с Дином, ринулись из моего кабинета прямиком в полицейский участок и написали жалобу. Пэт и не думала скрывать, куда они сейчас направятся, но когда она хлопнула дверью, я бровью не повел. Я остался сидеть на месте, удивляясь собственной глупости, пытаясь собраться с мыслями, и сидел так, пока не приехала полиция. Формальности заняли меньше часа, и на полицейских я не сердился, а наоборот улыбался и шутил, даже когда надели наручники. За игры в Господа Бога я наверняка получил бы хороший срок, если бы не связи Бинго, которых у него было более чем достаточно, так что дело даже не дошло до суда. Это было очень даже неплохо. Не только для меня, но и для Дина. Процесс с неизбежной шумихой был ему совершенно не нужен, и он только обрадовался, когда ему предложили мировое соглашение. Мне же судья предоставил самому сделать выбор. Либо я беру на себя вину за любое мелкое преступление и полгода сижу в тюрьме, либо иду в добровольцы и сваливаю из Чикаго. Я предпочел второе. Не то чтобы я так рвался поносить военную форму, однако срок моего везения в этом городе, как я решил, истек, и пора было двигаться дальше. Чтобы вызвались меня из тюрьмы, Бинго подергал за все веревочки и заплатил сколько надо. Но и он к моему поступку отнесся без малейшего понимания. Он тоже решил, будто я спятил абсолютно на все сто процентов. Пришить кого-нибудь из-за денег это можно понять. Но какого хрена трогать национального героя, летучего Дина? Это же нужно быть вообще без башни, чтобы отмочить такое. Наверное, так и есть. Наверное, действительно спятил, сказал я, и даже не попытался ничего ему объяснить. Пусть думает себе, что хочет, только оставит в покое. Заплатить, разумеется, мне пришлось. Это даже не обсуждалось. Я возместил бинго расхода на улаживание моих дел, отписав свою долю в клубе. Мне было трудно расстаться с мистером Вертиго, но все-таки вдвое легче, чем с мыслью о Дине, и даже не в Дестера, чем с мастером. Теперь я опять стал никем. То есть я стал сам собой. Теперь я был Уолтер Клеборн Роули, рядовой 26 лет от роду при короткой стрижке в пустых карманах. Добро пожаловать в этот мир. Я раздал друзьям костюмы, поцеловал подружек, встал на подножку вагона утреннего поезда и отправился в лагерь для новобранцев. Учитывая причины, приведшие меня туда, можно было считать, что мне здорово повезло. Дин в это же время простился с бейсболом. Его сезон закончился, его сезон закончился, его радиокоментаром. И Дин вернулся в родной город, где вел репортаж, где вел репортажи со всех матчей кардиналов. «Ни хрена эта работа меня не изменила», — сказал он. «Эт, чего это я буду меняться?» «Говорю, как умею, на простом английском». Так он и работал, под простачка. Публике нравилась гарематья, какую он нес в воздушном эфире. И Дин пользовался успехом и проработал на радио двадцать пять лет. Однако это уже другая история. А я и так уделил ему слишком много внимания. Покидая Чикаго, я ничего не остался должен этому городу. Часть четвертая В летную школу я не попал по причине слабого зрения, так что четыре года проковырялся в грязи. Я узнал все повадки червей, а также ползучих хищников, питающихся человечиной, от которых зудит вся шкура. Достопочтенный судья Чарльз Пи Макгаффин сказал, будто служба в армии сделает меня человеком. И, наверное, оказался прав, если считать, конечно, что вгрызание в землю, а также созерцание оторванных рук и ног есть подтверждение человекообразности. Насколько я понимаю, чем меньше рассказывать про эти четыре года, тем лучше. Вначале я всерьез подумывал уволиться по состоянию с дороги в запас, однако мне не хватило мужества. Я решил тогда тайно полевитировать, спровоцировать страшный приступ невыносимой боли, после чего меня, безусловно, вернули бы домой. Беда была в том, что у меня больше не было дома, и я, поразмыслив немного, понял, что предпочитаю неопределенность военного счастья полной определенности знакомой пытки. Я не стал настоящим солдатом, но и покрыл себя позором. Я делал, что велено, избегал лишних неприятностей, был на войне и не дал себя убить. В ноябре 1945 года, когда нас выгрузили с кораблей, все во мне перегорело, и я был не способен ни думать, ни строить планы. Года три или четыре я болтался, как неприкаянный, главным образом, по восточному побережью. Дольше всего я пробыл в Бостоне. Работал там барменом, играл на скачках, а раз в неделю ездил в итальянский квартал к Спиро резаться в покер и потому в деньгах не нуждался. У Спиро по-крупному не играли и выигрыши были от доллара до пяти, но если выигрываешь постоянно, в конце концов набегает неплохая сумма. Тем не менее, едва я решил было вложить сбережения в дело, везение кончилось, деньги уплыли, я влез в долги, а потом пришлось уносить ноги, пока эти акулы мои кредиторы меня не хватились. Из Бостона я перебрался в Лонг-Айленд, где нашел работу на стройке. Все годы шло бурное развитие пригородов, на стройках неплохо платили, так что я и внес свой скромный вклад в создание того мира, который мы имеем сейчас. Все эти домики, милые газончики, хрупкие саженцы, укутанные рогожкой, во всех в них есть и мой труд. Работа была нелегкая, но восемнадцать месяцев я выдержал. Однажды, сам не понимаю, почему, я дал себя уболтать и женился. Брак наш просуществовал не более полугода, теперь это словно в тумане, я даже почти не помню, как выглядела моя жена. А чтобы вспомнить, как ее звали, пришлось хорошенько напрячь мозги. Понятия не имею, что тогда со мной произошло. Я всегда был шустрый, умел легко схватывать ситуацию и поворачивать в свою пользу, а тогда вдруг раскис, перестал синхронить и в результате перестал чувствовать жилку. Жизнь проходила мимо и самое странное, что меня это устраивало. Никаких новых планов не было. Я никуда не рвался и ничего не искал. Я хотел только жить спокойно, хорошо делать свое дело и тихо плыть по течению. Мечты все остались в прошлом. Они все оказались пустыми, а я слишком устал, чтобы изобретать себе новые. Пусть теперь в этот мячик играет кто-нибудь другой. Я давно его уронил. И он не стоил того, чтобы за ним наклоняться. В 1950 году я перебрался на противоположный берег реки в Нью-Арк, где снял недорогую квартиру и в девятый или десятый раз после войны сменил занятия. Хлебопекарня компании Мейхофа держала больше двухсот рабочих, работавших в три смены и чего только не выпекала. Только одного хлеба у нас пекли семь сортов. Белый, пшеничный, ржаной, немецкий ржаной, хлеб с изюмом, хлеб с изюмом и корицей, хлеб баварский черный. Добавьте сюда печенье двенадцати сортов, кексы десяти сортов, булочки шести, сухари, панировочные сухарики, пончики, и вам станет ясно, что завод был огромный, а работал он двадцать четыре часа в сутки. Вначале я стоял у конвейера, где паковал в целлофановые пакеты нарезанные батоны. Я думал, я там самое большее на несколько месяцев, но привык. Работа понравилась, а платила компания очень неплохо. Запахи на заводе были замечательные. В воздухе плавали ароматы свежевыпеченного хлеба и сахара. И потому и смена пролетала быстрее. Часы не тянулись, как на прежних работах. Остался я отчасти поэтому, а отчасти потому, что примерно через неделю после моего появления мне начала строить глазки одна рыженькая малютка. Не ахти, какая красавица, особенно по сравнению с моими девочками в Чикаго. Однако в зеленых ее глазах горел огонек, и она задела во мне какую-то струнку. А я не стал долго раздумывать и быстренько с ней познакомился. За всю свою жизнь я совершил только два верных шага. Первый, когда в девять лет я уехал с мастером. Второй, когда принял решение жениться на Молли Фитт Симмонс. Молли привела меня в порядок. А учитывая, на что я был похож, когда приехал в Нью-Арк, работка ей досталась не из легких. Девичья фамилия ее была Куин, а лет ей в тот год, когда мы познакомились, было немного за тридцать. В первый раз она вышла замуж сразу, закончив школу, а через пять лет его призвали в армию. По рассказам, этот Фитт Симмонс был парень добрый, работящий, однако на войне ему повезло меньше, чем мне. Пуля догнала его в сорок третьем, в Мессине. И с тех пор Молли, бездетная молодая вдова, жила одна, сама зарабатывала на жизнь и ждала, что случится дальше. Бог знает, что во мне увидела она. А я к ней прилепился, потому что с ней было спокойно. Я снова стал самим собой и снова вернулась в мое остроумие. А Молли понимала толк в шутках. Ничего в ней не было яркого, ничем она не выделялась. В толпе на улице никто не обратил бы на нее внимания. Обыкновенная жена рабочего, толстоногая, толстозадая, которая, если и подкрасит реснички, так только когда идет в ресторан. Зато в ней, в Молли, был живой огонек. И пусть тихая, пусть задумчивая, она была по-своему острая штучка, поострее многих. Молли была добрая, терпеть не могла ссориться. За меня всегда стояла гора и никогда не стремилась кого-то из меня сделать. Хозяйка она была так себе, готовила ниже среднего, но это не важно. В конце концов, Молли была мне жена, а не служанка. Она стала мне первым после Эзопа и мамаши Сиу настоящим другом и первой женщиной, которую я полюбил. Жили мы в заводском районе, на втором этаже в доме без лифта, жили вдвоем, поскольку детей Молли иметь не могла. Женившись, я убедил ее уйти с работы, а сам остался у Мейхофа, где постепенно поднимался выше и выше. В те времена на одну зарплату вполне можно было жить вдвоем, а с тех пор, как меня назначили мастером ночной смены, то и говорить стало не о чем. По-прежнему моим понятиям жили мы очень скромно, но я очень переменился и перестал думать про всякие глупости. Два раза в неделю мы ходили в кино, по субботам обедали в ресторане, читали книги, смотрели телевизор, летом ездили отдыхать к океану, а почти каждое воскресенье встречались с кем-нибудь из родных Молли. Куинны были большая семья, ее братья и сестры все были женаты и замужем, и у всех были дети. Таким образом, у меня стало четыре деверя, четыре заловки и тринадцать племянников и племянниц. Немало для человека, у которого нет детей, но не могу сказать, будто роль дядюшки Уолта пришлась мне не по душе. Молли была у нас доброй феей, а я придворным шутом, маленький, крепенький, эдакий Рути Казутти со своими шуточками и дурацким смешком. Вместе с Молли мы прожили двадцать три года, что, разумеется, много, однако, меньше, чем я планировал. Я хотел состариться и умереть у нее на руках, а у нее оказался рак, и она умерла, когда я к этому еще не был готов. Сначала ей удалили одну грудь, потом вторую, и в пятьдесят пять лет Молли не стала. Родные помогли мне, как могли, но все равно это было невыносимо, и я на шесть или семь месяцев ушел в тяжелый запой. Я пил, и вскоре из-за этого потерял работу, и не знаю, что бы со мной было, если бы два моих деверя не взяли и не отвезли меня в больницу, где я хорошенько просох. В больнице святого Варнавы в Ливингстоне. Я прошел полный курс шестьдесят дней, и там, наконец, опять начал видеть сны. Я имею в виду не видение и не прозрение, а натуральные сны, яркие, похожие на кино. Я смотрел их там целый месяц. Может быть, причиной стали транквилизаторы и другие лекарства, которые я тогда принимал, не знаю. Но так или иначе, через сорок четыре года после моего последнего выступления ко мне снова, наконец, вернулся Уолт-чудо-мальчик. Каждую ночь я снова повторял свой путь с мастером. Снова садился в Пирс-Эр-Роу и ехал из города в город, снова выступал перед публикой. Я был невероятно счастлив. Я опять почувствовал радость, какую забыл много лет назад. Я ходил по воде на глазах у огромной, просто бескрайней толпы, безо всяких приступов головной боли, кувыркался, вертелся, крутился в воздухе с прежней ловкостью и спокойствием. Столько лет я так старательно все это в себе прятал, так отчаянно хотел крепко стоять на земле, а тут вдруг оно все вернулось, вспыхивая среди ночи ярким сиянием техникалора. Эти сны изменили все. Ко мне вернулось чувство собственного достоинства, и мне больше не было стыдно оглянуться назад. Не знаю, какими словами это еще объяснить. Это мастер меня простил. Он простил меня из-за Молли, из-за того, что я ее любил и страдал. И теперь он снова звал меня, просил, чтобы я о нем вспомнил. Не могу это доказать, но результат говорит сам за себя. Что-то во мне шевельнулось, и, покинув приют алкоголиков, я больше не пил. Мне было пятьдесят пять лет, жизнь моя лежала в развалинах, но я был почти в порядке. Когда же было сказано и сделано все, что нужно, то стало еще лучше. На лечение Молли ушли все наши сбережения. Я за четыре месяца задолжал за квартиру, хозяин грозил выселением, а единственное, что у меня осталось, это старый форт Фарлайн с помятой решеткой и неисправным карбюратором. Примерно через три дня после выхода из больницы мне из Денвера позвонил любимый племянник и сказал, что есть работа. Дэн в семье был самый способный, первый куин-профессор колледжа. И он уже несколько лет как жил в Денвере, с женой и ребенком. От отца Дэн узнал о том, что произошло, так что объяснять, как у меня обстоят дела с банковским счетом, было не нужно. Работка так себе, сказал он, но может, стоит сменить обстановку. Какая такая работка, спросил я. Будешь стражем порядка, ответил он так, чтобы меня не обидеть. Хочешь сказать дворникам, сказал я. Ну да. Укротителем метел, сказал он. Дворник нужен был в здании, где он вел занятия, и в случае, если я был готов перебраться в Денвер, он мог бы и замолвить словечко. Отлично. Почему бы, черт побери, и нет, сказал я, и еще через два дня сложил форт кое-какие пожитки и направился в сторону скалистых гор. Я так и не доехал до Денвера. Не потому, что вдруг сломалась машина, и не потому, что мне перехотелось идти в дворники, однако жизнь полна неожиданностей, и я попал совсем не туда, куда собирался. Все объясняется просто. Я был еще под впечатлением от больничных снов, дорога тоже навеивала воспоминания, и я, увидав пограничный щит штата Канзас, не смог удержаться от искушения совершить краткое сентиментальное старым местам и свернул на юг. Крюк небольшой, сказал я себе. А если я ненадолго задержусь, то Ден не рассердится. Я хотел часа два погулять по Вичите и посмотреть на дом миссис Виттерспун. Каким он стал? Как-то раз вскоре после войны я попытался отыскать ее в Нью-Йорке, но имени в телефонном справочнике не нашел, а название компании забыл. Я понял, что она умерла, как и все те, кого я любил. По сравнению с двадцатыми годами город здорово вырос, но скучище там была та же. Стало больше домов, людей и улиц. Но когда я присмотрелся, увидел, что как был он стоячим болотом, так таким и остался. Теперь они себя здесь называли «воздушная столица мира». И увидев эти торчавшие по всему городу рекламные щиты с таким плакатом, я здорово посмеялся. Они имели в виду построенные здесь авиакомпаниями заводы, а я невольно подумал о себе, о мальчике настоящей птице, у которого здесь когда-то был дом. Найти его удалось не сразу, поездить по улицам пришлось больше, чем я предполагал. Когда-то, много лет назад, дом стоял в стороне, на окраине, на обочине грунтовой дороги, а теперь, когда город разросся, дом влился в жилой массив. Теперь это была улица, которая называлась Коронада-авеню, и вид у нее был вполне современный, фонари, тротуары, черный асфальт на проезжей части, белая полоса, разметки посередине. Но выглядел дом отлично, тут и говорить не о чем. Кровельная дранка сверкала на фоне серого ноябрьского неба, свеженькой белизной, над крышей смыкались кроны огромных, посаженных еще мастером и ягуды деревьев. Кто бы ни были его хозяева, они за ним хорошо следили. А время облагородило, и теперь он смотрелся как историческая достопримечательность, почтенная реликвия минувшей эпохи. Я припарковал свой автомобиль и поднялся на крыльцо. День еще только клонился к вечеру, но в окне первого этажа горел свет, и я решил, что, клюш, я приехал, то пойду до конца и позвонил в звонок. Не людоеды же здесь живут, может быть, впустят в дом, покажут, как тут и что из уважения к прошлому. Больше я ни на что не рассчитывал. Просто войти и взглянуть. Стоять на крыльце было холодно, и я, в ожидании, пока мне откроют, невольно вспомнил, как попал сюда впервые, замерзший до полусмерти после блуждания в страшной метели. Мне пришлось позвонить еще раз, и тогда только раздались шаги, дверь открылась, но я так увлекся воспоминаниями о первой своей встрече с миссис Виттерспун, что не сразу сообразил, что женщина, которая стоит передо мной, она и есть. Старше, воздушней, морщинках, но все равно это была она. Та же самая миссис Виттерспун. Я узнал бы ее где угодно. С 1938 года она не потолстела ни на фунт. Волосы у нее были выкрашены в тот же рыжий пижонский цвет, а ясные голубые глаза были голубыми и ясными, как прежде. Ей должно было уже быть года 73 или 74, но на вид ей было от силы 60, в крайнем случае 63. Как всегда, в модном платье с прямой, как всегда, спиной и, как всегда, с сигаретой в зубах и со стаканом шотландского виски. Такую женщину не любить невозможно. За время после нашей с ней встречи мир успел рухнуть, воскреснуть, перемениться, а она оставалась такой же. Я узнал ее раньше, чем она меня, что было неудивительно, поскольку меня время пощадило меньше. Веснушки мои исчезли, я был ничем не примечательный человек, коренастый, плотный, с придевшими и посидевшими волосами в круглых очках на носу. Трудно было признать во мне того лихого Франта, с которым она обедала в ресторане у Леммеля 38 лет назад. На мне была обычная будничная одежда, рабочая куртка, штаны цвета хаки, башмаки грубой кожи, белые носки, а воротник у куртки я, стоя на ветру, поднял. Лица моего, вероятно, было почти не видно, да если бы и было. Я так устал, так извелся за время до и после запоя, что наверняка мне в любом случае пришлось бы назваться. Остальное ясно без слов, не так ли? Слезы были пролиты, рассказы были рассказаны, а мы все говорили и говорили и проговорили до ночи. Все было как в добрые старые времена на этой Кранаду-авеню. И не сомневаюсь, счастливее встречи не было ни у нее, ни у меня за всю жизнь. Сначала я рассказывал, что было со мной, потом она, и то, что случилось с ней, было не менее странно. Не менее неожиданно, чем то, что случилось со мной. Она отнюдь не умножила свои миллионы во время техасского бума. Скважины оказались без нефти, и она разорилась. Разведка в то время велась в основном на удачу, а о миссис Виттерспун не повезло. К 1938 году она потеряла девять десятых своего капитала. Разумеется, она все равно оставалась не нищей. Но из Лиги Пятой авеню пришлось уйти, а потом она еще несколько раз погорела и в конце концов собрала вещички и вернулась в Вичиту. Она думала ненадолго, соберется с деньгами и мыслями и поедет дальше. Однако все повернулось иначе, и война ее застала все еще в Канзасе. Перед этим бесчеловечным ликом миссис Виттерспун прониклась духом патриотизма, добровольно пошла в медсестры и четыре года проработала в военном госпитале Вичиты. Я с трудом представил себе ее в роли Флоренс Найтингел. Но миссис Ви была женщина неожиданная и хотя, конечно, любила деньги, но это ни в коем случае не означает, будто она ничего больше не ценила. После войны она опять открыла новое дело, на этот раз Вичите, и постепенно ее предприятие стало приносить хороший доход. Прачечные автоматы. После всех крупных операций с ценными бумагами, нефтью, звучит чуть ли не смешно, но почему бы и нет? Она одной из первых угадала коммерческие перспективы стиральных машин и, освоив практически незанятый рынок, здорово оторвалась от конкурентов. Когда мы встретились в 1974 году, у нее было двадцать прачечных в разных районах Вичиты и еще двенадцать в соседних городках. Называлась ее сеть «Чистый дом», и в сумме все эти пятачки и четверточки складывались в неплохой капитал. «А мужчина?» спросил я. «Сколько хочешь?» ответила она. «Больше, чем ты себе можешь представить». «А Орвил Кокс?» спросил я. «Умер. Его давно нет», сказала она. «А Билли Байглоу жив. Между прочим, живет здесь, за углом». После войны она взяла его к себе на работу, и он был ее менеджером, ее правой рукой до самого последнего времени, до тех пор, пока полгода назад не ушел на пенсию. Малыш Билли уже успел разменять седьмой десяток, а после второго инфаркта доктор посоветовал ему поберечь мотор. Жена у него умерла семь лет назад, дочери выросли, уехали, нет их здесь, так что, конечно, они часто видятся. «Лучше друга у нее не было за всю жизнь», сказала она. «И потому, как у нее потеплел голос, я догадался, что их отношения не исчерпываются беседами о сушилках и барабанах». «Ага», сказал я, «Значит, терпение вознаграждено, крошка Билли получил то, чего добивался». Подмигнула она озорно, как раньше. «Время от времени получает, смотря, в каком я настроении. Ей не пришлось меня связывать, вынуждая остаться. Работа дворника была бы только временной мерой, чтобы заполнить пустоту, так что я, найдя кое-что получше, не раздумывая, тут же переменил планы. Разумеется, дело было не в деньгах. Я вернулся к себе домой. И когда миссис Виттерспун предложила мне занять место Билли, я сказал, что готов начать хоть на следующий же день. Мне было все равно, что делать. Предложа она мне остаться посудомойкой и драйвить кастрюли, я сказал бы, да. Спать я стал наверху в своей бывшей спальне, вскоре освоился с бензином и делал для нее все, как положено. Следил за исправностью оборудования, подсчитывал прибыль, уговорил миссис Виттерспун расширить дело в нескольких направлениях, выстроить павильоны с пиццей, боулингом и пинболом. Каждую осень в город приезжают толпы студентов, которым нужно еще и быстро поесть и дешево отдохнуть, а я как раз тот человек, что может им это устроить. Не один час я сидел над расчетами столько, что отсидел все на свете, но мне нравилось опять быть у руля, и большинство из моих тогдашних проектов принесли неплохую прибыль. В следующие годы три-четыре дела наши неслись резвым галопом. Миссис Виттерспун даже назвала меня ковбоем, что из ее уст прозвучало как комплимент. Потом совершенно неожиданно умер Билли. У него случился новый инфаркт, причем случился за городом, в гольф-клубе Черокий Экрос, и когда врачи добрались до него, было уже поздно. Миссис Ви после этого впала в ступор. Перестала ходить со мной по утрам в контору, предоставила мне принимать решение и вообще, казалось, утратила интерес к делу. Я после смерти Молли прошел через то же самое, однако у миссис Ви не было утешения, что время все лечит. У нее было все, кроме времени. Билли боготворил ее пятьдесят с лишним лет, а теперь он умер, и его никто не мог заменить. Как-то ночью, в разгар ее горя, я лежал с книжкой в постели и вдруг услышал, как она внизу плачет. Я спустился, вошел к ней в комнату, мы поболтали, потом я ее обнял и баюкал, пока она не уснула. Я и сам не заметил, как тоже уснул, и утром проснулся под одеялом в ее большой двуспальной постели. Это была та самая постель, которую она когда-то делила с мастером, и теперь, значит, наступила моя очередь спать с ней рядом и стать тем человеком, без которого нельзя жить. Главным образом, это было ради удобства и ради компании. Было приятнее спать не в двух, а в одной кровати, однако не стану уверять, что в нашей постели не вспыхивал огонь. Когда человек стареет, это отнюдь не означает, будто ему чужды страсти, а совесть, если и мучила меня поначалу, то потом быстро угомонилась. Следующие одиннадцать лет мы жили, как муж и жена. Не думаю, что должен стыдиться этого. Да, много лет назад она годилась мне в матери, но тогда я был уже старше многих из ваших дедушек, а когда доживешь до этого возраста, то не обязан играть по правилам. Тогда идешь просто куда тебе нужно и делаешь то, что дает тебе жить. Почти все время, что мы прожили вместе, она оставалась в добром здравии. В восемьдесят пять лет она все еще выпивала до ужина два своих виски, время от времени выкуривала сигарету и, как правило, была достаточно бодрой, чтобы самой привести себя в порядок и прокатиться в огромном синим кадиллаке. Она прожила то ли девяносто, то ли девяносто один год. Я никогда не знал точно, в каком веке она родилась. И все время была на ногах и слегла только в последние восемнадцать месяцев или около этого. Под конец она почти потеряла зрение, слух, почти не вставала с постели, но, несмотря даже на все это, все равно оставалась с собой. И я мог бы нанять сиделку или отправить ее в дом престарелых, но не сделал ни того, ни другого, а продал бизнес и сам стал выполнять всю черную работу. Я слишком многим был ей обязан, разве не так? Я купал ее и причесывал, носил на руках по дому, мыл ей задницу после каждого мелкого происшествия, как когда-то она вымыла мне. Похороны я ей устроил классные. Много для этого сделал и не поскупился. После нее все стало моим. Дом, автомобили, деньги, которые она заработала сама, деньги, которые для нее заработал я. И поскольку их в моей кухонной банке было вполне достаточно, чтобы безбедно прожить следующие семьдесят пять или даже сто лет, я решил устроить такие проводы, каких отродясь не видывали в Вичите. На кладбище ее сопровождал эскорт из ста пятидесяти машин. Движение остановилось на несколько миль вокруг. Улицы были перекрыты полицией, а потом после похорон поминки продолжались до трех часов ночи. И одному богу известно, сколько народа пили за ее упокой, зажевывая виски ножкой индейки или пирожным. Не скажу, будто я стал одним из самых уважаемых в Вичите людей. Но кое-какое уважение тем не менее заработал. И люди вокруг знали, кто я такой. Так что, когда я попросил их прийти почтить память Марион, они пришли всей толпой. Это случилось полтора года назад. Первые месяца два я слонялся по дому, не зная, куда себя деть. Садоводничать я не любил никогда. Гольф, в который я пробовал играть дважды, казался мне скучным. Мне было 76, и открывать новый бизнес не хотелось. Для Марион бизнес был как игра. Она все умела зажечь. А без нее это было неинтересно. Бессмысленно. Я решил на несколько месяцев покинуть Канзас и начать путешествовать. Однако не успел я решить, куда сначала поеду, как мне пришла в голову мысль написать книгу. Не знаю, как это получилось. Просто однажды утром я проснулся, а меньше, чем через час, сидел на втором этаже в гостиной за письменным столом с ручкой в руке и думал над первой фразой. Я точно знал, что делаю то, что должен, а уверенность моя была настолько сильная, что теперь я нисколько не сомневаюсь. Решение это пришло во сне. В одном из тех самых снов, которых не помнишь, которые забываются в ту самую секунду, едва проснешься и откроешь глаза. Начиная с прошлого августа, я работаю ежедневно, неуклюже, по-стариковски, подыскивая слова. Начал я в школьной тетради из дешевого магазина, в толстой тетради с плотной, черно-белой, в мраморных разводах обложкой, с широким расстоянием между голубыми строчками. А теперь их у меня набралось почти тринадцать, по одной за каждый месяц работы. Я никому еще не показывал ни страницы. И, подойдя к концу, думаю, что это правильно. Так и должно быть, по крайней мере, до тех пор, пока я все не закончу. Каждое слово в этих тетрадях правда, но, черт возьми, могу спорить на обе руки, мало кто в это все поверит. Не то чтобы я боялся, что меня назовут лжецом, но у меня слишком мало осталось времени, чтобы тратить его на препирательство с дураками. Я достаточно их навидался, когда мы ездили с мастером. К тому же, мне есть чем заняться, когда я закончу книгу, и это куда важнее. Первое, что я сделаю завтра, это утром отправлюсь в банк и все тринадцать тетрадей положу в депозитный сейф. Потом на соседнюю улицу к моему адвокату, Джону Фаско, где сделаю дополнение к завещанию и напишу, что тетради получит мой племянник, Дэниел Куин. Дэн сам сообразит, как быть с книгой. Исправит орфографические ошибки, найдет машинистку, которая все перепечатает набело, а потом, когда мистер Вертигу выйдет, уже ни один придурок не сможет меня достать. Я уже буду мертв. И можете мне поверить, вот тогда я хорошо посмеюсь над ними. Сверху ли, снизу ли, как получится. Последние четыре года убирать наш дом несколько раз в неделю приходит женщина. Зовут ее Иоланда Эбрам. И родом она с какого-то из островов, где тепло, с Ямайки или Тринидада. Я забыл, откуда. Женщину эту не назвать разговорчивой. Однако мы знакомы достаточно долго и успели познакомиться друг с другом поближе, а когда слегла Марион, она очень мне помогла. Лет ей от тридцати до тридцати пяти. Она чернокожая, пышная, с плавной, красивой походкой и с великолепным голосом. Мужа, насколько мне известно, у Иоланды нет. Зато есть сын. Восьмилетний мальчик по имени Юзов. Я наблюдаю за ним, пока мать водится по дому каждую субботу в течение четырех лет, то есть пол его жизни. И, зная его теперь в действии, могу твердо сказать, что мальчишка еще тот геморрой, мелкий смышленый паршивец, который весь смысл своего пребывания на земле видит в том, чтобы учинить как можно больше проблем. В довершении ко всему он на удивление безобразен. У него худое, острое, ассиметричное лицо и костлявое, жалкое, тощее, как палка тела, хотя он растет, набирает вес и с каждым фунтом становится сильным и ловким, как задние крайние в НБА. Моим собственным пяткам, икрам и пальцам не раз доставалось от этого сорванца. И я за это его терпеть не могу, но в то же время я в нем вижу себя в его возрасте, а лицом он напоминает Эзопа, причем настолько, что когда мы с Марион его увидели в первый раз, то едва не потеряли дар речи. Потому я прощаю ему все проделки, ничего не могу с собой сделать. Мальчишка просто чертенок, наглый, дерзкий, самоуверенный, но еще в нем есть и свет жизни. И я люблю наблюдать, как он, очертя голову, бросается в пучину новых неприятностей. Глядя на Юзефа, я понял, что нашел во мне мастер Иегуда. И что он имел в виду, когда говорил про дар. В этом мальчишке тоже есть дар. Если я когда-нибудь соберусь с духом, чтобы поговорить с матерью, я с удовольствием возьму его к себе. Он начнет там, где остановился я, а потом пойдет дальше и сделает то, чего не делал никто никогда. Бог ты мой! Вот ради этого стоило бы пожить подольше, не так ли? Этот старый, затраханный мир опять заиграл бы красками. Вся проблема в тридцати трех ступенях. Одно дело сказать Юоланде, что я мог бы научить ее сына летать, но, предположим, она согласится, и что дальше? Даже мне становится дурно, когда я об этом думаю. Я сам на себе испытал жестокость и боль, так как же я причиню страдания? Таких как мастер больше не делают, и таких как я тоже больше не делают, глупых, доверчивых и упертых. Мы теперь живем в другом мире, и сегодня вряд ли получится сделать то, что сделали мы с мастером. Люди этого не позволят. Они позовут полицейского, напишут своему конгрессмену, вызовут семейного доктора. Мы утратили твердость, и возможно, поэтому в мире стало немного уютнее, не знаю. Однако я точно знаю, что все равно за все нужно платить, и чем больше ты хочешь, тем дороже заплатишь. Но, возвращаясь в памяти к временам в Сиболе и моей страшной инициации, я задаюсь вопросом, а что, если все-таки все можно сделать иначе? Когда я, в конце концов, впервые приподнялся над полом, то это не потому, что он меня научил. Я сделал это один, в холодной, остывшей кухне, наплакавшейся, в отчаянии, когда душа рвалась прочь, и я больше не знал, кто я. Может быть, только отчаяние и важно? В этом случае испытание, которое он мне устроил, не более чем хитрость, фокус, которым мастер заставил меня поверить, будто я движусь вперед, когда на самом деле я никуда не двигался до тех пор, пока не упал ничком на пол. Что, если не было этих ступеней? Что, если все произошло тогда в один миг, молниеносный, преображающий миг? Мастер ягуда был старой из школы, и он был мудрец, сумевший заставить меня поверить в его фокусы и высокопарную дребедень. Но что, если его путь не единственный? Что, если есть другой, простой и прямой, когда все происходит изнутри, и тело само включает в себя новый режим? Что тогда? Если честно, я не верю в некий особый талант, который якобы нужен, чтобы подняться над землей и поплыть по воздуху. Это есть во всех. В каждом мужчине, в каждой женщине, в каждом ребенке и каждый, при условии, конечно, что будет упорно работать, способен повторить трюки, которые делал Уолт, чудо-мальчик. Нужно забыть, кто ты есть. С этого все начинается. Все остальное потом. Нужно дать себе испариться. Расслабьте мышцы. Дышите. Дождитесь, пока не почувствуете, как душа выплывет из тела. И тогда закройте глаза. Вот так это и происходит. Пустота внутри становится легче воздуха. Постепенно тело начинает весить столько же, сколько и пустота. закрываешь глаза, раскрываешь в стороны руки, даешь себе испариться. А потом опять постепенно отрываешься от земли. Вот так. Конец книги. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Январь 2005 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ерисанова. Коррекции Коррекции